Бакаев А.Г. Шаг за шагом к божественным знаниям и наукам. Часть 1. 1999 год. Введение. Дорогие люди, вы прошли немало по земному жизненному пути, но не подошли, еще к главному, божественности души и раскрытию любви в вас. Когда-то давно человек планеты Земля знал законы космоса, которые зиждутся на одном, и самом главном, на том, что не повелевает, но управляет процессами во вселенных и развитием мироздания, это любовь. Но с течением времени люди отошли от Бога, утеряли те бесценные, крупицы знания о свойствах любви, отраженных в поступках, мыслях и словах человека. И посмотрите, к чему вы пришли, мир на грани развала, Земле угрожает Третья мировая, война которая будет последней, так как планета может погибнуть. Мало остается на для здоровых людей. И с каждым годом их будет все меньше и меньше. Вы потеряли настолько много, отойдя от Отца, что безнадежно зашли в тупик, где вас крепко держат в своих руках темные силы. Видя это Бог посылает вам помощь и надеяться на просветление умов, сердец и ваших душ. Сейчас темные силы транслируют по всем вселенным. Уродливые мыслеформы, более всего обрушиваются на нашу планету и на нас. Не пугайтесь, но всегда умейте дать отпор, умейте разглядеть за красивой вывеской ее глубинную суть. Сейчас у нас удивительный период накопления знаний и приобретения опыта. Вам, откроются многие тайны космоса для того, чтобы вы смогли осознать глобальность происходящих сейчас во Вселенной процессов и помочь Земле выжить в очень нелегкий для, нее момент. Капля за каплей мы будем пополнять ваши знания и шаг за шагом уводить, вас вперед по пути открытия священных тайн космоса. Положитесь на Бога, с радостью. Примите все и не сопротивляйтесь тому, куда и как ведет он вас. Сейчас у вас пойдет, процесс отсекания всего ненужного и формирования нового изумруда знаний самой высшей пробы. Этот процесс не прост и не безболезнен, но игра стоит свеч. Вы будете, становиться час от часу сильнее и уходить дальше и дальше по пути, открытому Богом. Много планет посылают сейчас вам помощь и участвуют в каждом вашем добром деле, чтобы помочь вам многое понять, исправить и подняться духовно. Вы много потеряли времени. И сейчас Бог, несмотря на то, что многие еще не готовы, открывает перед вами истинные и жемчужины Божьей любви. Отнеситесь к ним бережно, чтобы не растоптать, не раздавить их земным и грубым, нечутким и бестактным подходом. Космическая литература очень поможет вам в вашем духовном росте и укрепит те аспекты духа, что еще слабы. Мы даем всестороннюю и очень серьезную информацию. Настройтесь на четку, глубокую и глубокую работу чтения. Попросите Бога о том, чтобы он помог вам правильно понять и принять то, что здесь есть. Успехов вам, мои дорогие люди, Бакаев А.Г. Планета Земля и ее прошлое. Много миллионов лет назад земляне летали в космос и согревали планету, данную, им Богом, любовью и добротой. Они творили вокруг себя свет и несли воды живого и, вечного источника любви каждому встречному на Земле и в космосе. Много тысячелетий отделяет нас с вами от них, но у Бога все сходится в вечности, и превращается в одну точку, так мы можем проникнуть с вами в святая святых нашей. Планеты, планеты Бога с именем Земля, мы можем одновременно увидеть все от начала, сотворения до конца завершения небесного цикла ее существования и реальные возможности ее роста. В то время была предпринята попытка объединить все человечество Земли и жить. Свободно и счастливо по законам любви, добра и равенства. И тогда это удалось землянам. Это был их золотой век. На Земле все процветало. Было два солнца. Климат был умеренный, зим и ночей, не было. Планета Земля излучала такое же свечение, как другие чистые планеты. Мир, был полон красок и чудес, источники воды были все целебными, травы, коренья и даже. Сам воздух были пропитаны живительной силой. Земля давала богатый урожай. Планету заселяли красивые и талантливые люди, они любили и почитали Бога, жили в согласии с природой, разумно использовали ее богатство. Люди редко болели, жили долго, около тысячи лет, и у них рождались дети даже в престарелом возрасте. Знания, полученные от Бога, люди применяли на благие дела, наука, техника и культура, достигли высокого уровня развития. Люди строили космические корабли. Они умело путешествовали во времени и пространстве, контактировали и сотрудничали с иными, высшими цивилизациями. Многие люди сознавали свою уникальность и исключительность. Они загордились, пошли неверным путем, отвернулись сначала от братьев, потом от Бога. И на Землю пришла беда, море воды обрушилось сверху, прошли страшные землетрясения, исчезли многие материки, а с ними многие люди, что пророчили себе большое, светлое будущее. Они ушли в небытие, им не вернуться оттуда уже никогда. Люди не, поняли главного, надо ценить и любить то, что дает Отец, и уметь это защищать. Сколько вреда было принесено планете с тех времен, одному Богу только известно. А причина одна, люди не смогли правильно воспользоваться знанием, что дал Отец. Потеряли бдительность. Они позволили кораблям темных сил разрушить ту защиту, что, подарил им Бог, и с тех пор Земля превратилась в планету чистки грешных душ. В ауре Земли произошли большие изменения. Люди своим неправильным поведением, безбожием, агрессией, жадностью, ненавистью, мстительностью превратили ее ауру, в черный шар. Человек стал черстветь душой, ему показалось, будто он может делать все, что ему вздумается не считаясь законами Бога. Люди отошли от Бога, но Бог неоднократно давал возможность людям через своих посланников выйти на правильную дорогу. Примером тому Атланты, об Атлантиде, экспедиция добровольцев, посланная Богом на землю, высадилась в районе Уральских гор, на месте будущего города Перми. Высокие цветловолосые, голубоглазые люди, основали здесь свое поселение. Они занимались хлебопашеством, скотоводством, из богатых уральских руд получали всевозможные материалы, которые применяли для строительства летательных аппаратов. Летательные аппараты использовались для полетов над землей, это была специально подготовленная группа людей. Они владели знаниями от Бога, которых на земле в то время не было, их миссией было, распространить эти знания и поднять цивилизацию, существовавшую тогда, на более высокий уровень развития. Знания и возможности Атлантов были удивительны для людей того времени. Люди принимали их за богов, сошедших с небес на землю, цивилизация стала распространяться на юг до нынешнего Ирана и Индии. Они, обучили народы разным ремеслам, научили выплавлять сталь, медь и обрабатывать их, научили полуразвитые племена изготовлять орудия труда, несложную технику для обработки материалов и многое другое полезное для развития человечества. Атланты дали людям и духовные знания, а также знания по математике, астрологии и другим наукам. Пришельцы несли им свою культуру. Особенно развивалось искусство пения, музыки и танца. Но люди не могли достичь тех высоких знаний, которыми обладали атланты. Многие знания не были приняты тогда, либо были использованы во вред другим людям. Изготовляя оружие для охоты на зверя, люди стали применять его для убийства себе подобных. Эти знания оказались преждевременными, так как уровень духовности людей не соответствовал им, полученные знания народы употребили во зло. Они стали делать оружие для захвата новых территорий, для обогащения и начали вытеснять светловолосых, с их земель. Они совершали набеги на северные земли, где жили мирные люди, принесшие им культуру и ремесла. Бог решил переселить мирных атлантов в другое место, чтобы они не погибли. С помощью летательных аппаратов, тогда еще не очень мощных, высокие светлые люди, переселились на другой континент, находящийся в Атлантическом океане. Часть атлантов осталась на материке, смешиваясь с желтой расой людей земли. Они образовали впоследствии русую расу. Отсюда и пошел русский народ, потомки бывших атлантов, для переселенных Бог создал все условия для нормальной жизни и процветания. Это был великолепный остров, теплое течение обогревало его. Урожай собирали два раза, в год, климат был субтропический. Атланты построили прекрасные города, чудесные райские сады окружали их. Атлантида богатела день ото дня. Слава о ней разнеслась легендами по всему свету. Но свои возможности, данные Богом, атланты стали использовать в угоду сребролюбивым правителям. Прошло еще много лет, постепенно умами людей завладели совсем другие ценности. Богатство, деньги, стяжательство изменили их до неузнаваемости. Нравы резко упали. Хотя цивилизация была еще сильна, на космических кораблях летали даже на другие планеты. Бог несколько раз давал предупреждение атлантам через своих пророков, но они, их не слушали. Тогда, в назидание последующим поколением Земли, погибла Великая Атлантида, ушла под воды океана. Настоящее и будущее Земли. Со времени сотворения Земли на ней прожило несколько миллионов поколений. Погибло уже восемь цивилизаций, и девятая заканчивает свое существование на Земле. Во все времена жизни законы бытия были одни и те же, любовь к Богу и любовь к ближнему. Менялись нравы, обычаи, но законы бытия не менялись. Люди повсеместно нарушали их, много грешили, в итоге приводили к гибели целые цивилизации. Вот и сейчас наступили тяжелые времена жизни на Земле, когда люди отошли от Бога, опустошили свои души, отравили их ядом безверия, эгоизма, жестокости и загубили себя и свое будущее. Бог создал Землю, эту одну из самых прекраснейших планет, на радость людям. Творцом задуман гармоничный мир, нарушение человеком гармонии ведет за собой сбои. В жизни отдельных участков Земли, из недр Земли выбрано много полезных ископаемых, выкачана нефть, изменяется климат Земли. В одних местах льют беспрерывные дожди, в других стоит многодневная сушь и жара. Здесь не будет урожая, и люди будут обречены на гибель. Но в этом виноваты они сами. Несмотря на многочисленные предупреждения, люди Земли упрямо не хотят изменяться в лучшую сторону, а катятся вниз, на своем пути, губя всю планету. Она до того, вся изранена и отравлена, что похоже на тяжело больного человека. Земля загажена, мало. Осталось чистых уголков, не загрязненных отходами всевозможных производств. Земля покрыта тоннами пыли, которая содержит много ядов, губительных для всего живого. Нефть, разлетая по поверхности морей, рек, приводит к гибели их обитателей. Природа гибнет, а вместе с ней идет медленное умирание человечества. Хищнически. Уничтожаются леса, особенно Сибири и Урала. Много участков Земли с повышенным. Радиационным фоном. Отходы атомных производств загрязняют окружающую среду, отравляют почву, подземные воды, большой ущерб наносят ядерные испытания. Люди бешебашно, легкомысленно относятся к природе, а значит к себе и к своим потомкам. Сейчас все чаще и чаще идут предупреждения в виде аварий, неожиданных погодных изменений, сильных снегопадов, оползней, наводнений, землетрясений, исчезновения, людей, самолетов, кораблей и так далее. Люди Земли мало во всем этом разбираются и объясняют случившееся по-своему, хотя причины совершенно в другом. Человечество своей, бездуховностью, живя самостью, распространило вокруг себя много грязной энергетики. Идут распри между народами и в семьях, идет вражда и непонимание друг друга. Если бы люди Земли жили с Богом, содержали в чистоте своей души и планету, то таких бы бет не случалось на Земле никогда. В настоящее время люди своими грязными мыслями, словами и деяниями породили много отрицательной энергетики, которая буквально окутала весь земной шар черным, покрывалом, прорвала защиту озонового слоя и вырвалась в космическое пространство, отравляя близлежащие планеты Солнечной системы. По законам космоса она бумерангом, возвращается обратно тем, кто ее породил. Многое прояснится позже, и люди поймут, что вступили в свои права времена, апокалипсиса, времена расплаты за грехи человеческие. Люди Земли много грешат, даже, не сознавая, что губят свои души. Они мечутся в поисках материального, не заботясь о душе, так много на Земле зла и насилия, стяжательства и обмана, столько накопилось грязи духовной, что отмываться она будет через большие человеческие жертвы. Из средств массовой информации мы уже сегодня видим, что так оно и происходит. Там где много зла на Земле, идут войны и пролито много крови, время от времени происходят природные катаклизмы и катастрофы, идет отбор душ человеческих, кто живет по законам Божьим, а кто их не признает. Так очищается планета от людской грязи. Мы с вами стоим у порога нового тысячелетия и новой эры, эпохи Водолея и нового золотого века Земли, который совпадет на сей раз с золотым веком Вселенной. Это, большой праздник для всех нас и перед нами, как и перед нашими предшественниками. Стоит та же задача единения с Богом. Это очень непростая задача, но только при ее решении у Земли возможно будущее. Это будет новая светлая и простая жизнь, новая миссия планеты Земля, и совсем, другой, более высокий полет. Планета чистки войдет в круг сияющих и счастливейших планет Бога. Так давайте же приложим все наши силы, чтобы реализовать эту непростую, но, радостную часть Божественного плана, и станем все одной дружной космической семьей. О близких и далеких мирах, а, Господи, смотрю я в бесконечность. Там звезды, солнце и энергии Wi-Fi. В тебя я верю, значит верю в вечность. Всех дел, всех помыслов, всех милостей твоих. Весь космос представляет собой безграничное пространство. В нем Богом созданы миллиарды звезд и планет, населенных людьми и другими существами, имеющими душу и разум. В основном планеты заселены людьми, подобными земным, но с еще более красивыми лицами более высокого роста. Люди редко болеют, а изношенные органы или целые системы заменяют новыми, выращенными из клетки самого человека. Планеты не перенаселены так, как Земля, все развивается соразмерно живущим на планете, нет излишеств и нет ни в чем недостатка. Планеты берегут, не засоряют отходами, все идет в дело, либо энергетически сжигается. Люди космоса любят и чтят Бога, Отца, на этих планетах чистая энергетика. Их населяют высокодуховные люди, живущие, в гармонии с природой, на планетах нет денег, нет гонки за наживой, и поэтому природные запасы здесь используются не эгоистически, а разумно. Обычно заводы расположены в недрах планет, чтобы не загрязнять и не уничтожать окружающую среду, отходы производства находят разумное применение, на поверхность ничего не выбрасывается, склады готовой продукции находятся также в недрах. Планеты. Промышленные предприятия закодированы, нельзя их уничтожить или проникнуть внутрь постороннему. На многих планетах строят космические корабли, посредством которых идет сообщение между людьми разных планет, обмен продукцией, обмен научными достижениями, культурой, и все это для блага людей. На каждой планете жизнь не похожа одна на, другую, Богом так все дивно устроено, что нигде ничего не повторяется. На то есть промысел Божий. В космическом пространстве кроме заселенных планет имеются и звезды, которые. Играют роль генераторов энергии, управляющей движением космических тел. Все тела. Движутся по строго отведенной им орбите с определенной скоростью. Нарушая божественные законы, накапливая отрицательную энергетику, люди Земли, сами того не подозревая смещают положение оси планеты что может привести к непредсказуемым последствиям. Космическое пространство делится на большое количество вселенных, а те в свою. Очередь делится на галактионы. В Солнечной системе известно 9 планет. Эти планеты. Люди Земли изучают всевозможными способами, но точно о них ничего не знают. На. Них не обнаруживают жизни, потому что иные миры не дано видеть обычным для людей способом. Все планеты Солнечной системы относятся к планетам чистки, где души чистятся. От грехов. Планета Земля разделена на слои чистки. Грешные души чистятся не только. На поверхности Земли, где светит Солнце и так прекрасен мир, но и в воздухе, и в недрах Земли. В воздухе чистятся непрекаянные души самоубийц. В случае самоубийства. Душа очень долго может находиться подле своего тела. Это является большим испытанием, так как душа сознает, какую величайшую ошибку она совершила. Душа будет до. Тех пор пребывать на Земле, пока отец не решит вопрос о ее дальнейшей эволюции. Как правило, такие души уходят в жесткую чистку или подлежат разрушению. На Землю. В форме человека они не придут еще очень долго. Самоубийство, это всегда снижение. Уровни бытия души, причем настолько мощные, что можно перечеркнуть одним махом. Сотни жизни. Все зависит от уровня агрессии и ненадеяния на Отца, от мотивов и обстоятельств. Но очень часто причина одна, гордыня. Под землей, в ее недрах, есть шесть слоев чистки не считая магмы где чистятся, души в различных телах, отличных от земных, за более тяжелые грехи. Человек, живя на Земле, понятия не имеет о мирах, окружающих его. А между. тем существует много загадочных миров, параллельных нашему миру. Туда иногда попадают люди, живущие в нашем мире, иногда слышат голоса тех миров. В помощь человеку посланы Богом светлые духи. Это духи гор, лесов, полей, растений и минералов. Светлые духи помогают Земле растить все живое, они энергетически чистят воду, землю, заряжают соответствующей силой растения и минералы, которые человек потом может использовать для лечения. Рядом с людьми живут духи домов, домовые, они не только, охраняют их от темных сил, но и предостерегают об опасности щелчками и другими звуковыми сигналами. Светлые духи действуют только в помощь людям. Земля, школа жизни. Нет вины в том ничьей, что душой пережито. Так училась она, понимать все и всех. Люди даже и не представляют, какую большую школу жизни они проходят на, земле, жизнь здесь, это сплошные уроки, испытания души на веру в Бога. На жизненном пути человека встречается много трудностей, везде он получает уроки, в семье, на, работе, в транспорте, в разных житейских ситуациях, люди проходят испытания на все. Пороки души человеческой, злобу, ненависть, зависть, жадность, ревность, похоть, гордыню, лень, пьянство, наркоманию, предательство, обман, вороство, испытания славой и властью. В жизни бывают и более сложные испытания, это на веру в Бога, любовь к ближнему, стойкость, мужество, взаимовыручку, терпение и терпимость к другим. Душа, закаляется и очищается в испытаниях, преодолевая пороки и приобретая светлые качества. Проявление добра и зла в жизни человека играет большую роль, ибо это те два, качества, которые лежат в основе всех дел, всех начинаний, всех поступков человека. Добро несет положительную, энергетику, светлую и радостную, приближает человека к Богу и Свету. Зло противоположно добру, несет негативную, темную энергетику, отдаляет человека от Бога и Света. Степень проявления и воздействия на человека этих качеств может быть самой различной, от улыбки встречному до дарения любви всему миру, от улучшения настроения до желания помочь другим обрести любовь, от брони до убийства, от обиды до страха. Добро и зло, это все творение человека, принимающего излучение или вибрацией, излучающего их после самостоятельно, то есть пассивный объект, на который направлено воздействие, принимая энергетику, впоследствии также творит или излучает ее. Вибрации, добра направлены изнутри вовне с улыбкой любви и радости всему, что встретилось на пути. Вибрации же зла только внешне напоминают воздействие изнутри вовне, так как, излучающие зло, то есть низкие монотонные, еле живые вибрации, уродливые и негармоничные по форме и сути, всегда заботятся лишь об одном, как возвыситься самому и, починить, поработить другого, поэтому здесь процесс взаимодействия как энергетических, так и внешних, то есть материальных форменных структур, иной. Если добрый, привык отдавать и дарить, то он во взаимодействии с кем-то или с чем-то становится, лишь проводником света, не больше и не меньше. Он сам ничего не излучает, запомните, об этом четко, и пусть у вас не будет ни одной мысли обольщения на этот счет. Когда человек не просто подарит любовь, свет и доброту, а значит энергию, а прольет силу. Бога тому, кто оценит и не нанесет вреда, уничтожив свет, тогда космос, часто незаметно для человека, откроет в нем, точнее в энергетических структурах головного мозга, такие потаенные каналы, через которые будет проходить особая энергия Бога, и включится. Особая программа самозащиты и автоматическая программа преобразования зла, направленного на этого человека, в энергии положительные. Человек, сложная система, в которую ввязано и зло, и добро. И в ней, как на ладони, раскрывается, что представляет собой человек. Все зависит от того, каких качеств, нем больше, что преобладает, добро или зло. Чем добрее человек, тем больше светлых чувств он способен вместить, тем сильнее его любовь к Богу, людям ко всему, что его окружает. Своей добротой он способен, помочь всем, кто нуждается в его помощи. Доброта делает лучше и чище не только самого человека, но и всех, кто находится рядом с ним. Злой человек несчастен, обделен радостью. Он не может улыбаться встречному и, радоваться всему, что его окружает. Он вызывает у окружающих дискомфорт, и люди, стараются обойти его стороной. Он становится отчужденным. Душа его томится, ищет. Выхода, а человек не может понять, что причина раздражения и беспокойства заключена. В нем самом. Злой человек, сам жертва своей злобы, мешающая ему жить радостно. Любви ко всему миру. А ведь этому легко помочь, лишь стоит стать добрее. Человек сразу ощутит перемены, весь мир повернется к нему своей лучшей стороной. Доброта, чувство, способное совершать поистине великие чудеса. Лишь добрый. Сердцем способен понять горе другого, помочь ему словом и делом. Доброта наполняет мир светом и счастьем. Познание добра происходит у людей с познанием любви к Богу, человеку, ко всему, что его окружает. Добро и любовь неразрывно связаны друг с другом. Только добрый человек способен дарить свою любовь миру, невзирая на трудности, неудачи, неприятности. Помогая миру, человеку, помогаешь Богу. Любя мир, человека, любишь, Бога. В каждом человеке есть частица Бога. И не беда, если человек заблудился в жизненных трудностях, в житейской суете. Нужно помочь ему вспомнить, что он человек, дитя Бога, его любимое творение. Суть человеческой жизни и смысл ее заключается в очищении от всего отрицательного, чтобы стать проводником добра и любви, в котором сможет пребывать Святой Дух. Каждый человек, идущий по пути совершенствования, получает много уроков. Дорога к Богу нелегкая, это крутой подъем со многими виражами. Бывают подъемы и падения. Их бояться не надо, это учеба, закалка души на все случаи жизни. Главное, не, потерять веру в Бога, в его могущество и милосердие. Бог своих детей никогда не покинет, всегда поможет выбраться из любой ситуации, как бы необычайно трудно она ни была. Человек приходит в этот мир, пройдя определенный круг в своем развитии. Чем, душа человека чище, тем ближе она к Богу, тем на более высоком уровне развития она находится. Это своеобразная спираль, по которой из жизни в жизнь идет душа в своем, развитии и познании истины. На каждом своем уровне человек проходит ряд испытаний, которые даются ему, для осознания и приобретения опыта. Если все пройдено, осознанно, отработано, человек, переходит на следующий уровень, и так далее до полного осознания и очищения. Чем, выше уровень, тем сложнее испытания даются человеку, и без азов, любви, добра, веры, в Бога, человеку не подняться. Итак, проходя круг за кругом, человек постепенно начинает отходить от земного, материального плана, к нему приходит понимание того, что все плотское, все проявления низшего и авторичны, а первичен дух, душа, Бог, как частица каждой души, ведущей ее к очищению, осознанию духовной жизни, к слиянию с Божественным. Человек начинает постигать всю иллюзорность земного плана и в каждой частичке, в каждой травинке видит проявление высшего разума, проявление Божественного. Все, что раньше человек считал важным, первичным, теряет свою значимость. Осознание духовного заставляет человека взглянуть на жизнь по-другому. И это очень важно, ибо человек задумывается о смысле жизни, о своей задаче на земле, о том, что ожидает его душу, когда она закончит земной путь. Человек переосмысливает и переоценивает прожитые годы. Стремясь к Богу, человек старается изменить себя в лучшую сторону. Так постепенно, шаг за шагом происходит отрыв человека от земного, о земном. Так прости же нас, Боже Всесильный, умудри, вразуми во всем нас, охрани, огради от уныния, пробуди от греховного сна. Человек идет к Богу через самосовершенствование, отбрасывая все земное и приобретая Божественное, земное, то есть земные привязанности и пороки, агрессия, злоба, пьянство и курение и так далее, это любовь к самому себе. Они убивают стремление, души к Богу, то есть отдаляют ее от Отца. Очень непросто отходить от земного, особенно сейчас, когда люди начинают, осознавать, что шли не туда, бывает потеряно зря 20, 30, 60 лет. Но это не главное. Важно остановиться здесь и сейчас, все переосмыслить и расставить по своим местам. Прежде чем делать следующий шаг, шаг навстречу Богу. Срок вашей жизни и потерянное время не играют большой роли с момента, когда человек понял, куда и как надо идти и как исправиться. Начинать надо всегда с себя и потерять только с себя. Самая коварная ловушка земного, это мысль, что кто-то виноват в том, что я оказался в этой ситуации. Это величайшее заблуждение. Очень многие останавливались здесь, даже не попытавшись что-либо изменить в себе, чтобы сделать хотя бы полшага вперед. Осознание того, что живешь не так, необходимо, чтобы остановиться и увидеть все в истинном свете. Подчас бывает очень горько, когда вдруг вся грязь всплывет, и человек понимает, насколько он далек от истины, но и остановиться на этом, означает уйти в земное. Дитя Бога не может и не, должно отрицать кого бы то ни было и самого себя. Все, что требуется в этот момент, обратиться к Отцу, спасибо, Отец, что открыл мне глаза, и я увидел истину и свет. Помоги мне исправиться и стать светом, чтобы дарить его другим. И Отец с радостью, поможет, и светлое космическое братство откликнется на мольбу твоего сердца и души, и прольется свет в тебя, и омоется душа энергиями всепрощения и благодати. Все вы земные люди, всем вам тяжело будет убирать ошибки, а их немало, но, не останавливайтесь на полпути, идите, как бы тяжело ни было. Знайте, что сам Отец, ищет и ждет вашей помощи в деле спасения планеты. Не важно, где вы и чем занимаетесь, просто просите Бога, чтобы он сохранил планету и землян, сберег ваш город. Бог, никогда не оставит в беде, но он ждет, чтобы люди убрали привязанность к земному. Привязанность к земному, это прежде всего отождествление самого себя со своим. Низшим я. Пока человек любит себя или кого-то больше Бога, до тех пор он в плену. Греха и находится в земном. Свобода воли подразумевает свободу духа, вы же сковали, его полностью и поставили в подчиненное состояние по отношению к своему Я, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вы не цените то, что дает Бог. Он дает вам белый хлеб, заметьте, даже не черный, а вам нужна булка, да еще с маслом, вместо благодарности Отец слышит только ваши недовольные мысли, это не так, надо вот так. Хочу это, это и это. Более того, вы скатились на ступень осуждения других, сами того не подозревая. Вы не принимаете поведение другого человека, подчас не понимая, что такова его миссия на данный момент, и Отец доволен тем, как он ее исполняет. Вы же осуждаете данного человека, не принимая в нем какие-то качества. Это означает, что вы осуждаете, не принимаете Бога в нем, хотя считаете себя верящим в Создателя. Но на сколько процентов вера у вас в миг этого испытания? Вы снова поступаете по земному. В треугольнике недовольства, гордости и самости кроется смысл земного. Все грехи, пороки и извращения любви на земле сводятся именно к этому желанию поставить, свое я выше души, любящий Отца и желающий только его святой воли, выше всех других людей. В вашем мире все перевернуто с ног на голову, чем больше вы будете уходить в мысли о себе и своих проблемах, тем крепче будет завязываться их узел. Настанет момент и Бог обязательно вас остановит, болезнью, неудачами или чем-то другим. Смысл, этого один, не дать душе задохнуться и утонуть в гордыне. Сейчас наступило время, когда будет спрошено с человека за каждое слово, мысли и действия, Бог дал много информации на землю, книги, фильмы, вам показывали сны предупреждения, но вы поняли мало, а кто-то не понял совсем ничего. Мы обращаемся к тем, кто понял или хотя бы желает правильно понять и просит. Об этом Бога, не обманывайте себя. Космос уже несколько лет открытый и напрямую говорит с вами, а вы все играете в земные игрушки, деньги, слава, гордость и самообман. Не пройдет тот вариант, когда вы скажете, а я думал, за все, что вы думаете, делаете, чем живете вы и ваша душа, за каждое ваше сознательное и неосознанное действие, зло по отношению к брату, а значит к Богу, будет спрошено с вас, особенно сейчас, когда началась чистка. Сейчас время прощения всех, кто тебя, как кажется, несправедливо обижает. Время, пришло собирать те камни, что вы годами мысленно кидали в людей. Будьте мудры и пусть любовь ваша, что отец дарит вам день за днем, поможет ближнему понять, что не все на планете подвержено злу, обиде, агрессии, и не все поддаются панике и умножают зло. Все, что вам надо, это помнить, кто вы и что вы есть на самом деле, и тогда все встанет на свои места. Вы поймете, что значит любовь и слезы, унижения и обиды. Со стороны ближних поймете, насколько часто мы больше всего любим себя, и потому, путь к Богу для нас закрыт. И вы поймете, насколько легко вернуться к Отцу, просто забыть о себе. Не набирайте новых долгов, у вас уже не будет времени их отработать. Идите к Богу, очищаясь день за днем в честном труде, искренней молитве и работе над собой. Убирайте земное, не замечайте грехи других и не смотрите на тех, кто идет неверно. Это их путь к Богу, дарите людям радость и любовь, благодарите Бога за все, и вы обретете счастье и единение с космосом и Богом. Бог и человек, О Господи, Ты, разум, свет и сила, Ты, милосердие, милость. Ты, добро, услышь меня, мой Боже всемогущий. И сердце и душа, все верою полно, Господь всемогущий, Боже милостивый. Замирает душа, прикасаясь к священному источнику, все самое светлое, чистое, радостное, святое и могущественное связывает. Человек с Божьим именем. Но возможно ли разумом постичь Бога, Господь триединый, всему начало и конец сотворивший нас, из него вышла каждая душа и к нему она, возвращается в конце жизненного пути, он существует вне пространства и времени, он, сама вечность, он, все, ибо все создано его любовью. Бог, Отец всему, познать его можно только душой. Человек, малая частица Божьего творения, создал Бог человека по образу и подобию своему, наделил Господь его творящей способностью и отпустил в самостоятельное плавание по суровому океану жизни, чтобы эта малая частица приобрела опыт, нашла правильный путь и вернулась к Отцу. И только когда человек теряет связь с Богом, уходит от единения с Ним, у него начинаются беды, Господь, это путь и водная звезда, ведущая нас по жизни, освещающая наш путь, ограждающая нас от всех бед и страданий. Господь проводит нас через все испытания на земле, чтобы, пройдя через потери и горести, очистилась душа наша, чтобы человек смог оценить и понять всю радость и счастье и единение с Богом. Отец не оставляет без внимания ни на одну минуту душу на земле, Он любит нас всех, и грешников, и праведников, и всем в любую минуту Он готов прийти на помощь, все, кто верит в Него, идут, по жизни твердо, их не страшат потери, они знают, что идут рука об руку с Господом, который поможет. Только позови, только протяни к Нему руки свои, позови Его душой и сердцем своим, и все невзгоды будут ни по чем, все озарит свет чистоты и праведности, свет любви, защиты из защит. Прося Божьей защиты со всей силой у своей души, осените себя крестом. Во время, вашей молитвы Бог дает вам очень мощный энергетический поток, когда вы творите крест, Он дает вам защиту от действия темных сил, но просящей помощи и защиты, должен сам проявлять только положительные эмоции, иначе защита не сработает, злость и раздражение просящего человека уничтожит защиту, с любовью, посланную Богом. Нет в мире защиты сильнее и крепче, чем Господь, всему начал и конец. Жизнь ради любви к Богу, это великое счастье, ощутить и понять которое далеко, не просто, как может показаться на первый взгляд. Такая жизнь становится возможной. Когда человек в добровольную жертву приносит свой эгоизм, свое низшее «я», со всеми, его потребностями и желаниями, человек отказывается от плоских привязанностей, в пользу духовного, высшего, в пользу божественных замыслов, движущих человека и все. Сущее к развитию. Не сразу происходит такое осознание и отречение. Многие жизни душа проводит в поисках, пробах, проходя испытания, горести и беды, прежде чем ощутит радость познания Божьей истины. Сопоставляя прожитое, думая и познавая, человек развивает в себе мудрость. Но, познание без силы Духа, без силы воли, без стремления познать мертвы, ибо первое же, неудача заставляет человека свернуть с намеченного пути, и лишь только мужество и, сила Духа помогают ему идти вперед до конца. На этом пути, в познании Божественных, истин, нет места черствости и грубости, ибо они ведут душу в тупик, и лишь любовь к, отцу позволяет наполниться сердцу теплом и радостью. Лишь только любовь отца способна сделать человека счастливым, легким, как птица, и, ощутив любовь хотя бы один, раз, человек не забудет ее, он будет стремиться испытать ее еще и еще, пока душа, очистившись от всей темноты, сможет наполниться любовью отца всецело. Каждый уголок, души будет сиять этим светлым чувством, она может поистине считаться душой, познавшей счастье и единение с Богом еще задолго до смерти человека на земле. Это душа-жилище Бога, который не покидает ее уже никогда, это душа дарящая. Свет и любовь, каждый, кто рядом чувствует на себе ту Божественную любовь, исходящую от нее. Россия. Испокон веков люди России жили своеобразной жизнью, отличной от жизни людей Запада и Востока. Издревле Россия отмечена Богом как особая страна, люди Земли. Даже не представляют, скольким они обязаны многострадальной России. Русскому народу отец отвел особую роль в истории. Принятие христианства и распространение его на Руси было важной вехой в поднятии духовности людей. Принимая христианство, люди буквально, менялись на глазах, впитывая и принимая всем сердцем закон и морали христианской православной религии. Много веков русский народ истово верил в Бога, чтил царя, как помазанника Божия, много святых родила русская земля, подвигом своим во имя Бога и просветление людей. Остались они в памяти народной. Доброта, отзывчивость, сострадание характерны русскому человеку. Уклад русской жизни издавна основывался на работе сообща, это внесло своеобразный отпечаток в русскую душу. Русские привыкли все проблемы решать всем миром, помогать друг другу и объединяться в годы тяжелых испытаний. Это помогло миролюбивым от природы русским людям выстоять против многочисленных захватчиков. Монгольских ОРД, польского нашествия, Наполеона и фашистских полчищ. Русский народ, защищал свое отечество от врагов с Божьим именем на устах, через многие века и тяжкие испытания пронес российский народ веру в Бога до сего дня. Ни тяготы жизни, ни войны, ни гулаг, ни годы советского безверия, ни гонения не задушили этой святой веры в народе. И теперь восстает она как феникс из пепла, чтобы обогатить дух людей, воззвать его к светлым вершинам добра и любви. Возрождение России лежит через веру в Бога. Россия обновится духовно сама и поведет за собой весь мир. Человек и духовный мир. Духовный мир, играет значительную роль в жизни не только землян, но и всей, Вселенной, и все его задачи сводятся к одному, к совершенствованию, очищению души, познанию истины, слиянию с Богом. В жизни землян духовный мир является той ниточкой, которая способствует продвижению души человека. Без него душа спит, она спит и позволяет человеческому разуму затмевать истинную цель жизни всем земным, иллюзорным. Человек живет, погрязший в земную суету, его радости так незначительны, зависит от материальных благ, от каких-то земных обстоятельств. Человек утрачивает то предназначение, с которым он пришел на землю. Душа все более и более черствеет под неудержимой жаждой наживы, праздности, человека не радует пробуждение природы, звезды, рассвет. Он просто не видит всей этой красоты, у него нет на это времени. Человек не задумывается о своем создателе, о цели своей жизни на земле. Он, знает о смерти, но рассматривает ее, как конец всему, что и толкает его к желанию, как, можно полнее и лучше пожить в этой жизни. И лишь когда у человека в жизни случается беда, тогда он от безвыходности положения начинает думать о смысле бытия. Он обращается к Богу и постепенно, шаг за, шагом, духовный мир открывает для него свои тайны и истины. В человеке просыпается, душа, та частичка от Бога, которая есть в каждом. Люди начинают задавать себе вопросы, и Господь находит пути ответить им на них. Духовный мир ведет человека за собой, уводит от всех земных мелочей, раскрывает тайны истинного счастья и богатства, делает жизнь человека наполненной. И он уже, смотрит на мир другими глазами, в каждой частице видит проявление Божье, и в этой, перемене человека заслуга духовного мира, позволяющего человеку познать самого себя, вспомнить, что он дитя Бога и пришел в этот мир со своей задачей, но духовный мир не ограничивается только этим. В нем заключаются удивительные тайны, позволяющие человеку раскрыть свои способности и возможности, заложенные в него изначально Богом. Все тайны космоса, природы, энергии и еще многое скрыто в духовном мире. И вот, по воле Бога, все эти знания постепенно открываются человеку. И чем больше, сильнее вера его, тем больших высот достигает человек. Ему открывается духовный мир, он видит, слышит его, имеет возможность познать его еще прижизненно, Земле, и это есть величайшее чудо и благодать Божья. Человек сливается с природой, космосом, может использовать различные энергии, управлять ими с любовью. Наряду с этим в человеке происходят огромные перемены, ибо он идет путем, который проложил для него Сын Божий Иисус, показав своей жизнью и смертью человеческие возможности. И ко всему этому человек приходит благодаря своей любви, вере в Бога. Душа, при своем продвижении по духовной лестнице, проходит различные этапы. На Земле люди получают азы всего того, что необходимо в их дальнейшем продвижении. На более высоком уровне душа решает более сложные задачи. Чем выше уровень, тем строже требования, предъявляемые ей Богом. И в этом рост и развитие души, только так, а не иначе, круг за кругом, виток за витком, душа сможет развиваться, постигая, тонкости духовного мира с его любовью, добротой, мудростью, каждое время несет в себе свои задачи, события, перемены, так как жизнь не стоит на месте. Все постоянно изменяется, растет, очищается. Также постоянно движется и. Растет душа человека, живущего духовной жизнью. Постигая новые знания, тайны, человек меняет свое мировоззрение, свои привычки, свой характер. Человек по-другому относится к своей жизни, к ее цели, к людям, к Богу, ко всему, что его окружает. Происходит осознание, очищение и рост души. Душа такого человека опережает людей, живущих вместе с ним, но без веры, без Бога. Она начинает понимать смысл бытия, видит причины и следствия происходящего. Человек отрывается от земного, его уже материальное не интересует, он опережает свое время в развитии. За определенный промежуток времени он познает то, что люди, живущие земной обычной жизнью, могут и не познать до конца дней своих. Вера в Бога, позволяет сократить период созревания, познания и очищения, и уйти во времени вперед. Господь дает возможность таким душам в продвижении. Он посылает на землю. Учителей, высокие продвинутые души, им в помощь. Эти учителя, как маяки в жизни. Людей, они учат постигать тайны космоса, вселенной. Эти души должны уйти вперед не сами. Только сами, но повести за собой других, тех, кто еще только прикасается к тайнам духовного мира. И так один за одним происходит уход во времени вперед. И цепочка эта. Не должна оборваться от такова воля Бога, дающего нам эти знания. Господь послал на землю множество продвинутых душ, которым предстоит большая работа по спасению целой цивилизации при переходе земли на новый энергетический уровень. Сейчас у вас на земле сложное время. И Господь не зря собрал вас воедино, дал Учителя, ибо от вас теперь многое может зависеть, от того, насколько правильно. Понимаете вы свою задачу в этой жизни и от того, насколько вы готовы выполнить волю Бога и увести за собой других людей. Каждый из вас, кто читает эти строки, не раз был на этой планете и много раз на, других, более цивилизованных, ваши души шли из жизни в жизнь накапливая опыт, приобретали знания под руководством Бога и уходили все дальше и дальше, все выше. По пути развития. Но чем выше поднимались они, тем сложнее ситуации им приходилось преодолевать. Господь испытывает ваши души в различных ситуациях, Он дает им возможность полного созревания. Многие из вас в свое время недооценили то, что давал, Отец, и не поняли высоты полета. Вам каждому давались большие знания, но вы не сумели правильно распорядиться ими. По тем или иным причинам Бог привел вас в чистку. На эту планету, краше которой не было, нет и не будет в вашей Вселенной. На Земле сейчас наступает критический момент, когда Богу нужна ваша помощь, Отец дает вам каждому возможность отдать долг, помочь ему в спасении многих душ, еще не поднявшихся до вашего уровня развития, но также идущих по пути к Свету. Это большое счастье, что вы подошли к этому моменту, и Бог сейчас имеет возможность открыто говорить с вами и передать вам те знания, которых вам еще не достает. У землян осталось не так много времени на раздумья, есть время только чтобы шагнуть вперед самим и помочь тем светлым братьям, которые сейчас спасают Землю. О космической семье. Здесь на грешной Земле есть космический город, необычный народ заселяет его. Навсегда, навсегда он нам близок и дорог. И учитель, что нас по Вселенной ведет, с настоящее время на Земле живет и работает космическая семья под руководством Бакаева Александра Георгевича. Центр Земля, космос находится в Перми. Космическая семья на Земле, это большой потенциал, накопитель и преломитель. Космической энергии, способной преобразовать ее на благо людям и планеты. Это важное звено во взаимосвязях энергетик, способное поддержать и укрепить энергетику города, области, края, поддержать баланс энергетик на Земле. Существование космической семьи. Семьи играет важную роль в жизни как людей, так и всей планеты. Космические семьи Господь, как правило, собирает в местах наиболее значимых, нуждающихся в энергетической поддержке. В то же время семья играет важную роль в повседневной жизни людей, их мышлении, становлении на путь укрепления веры в Бога. Космическая семья, это сплоченный верой в Бога коллектив, способный в любой, критический момент остановить катастрофические действия, природные катаклизмы, помочь людям выжить, способный своим примером указать путь истинный. Космическая семья, великая сила, способная противостоять скоплению темных сил. В борьбе Господа за души людские, космическая семья, ручеек огромной реки божественного промысла на Земле. Начало космической семьи на Земле, есть учитель. До его появления на планете, не было такого направления. В него заложено абсолютный потенциал всей космической, семьи, и живя всем своим сердцем для людей, он зажигает их сердце, уводя за собой, сохраняя и укрепляя их дух, создавая семью. Космическая семья была спланирована Богом задолго до этого времени, и теперь, она, как спасительные островки, расширяется, развивая свою деятельность, неся людям, свет и правду Божью. Вы, те, кто сейчас читает эти строки, не случайно получаете эту информацию. Вы не являетесь попутчиками, вы пришли на эту планету по-особому заданию Бога, о котором вы не все еще знаете, как в стародавние времена Бог послал на Землю Атлантов для подъема культуры, развития цивилизации, так и сейчас на Землю. Пришли многие из вас для спасения человечества, как в стародавние времена экспедиция, высадилась в районе Уральских гор, так и сейчас центр космической семьи находится на Урале. Как в стародавние времена Святой Руси Бог отводил особую роль, так и сейчас. Россия, обновившись духовно сама, поведет за собой весь мир. Некоторые из вас родились далеко от Перми и жили обычной земной жизнью, но, пришло время работы, и судьба привела вас в Пермь, к Учителю. Многие из вас даже не подозревают о своем божественном предназначении, о том, какая вас ждет судьба. Видя насколько медленно и болезненно вы созреваете, мы шлем вам помощь, чтобы открыть вам истину. Познание Бога безграничное. Тот объем знаний, что получают в космической семье, не сравним ни с чем. Многие ученики Александра Георгиевича хорошо подготовлены и уже давно работают, каждый в своей области. Многие лечат людей неординарным способом, многие занимаются космическими науками и техникой. Космическая семья – стартовое начало научных разработок и новых открытий. У Александра Георгиевича много учеников, за каждого он в ответе перед Отцом, Всевышним, каждому ученику Богом определена своя миссия, поэтому Александр Георгиевич обучает своих учеников по-разному, в соответствии с их предназначением. Трудности ученика заключаются не только в преодолении житейских проблем, но и в сложности усвоения истин, о коих не подозревают на Земле. Для многих приход к учителю, космическую семью был спасением и многие ушли от гибели. Это была его миссия, миссия спасения. Еще ни разу не было такого, чтобы человек случайно услышал о космической семье. Всех ведет Бог, положитесь полностью на него и спокойно придайте себя волю, его, он выведет вас на тот светлый путь, где душа сбросит оковы земного, взлетит и увидит Отца. Если ты честен с собою и с Богом до конца, если трудолюбив и стремишься убрать земные пороки, если ты пытаешься создать вокруг себя маленький, но чистый островок любви, счастья и радости, если ты от всего сердца даришь тем, кто сейчас рядом с тобой, всю доброту и любовь, что дал тебе Отец, если ты понимаешь свой путь со Творца, Света и прекрасной любви, то путь тебе одинаково открыт и к Богу и в космическую семью. Это твоя семья, где люди дошли до понимания, что Бог един и Он во всем. Иф, тебе теплится такое же пламя, которое в каждом из нас. Каждый когда-то шел так же не, просто и нелегко, как ты, но тот, кто пришел раньше, помог другим легко и просто, влиться в семью, космический коллектив, где нет предательства, где каждый знает и понимает все, ибо законы Бога для всех едины. Для Бога нет разницы, когда ты пришел к Нему и обратился. Но если ты искренен и честен с Отцом, то Он всегда тебе рад и готов, принять от тебя любую помощь молитву за братьев землян, за братьев во вселенных, за спасение Земли. Все мы и в космосе, и на Земле, просим Бога помочь вам выдержать те испытания, что сейчас даются, и выйти на новый круг развития, который будет называться Золо. Тым веком, очень немного времени отделяет вас от этого момента, по земному несколько лет, но эти несколько лет станут по-настоящему вашей жизненной космической школой. Те из вас, кто сумеет почувствовать и понять, что значит помощь космических братьев, сможет внести свою лепту в общее дело светлого братства. Вся разница между нами, вами в том, что вы здесь на Земле, будете работать, а мы из космоса помогать вам, это и есть, космическая семья, вы, кого здесь называют космической семьей, являетесь связующим звеном между, Богом, вселенными и людьми, через вас Бог будет давать людям свет, знания и любовь. Нет знаний истинных на планете Земля, все они устарели и заводят людей в тупик. Господь дал вам возможность вылетать в космос, где время и пространство отличны от вашего земного, но несмотря на это вы летаете, ориентируетесь, выполняете определенную работу. Это бесценный подарок Бога вам, земным людям. Этой возможности нет аналогов на «Земле». Человеку удается познать очень многое, до своего ухода с Земли, еще при жизни. Управляя этими знаниями, применяя их на практике, вы могли бы изменить жизнь, развитие всего человечества. Это был бы скачок на новый, разумный уровень развития. Новейшие технологии позволили бы использовать и применять знания космоса. Все зависит от того, как люди сейчас вас поймут. Вы получаете знания от братьев высших цивилизаций и понимаете, насколько далеко ушли другие вселенные, насколько непросто будет уходить вам. Но иного выхода нет, космос пока ждет планету Земля, от того, как вы будете работать и что успеете и сумеете. Сделать будет зависеть очень многое. Сейчас все поставлено на карту и времени очень, мало, работайте просто и легко, придет время, и вы сможете понять, что такое работа на уровне вселенных. Проходит время скидок для землян, и многое отойдет в небытие, время апокалипсиса наступило. Многие уйдут, так и не поняв, кто они есть на самом деле, и какие миссии Бог дал на сей раз. Это миссии, помощь планете, лечение душ людей, исцеляемых, одним лекарством, любовью. Бог дал вам сейчас шанс шагнуть вперед вместе с людьми. Планета Земля, это единственный шанс, чистка набирает обороты, и она коснется каждого из вас, и скоро вы поймете, насколько важно любить Бога, планету и людей, ибо в этом и только в этом есть смысл жизни. Любите друг друга и берегите друг друга, ибо скоро настанет время, когда только поддержка всех и каждого и любовь, посылаемая друг другу, помогут восстановить мир и спокойствие ваших душ. Сейчас вашей космической семье дается возможность сделать скачок в развитии. Ваши души непростые, и не зря были посланы Богом на Землю в такой трудный для нее. Период. Сейчас есть возможность вам перешагнуть некоторые степени в развитии. Время уплотнилось настолько, что скачок просто необходим, чтобы ускорить ваше созревание, чтобы вы правильно и полностью смогли выполнить возложенные на вас задачи. Такой скачок может произойти при вашей помощи, при вашем стремлении и осознании серьезности происходящего, вы должны правильно к этому подойти и быть готовыми. Процесс этот интересный, по-своему сложный, но необходимый, чтобы подготовить себя к скачкообразному продвижению, необходимо отойти от всего земного, вспомнить о своем предназначении и рассматривать свою жизнь на планете, как выполнение определенной миссии. Успехов и счастья в нашем общем деле желает вам все космическое братство. Сейчас внимание космоса приковано к защите вашей планеты и к вам. Все зависит от того, насколько вы сумеете объединиться для дальнейшей совместной работы, насколько каждый из вас будет готов принять нашу помощь. Учители-ученики, учитель наш какой измерить мерой, все то, что вы даете для души. Учителя приходят на Землю очень редко, особенно во плоти и с такими знаниями, как у Александра Георгиевича. Не одну жизнь он готовился на разных высших планетах, чтобы выполнить миссию учителя на Земле. Александр Георгиевич, это титан в масштабах всего космоса. Он прошел специальную подготовку, имеет огромный опыт и колоссальные знания, неизвестные на Земле. Александр Георгиевич прошел много испытаний на своем жизненном пути. Данные, Богом необычайные способности и с молоком матери впитанная вера проявили себя уже, в детстве. Военное детство, с голодом и холодом, ежедневной опасностью для жизни, тяжелый труд и нелегкая служба ковали и закаливали характер учителя. Столкнулся он в жизни с черствостью, непониманием, откровенным вредительством людей. А какой натиск, темных сил ему предстояло выдержать. Он победил и побеждает, в испытаниях он приобрел силу, мудрость, мастерство для выполнения миссии, данной ему Богом. Сколько любви к людям в душе учителя, какой добротой светятся его глаза, сколько мудрой проницательности в его взгляде. Александр Георгиевич, поистине необыкновенный, очень разносторонний человек. Он мудрый и талантливый, строгий и тактичный, внимательный и требовательный, остроумный и веселый. Неизвестные земным людям приборы и устройства сделаны его руками, он очень, много работает, невозможно мало отдыхает, у него совсем нет личного времени, все время он отдает людям. А ведь так же, как и у других людей, у него есть своя семья. Живет эта семья в обычных условиях, в небольшой квартире, и сталкивается с теми же, бытовыми трудностями, что и все люди. Члены семьи Александра Георгиевича, первые помощники в его деле. Александр Георгиевич прошел много испытаний, знает и умеет в десятки раз, больше, чем говорит вам и чем вы можете себе представить. Это справедливо, так как у Бога свои секреты для каждого, учитель свято хранит свои тайны и ждет, чтобы ученики также свято хранили тайну Божественного Откровения. У Александра Георгиевича очень сложная миссия, я послан Богом учителям, Россию, говорит он своим ученикам, космическая семья под руководством учителя выходит сейчас на новый этап работы. Ученики должны вырасти за короткий срок и овладеть знаниями на том уровне, на котором смогут стать соратниками и помощниками учителя. На Земле вы навсегда останетесь его учениками, ибо он шагнул настолько далеко, за это воплощение, что вам его не догнать в земном смысле слова, но уровень ваших знаний растет и пополняется неустанно. Вы должны созреть так, чтобы учитель мог разговаривать с вами на равных, без вашего детского лепета. Вы будете знать многое и некоторые из вас, кто чист сердцем, у кого чисты намерения и помыслы, кто уже полностью убрал свое Я, смогут прикоснуться к святая, святым Отца, ищите себя, знайте, что нет лишних знаний, что вы пришли сюда в форме материального тела для того, чтобы всю жизнь обучаться самим и помочь обучаться другим, идущим рядом с вами. Вы нужны, чтобы найти нам общий язык с земными людьми, ибо то, что мы даем по их каналам, они недопонимают, не верят в Бога и все уроки, забывают. Единственный выход, это попытаться через вас, идущих по пути раскрепощения, передать людям свет и истину. Много вариантов спасения Земли существует сейчас. И вы, земляне, космическая семья и те, кто готовится в нее войти и встать рядом с Учителем, чтобы не только получить знания Бога от него, но и разделить часть его нелегкой ноши, в точности исполняя. То, о чем говорит он вам, вы все должны сейчас сделать правильный выбор. Прежде, чем сказать Богу, я готов или я готова, от каждого из вас, кто вступит в наши ряды братства всего космоса, зависит. Многое, насколько вы сможете честно и чисто работать, облегчая работу Учителя, Аня, усложняя и не захламляя ее ненужными никому мыслями, словами и действиями, личными просьбами к Учителю, насколько вы облегчите своей любовью работу братьев-землян, членов космической семьи, настолько будет зависеть успех общего нашего с вами дела спасения Матери-Земли. Не смотрите на то, что вы давно, как вам кажется, получаете знания и уже давно, идете рядом с Учителем, но вы не осознаете реального положения вещей. И только он, только Учитель, видит дальше и больше вас, такова его миссия, у вас, у каждого, урок послушания Учителю, и только выполняя его вы сможете, стать помощниками Александру Георгиевичу, а не противовесом. Не пополняйте ряды темных, не расходуйте Божественную энергию зря и на свое личное усмотрение, за все. Спросится Богом, будьте бдительны и лечите любовью души тех, кого вам привел Господь. Дарите любовь так же просто, как дарит вам ее земной Учитель, хотя знает и видит. Все ваши огрехи и ошибки, но ни разу вы не видели осуждения или презрения с его стороны, он всегда стремится помочь убрать ту вашу гордыню и все земное, что не дает течь Божественной энергетики через вас к людям. Поймите, что каждой встречей с вами ваш Учитель выравнивает вас, и спасает от разрушения, ибо без его каждодневного и четкого контроля вас уже многих давно бы не было. Берегите его. Он вам дан Богом, и Отец спросит с вас, насколько берегли и любили его, и чем платили в ответ на его любовь. Учитель никогда не думает о себе в тот момент, когда Бог привел к нему человека. Учитель всего себя отдает этому человеку и помогает решить его проблемы. Хоть раз, вы видели на его лице отсутствующее выражение, хоть один раз он проявил к вам. Невнимательность, пренебрежение, обиду или нетерпение, хотя вы порой представали перед Учителем не в лучшем виде. Позже вы не раз вспоминали об этом и от всего сердца благодарили и Бога, и Космос, и Учителя, что давали вам такую любовь, дружелюбие и доброжелательность в тот момент, когда вы были слепы, глухи и полностью поглощены собой и не понимали элементарных вещей, так старайтесь быть похожими на вашего Учителя. Речь идет не о внешней схожести, а о внутренней красоте, красоте души. Вы стоите только у самой первой ступени лестницы знаний. Вы не знаете и одного процента тех знаний, что даются Богом посвященным. Никогда не обольщайтесь и не. Думайте, что вы много знаете, как бы высоко вы ни поднялись, никогда не думайте, что. Вы чего-то достигли, ибо вы не достигли ничего, как бы далеко вы не ушли, никогда не. Думайте, что вы ушли, ибо это не так, вы в любой момент можете потерять все и вернуться к началу начал, где не будет высокой энергетики, а будет за один час уровень, прошлогодних слез и обид. А это значит, нет и воспоминаний о росте, ибо росте, не было, раз вы опять внизу, будьте готовы с радостью принять этот урок Отца. Работайте над собой, помогайте Учителю и уходите вперед. И помните только Ад, вас зависит когда и как Учитель откроет вам дверь в невидимый и несуществующий мир, но такой интересный, захватывающий и прекрасный, и откроет ли вообще, дерзая и ищите, ибо дорогу осилит идущий. Каждый день, каждый час, каждый, миг творчески подходите ко всему и с любовью лейте свет. Только Богу и только Учителю вы открыты полностью и до конца. Любой другой человек уведет вас в тупик, незаметно, но уведет. Вы не поймете сразу, но только Учитель поможет вам найти выход. Из любой ситуации, только он может сказать вашей Душе нужное слово, ибо знает весь ваш путь до этой реинкарнации и после. Делайте вывод и поймите, что ничего в вашем продвижении не зависит от Учителя, но только от вас самих, ибо Учитель, это лишь звено, связующее вас с Богом. Насколько вы идете к Богу, настолько Учитель сможет помочь вам, излишне говорить, что, Учитель знает о вас все, кто, чем занимались, что поняли, что не успели понять, куда вы идете и как вы настроены. Одно его слово, услышанное вами, всплывет в нужный момент и поможет вам в трудную минуту. Тогда вы поймете, что Учитель все знал, понимал и благословлял вас на ваш путь и уже тогда помогал вам преодолеть то, что грядет. Не сомневайтесь, что в минуту горя его помощь уже идет. И он с вами, хотя вам кажется, что вы беспредельно, одиноки и всеми брошены. Так не бывает никогда, не лукавьте перед Богом, вы под таким пристальным вниманием отца и братьев, что вам и не снилось. Ваш Учитель знает о вас все. И каждую минуту он, как и Бог, с вами. И если кому-то действительно лихо и тяжело, то ему сообщают тут же, и он, бросив все, подкорректирует вас, выровняв вашу энергетику, он поможет вам настолько, насколько высока ваша вера в Бога. Вы даже не будете знать, что он помог вам. Другое дело, что вам на чистку Богом всегда отведено какое-то время. И здесь, уже, как Богу угодно, вам будет дано ровно столько испытаний, сколько вы заслужили, творчеством своего сердца. Те грехи, что принесли вы из прошлых жизней, сейчас вам не дают идти вперед. Но будьте простыми и добрыми и постарайтесь убрать все земное. Идя по земному, вы никогда не поймете, насколько помогает Бог. Но только почувствовав хоть один раз помощь и любовь отца, вы обретете спокойствие и гармонию, и уже, навсегда, ибо вы, любовь, облеченная в форму человека, ищите совершенства во всем и, постоянно раз от разу, проходите все новые ступени благородства, очищения и гармонизации Духа. Знайте и помните всегда, что вы и ваш Учитель, одно неделимое целое. И вы должны пройти сейчас тот путь, который для вас проложил когда-то Он, путь становления Божественной Души. Идите смело по этому пути. Радостно видеть, что сейчас на планете то там, то тут воспламеняются новые Души, это работает ваш земной Учитель. У него мало времени на работу с теми, кто уже, нашел дорогу к Отцу. Он призван сейчас Богом найти тех, кто еще не вышел на путь. Он должен еще возжечь сердце многих и многих. Помогите Ему своим огнем. Так радостно, когда перм по утрам и вечерам почти вся начинает светиться в молитвах. Эти молитвы радостны Богу, когда свет Души ярок и силен, и от Него веет таким счастьем, чистотой, что ангел и поет. Просите Бога, и Отец укрепит вас в любых испытаниях и вы, сможете пройти все, выполнить любое задание Учителя. Прежде чем приступить к любой работе, данной Учителем, вы должны быть всегда. В высокой энергетике, обязательно в хорошем настроении, довольны всем и счастливы. Попросив благословения у Бога, и сконцентрировав все силы вашего Духа на этой работе, начинайте выполнять задания Учителя. Все ваши мысли и устремления в этот момент с Богом, вы должны ясно и четко представлять цель своей работы. Во время работы вас, не должно волновать ничего, кроме самой работы, которая вам сейчас поручена. Без выполнения этих условий вам не выполнить задания Учителя, не будет качественной работы. Но всегда помните, что подвохи были и будут. Работая не думайте о похвале Учителя, не предвкушайте его реакции на вашу работу. Хвалить вас не будет, не дурно. Вот высшая похвала Учителя. Если вам сказать, что вы выполнили работу на отлично, это будет большим испытанием для вас. Не все выдержит такое. Не загордитесь ли вы, не станете ли вы выполнять работу в следующий раз ради похвалы Учителя, сможете ли, вы удержать ту энергетику, которая была у вас в момент выполнения работы, то состояние радости и творчества, любви и гармонии. Берегите свою энергетику, она нужна людям, которые придут к вашему порогу за, помощью, нужна Учителю, которая сможет вести вас дальше по пути знаний, если уровень энергетики будет высок, она нужна Земле, что взрастила вас и теперь ждет от вас, помощи и любви. Миссия спасения планеты потребует от вас много сил и умения. Положение настолько серьезное, что мы можем потерять Землю в любой момент, и от каждого из вас зависит, насколько Земля выполнит свое назначение, ради которого Бог, сотворил ее. Только вместе с Учителем мы можем помочь планете и друг другу в святом деле дарения любви. О молитве, О Господь, не жалей, но помилуй. Мне напиться молитвой позволь. Дитя Бога жива только тогда, когда есть связь с Отцом, эту связь называют молитвой. Молитва, это мысленное обращение к Отцу, труд ради Бога и песнь ради Бога, и любое дело земное, что идет от сердца и с благодарностью Богу за возможность жить, трудиться и созидать, это и есть молитва. Молитвы бывают различных уровней, и все они определяются степенью осознанности и искренности молящегося. Вы не знаете секрет, почему человек годами не растет. Духовно, хотя стремится идти вперед, много знает и много читает. Он просит Бога, да, вот беда, все не о том. Он не просит, чтобы раскрылась в нем любовь, чтобы Отец помог и научил его любить и дарить людям счастье, радость и любовь. Человек просит Бога, но мысленно он не с Отцом, а в своих проблемах и вопросах, так работают темные силы и отводят мысль от Бога. Можно встать перед иконами и зажечь свечи, но все внешние приготовления не стоят ничего, если внутри грязь, она лежит пластами из жизни в жизнь и день ото дня, еще нарастает. Уберите же из души эти нечистые наслоения, отбросьте земное, чтобы молитва ваша была действенна, вы всегда должны быть чисты перед Богом, готовьте себя к молитве. Должен быть внешний и внутренний порядок во всем. Должна быть чиста квартира, чисто тело и одежда, чтобы от вас веяло свежестью и здоровьем, чтобы Отцу было приятно смотреть на вас, насколько вы опрятны и рады празднику встречи, уединения с Богом. Закончив все свои земные дела и оставив в хорошем расположении духа ближних, вы можете приступить к молитве. Если вы чисты, ваши мысли прозрачны, как божественная энергетика и вы можете полностью влиться в вибрации Отца, то вы готовы к таинству молитвы. Вы счастливы настолько, что даже не осознаете этого, вы каждый вечер и каждое утро и в течение всего дня можете разговаривать с Отцом, не упускайте же этих святых моментов. В молитве вы можете попросить Бога о чем-то, но выполнение этого оставьте, на усмотрении Отца, ибо только Ему известно, что и когда надо дать вам для прогресса. Помолитесь же о том, чтобы Отец помог вам исправиться и стать Его Светом, и чтобы, вы помогли другим людям увидеть истину. Молитесь не только о себе и своих близких, но и о спасении всех людей, о спасении мира планеты. Почувствуйте себя единицей. Вселенной молите Бога и светлые силы о ее благе. Каждое даже неумелое, слово искренней молитвы вашего сердца в тысячи раз дороже Богу, чем заученные и читаемые без души слова традиционных молитв. И Отец, радостью поможет вам, и все светлое космическое братство откликнется на мольбу вашего сердца и души, и прольется на вас свет, и пойдут энергии всепрощения и благодати Божественной любви. И радуется душа в минуты единения с Богом. Счастье детей, в молитве познать, Бога, только радостная и благодарная молитва приносит хлеб жизни, энергию любви. Нет ничего прекраснее, когда тайны раскрылись самой душе во время молитвы, когда, душа увидела и услышала Бога, вспомнила свои обещания, осознала свои обязанности, перед Богом. Тогда уже ничто не остановит вас на пути к Богу, и вы будете мгновенно, находить единственно правильное решение задачи из тысячи возможных, и вы будете обладать знанием, которое дал вам Бог через молитву. Как сохранить энергетику? Не несите в мир своей гордыни, горьких мыслей, гнеты и тоски. С нами Бог, и Он отныне, в душу сеет разум ростки. Что такое энергетика? Это сила жить, это направленность души человека, состояние его энергетических полей. Положительная, светлая и высокая энергетика, это степень, понимание человеком божественных законов. А настоящее знание означает жизнь в соответствии с этими законами, это вера, это созвучие Богу, это внутренняя гармония человека со всем мирозданием. В количественном отношении уровень энергетики показывает, насколько близок человек к божественному, это и есть те проценты веры, о которых говорит учитель. Энергетика есть у каждого человека, только вот какая? Бог дает светлую, добрую, энергетику, это сама любовь Бога, аккумулированная душой человека, от темных мыслей, эгоистических поступков, злобы, раздражения от всего того, что мы называем земным. Накапливается в душе человека темная, тяжелая, отрицательная энергетика, и Бог, и дьявол, все в душе человека. Раз и навсегда вы должны определить для себя, кто вы, зачем, и куда идете, и выбрав дорогу, не меняйте на переправе лошадей. Пусть в вашей душе царит свет и любовь Бога, накапливается божественная энергетика, и вы много сможете сделать для людей, для своей родины, планеты и всего мира, как повысить уровень своей энергетики. Это можно сделать только накапливая, веру, любовь, даря помощь людям, не теряя, в первую очередь, того, что уже дал вам. Господь, сохраняя чистоту мыслей и ровное, спокойно, радостное отношение ко всем земным проблемам и испытаниям. С чего начать? С самого простого, с себя. Относитесь ли вы разумно, по-хозяйски бережно к своему телу, жилищу вашей души, которое дал вам Господь в этой жизни? Чтобы быть энергетически сильным, нужно закалять, физически тренировать свое тело. В ваших телах изначально заложено столько силы и нераскрытых возможностей. Не случайно Бог посылает на землю людей, достигших большого мастерства владения и управления своим телом. Бог и вас ведет к этому. Вам необходимо привести все органы и системы физического тела в баланс, укреплять свое здоровье, тренировать себя зарядкой, постепенно увеличивая нагрузку. Ваше тело должно быть готовым перенести без утомления работу в самых экстремальных условиях, выдержать любые перегрузки. Разрешите напомнить вам, что высокая энергетика, может держаться только при тщательном соблюдении вами элементарных правил гигиены и чистоты. Малейший дурной запах, исходящий от вас, резко снижает ваш энергетический потенциал. Очень важно правильно организовать свой быт. Если вы выбрали высокий путь, служение Богу, если вы посвятили свою жизнь высоким идеалам, это не значит, что теперь вы освобождены от обычных земных обязанностей. Это не так, ведь Отец дал вам жизнь на земле в ваших условиях, значит, нужно уметь и обычные земные дела выполнять с любовью и радостью, тратя на выполнение минимум времени и усилий. Важно, правильно отрегулировать отношения в семье. Вы не должны нервничать, переживать, торопиться. Неправда то, что вы не справитесь. Правда в том, что Бог всегда дает работу, не больше и не меньше, а с коррекцией на вашу конкретную ситуацию в данный период. Хорошо выполняйте свои обязанности, но и приучите домашних к самостоятельности. Надо уметь не становиться рабом быта и правильно, при этом, организовать свое домашнее хозяйство, своим безупречным поведением, добрым отношением к близким и любимым людям вы не допустите возникновения многих проблем в семье, послужите примером и скорее достигнете понимания. Это большое счастье, если члены вашей семьи разделяют ваши убеждения, тоже, стремятся повышать свой духовный уровень и послужить для выполнения божьих замыслов. Не всегда так бывает, что ж, наберитесь терпения, загляните в глубину своей души. Может быть, там есть еще недостатки, которые Бог помогает вам исправить, ставив, трудные семейные условия, начните же с себя. Но всегда помните, что главное для вас, в этой жизни, выполнить свою задачу, цель пребывания на земле, с которой вас командировал Бог, нужно для этого сохранить и повысить уровень своей энергетики. И надо, просто не спешить, просто не расстраиваться, всегда просить Бога и жить только тем, делом, что дал Бог, энергетика ваша будет меняться постепенно, по мере включения вас, в работу для Бога и добывания знаний в работе. Энергетика дается Богом для выполнения определенной задачи. Каждая капля энергии, потерянная вами из-за земного подхода, украдена вами у Бога и тех несчастных, кому через вас предназначалось, будьте бдительны и мудры. Копите энергию, отдавайте ее с любовью людям, и Бог даст вам еще. Не спешите, когда торопитесь, много сжигаете энергии зря, спеша, вы ставите под под. Удар всю свою работу, весь свой труд. Вы не спали ночь, работали день, молили Бога, постоянно, набрали неплохой уровень энергетики с тем, чтобы вечером за 30 минут, сжечь его спешкой и земным подходом, не беритесь за много дел сразу, не успеете. Только занимаясь чем-то одним, можно сделать это дело толково, спокойно и просто. Подвохи были и будут, я вам это обещал и обещаю, говорит вам учитель. Так, что же вы теперь, когда настало время сплошных подвохов, на них горите, вы же, должны подниматься на них, не получилось раз, два, три, но вы работаете, набираете, энергетику, и постепенно вы будете работать чище и уходить дальше. Время подведет вас к этапу, когда все земное уйдет на второй план, главным останется только Бог. И вы забудете, что такое энергетический пробой. Пробой, это не, что иное, как неверие в Бога, как и земное, это не, что иное, как неверие в Бога, земное, вам только мешает. Раз отразу вы становитесь сильнее и проще, увеличивая нагрузку, увеличивая степень сложности работы, если справитесь с программой, с постепенным ее, усложнением с оттачиванием работы, более честным и простым подходом ко всему, то, многое получится, четкость должна быть во всем, все должно быть на своих местах. И вы поймете, что значит жить с Богом и работать с Богом. Вы повышаете свой уровень, преодолевая трудности, проходя испытания, которые, посылает вам Бог для вашей учебы. Испытаниями Отец будет формировать недостающие, вам силы и качества навсегда убирать ваш эгоизм и гордость, тренировать нервную систему и готовить из вас настоящих помощников себе. Главное, что вас ждет, это испытания. Вот в них, то и набирайте силу и энергетику, учитесь находить самостоятельно правильный выход, ищите, как выполнить поставленную задачу и остаться в гармонии, любви, учитесь правильно относиться к испытаниям, как бы тяжело не было дальше, как бы низко не упали вы или ваши близкие, вы не должны отчаиваться и уходить, земное, нет безвыходных ситуаций, и исправить, улучшить положение можно всегда. Как, бы неверно вы не поступили, Бог всегда оставляет вариант возврата и отработки грехов. Важно, чтобы вы поняли, где ошиблись, и начали исправлять положение, не раз и не, два вы будете совершать ошибки, допускать падение, вас будут ставить в унизительное положение перед людьми, учителем и Богом. Знайте, эти испытания, воля Бога, важно, все верно понять и сделать правильный вывод. В любой ситуации Бог ждет от вас радостной молитвы об исправлении грехов, а не слез и горечи о своей неудаче, ибо слезы, всегда от гордости, Бог простит все, но если вы действительно хотите исправиться и готовы к работе над собой, очень важно работать над чистотой мысли, вы всегда должны твердо знать, где сейчас ваша мысль, нельзя отпускать ее бесконтрольно блуждать, зацикливаться на бесконечном прокручивании ситуаций, обсуждении людей, нельзя отпускать ее погружаться в земное. Не разрешайте вашим мыслям программировать те события, которые не должны происходить, каждая ваша мысль имеет определенную силу, у нее есть творящая способность, и от вас зависит, что она сотворит, добро или зло, контролируйте свои мысли, отказывайтесь от мыслей дурных, чуждых вашему направлению, срывающих вашу энергетику, темные мысли сомнения могут быть посланы вам для испытания, примите их достойно. Где должна быть ваша мысль? Только здесь и сейчас, вся ее сила должна быть, направлена на выполнение того дела, что дал вам Бог сейчас, тогда и мысль ваша, с Богом. Помните, что начав путь духовного восхождения, вы увеличили силу своей мысли, многократно возросла и ваша ответственность. Одной, едва мелькнувшей, мыслью недовольства или раздражения вы порождаете бурю эмоций в другом человеке, особенно если, это близкий вам человек, так работают темные силы, они воспитывают вас, удар, посланный встречному одной вашей маленькой мыслью, они удесятеряют, чтобы он мгновенно обрушился на вас с неожиданной силой. Ваша мысль может достигнуть такой сосредоточенности и силы, что перенесет вас, в любую точку пространства так же легко, как переносит, например, в счастливые моменты прошлого, вы сможете разговаривать с любимыми людьми, с Богом, получать его советы и ответы. Но не обольщайтесь своей способностью мыслить. Ваш мозг, всего лишь, инструмент Бога для передачи света и истины. Не засоряйте же этот канал, очищайте, свои мысли, пусть никогда у вас не будет и мысли о себе, о своем пути к Богу, о своем, совершенствовании, но всегда думайте о тех, чьи пути еще темны, кто пока не нашел Бога ни в себе, ни в братьях, чьему просветлению призваны вы послужить, работая над собой, непрерывно и неустанно убирая свои недостатки, преодолевая земное, наполняя свою душу радостью, верой, любовью, вы приближаетесь к внутренней гармонии, повышаете свой энергетический уровень. Нет такой силы, которая бы без воли человека, без его собственных ежедневных стараний, установила бы в его душе гармонию. Каждый ваш поступок, действие или бездействие, каждое чувство, каждая мысль отзываются своей нотой во Вселенной. В космосе все взаимосвязано, космос означает гармония. Гармония души вашей со всем мирозданием устанавливается по мере того, как вы правильно. Проходите свой земной путь, сознаете себя маленькой частичкой космоса, работающей на общее благо, любимой и отдающей любовь. Гармония раскрывается в вас самих, в вашем дне, в счастье любить и жить, и каждый сам для себя понимает, что это и как это. Прекрасно, гармония внутри вас уводит вас от ненужных путей, ибо познается божественный смысл существования, возможность дарить другим радость и любовь. Только тончайшие струны души могут откликнуться на зов Отца и перенять ту музыку небесных сфер, что посылает Отец в космос. Эта музыка, таинство таинств, она, открывает перед вами тайны гармонии, и только чистое, доброе сердце и нежная любовь. Дитя к Отцу и ко всему, что сотворено Богом может услышать эти тончайшие и чистейшие вибрации любви Отца, что земные люди зовут божественной музыкой, которая творит во Вселенной. Ваше гармоничное развитие откроет перед вами поистине фантастические возможности. Есть знания, которые даются Богом людям, обладающим очень высокой исключительной энергетикой. Это мгновенная перестройка внутренней структуры тканей больного органа, мгновенная остановка пожаров, катастроф, землетрясений, передвижение материальных объектов с помощью мысли, полета физическим телом. Энергетика такого человека сияет, и Бог дает ему возможность творить по вере его. Наука любить. Так будь, любовь, благословенна. Как мудрость радости земной, любовь, ты Господотворение, молю, ты будь всегда со мной. Наука любить очень проста и сложна одновременно. Что же такое любовь, на, земле многие поколения художников, поэтов, музыкантов посвятили свое творчество воспеванию этого прекрасного чувства. Имели ли они в виду исключительно физическую, сторону, секс, нет и нет, и земное понятие настоящей любви, это прежде всего духовное единение, принятие всем сердцем, всей душой чего-то самого лучшего прекрасного, что есть в другом человеке, единение с его искрой Божья, космическое понимание любви еще шире. Это не просто чувство, это самое прекрасное и величественное, что может, существовать во вселенных, ибо Бог и есть любовь, любовь, сила, мощнее которой не, было и нет, и уже никогда не будет, ибо Бог и есть любовь. Ничего нет страшнее, когда любовь земная убивает любовь космическую, когда к, чему-то вы привязываетесь больше, чем любите Отца, это закрывает вам путь вперед, ибо вы не свободны, а несвободный дух не может высоко подняться и не может увидеть, истину. Любовь это великая и священная тайна бытия космоса, но только Бог и только, ты душа, тетя космоса, а не земли, наедине с Богом и Отцом можешь понять и почувствовать, что такое любовь, как ее получить от Бога и как ее лить в свой не серый, но прекрасный и счастливый день. Любовь Бога, в каждой частичке его творения, в каждой крупице, былинки материального мира и в каждом элементе других миров, которые невидимы обычному глазу человека, все создано им с любовью, все, его любовь, тайна Божьей любви навсегда останется святой, о ней невозможно рассказать словами, ее нельзя показать, ее можно, увидеть лишь очами духа и сердца. Благословен тот, кто хоть раз в жизни испил каплю Божьей любви, ибо тот уже никогда не предаст отца. Нет ничего дороже чистой, честной и святой любви, любовь, тайны и сокровища сердца Бога. Нет у Бога дороже ничего, чем вы, его дети. Каждого из вас Бог любит одинаково, никого не больше и не меньше, всем отдает любовь полностью, он постоянно дарит ее вам, вы купаетесь в ее лучах. Бог любит и оберегает вас, и к каждому из вас он поставил помощников, ангелов-хранителей. И когда кто-либо из вас зовет на помощь, лучи любви устремляются к нему со всех сторон, к Богу в ту же секунду возносится молитва за вас, и Господь посылает вам живительные силы, энергии и свою защиту. Ваши земные мысли и расстройства не дают вам в полной мере насладиться счастьем любить и быть любимыми. Приведите себя в гармонию, пусть ничто не отравляет в вас счастье встречи работы с Богом, и пусть радость любви струится через вас для тех несчастных, кто еще ни разу не знал в этой жизни, что такое любовь. Главное в постижении науки любить, это понять, что любовь, бесценный дар Божий, прекрасный цветок, который вы должны отдать в первую очередь Богу Отцу, Творцу, Создателю, прославляя Его каждой минутой своего бытия. Бога нужно любить, больше всего, благодарите Отца за то, что Он так много вам дает, здоровье и саму. Жизнь, силу, энергию, жизненные уроки, помощь, любовь. Радуйтесь тому, что Бог уже, вас никогда не оставит, ибо вы познали Бога и не видите уже иного света впереди, кроме Отца. Любовь, это счастье быть всегда чистым перед Богом и чувствовать, что ничто не разъединяет тебя с Отцом. Забудь обо всем земном, пойми, что ты един с Богом и со всем космосом, со всем мирозданием. Возлюби же все творение Божье, возлюби ближнего своего и врага своего, Мати, Отца, детей своих, возлюби больную землю, которой горше в тысячу раз, чем тебе. Посмотри, какие рассветы и закаты дарит вам это Дитя Бога, какую любовь посылают. Тебе лучи солнца. Принимайте же все, что дал вам Господь, с радостью, и несите ее, окружающим вас людям, радостно лица, радостно сердце и души у тех, кто идет к Богу. И несет свет и любовь, радость, но тихая и спокойная, вот ваш лозунг и флаг, и чем, вы спокойнее, чем меньше эмоций, тем вы сильнее, целомудреннее и тем больше от вас, будет помощи, главный труд, который дал вам Бог, служить каналом любви и света, чем выше уровень энергетики, тем чище любовь. Только Бог дает любовь и счастье. Счастлив тот, кто становится проводником его света и любви, радости и доброты. Этим смысл вашей земной жизни, истинное наслаждение и удовольствие, так будьте же мудрыми и добрыми, вы уже в том огне, который породил все, живое и породит многое еще. Знайте, что Отец всегда подарит вам любовь и вы выполните свою задачу, все, что вам нужно, чтобы лить любовь в день и ночь. Это ваша душа, дух воля, вера в Бога, чистое, доброе сердце, ясный разум и отдохнувшее тело. Возможность лить любовь, не волнуйтесь, у вас есть всегда. Ибо если вы заснулись чистыми мыслями, то и проснетесь с ними, и ночью, во сне, будете тоже излучать любовь, так пропитайтесь же любовью Отца и излучайте ее во Вселенную. Чем чище ваша любовь, чем она свободнее и чем меньше вас волнует земное, тем дальше до Вселенных достигнет эта любовь, и тем больше откликов на нее вы получите. И вы доставите радость Богу, ведь для Него всегда счастье, что дети, вливаясь в поток любви Отца идут радостно навстречу любви в другом человеке. Любовь к брату человеку, это любовь к Богу. Внести в каждую встречу любовь и, радость, вот ежедневная задача человека. И нужно быть очень внимательным к людям, ибо человек, что к вам пришел, это Бог, что просит вашей помощи и внимания. И насколько вы отнеслись внимательно к человеку, насколько вы вошли в его положение, настолько вы пролили свет в его душу и любовь в его сердце, чем раскрепощеннее вы, будете лить любовь в каждую встречу, тем быстрее вы поможете человеку, и тем легче. Ему будет раскрепоститься, находясь в вашей атмосфере. Конечно, надо всегда знать и чувствовать ту грань, за которой растопчут и осквернят самое святое в вас, не поймут и обидят. Но любовь не знает обид и огорчений. Она прощает сразу, вознося молитву о прощении Господу. И станет радостно идти дальше, стоит лишь искренне молить Бога умножить добро и свет и растворить в любви Бога зло. Люди, которые находятся рядом с вами, должны чувствовать и ощущать вашу любовь, доброту и ласку, теплоту и искренность. Вы не должны любить их лишь абстрактно. Людям ни к чему знать, что вы молитесь за них, так как это те святые вещи, о которых не говорят вслух, это является тайной вашего сердца и Отца. И пусть это навсегда останется тайной, отчего людям с вами хорошо, отчего им спокойно и хочется летать, в тишине, гармонии и мире, а от того, что вы молитесь за них в этот момент, и Бог, дает им счастье и святую энергию любви. Дарите же людям любовь, ни одна минута, вашей жизни не должна пройти в пустоте, без любви. Любить можно молча, словом и, делом, отдыхая, радуясь, делая все, что угодно. Главное, что любить можно всегда. Дарите братьям любовь, проявляйте любовь открыто и знайте, что в каждой встрече, где вы, заключили брата в объятия, вы дали ему любовь и сделали его счастливым. Подлинная основа полноценной семьи, любовь, всегда чистая и прекрасная, муж, и жена даются не просто так, им необходимо выполнить программу и отплатить друг. Другу любовью, как бы ни было тяжело, какие бы испытания не давались, супруги рано, или поздно найдут общий язык, если будут до конца верны Богу и друг другу, и дети, будут любить родителей только в том случае, если они сами любят друг друга. Нет ничего прекрасней, когда двое встречаются ради Бога и любви. Бог дает вам, каждому любовь, так слейте ее воедино, и много любви умножится в мире и понесется. Она на помощь всем землянам, когда вся земля, все люди сольются в поцелуи любви. И каждый сможет отдать ее каждому всю, без остатка, тогда на земле восторжествует мир, доброта и любовь. Разряд любви, посылаемый в вечность, когда при встрече вы отдаете другому любовь, усиливается, так как в этот момент встречаются ваши ангелы-хранители, и также, точно, как и вы, посылают в вечность любовь. Весь космос радуется за вас, когда ваши чистые мысли возносятся ввысь, и вы сливаетесь с любовью другого, растворяясь в ней, полностью, счастлив тот, кто ощутил это и дарит миру разряда любви. Весь космос радуется за вас, что вы поняли, как дарить любовь, и начав дело любви, уже не остановитесь никогда и будете всегда уверены в том, что это и есть высший смысл жизни на земле. О детях. Лети журавлиное чадо, Бог а Бог учитель всегда, ведь лучшего в жизни не надо, что с Богом душа навсегда. Встречаются два человека, загорается в их сердцах пламя любви, и создают они, семью, Бог посылает им младенца, душу на воспитание, взросление, взращивание из, крошечного существа полноценного человека, если оба родителя просят Бога, работают. Над собой, стремятся к свету, то Бог дает им на воспитание души, которые во многом, если не во всем, превзойдут своих родителей. Таков закон развития во Вселенной, и каждый следующий ребенок будет превосходить предыдущих, если родители сами растут и, развиваются духовно, если же это не так, то Бог посылает в семью душу, которую они, заслуживают и которая будет чистить своим присутствием всю семью, родителям, чтобы вырастить из такого ребенка человека в соответствии с замыслом Творца, нужно очень, многое сначала исправить в самих себе, переосмыслить свой путь, достичь гармонии и наполниться любовью. Молодые родители и те, кто готовятся к принятию новой души для воспитания на Земле, работайте над собой, растите духовно, ведь в ваших интересах получить на воспитание чистую, более продвинутую душу, в этом же заинтересована и Земля, и космосы, Бог, чтобы на планету пришли чистые души и помогали Богу, вели планету к расцвету и прогрессу, какой бы ребенок ни родился в вашей семье, всегда помните, что это, бесценный дар Божий, прекрасный цветок жизни, и от вас зависит, какие он будет приносить плоды, когда созреет. У родившегося человека закрыта память об опыте прошлых жизней, она, как чистый лист бумаги, проходя новые уроки воплощения рядом с вами, душа вашего ребенка, должна развиться, созреть, выполнить задачи, которые дал ей Бог, и вы должны помочь, ей в этом, помните, что каждому Богом дается нож и по плечам его, вы сможете правильно воспитать детей, если найдете верный подход. Просите Бога о помощи, чтобы он, вразумил вас, как правильно вести свое дитя, берегите детей, ведь за них вы в ответе, перед Богом, главная ваша задача, как родителей, за выполнение которой вы будете держать особый ответ, привести детей к Богу, научить их жить в соответствии с Божественными законами, дать им понимание смысла и цели существования на Земле и помочь, окрепнуть в них силам, которые понадобятся для выполнения их миссии. Все направления духовного роста, которые освещены в этой книге для вас, в полной мере относятся и к вашим детям. Научите их общению с Богом, научите их дарить. Любовь и радость всему миру, детям изначально это свойственно в гораздо большей степени, чем взрослым. Посмотрите, как радостно ощущают маленькие дети свое единство со всем миром, как уверены они в дружелюбии и любви всего, что их окружает. Все мы, дети перед Богом, а маленькие существа, дети вдвойне, изначальная их связь с Отцом. Еще не ослабло. Пока не заслонили эту связь грехи и страсти земные, укрепляйте ее. Несите детям с самого раннего возраста понимание, что есть любящий и всемогущий Бог Отец. И надо жить так, как Он велит, и Он во всем поможет, даст свою любовь и защиту. Развивайте детей всесторонне, вместе с духовным уровнем должен постоянно повышаться и физически. Приучите детей регулярно делать зарядку, прибирать за собой, оказывать помощь по дому и выполнять свои обязанности. Дети ни в коем случае не должны расти избалованными, чересчур требовательными. Они должны твердо знать, что никакие блага не будут на них сыпаться просто так, это результат вашего и их труда. Так же как и вы, дети должны быть готовы обходиться малым, жить и работать в экстремальных условиях. Воспитывайте детей прежде всего своим примером, берегите детей, за души ваших детей ожесточенно борются темные силы, ведь от того, какие вырастут дети, зависит будущее планеты, каждый день с экрана телевизора, на неокрепшее сознание ваших детей обрушиваются потоки информации, насилие, жестокость, разврат, секс, красоты богатой и праздной жизни. Все это уводит от Бога, ад. Настоящие цели существования, подменяет ценности, вносит в души зависть, гордыню, недовольство, а затем и желание приступить закон. Так работают темные силы. Научите детей правильно оценивать информацию подобного рода, и они сами откажутся от ее получения. Любознательность ребенку дана с рождения, и если вы не дадите угаснуть этой искорке, ребенок всегда будет тянуться к знаниям. Воспитайте трудолюбие, он порадует вас успехами в учебе, в познании мира, в труде на благо людей, отнесетесь к своему ребенку как к самостоятельной личности, он будет способен к творчеству. Любознательность ребенку дана с рождения, и если вы не дадите угаснуть этой искорке, ребенок всегда будет тянуться к знаниям. Воспитайте трудолюбие, он порадует вас успехами в учебе, в познании мира, в труде на благо людей, отнесетесь к своему ребенку как к самостоятельной личности, он будет способен к творчеству, воспитайте в детях любовь к ближнему, простоту и открытость, дружелюбие, и легко сложится их общение со сверстниками, а затем повзрослев они легко будут находить общий язык с людьми, радостно неся им свою любовь и помощь. Ребенок должен добросовестно относиться к получению образования, так же как к любой выполняемой работе. Он должен понять, что Бог дает возможность учиться. Нельзя легкомысленно пропускать занятия, нужно в совершенстве овладеть земными науками, чтобы создать фундамент знаний, уметь применять знания на практике, развить мыслительные способности. И тогда Бог откроет дорогу к получению новых знаний высокого космического уровня, так необходимых Земле и людям. Как правильно подойти к теме ученичества? Учитель, я хочу научиться помогать людям идти к Богу. Есть три ключа, открывающие этот нелегкий путь. Скажи, какие? Частота помыслов, первый из ключей, второй – доброе, любящее людей сердце. А третий, огромная, всеобъемлющая вера, из разговора с учителем. Прежде всего необходима безграничная вера в Бога, чтобы не происходило, какими бы трудными ни казались ситуации, не переживай. Положись на Бога, Он знает все. И обо всех, если Он что-то и допускает, значит так нужно, так лучше, на все Его воля, чтобы тебе не давали в космосе, чтобы не пришло, записывай не сомневаясь. Пусть даже тебе непонятен смысл слов, не старайся оценивать или сравнивать все с земным. Придет время, когда эта информация станет для тебя доступной и понятной. Раз, Господь дает тебе это, значит когда-то тебе придется с этим столкнуться. Господь знает, возможности каждой души и непосильной работы не дает. Самое главное, измени себя, убери гордыню, не бойся чего-то не понять или не быть первым. Убери все земное, оставь земную суету и иди вперед, неся перед собой светлый образ Бога, чью волю ты, должен исполнить. Отдай ему свой хрусталик души, и он выведет тебя на путь истины. Иди потихоньку накапливай знания, и постепенно понимание к тебе придет. Тебе легче станет ориентироваться во всем, видеть, где истина, где ложь. Подходите ко всему проще, говорит вам учитель, это значит не мудрствуй, не зацикливайся, убери сомнения. Иди сам и веди за собой людей. Объясняй тем, у кого есть желание слушать, не, тяни тех, кто не хочет понять. По мере накопления информации покажи ее земному учителю и впоследствии, сдай, так как эта информация не принадлежит лично тебе, она Божья, будь очень внимателен и осмотрителен с подобного рода информацией. Помни, Бог дал, Бог взял, а, утечка у Бога невозможна. Земной учитель подкорректирует тебя и направит в нужное русло, чтобы ты четче представлял себе полную картину того, что дает Бог. Помни и знай, что ни один человек, и даже учитель, не сделает за тебя ни одного шага, это твой путь к Богу, и насколько ты правильно пройдешь его, будет зависеть только от тебя. Учитель же может. Только лишь помочь и подправить, чтобы ты не ушел в сторону. Если идет информация общего плана, обязательно поделись ею, ибо она важна не только для тебя, но и для тех, которые не могут услышать ее. Может для кого-то она станет той живительной каплей, которая необходима ему в духовном развитии. Что же касается закрытой темы, информация дается для тебя и не для кого более. Это то, что Бог дает тебе лично, в этом заключается твой индивидуальный путь, который определил тебе Господь. Эти знания ты можешь применить для блага людей, планеты, но, рассказывать о них кому бы то ни было, кроме Учителя, строго запрещено. Господь подскажет тебе, где и что необходимо будет сделать. Но всему свое время, не нужно его торопить. О знаниях, благодарю, Отец, за свет и просвещение, за радость, и покой, и наслаждение. Я строю храм в душе и радуюсь тебе, Господь, аминь. Все знания, дающиеся от Бога, обладают определенной силой. Они выходят из первоисточника и являются не просто информацией, но информацией действующей. Господь дает только то, что человек заслуживает, то есть к чему он готов, и что может использовать в своем жизненном продвижении. И чем выше уровень духовного развития человека, тем значимее знания ему даются. Не только для него самого, но для того, чтобы он применил их для созидания, на благо человечества. Вся эта информация требует от человека большой ответственности и осознания того, чем он обладает и как правильно эти знания применить. Господь дает их не напрасно. Он знает, когда, где, в какой период времени они могут пригодиться. Они даются в помощь людям, в помощь тем, кто еще не созрел для более серьезных дел, но чтобы дать возможность для их созревания. Этими знаниями обладают более продвинутые души. В божественных знаниях заложена, к примеру, вся информация о том, как изменить природные условия, обезвредить негативные энергетические выбросы, как в считанные секунды уладить конфликтные ситуации. И это лишь капля в примере о силе и значимости знаний от Бога. Использование их безгранично, когда они служат на пользу, всему человечеству. Поэтому необходимо серьезно подойти к этому вопросу. Любая информация от Бога, пусть даже самая простая на первый взгляд, имеет свою энергетику, свое назначение, свое направление. У Господа нет праздных слов. Каждая фраза, каждое слово, каждая мысль несет в себе великий замысел Творца, и дается, вам не ради развлечения, а для работы. И за каждую крупицу знаний, применяемых не. По назначению, вы должны будете перед ним ответить. Всегда помните об этом и отнеситесь ко всему с большой серьезностью и ответственностью. Как в духовном развитии человека существуют определенные, так называемые ступени, так и информация от Бога подразделяется по уровням. При этом учитывается тот. Минимум знаний, который необходим человеку в его жизни, учитывается, с чем душа пришла в этот мир, ее задачи, ее способности. Чем быстрее идет развитие личности по духовной лестнице, тем объемнее информация, а с ней и навыки, она получает. Лишь в процессе созревания души вся эта информация из отдельных рассказов, лекций, примеров объединяется в единое целое, начинает вырисовываться единое полотно знаний. Существует общая информация, направленная на развитие личности, и индивидуальная по роду занятий, которые определил Бог человеку в данной жизни. Наука от Бога разнообразна и интересна. Она затрагивает множество наук, о которых человек и не подозревал. Люди, идущие по жизни с Богом, прикасаются к тайнам, природы, космоса, различных систем и энергий, мало-помалу они начинают постигать. Истинное начало и значил, ни с чем не сравнимое величие и мудрость, великодушие и любовь Бога, Создателя. Благодаря этому человек стремится быть лучше, добрее, чище душой. И это есть главная задача человека, посланного Богом на Землю. В настоящее время людям приходит много знаний из космоса через различных контактеров или специально посланных Богом людей. Отец открывает вам божественные знания и надеется, что вы поймете, какой путь вам предлагается космосом. Мы давно вас ждем, ждем, когда вы созреете до принятия простых истин космоса. Сейчас мы стоим на пути передачи этих священных и ценнейших знаний вам, земляне. Но чтобы прикоснуться к этим знаниям и усвоить их, надо вам самим просто подойти ко всем проблемам и оставить все земное, ибо оно вчерашний день. Покажем на нескольких примерах различия земного и космического понимания некоторых вопросов. Земное понимание. Жизнь – форма существования биологического, телесного существа. Жизнь – отрезок времени от рождения до смерти физического тела. Жизнь – конечна. Космическое понимание. Жизнь – бесчисленные формы бытия, в том числе и нематериальные. Жизнь бесконечна, существует вечно, совершенствуя существо от низшего к высшему, от простого к сложному до единения со всем, что есть, что сотворено Богом. Земное понимание. Смерть – конец существования, тлен, уход навсегда в небытие, невозможность нового воплощения. Космическое понимание. Смерть – переход на новый виток развития. Возможность воплощения в новом физическом теле. Земное понимание. Человек – биологическое существо, физическое тело, видимое обычным зрением, конечный результат усовершенствования обезьяны. Царь природы и ее венец. Космическое понимание. Человек – бессмертная душа, временно воплощенная в физическом теле. Это частица Бога, его дитя, которое стремится к единению с Отцом. Земное понимание. Дети – результат слияния и дальнейшего физического развития двух половых клеток. Возможность продолжения рода, продолжения родителей, их собственность. Родители обязаны взрастить, воспитать, обучить, обеспечить материальные потребности. Космическое понимание. Дети – это души, которые Бог доверил вам для воспитания. Родители должны помочь этой душе приобрести опыт и знания для выполнения ее миссии, данной ей Богом в этом воплощении. Земное понимание. Будущее – это то, что неведомо и неподвластно, случайный набор событий, удач и неудач. Космическое понимание. Будущее – это результат настоящих действий человека. Оно известно, его можно изменить, изменяя себя. Земное понимание. Земная медицина лечит тело, пытается убрать следствие, а не причину болезни. Ей не открыты секреты лечения людей, а не болезней. Лекарства применяет, в основном, искусственного производства, которые расшатывают иммунную систему человека, вызывают аллергические реакции и другие неожиданные побочные эффекты. Появляются новые болезни, лечить которые земные врачи не могут, так как у них нет для этого достаточных знаний. Космическое понимание. Космическая медицина. Прежде всего, лечит душу человека, то есть выравнивает поле человека на энергетическом уровне. Человек сам помогает излечивать себя, обращаясь с просьбами об исцелении к Богу, накапливая доброту и любовь, переосмысливая жизнь, изменяя мировоззрение, убирая зло и агрессию. Для лечения используется божественная энергия космоса и применяются природные материалы. Земное понимание. Летательные аппараты Земли в своей работе используют принцип отброса масс, то есть любые летательные аппараты ограничены скоростью света, так как с увеличением скорости растет масса, а с увеличением ее массы аппарата требуется отбрасывать большее количество рабочего тела. Таким образом, земная техника оказывается в замкнутом круге на данном пути развития. Снижает быстродействие техники также то, что в основе АСУ лежит управление по программе или вручную и реализация управления с помощью механических, гидравлических и других приводов. Космическое понимание. Летательные аппараты космоса имеют другие принципы работы. Аппараты не ограничены скоростью, могут передвигаться со скоростью гораздо больше, чем достигнуты землянами, со скоростью мысли. Быстродействие обеспечивается АСУ, автоматизированная система управления, интегрированными с мозгом человека, то есть корабль управляется мыслью человека. Земное понимание. Клетка, материальный кирпичик для построения целого организма, ее можно изменить физическим или химическим вмешательством. Космическое понимание. Клетка имеет духовную, энергетическую структуру, на нее можно воздействовать энергетически, меняя взаимодействие и соотношение энергетических полей. Земной способ получения знаний требует длительного времени. Земля – единственная планета, где у людей закрыт третий глаз, где люди не видят и не слышат Бога. Самые передовые и усовершенствованные знания можно получить напрямую от Бога посредством ясновидения и яснослышания. У вас на Земле очень малое значение придают духовности человека. Вы не понимаете, что чем духовней человек, то есть чем ближе он к Богу, проще и добрее, тем легче ему овладеть знанием, тем больше откровений откроется ему, и больше озарений посетят его. Поэтому земляне и стоят веками на месте, а могли бы давно свободно получать. Знания от Бога. Духовность – это та сила, которая позволяет проникнуть в тайны мироздания и каждый раз глубже увидеть корень проблемы, в истинном свете представить то, что существует. Каждая крупица знания, что идет от Бога, священная охраняется Богом. В тот момент, когда вам необходимо знание, которым вы не владеете, Бог, видя насколько вы. Серьезно, бережно и мудро относитесь к тому, что есть, даст вам нужное знание и всегда. Поможет найти тот единственный правильный выход и выйти из любой ситуации. Все знания от Бога очень разнообразны по сложности, значению, направлению, секретности, информация во всех ее состояниях размещается в банке данных. Вся информация несет в себе заложенную энергетику. Банк данных – своеобразный компьютер, в котором информация заложена по файлам, блоками по энергетике, от низшей к высшей. Все собрано по уровню значимости, сложности информации. Люди, живущие на Земле, как и жители других планет, тоже пользуются ею. Но у каждого свой уровень развития, от чего и зависит доступ к хранящимся там знаниям, то есть то, к чему человек, не готов, не сможет применить, он и не получит. Каждый, имеющий доступ, может взять, информацию по своей энергетике. Что касается, например, землян, то они получают всевозможную информацию через своих учителей, более продвинутые души, достигшие, уровня доступа в банк знаний. Они могут донести информацию в доступной для людей форме. Наряду с системой знаний существует система познания. Она дает возможность. Человеку, идущему по пути духовного развития и получающему определенные знания, не только узнать, но и познать, то есть на собственном опыте убедиться в их истинности. Познание в человеке происходит благодаря Святому Духу, той вселенской мудрости, которая по воле Бога и с учетом готовности души принять ее, входит в душу человекой, дает ему возможность почувствовать правдивость услышанных или прочитанных слов. Он, как бы пропускает их через себя, видит подтверждение в каких-то жизненных ситуациях. Человек познает Божью любовь, Божью истину в простых, обыденных ситуациях. И по мере его созревания, перед ним открывается невидимый мир глубинных тайн, то есть, познание, как и знания, даются человеку по мере его готовности принять и познать. Сейчас, в момент преддверия перемен для всего человечества Земли, Господь дает возможность прикоснуться к тайнам Вселенной, понять и осознать, что Земля, это частица огромного организма, единого организма Вселенной, часть мироздания, часть запредельного. Запредельное, это то, что находится за пределами понимания человечества на данном этапе его развития. Это те области, куда человек никогда не вторгался. Это и некоторые области медицины, и различные природные явления, и, конечно, космос, существует множество различных версий объяснения необычных случаев, ведутся различные исследования, но они так и не раскрывают тайны, как не раскрывают тайны возможностей. И способности человека, запредельное, это духовный мир с его тайнами и знаниями. Это мир законов бытия, законов развития жизни планет, систем всего, что содержит. Космос, запредельное, это энергия космоса, несущая в себе информацию, знания космоса, все то, что дает Господь человеку при познании духовного мира. Наступает время на Земле, когда Господь позволяет людям прикоснуться к запредельному. Становятся понятны ответы на вопросы, которые люди искали десятилетиями. В последнее время многие видные ученые приходят к единому мнению, что все тайны, открываются лишь в случае, когда человек постигает духовный мир. Существует множество различных информационных блоков или полей, в которых, сосредоточены все знания от Бога, собранные по определенным признакам и предназначению. Доступными для человека являются знания, благодаря которым человек познает. Духовный мир. На первый взгляд это очень простые знания, но информацию они содержат первичную, глубокую, которая при правильном подходе и понимании поможет сделать верные шаги в дальнейшем и убережет от совершения ошибок и лишних ненужных вопросов. Человек узнает, как происходит его духовное созревание, как уберечь себя от. Происков темных сил, что должно быть ведущей, движущей силой в человеке, как и благодаря чему человек сможет правильнее пройти по жизни и не упасть. Все эти знания, даются на первой ступени его продвижения, но это фундамент всего того, что ему придется узнать, познать и выполнить по воле Бога. Если человек добр, с любовью и верой. В Бога идет навстречу грядущему дню, под защитой Бога он сможет пройти все ситуации, все проверки, все, что ему необходимо пройти в этой жизни, основа всему продвижению, заложено в тех простых и доступных истинах, о которых мы уже говорили выше. У Господа все просто, но гениально и неповторимо. Не следует желать и стремиться к чему-то суперсложному, необычайному. Стремись познать и усвоить все то, чему учит нас Бог своими уроками, и это позволит прикоснуться к глубоким тайнам Вселенной. При правильном подходе к ним, тебе не придется возвращаться и проделывать путь заново, ты будешь идти уверенно вперед, постигая новые знания, новые науки, новые навыки. Но в основе всего всегда будут стоять простые истины, глубокие и мудрые, учащие любить Бога, любить людей, любить весь мир, что окружает тебя. Отец учит, идите по пути знаний в любви и помните, что он бесконечен, как и жизнь. Сама любовь, на этом пути вас ожидает много приятных неожиданностей, не бойтесь, идите смело каждой своей светлой дорогой, ищите свой путь, и любовь никогда не покинет и не оставит вас, да пребудьте вечно и радостно со мной. О грядущих переменах, бывают моменты, когда развитие той или иной цивилизации необходимо исправить. Люди Земли идут не тем путем, происходит их деградация, темные силы завладевают душами людскими, и жизнь идет не на созидание, а на разрушение. Злоба, черствость, накопительство, стремление к материальным благам преобладают, затмевая духовность. Люди Земли, остановитесь в своем невежестве и забудьте о том, что вас разъединяет. Поймите, что потеряв Землю, на этот раз не просто уйдете вы, но исчезнет многое. Потухнет Солнце, исчезнут многие звезды и многие другие дочерние цивилизации Земли. Смещение земной оси, что началось так давно в результате недальновидности и слабой защиты землянами планеты, сейчас приобретает уже угрожающий характер. Земля, та, константа, что удерживает в равновесии всю вашу Вселенную. Не дайте ей погибнуть, подумайте о ваших братьях не только на Земле, но и космосе, во всей Вселенной. Если, погибнет Земля, погибнет и та Вселенная, в которую она входит. Цепная реакция не должна произойти. Не случайно Бог и братья по космосу с такой любовью охраняют. Сейчас колыбель мира и любви во Вселенной, вашу Землю. Не только мы, ваши ближайшие помощники и Учителя, заинтересованы в том, чтобы Земля сохранилась и расцвела. Весь космос из самых различных галактионов сейчас посылает вам помощь. Мы не одно тысячелетие помогаем вашей планете выжить. Не раз мы были свидетелями гибели нескольких ваших земных цивилизаций. Братья готовы отдать вам все самое передовое и новое, чтобы спасти Землю и покончить со злом на ней навсегда. Теперь, как никогда, людям Земли нужно задуматься, куда они идут, что выберут и что. Будет сопутствовать их жизни, добро или зло. Помогите нам спасти вас. Сейчас на Земле наступает период перехода от одной стадии развития к другой. Переход этот болезненный, с потерями, но все то, что не созрело к этому моменту, не, может перейти к новому этапу развития, ибо оно не может вместить тех перемен, которые будут происходить. Когда произойдет переход, жизнь на планете изменится. Земля, вернет себе то, что утратила многие века назад. Господь, видел падок духовности, планирует глобальные перемены на планете, включающие в себя изменения всего, вплоть до расположения материков и сдвижки Земель. Нарушение энергетических связей вызовет разрушения на Земле, сдвижки почвы, извержение вулканов, уход участков суши под воду. Это очень сложный процесс, влекущий за собой гибель миллионов человеческих жизней. Но люди, идущие по жизни с Богом, будут спасены, Господь найдет способы помощи им, и люди продолжат свою жизнь. На обновленной, очищенной планете, свободно вздохнувшей от копоти и грязи, неверия, жестокости и злобы людской, наступит новая эра для землян, которые продолжат жизнь. С любовью и радостью, с верой во Всевышнего. На Земле возрождена будет духовность. А вместе с ней придут новейшие знания и технологии, которые позволят землянам выход. И общение с другими мирами космоса по воле Бога. Земля снова будет в золотом кольце особых планет Бога. Но пока говорить об этом рано. Еще ничего не сделано вами для спасения планеты. От общих чистых и простых усилий будет зависеть спасение Земли и ее будущее. Дети Земли и последнее поколение землян этого цикла. Несите людям счастье, любовь, защиту и отдохновение так, чтобы вам не было стыдно за ваши мысли, слова, действия и поступки. Этот рубеж обязательно надо пройти, ибо признавшись честно самому себе в своих ошибках, ты станешь чище и уже сможешь смотреть в глаза любящего и прощающего Отца, берегущего тебя как зеницу Ока, несмотря на все твои заблуждения и обманы. Только вместе мы сможем очиститься и очистить нашу планету, чтобы все могли жить просто, радостно и легко, чтобы легко и с чистым сердцем шли навстречу Отцу и понимали, насколько прекрасна жизнь. Идите просто и легко. И Бог даст нам встречи и работы совместной. Братья вас, любят, они готовы работать с вами, мы все родные и одинаково любимы Богом. Разница лишь в том, что одни ушли далеко и знают гораздо больше, чем вы, а вы просто. Пока маленькие дети, которые постепенно растут, набирают опыты и знаний, и они любят вас и оберегают вас, как вы оберегаете своих маленьких детей, которые иногда из-за пустяка расстраиваются и злятся. Светлые братья всегда придут вам на помощь, и Отец никогда не оставит вас, только живите с Богом в сердце, в мире, любви и согласия с собой и несите мир и любовь другим. Дари вселенной доброту, как хорошо на свете жить, и землю чувствовать, как Матерь, и рай в душе своей открыть, и всех любить, как наш Создатель. Почувствуй каждую росинку, послушай пение чудных птиц, почувствуй каждую травинку, ведь с Богом чудо нет границ, почувствуй все, что расцветает, забудь про жизнь и суету. Нас вечный праздник ожидает, дари вселенной доброту, истории веков. Мы хотим изложить здесь истории, чтобы вы поняли, что нет разорванности веков и времени, а есть единый и неделимый для Бога процесс, жизнь, и он называется вечностью. Перешагните вместе с нами рубеж веков и вы окажетесь в самой реальной реальности, что существовало когда-то и существует по сей день. Мы начнем наше повествование с истории, что не всегда верно трактуется у вас Рождество Иисуса Христа и всего, что связано с этим событием. Именно Иисусу и Марии мы обязаны тем, что сейчас говорим с вами и можем, передать то, что назначено передать для вас Отцом. Иисус и Мария, с незапамятных времен Бог сотворил души Иисуса и Марии, много веков они, шли к выполнению тех миссий, что дал Отец в их последнее воплощение на земле. Сейчас мы можем видеть их именно такими, какими они были ровно две тысячи лет назад, много, историй слышали вы о них обоих, но вы не знали и не будете знать всей правды об их пути, так же как никто не сможет открыть тайну связей ваших душ с Богом. Тот, кто, умеет молчать и умеет хранить тайну Отца, постигнет все. Никто никогда не знал на земле, какая сила таится в Иисусе и Марии. Им, как и вам, было закрыто знание о прошлых жизни, они, как и вы, через пот, кровь, страданий, душевную боль шли к Отцу и сумели пронести свет и любовь и не опустились до уровня осуждения ближнего. Помножьте силу и число своих испытаний на тысячу или миллион и вы не ошибетесь, если скажете, что это смогли пройти двое людей, таких же, как вы. Любовь им дана была так же изначально, как и вам, все условия для захоронения. Этой любви были даны, и злоба, и зависть, и ненависть, и голод, и холод все вынесли эти люди, не омрачив чела, освященного большой любовью Отца. Бог никогда не оставит в испытаниях тех, кто верен Ему до конца, но люди Земли должны возмужать и вернуть Отцу ту любовь, ласку и благодарность за уроки бесценной жизни в теле, что дал Отец. Он дал так много, что мы не в силах оценить все это, и потому наш разум с охотой принял многое, как данное и стабильное. И мы подчас не понимаем, что творим, разрушая любовь и преобразуя, загаживая все по своему усмотрению, у нас закрыты глаза и уши, мы не можем видеть и слышать, как все братство сейчас молится за нас, посылает любовь и защиту нашим слабым телам и душам. Много лет назад, когда Мария родила Иисуса, ей открылся дар видения его судьбы и судеб многих миллионов людей, да и после рождения Мессии, он был настолько мал и беззащитен, и Мария поняла, что в ее руках сейчас находится судьба всего человечества Земли и Вселенных. Это страшный момент, когда Бог открывает тебе глаза на реальное видение вещей, и ты осознаешь, насколько велика твоя ответственность перед Богом. Не выполни Мария, свою миссию, не убереги Иисуса, нас с вами уже бы не было. Вот так неожиданно однажды для каждого человека открывается все. Важно сделать правильный вывод и не испугаться того, что дал Отец, не по силам Бог испытания не даст. Мария, как и вы, долго готовилась к этой миссии, но и на этот раз открытие Святой Тайны Бога было неожиданным. Только любовь и полная преданность Отцу спасла. Младенца в его нелегкий год, это слабое тельце беззащитнее, чем ягненок, могло погибнуть в любой момент. Иисус начал свой земной путь не в атмосфере страха и гордости, а полной любви и защиты той, что Отец отвел ему в матери. Любящее сердце Марии сотворило чудо, сонмище темных сил обрушились на молодую мать и младенца. Против, того, кто еще не сказал ни слова, еще не увидел мир, началась серьезная война, и помощи людям неоткуда было ждать, и они стали просить ее у Бога. Бог видел, насколько не готовы были ни Мария, ни Иосиф, чтобы уберечь Иисуса. Подчас жизнь троих была на волоске от смерти, у них, как и у нас с вами, испытания, были разные, серьезные и небольшие, но все нелегкие. Они научились всему, жить без тепла и любви со стороны людей, ибо знали, насколько те далеки от Бога. И нелюдеев. Том вина, а работа темных сил давала им столько зла, алчности, жадности и нелюбви. Они прошли все и смогли передать ту любовь, что подарил им Отец. И сейчас, они вливают в каждого из нас в этот самый момент любовь, мужество и радость и благословляют нас на наш труд в миссии Бога любви. Возлюби Бога своего, как отца и мать, возлюби брата своего и сестру, чтобы поняли они, что у вас один Отец и Мать, это Бог. Нет никого роднее у вас, чем Отец. И Он никогда не оставит вас и не предаст, но не предавайте его вы и храните свято те, крупицы божественного знания, что дал Отец и позволил трепетно прикоснуться к тайным бытия вселенных, и вел вас в святая святых своего сердца, где открыл вам любовь. Древний друг. Однажды Отец исповедовал древнему духу Земли историю, о которой тот не мог не знать, но после рассказа отца пролился свет на Землю и многое стало видеться в ином, божественном и чистом свете. Много веков назад, когда люди еще не умели говорить друг с другом на языках, племен и народностей, они могли общаться телепатически и умели управлять природой в хорошем смысле слова, с большой любовью эти люди относились друг к другу и к, всему, что было подарено им отцом. Они умели лечить, знали язык трав и животных, могли общаться с солнцем и вызывать дождь, они умели многое из того, к чему мы только еще пытаемся подойти. В параллельных мирах есть особый язык общения, язык цвета, жестов и знаков, много веков назад предки современных индейцев владели им в совершенстве. Индейцы, сообщали сведения о себе определенной раскраской и многое передавали на уровни мысли, поэтому их отношения были просты, так как они знали друг о друге все. Любовь и доброта соединяли их в очаг любви и света, а их ритуальный танец, призывавший Бога, был самым прекрасным на земле, ибо был неповторимым танцем и песней души и сердца, восхвалением Бога и всего сущего. Когда-то, рассказывал отец, я знал этих людей очень хорошо и подарил им песнь души. Она повествует о том, как непросто жил их древний народ, сколько они, перенесли испытания от людей и природы, пока не научились управлять с любовью силой, что зовется энергией жизни или духом. С того момента эти люди вышли на иную, дорогу божественного знания, они поняли, что этот свет счастья и общения в Добряне, смогут и должны передать другим. Тогда их племя, племя древних индейцев, стало. именоваться племенем Синей Птицы, отрядом, что несет братьям крылатую весть свободы, и полета над землями их родины, и они выбрали для себя дорогу защиты всех, кто обратится к ним за помощью. Так люди начинали делать первые шаги по вечной тропе к Богу и к братьям, неся людям счастье, любовь и защиту и дыля с каждым братом, часть его невзгод и умножая, в этом мире свет, простоту и доброту чистого мысленного общения. Синяя Птица, много существует легенд и сказок на планете Земля, все они имеют реальную основу, много тысячелетий назад планету населяли всемогущие эльфы, феи и другие помощники Бога Тонкого Мира, которые были призваны оказывать помощь планете и людям. Синяя Птица существовала реально и существует сейчас, это символ свободы, чистоты и высоты полета над землей и всем земным. В стародавние времена люди обращались к ней за помощью и несли многое ей на сок. Не случайно ее называют птицей, счастье. Те, кто видел ее хотя бы один раз, действительно обретали счастье. Через синюю птицу люди получали божественное откровение и видели намного дальше и глубже, чем до встречи с ней. Иногда она приходит во сне, иногда наяву, но главное, что это счастливый момент для тех, кто смог увидеть синюю птицу и поверить ее откровениям. Величайшая. Любовь Отца открывает через синюю птицу такие тонкости, тайные истины божественного пути человека, что в один миг он прозревает и становится мудрецом. Так реализуется, божественный план, и люди через чистоту своих мыслей и дел прикасаются к тайнам, бытия и находят в жизни вдруг то, к чему шли многие тысячелетия и ни одно воплощение, истину и свет в Боге. Только прозрев можно до конца и правильно понять, к чему ведет Господь, и как высоко мы должны летать, чтобы навсегда оставить суету и стоять чаек, дерущихся из-за куска хлеба, чтобы подняться и, очистившись, вернуться вновь к ним, но для того, чтобы повести их уже за собой. Летайте, дети, говорит отец, но не забывайте о тех маленьких сереньких воробушках, что еще не научились летать. У них пока не выросли крылья любви, но так, велико желание узнать и постичь отца и обрести полет орла и синей птицы. Помогите. Им и отдайте свою любовь и знания, ведь только любовь и взаимопонимание могут откатить камень могильного гранита и холода, что воздвигли дети между друг другом и отцом. Любовь растопит любые камни и превратит их в цветы, цветы любви отца. Путешествия на планету любви. Есть много удивительных планет, о которых хочется рассказать вам. Весь космос, сейчас посылает вам поцелую любви в рассказе о той планете, дочери Бога, что дарит вам и многим другим людям доброту и любовь своего красного солнца любви. Эта планета, возлюбленная дочь Бога, равно как и другие звезды и планеты, ее красное солнце питает и поддерживает поле других планет. Вы не знаете равным счетом, ничего о космосе, поэтому вам кажется все это неправдоподобным. Истина в том, что, многое, что на Земле привыкли считать сказкой, есть реальность и правда. Многие из вас хотели бы шагнуть навсегда вперед, но земные сомнения не дают вам увидеть истину, а она даже не в двух шагах, а гораздо ближе. Она всегда с вами. Радость идет от Бога, и она проходит в вас, если вы смелы и добры и не колеблитесь. Жаркое красное солнце планеты любви согревает каждого, кто попадает на нее. Здесь присутствуют все космические стихии, огня, воздуха, воды и земли и твердыни существа и материи. Счастлив тот, кто хоть раз побывал здесь и получил очищение от самого Бога под солнцем любви и знаний. Здесь закладываются знания на миллионы и миллиарды лет вперед, и это большая ответственность перед Богом, суметь использовать эти знания. Они, не убывают у Бога, их у него, бесконечность. Но если эти знания вложены отцом, то меняется миссия, и человек-душа идет уже под особой защитой Бога вперед, и Отец, создает все условия для успешной реализации этой миссии. Омойтесь в лучах этого солнца и этой священной воды, станьте огнем этого солнца и познайте тайны всего сущего в Боге и с Богом, и вы поймете навсегда все тайны. Мироздание, просто мысленно перенеситесь на планету любви, и с вами будет Отецей, благословит вас на дальний, счастливый путь. Вступите на твердь вашей земли и почувствуйте, насколько она любит вас, и насколько она желает вам добра и ждет вашей помощи. Да благословит вас Бог на ваш светлый и добрый путь, и поможет вам космос во всех ваших светлых делах любви и радости. Аминь. Пут знаний. Когда-то очень давно земляне подошли к рубежу выхода в далекий космос. Бог дал людям знания, и они построили очень мощный корабль, на котором можно было долететь до многих далеких планет. И жил в те времена на планете ученый, который думал, что счастье человека, только в приобретении знаний. И он отправился за знаниями на другие планеты. Он был, в разных вселенных, на разных планетах, он узнавал все больше и больше нового, уходил все дальше по пути знаний. Мысленно он не оставлял Землю никогда и все время, сравнивал, насколько ушли далеко другие цивилизации и как не готовы земляне принять знания космоса, как мало они еще знают. Однажды на одной из планет далекого Галактиона сидел ученый на берегу прекрасной реки, наслаждаясь песней неземного ласкового ветерка, поющего такие же песни, что поют ветерки на его далекой родной планете. Он вспомнил оставленную им Землю, родителей, жену и детей, брата и ученых-соратников и многих других людей, которые, любили его когда-то, и которых любил он. Но тяга к знаниям была сильнее всех привязанностей, и он ушел в этот долгий полет. Он многого достиг, много познал истин. Он, вспомнил свои многолетние яркие и насыщенные полеты, вспомнил, как радушно встречали его люди далеких планет, как бескорыстно и просто делились с ним знаниями. А, он, он только брал, не отдавая ничего и никому взамен, и забыл, к своему стыду, о, братьях-землянах в те минуты счастья и радости познания, что дарили ему космос и Бог, чтобы он, ученый, мог дарить эти знания людям и вести их вперед. Раскаяние и стыд, пришли на смену эйфории и блаженству, и ученый решил вернуться на планету, где так, давно ждали, как он думал, его знаний, что он обрел за годы странствий. Мгновенно, оказался он на корабле и уже вскоре был на Земле. Но какое горькое разочарование ожидало его. Тех людей, к которым он спешил. Уже давно не было, та цивилизация, которой он хотел теперь выплеснуть накопленное. Знание давно погибло. Уже никто не нуждался в его знаниях, как молния, сверкнуло прозрение, как он ошибался, он понял, какая страшная. Беда произошла, люди его цивилизации, как и он, думали лишь о том, как продвинуться. Вперед лично самому, и гордыней своей погубили мир. А ведь Бог дал бы им гораздо, больше, чем они имели, и увел бы их дальше самых развитых цивилизаций, где черпал знания ученый, если бы люди поняли одно, для чего создал их Бог. Жалость от боли и раскаяния сердца ученого, понял он, насколько был далек от истины. Он понял, что не любил по-настоящему Землю, которая вскормила его любовью. И светом, понял, что он наполнялся знанием ради знания, а не ради любви. Он увидел, растерзанное до неузнаваемости тело матери, Земли, утонувшее в вибрациях гордости ее детей. Глаза света раскрылись перед ним, и добрый и ласковый голос Матушки Земли и Бога Отца заговорили с ним. И он услышал удивительную историю о том, как возродится Земля, ибо она по-настоящему любит Бога и его детей. Она никогда не думает о себе, но молит Бога, чтобы дети ее одумались и повернулись к свету и любви. Много лет ученый работал по восстановлению планеты. Он никогда не забывал о том, насколько легко отойти от Бога и светлой миссии своей, когда ты прежде всего хочешь получить знания только для себя. Он понял, что нет я, ты, он, а есть все. Мы дети света, для которых счастье стоять там, где поставят Бог, и делать именно то, что даст Отец, ведь только в этом случае твоя помощь своевременно и истинно нужна, а иначе ты опоздаешь в нужный момент совершить то, ради чего пришел на Землю. О циклопах. Забота отца не прекращается о детях никогда, и днем и ночью он охраняет наш покой, любит бережет трепетно, ибо у него ничего дороже нас, его детей, кого он творил с любовью и радостью. Многообразие форм жизни окружает и окружало человека. Всегда. Существует много историй о домовых, леших русалках, которые помогали человеку, но он, не понимал этого и побаивался их, потому что они не такие, как он. Много веков назад во времена древней Эллады жили циклопы, простые люди, что творили любовь и добро. Они были похожи на людей, но отличались от них более высоким ростом, большей физической силой. У циклопов был один глаз, как мы теперь его, называем третий, и они обладали способностями, которыми не обладали обычные люди. Они видели и понимали божественный мир. Но были те, кто опасался их вида и ненавидел их только за то, что они не такие, как все. Много трогательных историй о таких существах, как снежный человек, Маугли, но. Мало кто понимает истинный смысл этих рассказов. Это все люди, близкие к природе, чувствующие ее законы, являющиеся частью природы. Даже маленькая тельце зайчихи, согревающая случайно увиденного зайчонка без рода и племени, руководствуется лишь любовью и знает, что если он один и беззащитен, значит это дитя нуждается в ее помощи. Так и циклопы охраняли своих и чужих детей, создавали уют и атмосферу любви в своих домах-пещерах и делали многое, чтобы восторжествовал мир среди людей, воинственных в то время, но не поняли люди их доброты, и были погублены эти чудо-существа, обладающие большой физической и духовной силой. Сейчас эти дети Божи стали историей планеты Земли, Суд Божий, никто не может повелевать человеком без воли Божьей, а только Бог, и никто не, может осуждать и подправлять по-своему человека, ибо он ведется Отцом. Все, что мы, можем сделать, если истинно хотим помочь брату, это подсказать правильное направление, не ее мыслей и действий, а уж выбрать или нет, это святое право каждого, и это есть, любовь в Бога и вера в Бога того, кто верит истинно, а не старается выровнять всех по своему усмотрению, каждый умен и каждый достоин быть рядом с Богом, и не дано никому судить. На Земле и в космосе, кто на каком месте, но только Бог определяет место каждому. По заслугам дается и миссия. Тысячелетия назад люди понимали многое и верили в Бога с той силой, что творила чудеса, и помогала пролить свет в души неверующих. Когда-то очень давно жил простой человек по имени Ивиан, жил просто и был, доволен тем, что имел, построил хижину, ловил рыбу, воспитывал детей и всегда благодарил Бога, что он подарил ему жизнь. Однажды Ивиан вышел в открытое море и забросил сеть, долго ли, коротко ли, плавал он, но шторм унес его лодку далеко от берега, испугался Ивиан, что не вернуться ему домой никогда, он встал на колени и начал молиться Богу, чтобы отец спас и, сохранил его, если это отцу будет угодно. Прошло немного времени, и Ивиана спас проходящий мимо корабль. Большое, удивление капитана и команда корабля вызвало появление на борту счастливого человека потерпевшего бедствия. На вопрос, как же он выжил эти несколько дней без пищи, воды совершенно один посреди океана, Ивиан ответил, что его спас Господь. Большая радость была на корабле, что не погиб человек, и что случай, как говорили люди, спас Дитя Божье. Но на горизонте появился пиратский корабль намерения. У него были недружественные, однако мирные путешественники не подозревали о грозящей им опасности, так как флага на пиратском корабле не было. На корабле продолжался праздник. Люди просто радовались Богу и новому спасенному брату и не ведали, какая угроза нависла над ними. Но не дал отец совершиться преступлению. Ни один выстрел не был произведен, и ни один человек не был пленен и увезен на рынок работорговли. Поднялась страшная буря, и в ней должны были погибнуть все. Не растерялся во время бури и вян и стал умолять Бога простить его и братьев, спасти и сохранить их. Души, и вся команда стала просить Бога и все были спасены. Сошли два ангела с небес и пролили свет, и в море показался огненный крест. Языки пламени охватили все вокруг и остановили бурю, так Бог показал выход для корабля в бушующем море. А пиратский корабль погиб. Бог спас людей, что просили его о помощи. По сей день вспоминают древнюю эту историю, как одна молитва спасла людей, как искренняя и честная просьба к Богу и истинная вера исправила все, и как отец простил все грехи и подарил жизнь в любви и радости. История о раненной птице. Эта птица была очень красива. Она считала, что ее предназначение, красотой своей поражать окружающий мир. Беззаботно порхала она над полями и лесами, сверкая яркой кичливой раскраской своих перьев, когда легко она взмывала ввысь в замысловатых пироидах. Казалось ей, что даже воздух, рассекаемый крылышками, звенел, славя ее красоту. Она думала, что весь мир создан лишь для того, чтобы любоваться ее красотой. Но мир жил по своим законам. Случился лесной пожар. Занятая собой птицами. Успела улететь в безопасное место, и кончики ее красивых крыльев опалил безжалостный огонь. Они обуглились и почернели. Жизнь покидала ее. Птица думала, что весь мир погибает вместе с нею, и печалилась об утерянной красоте своей. Неожиданно она увидела себя в больших теплых ладонях, ладонях полных света, и состоящих из света. Они, эти светлые ладони наполняли ее жизненной силой, каждую. Ее клеточку заполняли светом. И птица вдруг поняла, что она любит этот погибающий мир. Ох, как ей захотелось дать ему силу, чтобы снова зеленела трава, оделись листвою, деревья. Но что может сделать она, такая маленькая птичка для огромной земли? Крохотное ее сердечко рванулось из груди. Она уже не понимала, то ли это ее побелевшее крылья или светлые ладони подняли ее ввысь, и птица запела, она никогда не пела так, прежде. Она запела песнь жизнеутверждающей любви. Она пела о любви к земле, что взрастила ее. Она пела о любви к миру, что, взлелеяло ее. Она пела о любви к небу, что научила ее быть свободной. Она пела о любви к солнцу, что подарила ей жизнь. Птица не думала о том, хватит ли ее сил. Она, забыла о себе. Она страстно желала помочь этому миру. И случилось чудо. Два ее светлых крыла, как две светлые ладони, обняли, обогрели, наполнили силой землю. И земля проснулась к жизни, проснулась к радости, проснулась к любви. Так будь же благословенна птица, в белые одежды одетая, ветрами земными воспетая. Аминь. О детях. Водопад. На обрыве цветок, яркий, солнечно, желтый. Он едва держится корнями. За каменистую почву, выдерживая стойкой бурю, и жару, и ветер, и снег. И даже в, этих неблагоприятных, казалось, условиях растения живет, цветет, дает семена. Плывут семена по воде, где-то осядут. Вот одно семечко занесло на хорошую, плодородную почву, и вырос у берега крепкий, мясистый куст, толстый стебель, громадные листья. Стоит красуется, живет в затишье, хорошо устроился, но доступен каждому. Животное может съесть, человек мимо пройдет, обломает, или еще какая напасть, сломается, не успев вызреть и дать семена, дать потомство. А некоторые из семечек уплывут до следующего порога, и ухватятся одной из них. За камень и станет на скудной почве бороться за жизнь, как его родитель, чтобы выстоять, закалиться. Так и у человека. У стойких, битых житейскими бурями родителей, выдерживающих любые невзгоды, часто бывают инертные дети, и дети, похожие на своих родителей, и идущие дальше их. Созидательная энергия души. Озеро. Оно наполняется подземными ключами. Сверху, ровная спокойная гладь. Внутри идет наполнение. Вот заработали одновременно три источника. Они несут озеру разную энергетику. Энергетика озера меняется. Человек также наполняется, набирает энергетику из разных источников. Хорошо. Если это добрый источник. Вода в озере поднимается к краям. Из центра идет волна. Озеро вспучилось. И там, где берег ниже, вода выплескивается. Где тонко, там и рвется. Когда наполнение достигает пика, закономерен сброс энергетики. Он разный, может быть разрушительным, может быть созидательным. Надо энергию расходовать целеустремленно. Можно отправить ее внутрь на улучшение себя, а можно на внешнее созидание. И снова спокойная гладь до тех пор, пока снова не наступит наполнение, не назреет новый выплеск. Закон сохранения энергии проявляется на работе души. Если хотим, чего, то достигнуть, надо брать в расчет эти законы. Предвидеть сброс и направить его в нужное русло. Жаркий ветер выполняет свою отрицательную губительную роль. Озеро сохнет, закрываются источники и не подпитывают озеро. Также и мысли, подсовываемые темными силами, ведут к гибели, к отключению от божественных источников. Рассудительность данную Богом не нужно путать с размышлениями от темных сил, с внутренними противоречиями человека. Об устремленности души, в воздухе парит белая птица, похожая на чайку. Она опускается на землю, чтобы найти корм. Насытилась, и снова в небо. Вывела детей на земле, и снова устремляется в небо, увлекая за собой детей. Небо зовет ее. Так и человек, опускается на землю, чтобы выполнить свои земные обязанности, но душа его должна быть устремлена ввысь, к Богу. Мама с птенцами. Летает ниже, заботы о детях прижимают к земле. Женщине труднее оторваться от земли, земное сильнее притягивает ее. Мужчины поднимаются быстрее и выше. Учениками Иисуса были мужчины, но в тяжелые критические минуты возле него были женщины. Женщина чуча, сострадательнее. Женщина отдает себя семье, детям, зачастую жертвуя ради них своими интересами. Женщина часто оказывает более сильное влияние на детей. От устремленности ее души к Богу зависит воспитание, взращивание детей, угодными Богу. Сейчас возле Александра Георгиевича много женщин, так как людей нужно, как, детей вести к Богу, воспитывать и растить их души устремленными к Богу. А к пении, лесная поляна, звучит чудесная музыка природы, будто поют лесные духи, шелест, листьев и трав, звоны ветерка, журчание ручья, гудение шмеля, пение птиц сливаются в прекрасную мелодию леса, похожую на звуки далекой свирели, на пение ангелов в поднебесе. Эти звуки создают энергетический купол, светлый и чистый. Они льют в душу, энергию свежести и бодрости, мудрости и любви, отдыхает и наполняется здесь ваша душа. И когда мы поем, тоже создаем определенную энергетику, зависящую от того, что мы поем и как поем. Особенно сильный энергетический купол образуется, когда мы слаженно поем хором, целиком отдаваясь песне. Посмотрите, какие чистые энергии исходят от вас, сливаясь в радостную разноцветную гамму. Душа поет в это время. О гармонии в мире, утес, он называется пик любви, утес над морем, светит солнце, обдувает утес ветер, к подножию его ласкается, вода. Все в природе дышит гармонией, живет в гармонии друг с другом, все стихии, воздух, свет, вода, камень. Для всего есть в мире место. Все живет в мире и согласии. Люди похожи на эти стихии, есть люди как камень, есть люди текущие как вода. Есть светоносные люди, есть легкие воздушные, как ветер. И разные люди, не стараясь, переделать друг друга, могут жить в мире и согласии, любить и понимать друг друга. Звучать вместе как гармоничный, согласованный аккорд. Каждый человек на этом утесе, пике любви, занимает свое место, находится на своем уровне. Пик любви, это любовь ко всему, к Богу, к миру, к людям и так далее пока. Мы находимся на этом уровне. Впереди ждет более высокий пик любви, более высокий уровень, пути к Богу могут быть разными, не надо никому доказывать, что наш путь лучше, каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. С каждым человеком. Нужно говорить на его уровне, на уровне развития его интеллекта, интересов, знаний, незаметно плавно повышая этот уровень, расширяя знания, но не навязывая их. Мы оказываем косвенное влияние на окружающих своей энергетикой, своим отношением к людям. Несем энергетику добра, любви окружающим нас людям, коллегам по работе, попутчикам в транспорте, родным в семье. О грехопадении и взращивании души. Горное плато. Яблоко, красивое, наливно, спелое, видны семечки насквозь. Яблоко раздора, яблоко соблазна. Грех прикрывается внешней красотой, скрывается за красивой оболочкой. С виду привлекательно, но что за этим? Водопад, небольшая речка легко падает с горы, устремляется вниз, в долину. Крутит ее по горным порогам, и сколько бы ни пыталась она подняться вверх, ничего не выходит. Зато как легко течет она вниз, то выискивая лазейки меж камней, то с разбега падая на волны. Так происходит и грехопадение людей, то незаметно для себя впадаем в грех, выискиваем лазейки, думаем, что грех наш не виден, то обрушиваемся с шумом и брызгами на дно бездны. Легко упасть, но трудно подняться. Ростки. Там, где солнце, тепло, достаточно влаги, ростки крепкие, зеленые, а в тени, где не достает солнце, чахлые, больные. Так и души наши, с солнцем Богом душа растет, без солнца Бога душа чахнет и гибнет. Мы должны давать энергию добра, любви, тепла, чтобы взрастить росток души, чтоб он расцвел, раскрылся и выполнил свое предназначение. Три источника духовной работы. Отец открыл нам дорогу, тропу познания. По этой тропе поведет нас Иисус, Он открыл, вручил нам три ключа, необходимые в работе с людьми, перед нами светящийся, шар, эту энергетику очищения дал Отец. А перед шаром темная пелена, переплетение, темные прожилки, похожие на спутанные нити, это наша земная суета, наш земной жизненный путь, неустроенная судьба, душевная смута, сомнения, все грязное в жизни. Клубиться все это, как серый грязный туман, тропу скрывает, не видно, куда ступать. Энергетический шар сжигает грязь, очищает дорогу. Важно не уйти от шара, иначе потеряем дорогу, уйдем в небытие, наступает просветление, пелена уходит. Гора с плоской вершиной, углубление на вершине, чаша познания, это один из многочисленных инструментов Иисуса. До него допускаются люди твердо выбравшие этот путь, путь к Богу, путь познания божественных истин. Из углубления, из чаши истекает. Три ручейка, три потока, это и есть три ключа духовной работы с людьми. Первый источник чистый и прозрачный, это чистота помыслов, работа с людьми с этого начинается, с чистоты помыслов. Второй источник доброе, пламенное, любящее людей сердце. Любовь эту нужно, чувствовать каждой своей клеточкой, при работе с людьми нужно привлекать энергетику этого источника. Если испытываешь гнев или сомнения, одолевают дурные помыслы, работа этих источников ослабевает. В этом случае нужно попросить у Бога очищения, вспомнить об этих источниках, и омыть в них лицо ладонями. Третий источник не виден снаружи, он внутри, это огромная, всеобъемлющая вера. Вера должна быть внутри каждого человека, нельзя веру и злить на неподготовленного человека, только напрасно расплескаешь степень веры у каждого своя, убирая сомнения, темные мысли, гнев и другие пороки, мы тем самым освобождаем место для энергетики этих источников, чистоты помыслов, любви и веры. Послесловие, для тех откроется истина, кто прочитал эту книгу и понял, что по божественным, наукам знания бесконечны, и с Богом можно вникнуть в любые отрасли науки и углубить свои познания. Можно достичь знаний, которых нет на Земле, по самым разным специальностям, без ограничений. Работая над собой, поняв смысл жизни и ценность земного по божественному плану, можно сотрудничать с братьями по космосу, развивать по новейшим, технологиям медицину, индустрию, физику, химию, другие науки на созидание, изучая самые разные поля и энергетику, полевые структуры, человечество может, уйти навсегда вперед, летать на разные планеты, поддерживать контакты с другими цивилизациями и развиваться до бесконечности. Люди на других планетах уже достигли. Многого, у них нет воровства, убийства, шпионажа, во всех направлениях у них идет взаимопонимание и взаимовыручка. В последующих книгах для тех, кто поймет, что знания даются одинаково просто. И обычным людям, и инженерам, и профессорам, и президентам, каждому на своем уровне, будет рассказано, как можно уйти навсегда вперед по божественным наукам. На планете Земля все уже начало меняться. Зная Божьей науки, ход событий можно изменить в лучшую сторону, а не зная их, можно все погубить, четко определив свое отношение, к прочитанному, вы сможете попасть в космическую семью и изучать науки от Бога. Материалы этой книги получены ясновидящими космической семьи напрямую от Бога. Бакаев Афг, шаг за шагом к божественным знаниям и наукам, вторая часть, от автора, посвященным всегда было известно и ясно, что жизнь бесконечна. Если человек жил и работал с Богом, то после смерти его душа уходит в другие измерения и параллельные миры, где он может работать душой и телом, там он продолжает работать на созидание. Эти души, помогают ясновидящим и тем, кто просит Бога. Они появляются иногда с помощью трансформации в нашем мире, духовным людям дают знания и тем самым обогащают земные науки. Они работают в тех цивилизациях, которые опередили земных людей по всем наукам на тысячелетия благодаря их духовности, вере в Бога и простому подходу к жизненным ситуациям. Некоторые люди, кто уже не раз приходил на Землю, продолжают помогать ей землянам, находясь в других мирах. Так, например, люди планеты Земля знают, что Нострадамус, умер, это далеко не так, его душа живет, она ушла в другое измерение, и он так же как и раньше работает, помогая людям с другой планеты, где он сейчас и находится. Я часто встречаюсь с Нострадамусом, мы вместе работаем и по сей день. Многое из его жизни на Земле, стало известно из наших встреч. И поэтому я хочу поделиться с вами и рассказать о том, что узнал от Нострадамуса, сейчас на другой планете у него есть ученики, он обучает их многим наукам, но продолжает помогать землянам и нашей планете. Когда я обратился к нему за помощью и попросил дать предсказание о будущем в стихах, он послал предупреждение, которое не было зашифровано, а напрямую говорило, что будущее планеты и землян зависит от того, как поведут себя люди. Вы многое поймете, когда прочтете рассказ и стих предсказания. Бакаев А.Г. О Нострадамусе, Бог всегда посылал на планету Земля пророков и ясновидящих, которые предсказывали о том, что может произойти из-за неправильных действий людей. Таким ясновидящим был Нострадамус, который родился 14 декабря 1503 года в Сен-Реми в Провансе в семье Нотариуса. Еще будучи ребенком, Мишель Нострадамус получил хорошее образование, обучался легко, обладал прекрасной памятью, гибким умом. Во многих науках он имел успех, в математике и философии, истории и астрономии, хорошо знал латинский, греческий, древнееврейский, язык иврит. Пророческий дар, ясновидение, данные Богом, были открыты с детства. Он умел предугадывать многое, видел прошлое и будущее людей, перед ним раскрывалось. Эволюция жизни, он рано начал изучать труды по алхимии, каббалистике и магии, стремился. Понять возможности человека и научиться раскрывать божественные таланты, что заложено в эволюции души. Но вскоре Нострадамус понял, что эти науки не дают полной системы знаний, не могут объяснить взаимосвязь событий, которую он ясно видел, земные науки не могли. Открыть законы эволюции жизни, знания, которые они давали, были отрывочны. Нострадамус считал, что человек, это союз души, разума и тела, он осознавал божественное предназначение человека и понимал, что задача его жизни, помогая людям, раскрывать божественные секреты и знания. Человек мог раскрыть свой потенциал в том случае, если все приведено в гармонию, союз души и тела, радостный труд дают импульс развития человеку. Пророк понимал, насколько важно духовное и физическое здоровье человека и видел. Секрет успеха в деятельности людей, в их цельности и направленности к божественному. Нострадамус видел, в каком отсталом состоянии были многие науки, особенно медицина, видел. Насколько безуспешно врачи пытались лечить людей и знал, что есть новые пути исцеления. Чтобы оперировать понятиями современной науки, уметь обоснованно донести до ученых врачей иные передовые знания, в 1522 году Мишель Нострадамус поступает в города Монпелье. Он с успехом сдает экзамены, становится одним из самых способных студентов и сразу обращает на себя внимание. Еще тогда, будучи студентом, он открытый, смело выступает против практики кровопусканий, грамотно доказывая прямую зависимость этой методики лечения с растущей смертностью пациентов. Несоблюдение правил санитарии, о которой в это время еще и не говорили, так как не было такой науки, приводило к тому, что, люди умирали от заражения крови, а иногда от значительной кровопотери в результате неграмотных действий врачей. Нострадамус на равных вступал в дискуссию с профессорами, свободно оперируя терминологией и знаниями многих наук того времени, открыто защищал Коперника, легко и, просто мог показать всю несостоятельность современной ему науки, подхода к лечению людей. Он открыто критиковал догматизм профессоров, которые тормозили развитие медицины, упорно применяя давно устаревшие способы лечения больных. Многие не любили его за, справедливость и честность, гибкий ум и глубокое знание наук и ситуаций, завидовали его смелости и дальновидности. Обладая ясновидением, Мишель Нострадамус уже предвидел наступление чумы и понимал, насколько были не готовы к ней его современники. Закончив обучение и получив степень, бакалавра, а несколько годами позже он получил звание профессора, доктора медицины, Нострадамус принял решение уехать в провинцию, чтобы работать своими методами по науке от Бога, которая ему была дана. Ясновидение позволило молодому врачу найти уникальные способы лечения. Он смог открыть многие законы, которыми пользуются медики и нашего столетия. Так, например, Нострадамусом в 16 веке были найдены и научно обоснованы способы. Предотвращение болезней, особые меры по их профилактике, впервые открытые Нострадамусом способы дезинфекции, гигиены, методы активизации иммунитета и другие. Им впервые было открыто, что многие болезни возникают из-за проникновения микробов в окружающую среду и организм человека. Он шел впереди своего века на два, три и более столетия, к примеру, лишь в 19 веке научными кругами было признано существование. Науки о микробах, о методах борьбы с ними и их роли в возникновении болезней, хотя уже Нострадамус оперировал понятиями микробиологии и с успехом применял новые способы лечения, вопреки всем законам закостенелые средневековые медицины. Таких открытий Нострадамус сделал тысячи, но не нашел понимания и поддержки среди ученых-врачей, которые, упорно не хотели признавать и изучать методы работы молодого врача, лечившего вне всяких, стандартов и не укладывавшегося в узкие рамки науки того времени. В результате человечество затормозило в развитии на несколько столетий. Инквизиция, что свирепствовала тогда начало гонения против всех, чьи действия были выше понимания священников и правителей, жестокость и узость их мышления, неприятие всего нового и необоснованное обвинение в ересе талантливых от Бога ученых и первооткрывателей, таких какими были Коперник, Нострадамус надолго закрыли человечеству путь. Вперед! А эти люди были посланы свыше, чтобы дать новый толчок в развитии науки на планете Земля, вывести людей из тупика неверия и по земному узкого и закостенелого мышления. Но тогда люди были далеки от Божественного, Инквизиция именем Бога совершала жестокие казни, велись распри. В связи с тем, что люди отошли от Божественного, по закону космоса накапливается грязная энергетика. И как бы успешно по земному ни развивалось общество и все науки, происходит сбой в жизни людей из-за их неверного мышления и поведения. В результате этого меняется весь ход событий на планете Земля в худшую сторону. Появляются новые болезни, такие как чума, с которыми даже опытные врачи не могут справиться, и нет возможности обезопасить людей от заболеваний и их последствий, от катастроф, войн, расприй, возникающих по той же причине, отходу от Бога. Нострадамус был послан на Землю для того, чтобы помочь людям выйти из этого тупика. Ему были даны знания, как бороться с чумой, которая уже волной захлестнула многие города Франции, он знал, как остановить ее. Прося Бога, ясновидящий раскрыл многие секреты, и нашел особый способ изготовления лекарства против чумы, розовых пилюль, которые спасли жизни тысячам людей. Если бы чиновники и врачи поняли Нострадамуса и пошли ему навстречу, он мог бы создать целые лаборатории по изготовлению новых лекарств, школы, где могли бы изучаться. Новые подходы к лечению многих других заболеваний, которые неожиданно возникали у людей, совершился бы переворот не только в научной мысли Франции, но и всей планеты Земля, уже тогда человечество пошло бы по божественному пути, перенимая новые знания от посланника свыше, который готов был работать и работал ради сохранения жизни людей день и ночь. Но никто не хотел замечать способного молодого врача из провинции. Зависть, злоба, окружали Нострадамуса. Практически в одиночку он проводил опыты, вел научную работу и разъяснял людям, как себя вести, чтобы предотвратить распространение болезни в комнате. Всегда поддерживать частоту, чаще проветривать ее, чтобы был свежий воздух, тогда микробы не задерживаются в окружающей среде, ухаживать за больным, следить за чистотой его, рук и тела. Именно эти простые рекомендации творили чудеса, а не опасная практика кровопусканий в обычном, неухоженном помещении. Нострадамуса не принимали современные ему врачи, так как они не могли обосновать даже возникновение болезни, пути распространения их, ничем реально не могли помочь людям и считали чуму неизлечимым заболеванием. При посещении больных такие лекари надевали защитные костюмы, которые состояли из плаща, перчаток, специального защитного колпака. Пациент видел только глаза врача и слышал приговор, вы больны чумой. А помощи не было и не могло быть. Возвращаясь с приема, такой врач каждый раз с опаской снимал костюм и начинал осматривать себя, не появились ли признаки чумы. Многие врачи тогда бежали с места эпидемий, так как видели, как быстро происходит заражение. Нострадамус же не боялся заразиться, смело и открыто шел на помощь, он знал, если не окажет ее, то уже никто не сможет помочь людям, они тогда умирали целыми городами. Эпидемия распространялась настолько быстро, что, казалось, ее невозможно было остановить. Молодой доктор работал ночами, изготовлял пилюля, а днем посещал больных. Он был одет в обычную одежду, не боялся осматривать пораженные участки тел, сам с любовью смазывал их. Специальными составами, и результат был потрясающий, повышался иммунитет, сопротивляемость организма росла, пятна чумы уменьшались, а чистота, свежий воздух и уход за больным, мудрые и с большой любовью сказанное слово Нострадамуса приводили к восстановлению здоровья. Болезнь затихала и постепенно исчезала. Так в течение нескольких лет, ясновидящий лечил, не думая о себе. Им были спасены многие города, а значит тысячи людей, и их потомки. Франция осталась жива благодаря одному, единственному человеку, посланному Богом. Простые люди любили и уважали его, ждали появления Нострадамуса, как чудо, были благодарны ему за спасение жизни. О нем ходили легенды, но судьба не баловала его. Дар пророка, что развивался в этом человеке, дал возможность ему увидеть те испытания, которые придется пройти. Вместо признания его неоспоримых успехов и знаний, его, ждала клевета и ненависть со стороны дипломированных врачей. Новые и страшные события ожидали его дальше. Нострадамус просил Бога познать, что такое любовь, просил, чтобы ему дали любящих жену и детей, чтобы у него была дружная семья. И Бог дал ему такую семью, он очень дорожил ею. Но пока эпидемия чумы нарастала, он вынужден был работать во многих городах, вдали от родных, рисковал своим здоровьем, но не мог рисковать здоровьем жены и двоих детей. Поэтому они подолгу оставались в разлуке, тем самым Нострадамус пытался уберечь их. От страшной болезни. Пока эпидемия носила угрожающий характер, он не мог вернуться к счастливой и семейной жизни. Благодаря его самоотверженному труду опасность дальнейшего распространения чумы миновала. Усталый, но радостный и счастливый, он возвращался домой в надежде увидеть дорогих и любимых людей. Но страшная картина ожидала его. Он понял, что опоздал навсегда, жена уже догорала в лапах чумы, а дети были настолько слабы, что, на выздоровление не было и надежды. Врач, с Пашей тысячи людей не смог уберечь троих, самых близких и самых дорогих, любящих и ждавших его до последнего мгновения. Их расставание было мучительным. Никто не мог знать, что творилось в душе Мишеля, здоровье его. Было подорвано из-за бессонных ночей, плохого питания и физического переутомления. Он, смотрел на эти три тельца и понимал, какая беда пришла в его дом. Он навсегда потерял то, чем так дорожил и к чему шел всю свою жизнь, любить и быть любимым. Такая трагедия могла пошатнуть и сломать любого человека. Нострадамус страдал до глубины души, потрясенной несчастьем. Но злые завистники решили сыграть и на этом, что это за врач, если не смог вылечить, жену и детей, где он был, когда они нуждались в его помощи. Говорили они, да, он не мог, спасти семью, но тысячи жизней он сохранил. Благодаря ему эпидемия была остановлена. Иначе погибла бы вся Франция, многие другие страны были бы охвачены чумой. Нострадамусы не могли и не хотели понять современники. Клевета и сплетни наносили раны в самое сердце человеку, потрясенному несчастьем, уничтожившим его семью. Казалось, у тех, кто клеветал, не было сердца. И немногие бы выстояли под оглушительным огнем неправды. Цель завистников была одна, дискредитировать его как врача, растоптать, раздавить как человека. Он шел впереди всех, многое знал, многое умел, видел и понимал в тысячи раз больше, чем они, а зависть тех людей, которые были далеки от Бога, не давала им признать его. Опыт и мудрость. Нострадамус понял, что такое любовь, как тяжело расставаться с теми, кого, любишь душою и сердцем. Он осознал, что такое жизнь на планете Земля, как интересно все, устроено Творцом, и что людям изначально дано очень много, но, отойдя от Бога, люди теряют правильный путь, появляются уже врачи, уже ученые и уже науки, которые заводят людей в тупик, и начинаются гонения и войны, клеветники не справляются с ситуацией, разрушают то, что уже было создано для людей Богом, не признают настоящие новые знания и науки, они стремятся уничтожить своей ложью тех, кому от Бога даны эти знания. Так было и есть во все времена, клеветников на планете Земля немало и сейчас, они не несут ответственности за свои слова и действия, не подозревая какой урон наносят людям. Не вникая в суть дела, закрывают дорогу талантливым людям, посланных Богом, тормозят развитие всех передовых наук. Такие дипломированные товарищи с неограниченной безответственностью не дают прохода простым и способным, но не имеющим часто степеней и должностей, гораздо лучше разбираются в науках, умеющим быстро и правильно разрешить все возникающие проблемы. А чиновники лишь клевещут и критикуют, не всегда обосновывая свои доводы, ничего не предлагая взамен, но разрушая то, что создают другие. Вот так просто происходит замедление эволюции человечества и навсегда закрывается путь безграничного совершенствования и ростов, созидательном направлении, то есть путь к божественным знаниям и совершениям. Люди, которые идут на поводу у таких ученых, расплачиваются здоровьем и жизнью. Когда многие, сделают правильный вывод и признают новые знания вне всяких стандартов, то выход будет, найден, исчезнут на Земле тяжелые болезни, войны и необоснованная клевета такая, какая, обрушилась на бескорыстного человека, врача от Бога, каким был Нострадамус. Не каждый, смог бы пройти такие испытания, но он выстоял, не прекратил своих трудов по медицине, изучал астрономию, многие другие науки и целиком ушел в работу. Он знал, что его пророческий дар будет развиваться все больше. Многое из того, что он предсказывал, сбывалось. Он, смог раскрыть цель своего прихода на Землю, свою миссию, он должен был предупредить, людей о возможных катастрофах, о разных вариантах развития истории, раскрыть последствия действий людей и помочь им выбрать правильный путь развития. Целые ночи Нострадамус проводил в своем кабинете и видел картины прошлого и будущего, видел связь времен и народов, куда движется история и к чему могут прийти люди, каким катастрофам из-за своих неправильных действий. Но если бы и простые люди, и чиновники шли путем божественных знаний, как и он, то многих катастроф можно было бы избежать и изменить все ситуации к лучшему. Нострадамус мог реально повлиять на развитие истории, но если бы люди правильно поняли его. Однажды, в одной из осенних ночей, находясь в своем кабинете, он ясно увидел, как будет убить на турнире король Генрих II, гибель короля повлечет за собой иной, печальный поворот судьбы Франции, который впоследствии приведет к свершению кровавой французской революции, так как на трон взойдут уже другие правители, и Генрих не выполнит того, ради чего пришел на землю. Богом было открыто будущее пророку с тем, чтобы он успел предостеречь короля. Мало кто из исследователей отмечает, что Нострадамус в своих центуриях предсказал и иную судьбу короля и всей Франции. Если бы Генрих прислушался к предсказанию и отменил турнир, то остался бы жив, будучи королем, он провел бы ряд реформ, и Франция шагнула бы по пути мирного развития, а не кровавого террора. Ведомый Божьей рукой, Нострадамус публикует в печати свои предсказания, в том числе и предупреждение Генриху II, предсказание которое было призвано остановить короля и отменить турнир ради сохранения жизни монарха и ради судьбы всей Франции. Но Генрих игнорирует это предсказание, даже после личной беседы с ясновидящим, он испытывает к нему недоверие. А тем временем многое из того, что предвидел Нострадамус, начинает сбываться. Королева всерьез, обеспокоена судьбой монархии и вызывает Нострадамуса на прием. На службе у нее состояли предсказатели, но пророк превзошел всех их по точности предвидения событий. Он был вторым, кто предсказал гибель короля на состязание, но описал ее в деталях и указал точную дату и место события. Когда Нострадамус предсказал правительство королевы на небольшой срок и гибель всех ее детей, она мужественно выдержала это известие и поняла, что если удастся отменить турнир, то Франция будет спасена. К сожалению, Генрих II был неумолим, и в назначенный день турнир состоялся. Даже когда сбылись предсказания, что будет заменено копье, когда один в один совпала вся картина поединка, описанная Нострадамусом, даже тогда, невзирая на уговоры королевы отменить последний бой, Генрих II стоял на своем, и в первые минуты последнего поединка был сражен, точь-в-точь, как и было предсказано. Зрители отшатнулись в безмолвии. Пророк оказался, прав, публикует четыре раза предупреждения о возможной гибели короля, Нострадамус хотел, уберечь его и отвести беду, хотел помочь принять мудрое решение, но это не удалось сделать. На этом печальном событии слава о Нострадамусе разнеслась по всей Франции. Он стал мгновенно популярным, и его предсказания стали изучаться с интересом. Но такова судьба пророка, он действует любя, руководимый желанием помочь людям избежать катастроф и бед, показывает, что, изменив свое неверное решение, можно избрать другой, мудрый путь развития. Но такой пророк редко при жизни находит признание, чаще о нем клевещут и пытаются уничтожить. Так происходит во все времена. Вспомните, Моисей, Иисус, Ванга и многие другие при жизни не встретили понимания, и лишь после их смерти. Люди поняли, насколько те были правы и как их не до отца Йонера. Видимо, это участь всех, кто идет впереди времени. Не избежал такой судьбы и Нострадамус. Современниками он был проклят. Монтгомери, который победил Генриха II в поединке, среди первых начавшей войну, против Нострадамуса, сказал, пусть будет проклят тот пророк, предсказания которого сбываются с такой катастрофической точностью. Люди так и не поняли, для чего Богом был дан. Им свет знаний в лице Мишеля Нострадамуса. В его предсказаниях немало альтернативных, вариантов развития всей истории, в том числе и нашей конца XX века. Если бы люди, прислушивались к его предсказаниям и делали правильные выводы, просили бы Бога, то несчастья и катастроф можно было бы избежать. В XX веке, когда уже расшифровано многое из того, что было издано пророкам, люди легкомысленно ссылались на его предсказания. Так, Гитлером была создана специальная группа ясновидящих, магов и колдунов, которые подтверждали его судьбоносную роль. Для Германии, ссылаясь на предсказания Нострадамуса о приходе Гитлера или второго Антихриста к власти, первым был Наполеон, а третьим станет тот, кто развяжет Третью мировую войну. Но они не захотели увидеть Катрены, в которых предсказывается и гибель Гитлера, истинного арийца. Нострадамус предсказал до 2000 года все узловые моменты истории человечества на планете Земля. Он знал, что многое можно будет изменить и, предвидя многие события, давал два варианта будущего, зависимых от правильных и неправильных действий людей пытался подсказать людям, что только от их выбранного варианта пути будет зависеть весь ход истории. Современники не смогли дооценить труд пророка. Он видел, что даже монархи пренебрегают знанием и озабочены лишь собственной славой, а не судьбой стран и народов, видел, как история развивается по второму, худшему варианту. Тогда он решил шифровать и публиковать свои предсказания с уверенностью, что когда сбудется все, описанное им, на пороге глобальной гибели людей в конце тысячелетия они остановятся и задумаются, ведь если все это, было предсказано и сбылось точь в точь, то есть два пути, либо Третья мировая война и гибель, разрушение планеты, либо остановка войны и поворот к Богу. Тогда придет новый прогрессивный и мудрый правитель, по Нострадамусу это произойдет в начале третьего тысячелетия. Этот человек воссоединит воинствующие народы, как предсказал Нострадамус, он настолько явно предсказал появление нейтронных, ядерных, водородных бомб, подводных лодок и чуму 20 века, спит, что не остается сомнений, мы подошли уже к опасному рубежу. Нострадамусом было предсказано появление новых людей или биороботов, результатов генной инженерии, экспериментов с человеческой клеткой. Сами того не подозревая, люди проектируют свою собственную смерть, так как все роботы и биоработы, разработки которых ведутся во многих странах мира, например, в Японии, на базе ЦРУ в США и другие, программируются на уничтожение людей. Обладая большой нечеловеческой силой, они способны одним движением убить человека, перевернуть машину. Внешне их трудно отличить от обычных людей. Гибель землян от такого управляемого другим разумом биоружия была предсказана еще за четыре с лишним столетия до его создания. Многое, предсказанное Нострадамусом, люди не смогли правильно принять, хотя события времен были раскрыты для того, чтобы можно было избежать катастроф, изменив свои решения и действия. Самое страшное, события люди не могли устранять потому, что своим неправильным поведением отдаляли себя от мудрых предсказаний Нострадамуса, не видели истину и не знали, как предотвратить. Надвигающиеся катастрофы и их последствия, не владели божественными знаниями. Вот почему вновь Бог посылает на планету Земля людей, которые владеют такими же знаниями и могут менять ход событий. Например, по предсказанию Нострадамуса, в 1997 году, в Англии должен был произойти ряд землетрясений. Зная это, связавшись с учеными Англии, я выехал туда с тем, чтобы предотвратить катастрофы. Для этого мне пришлось сделать прибор, основываясь на божественных науках и знаниях. Несмотря на то, что в Англии большие перепады температур и часто идут дожди, пришлось поменять погоду этим прибором, в результате чего днем была солнечная погода с температурой до плюс 30 оси с мая по сентябрь и лишь ночью шли небольшие дожди. Такой погоды в Англии не бывает. Прибор работал в специальном режиме, удерживал не только погоду, но и убрал ряд землетрясений. Мне было разрешено, космосом остановить катастрофы, так как люди в Англии просили Бога. В результате землетрясений не было, лишь у побережья Англии были небольшие волны высотой всего 10-11 метров в течение нескольких дней. То есть Богом было показано, как можно легко убрать катастрофу и ее последствия. Можно представить, что произошло бы, если не было остановки всего этого и сбылось предсказание Нострадамуса. Космос показывает нам, как справиться с любым несчастьем, перестроить весь ход событий, предотвратить многие катастрофы, но если люди будут дружными, будут просить Бога и помогать один другому. С божественными знаниями можно творить чудеса. Прибор был подарен ученым, которые идут к Богу для того, чтобы дальше вывести человечество вперед по пути настоящих и самых современных знаний. Вдумайтесь, насколько это просто. Если бы люди ценили знания и умели правильно их использовать, можно многое изменить. Теперь, зная о судьбе Нострадамуса, вы поймете, для чего на Землю приходят такие люди, как он, и почему во все времена происходит их непонимание. Только потому, что они опережают в своем развитии современников на много веков. Подумайте, легко ли таким людям быть среди вас, не лучше ли убрать свое осуждение и критику, которые не соответствуют действительности. Ваш уровень знаний настолько невысок, что вы не можете видеть всю картину событий, как видят пророки, и своим поведением и делами заводите себя в тупик. Может быть, вам надо постараться правильно понять, чем им можно помочь, чтобы они смогли донести знания до вас, помогли многим. Задумайтесь, как вам надо вести себя, чтобы произошло взаимопонимание. Наше будущее будет зависеть только от наших действий. В фильмах, которые были выпущены космической семьей несколько лет назад, было предсказано о крушениях поездов, самолетов, природных катастрофах, войнах и тому подобное, о разделении Украины и России. Все это сбылось и продолжает сбываться. И сейчас надвигается ряд грозных и страшных событий, которые без Божьей помощи и знаний даже в совершенстве владея земными науками, ученые остановить, не смогут. Многие предрекают конец света, который произойдет в 2000 году, этого не будет. Апокалипсис будет носить иной характер, резко увеличится количество земных катастроф и людских болезней. Сейчас все больше появляется новых, неизвестных врачам болезней, с которыми они не смогут справиться, так как они не знают их этиологию, то есть причину возникновения. В 2000 году на Земле появятся особые болезни, которых еще не было. Они будут носить характер эпидемий. Средств борьбы с ними нет и долго не будет. Сравните, сколько лет. Медицина ищет лекарства против рака и спида, но безуспешно. Причина появления таких болезней, людская бездуховность. Только обращаясь к Богу и повышая духовность, можно, будет бороться с болезнью. И найдутся люди, которые будут владеть знанием, как остановить страшные заболевания и помогут тем, кто просит Бога. Сейчас решается судьба не только людей, но и многих стран, в том числе и России. У нее, России, два пути. Если люди поведут себя неправильно, то есть будут продолжать земные дебаты и осуждения в правительстве и среди простого народа, то произойдет ряд больших катастроф и землетрясений. В тех городах, где идут войны, жизнь прекратится, часть России уйдет под воду, часть будет уничтожена огнем, ядерным и другим оружием из-за неверных действий людей. Америку тоже коснутся страшные катастрофы. Ряд таких событий нами будут расшифрованы и описаны, люди будут предупреждены, Богом будет дано время. И если решения правительств разных стран, в том числе и России, будут правильными, то есть будут убраны ошибки, дебаты, повысится положительная энергетика, то ход печальных событий можно изменить, уберечь Россию от разрушения и гибели. В случае, если последуют неправильные решения и действия, как правительство, так и людей, мы ничем не сможем помочь. И Богом не будет дано разрешения остановить катастрофы. И тогда люди честно пожнут результаты своих трудов, грязная энергетика, которую они создали, приведет к разрушению их жизни и всего, что их окружает. Богом дано время на доосмысливание и доосознание критического положения. Сейчас все зависит от вашего правильного решения. О грядущих событиях, которые ожидают нас в ближайшем будущем, сказано и в предсказаниях Нострадамуса, которые получены от него в настоящее время, в 1999 году, напрямую. В день кровавый, что пришел, с флагом красным Ленин, Бог, перестал существовать мир, покой. Не звергли власть, суждено России пасть. Все чередой событий давних, расплатились вы сполна, и низвергнута она, власть от темных. Ураганов больше нет, но грянет буря, был ответ. И низвергнут люди грязь. И тогда, испив сполна, чашу горя не вина. Очищение пойдет, войны, голод, смерть и ход. Лишь одна струя из света. Мир народам принесет много позже. Тот народ судьбою избран и властителя найдет. Он от Бога к вам придет. Есть уж тот, кто мир откроет. Вскроет все его грехи. Катастрофой обернутся все деяния твои. За душой нету Бога, нету света. Нету жизни впереди здесь у всех, кто любит златые богатства, и огни, тех миров, что вы создали. Посмотрите, где же вы. В пропасть, грязь ведут они, прикрываясь внешним блеском. Вы поймете все, когда, потеряв блаженство сказки, миражи покажут вам, как вы времени ценили. Как погрязли вы в земном. Рухнет быстро. День за днем потеряете полмира. Голый, злобный человек на земле страшнее зверя. Что копили вы порой? Груз грехов и все земное. Грязь несли и поплатитесь скоро. Гибель масс и суд от Бога справедливый ваш удел. Кто убил, умрет убитый. Кто разврат вел, будет попран. Кучкой жалких хулиганов. Кто убил любовь, посеет страх. Лишь только видом своего лица. Безумный мир вас ожидает. Готовы будете сойти с ума, и лишь тогда расплата наступает. Когда указанное время истекает. От Бога вам его давали. А вы же съесть его желали. В пустом его вы провожали. К чему готовы? Ни к чему. Тогда, как сможете пройти все то, что впереди, что породили сами, отойдя от Бога? Огни от города останутся одни. От побережья, скалы. От любви, осколки страха. От человека, тленный прах. А о душе хоть кто-то раз задумывался здесь. Куда пойдет она? В мир света или в мир теней, где каждая минута тяжелее, чем сотни лет в тюрьме. Предсказываю все. Гибель от тирана тысяч человек. Кровавую войну и бойню, но не простым оружием. Золотым, вершиной века современной. И раб, душа в объятиях смерти мечется в огне. Что делать мне? В завет она. В ответ же будет тишина. Так человек ушел от Бога. Пожняйте все, что заслужили честно. Есть время до момента, как волна укроет многих. Есть сотни способов предотвратить, но не хотите вы. И продолжает пир идти, но пир в момент чумы кровавой. Огонь и миров вас ожидают вновь. Не потеряйте ваше время. Пусть будет меченым оно. Пройдите честно то, что всех нас ожидает. И единицы, кто поймут, пройдут и выживут. Вот тут секрет, где способ все преодолеть. Ищите, есть такой ответ. Люди планеты Земля, вы прошли немалый жизненный путь, у вас было много сложных и важных испытаний, войны, голод, земные катастрофы наводили и наводят на вас ужас. Вы привыкли считать, что многое данное вам вода, воздух, красота планеты, ваше здоровье и благополучие, само собой разумеющиеся вещи. Это далеко не так. Все, что имеем мы с вами, дар Божий. Планета Земля, одна из красивейших планет нашей Вселенной. Бог создавал ее с любовью к детям своим и подарил многое. То, что окружает нас, призвано помогать нам быть счастливыми и наслаждаться жизнью, подаренной Богом. Но в настоящий момент планета стоит перед катастрофой. Люди своими неправильными мышлением и действиями привели планету к полному разрушению. Загрязненная экология, неэкономичная промышленность и несовершенные технологии привели к тому, что почва, вода, воздух потеряли свою первоначальную частоту и их, загрязнение стало причиной многих заболеваний на планете Земля. Появились многие болезни, которые медицина мира не в силах лечить, появились технологии, разрушающие клетку живого организма, меняющие код ДНК, вызывающие мощные и необратимые генные мутации, которые современная наука не в силах контролировать. Военное производство достигло, пожалуй, максимального развития, и сейчас все больше и больше внедряются новые программы уничтожения людей. Злоба, обида, агрессия жителей планеты нарастают с каждым годом, и человек все чаще становится одиноким и никому не нужным, так люди незаметно подошли к самоуничтожению. Разреваясь год за годом, земные науки завели человечество в тупик. Люди, отойдя от Бога и утратив память о своей связи с Ним, о своем истинном предназначении, начали работать на разрушение себя и планеты. Мы подошли к рубежу, за которым гибель. И сейчас только ад. Нас с вами будет зависеть, какой выход найдем и насколько правильно будем делать шаги к миру, дружбе, простоте и взаимопониманию, то есть поворачиваться и идти к Богу. Люди, отойдя от Бога, навсегда утратили истинные знания о планете и космосе, безопасных технологиях и простом и правильном лечении. Чиновники долгое время скрывали и продолжают скрывать правду о состоянии планеты, о том, какую помощь оказывает Бог и братья из космоса. Ресурсы планеты Земля скоро будут исчерпаны. Благодаря людской бездуховности, варварскому отношению к планете, неграмотному и бестактному отношению ко всему живому, Землю ожидает чистка. И вскоре трудно будет узнать привычные для нас ландшафты. Многое исчезнет уже навсегда. Так мы привыкли считать нефть неисчерпаемым ресурсом. Сейчас она добывается в больших количествах и большей частью используется в разрушительных целях, то есть на военное производство, на развитие энергоемких и загрязняющих окружающую среду производств, разрушающих здоровье людей и планету. Но люди еще не знают, что нефти на Земле скоро не будет, что исчерпали запас, который можно было использовать еще не одно тысячелетие. Люди не знают, откуда берется нефть и как она исчезает в одночасье. Версии земной науки по этому вопросу далеки от истины. Бог давал и продолжает давать знания землянам. Были и есть ученые, которые работают на благо человечества, на созидание, это посланники Божи, открывающие секреты и тайны наук, двигая их вперед. Среди этих ученых, Ньютон, Пифагор, Эйнштейн, Эдисон и Тесла, Лейбниц, Менделеев, Яблочков, Петр Первый и многие другие. Так, Менделеев, автор знаменитой таблицы химических элементов, был не просто талантливым ученым, а был ясновидящим. Получая информацию из космоса, перенимая знания других цивилизаций, он открывал их людям Земли, давая возможность всем уйти навсегда вперед по пути божественных знаний, вслед за более развитыми цивилизациями. Но беда землян в том, что знания были использованы ими не на благо всех, а во вред. Так как духовность людей была низка, они задались целью. Стать сильнее и богаче других, стали работать на себя, даже не думая о последствиях, возникло разделение, соперничество, зависть. В результате чего энергетика планеты резко изменилась в отрицательную сторону. Вибрации зла, агрессии скапливающиеся на планете в сильные отрицательные поля, загрязнение всех слоев биосферы и неразумная деятельность людей, их мысленная энергия стали наносить вред многим планетам. Космическая коалиция вынуждена принимать меры по защите нас от нас же самих. Сотни тысяч кораблей, невидимых глазу человека, работают по очищению Земли, выравниванию, энергетик и перекоординации и полей. Но вибрации зла настолько сильны и сконцентрированы, наши мысли настолько отрицательно заряжены, что грязная энергетика копится большими пластами, собирается в определенных местах, и когда этот процесс достигает критической точки, происходит энергетический взрыв, высвобождающий определенные энергии. В материальном мире это выражается катастрофами, землетрясениями, наводнениями и так далее. Я хочу рассказать вам, как и для чего была создана планета Земля, как на ней раньше жили люди, веду вас в курс божественных наук. Хочется показать их простоту и доступность, помочь увидеть вам выход из тупика, так как можно восстановить утраченное и шагнуть навсегда вперед по божественным наукам в бесконечные дали космоса, даря людям знания и света от Бога. Для чего создавалась планета Земля? Люди Земли долгое время не знали, как возникла жизнь на их планете. Многие столетия они были в заблуждении. Им казалось, что жизнь – это подарок судьбы, и немногие осознавали свое истинное происхождение и связь всего живого с Творцом. Тысячелетия люди идут к разгадке этого вопроса и не могут понять, что Бог рядом, что Он во всем, что нас окружает. В нас самих так как мы есть энергия, созданная Богом. Где бы вы ни находились, в каком бы измерении ни работали, например, души умерших просто переходят в другое измерение вместе с тонкими телами, которые потом преобразуются, а материальное тело остается в нашем трехмерном пространстве. Всюду вас окружает пространство Любви Отца, всюду энергии, созданные им. Многие века человека волновал вопрос, кто я и откуда, где мое начало и конец, ради чего я родился и для чего существуют звезды, Солнца-Земля. Человечество и сейчас интересуют эти вопросы. Все, ради чего душа пришла во плоти на планету, быть счастливой, выполнить программу Бога, развиваться, совершенствоваться, помогать планете и людям, всем, вселенным, честно проходя испытания, отрабатывая нарушения космических законов мироздания, любить и верить, прощать и навсегда уходить вперед вместе с друзьями по космосу, творя чудеса доброты в простом и милом сердцу труде дня, что подарил Бог. Со времен сотворения планеты прошло много тысячелетий, Бог создавал планету Земля с большой любовью, сначала это был большой энергетический шар, энергия копилась специально и создавалась энергетическая матрица планеты, внедрялась программа ее развития. Процесс материализации завершился быстро, и Земля стала развиваться самостоятельно, но удачно вписалась в систему Содружества планет. Молодая планета готовилась выполнить свою миссию, принять людей и дать им толчок и материал к развитию. Энергетически планета была построена так, что можно было произвести на ней любой космический процесс, были. Особые места, где концентрировались специальные энергии, запас земных ресурсов был очень велик, и людям предоставлялась возможность овладеть ими и разумно их использовать. Бог-Отец заложил в развитие планеты многие программы, раскрыв которые, можно было стать одной из передовых цивилизаций, все самое новое и интересное было подарено Земле с тем, чтобы земляне могли развиваться. По Божественному плану, если люди возьмут курс на единение и созидание, захотят сотрудничать и помогать другим людям с соседних планет, если, включится в программу работы по развитию Вселенных, то Земля станет энергоинформационным центром, куда будут прилетать друзья из разных галактик и галактионов для решения, мировых задач. Земля могла стать центром обучения не только жителей планет нашей Солнечной системы, но и других, здесь могли быть созданы лаборатории, базы, научные центры, и многое другое, но только в том случае, если люди будут работать на благо всех, потенциал энергий планеты был высок, и землянам предстояло овладеть энергиями, научиться управлять ими, раскрыть секреты планеты, научиться правильно использовать ее ресурсы, а пока стояла задача познакомиться с новой планетой и дать толчок к ее развитию. Первые люди планеты, первыми, кого Бог послал на Землю, были Адам и Ева, с большой благодарностью и радостью они приняли предложение быть первооткрывателями Земли, у них была сложная программа, выполнение которой занимало все их время, но они знали, какие надежды возлагает Бог на эту красавицу планету, и были счастливы помочь тем, кто должен был прийти после них, так постепенно Бог готовил наш дом к принятию гостей, наших душ. Райские сады окружали Адама и Еву, они могли свободно передвигаться в пространстве, то есть умели трансформироваться и многое знали, прошли специальную подготовку перед тем, как прийти на Землю. Они были ограничены во времени, и необходимо было уложиться в него, планета уже ждала своих будущих землян. Воздух и вода, горы, травы и деревья, птицы и животные, все. Требовало своего названия, отвечающего сути Божественного творения. Все параллельные миры были включены в работу, дуки ветра, полей, лесов с большой любовью помогали Адаму, и Еве в их нелегкой, но интересной и важной работе. Богом была задумана Земля как центр схождения параллельных миров, но только сами земляне могли открыть это и научиться работать с этими мирами, и от результатов труда первых людей зависело, насколько вперед смогут шагнуть в будущем земляне. От света любви, что дарили первые люди планете, расцветали цветы и пели птицы. Люди радовались каждому дню, так как знали, что только в труде их счастье, и что с момента дарения имени начинала реализовываться Божественная программа всего живого, развивающегося в гармонии с каждым лучиком Вселенной. Люди трудились любя, и с радостью, не замечая времени, осознавая всю ответственность данной Богом задачи, они проникали в тайны планеты и знали, для чего созданы горы, реки, какую роль играет Флорай. Фауна, что нужно сделать, чтобы все слилось в гармонию развития. Космическая гармония, это единство внутреннего содержания, сути, внешнего облика и роли, которую должно сыграть творение Бога. Когда работа Адама и Евы была завершена, они попросили благословления у Бога на развитие Земли, и совершилось чудо, энергии планеты слились воедино, образуя многоцветную радугу счастья, и полились звуки во Вселенную, необычайно красиво дополняя ее звучание, и радость от ее светлых тонов не знала границ. Растения, животные и люди стали понимать друг друга и жить в сообществе света. Благодаря молитвам большой любви и усердия, что подарили первые люди планете и Вселенной, Земля сразу получила бурное развитие. Люди стали слышать и понимать язык трав и пения птиц, научились дружить и родниться со всеми, кто есть на Земле. Нет ничего прекрасней, чем слияние с Матерью Землей. Ее любовью со всем, что она дарит. Спасибо тебе, планета Земля, наш Дом и Защитник, спасибо вам, добрые Адам и Ева, что дали возможность нам жить и быть в гармонии со Вселенной, что нашли ключ к тайным нашей планеты и подарили его нам. От Адама и Евы и сейчас идет помощь людям и планете Земля. Жизнь земного человека, отец и дети. Люди привыкли считать, что жизнь – это обособленное начало, середина и конец, называемый смертью. Все, что успевает сделать человек в этой жизненной схеме – родиться и умереть. На самом же деле жизнь – это бесчисленное количество переходов из одного измерения в другое. Жизнь – это замкнутое кольцо, где начало и конец слились в гармоничном раскрытии духа в человеке. Богом все предусмотрено так, чтобы душа от воплощения к воплощению становилась мудрей, набирая опыт, совершенствовалась во всех направлениях. Пройдя путь от минерала до животного и человека, душа приобретает незаменимый опыт и начинает ценить то, что ей дано. Всюду действует закон целесообразности. Перед тем, как воплотиться душе на какой-либо из планет, она участвует в Совете Духовных Наставников и выбирает путь, обстоятельства жизни и окружения и берет на себя добровольно те задачи, которые она действительно и реально могла бы выполнить. Каждой душе или человеку дают возможность отработать ошибки и открывают путь совершенствования, то есть дают испытания. Испытания выше и сложнее идут у тех людей, кто стремится к свету и работает над собой, убирая все, что может отдалять от любви и божественной простоты в человеке. Только в испытаниях формируется сильный и самостоятельный характер, чем сложнее испытания, тем больше любви и выдержки требуется человеку, чтобы быть выше обид и научиться прощать и забывать все плохое. Насколько прощают люди, ровно настолько Бог простит и им, путь мужания и закалки души на планете Земля и труден и долог. Ни один раз душа возвращается на Землю, пока не выполнит программу и не поймет, в чем причина ее земных неудач, за что ее чистят. Успешно проходят этот путь те, кто идет смело по жизни, честно проходят все, что дается свыше, не унывают, а всегда с радостью встречают все, что готовят наступающий день, делая правильные выводы из земных уроков и убирая ошибки земного пути. Жизнь вечна и бесконечна, и нет препятствий, которые бы помешали ей созидать. Все видимые неудачи и несчастья всего лишь ступени к новому познанию жизни. Именно поэтому жизнь дарится человеку не однажды. От воплощения к воплощению перед душой встают новые, более сложные задачи, которые надо решать здесь и сейчас, не откладывая на потом, так как на решение жизненно важных вопросов время дается один раз. Повторов в космосе не бывает, и каждый день и каждый час несет в себе биение Вселенной той, что не смогла постановиться никогда. Всюду и всегда за нами из космоса наблюдают братья и посылают помощь в самые разные моменты нашей жизни. Их любовью согреваются наши сердца. Когда мы в солнечный день видим яркое солнце, голубой небосвод, а под ногами ощущаем тепло Земли, ждущей дождя, то чувствуем вибрации любви, что идут от планеты и из космоса, начинаем задумываться о глубинной взаимосвязи всего живого в огромном мире, сотворенном Богом. Бог так сотворил жизнь, что все всегда происходит в свое время, и как бы вы не хотели исправить все. Один момент, это невозможно, только проходя урок за уроком в строго свое время, душа начинает работать на выполнение Божественного Плана. От того, насколько правильно люди поймут цель и смысл своего существования, будет зависеть судьба человечества и планеты. Энергия мысли, формирующая ауру планеты, формирует и будущее людей. Если это положительные вибрации, то планету окружает энергетическое кольцо любви. И Божья защита не знает пробоев, люди счастливы и не болеют, помогают друг другу, с радостью выполняют миссии, данные Творцом, прося Бога, можно получить информацию из космоса о том, с какой целью пришла душа на планету. Так жители многих планет любят создателей братьев, трудятся на благо всех, помогая даже отдаленным мирам. Если же каждый работает сам на себя, то есть на разделение, если вибрации мыслей, эмоций, действий людей отрицательны и не излучают любви, то расцвета и счастья не будет, жизнь людей придет к упадку, и развитие самой планеты приостановится, как это произошло на Сатурне. Судьба Сатурна. Сатурн, планета нашей Солнечной системы, как и Земля, имел свою программу развития и был призван помогать жителям окружающих планет. Люди с Сатурна, повышая уровень своей энергетики, должны были следить за балансом полей и стабилизировать энергетическую константу не только в ближайшем космическом пространстве Солнечной системы, но и Вселенной. Основной задачей сатурнян было повышение уровня духовности, энергии, чтобы заработал специальный энергетический центр их планеты. Тогда стало бы возможным заменить их устаревшие технологии преобразования энергетических процессов на более новые, совершенные во многих отношениях. Корабли Сатурна могли свободно выходить в космическое пространство, достигали далеких планет, на Сатурн доставлялись материалы и оборудование, внедрялись новые системы, ставились эксперименты космических масштабов. Люди этой планеты работали по защите энергетического поля Земли, хотя и самим приходилось защищаться от вибрации землян, которые агрессивно настроены против космических братьев и были увлечены идеей побывать на планетах и использовать их в своих целях. Развитие, производство, работа во многих отраслях науки и техники шли неплохо, но духовный уровень сатурнян не давал им возможности сделать шаг вперед, не хватало энергетики. Чем выше духовный уровень человека, чем серьезнее он осознает связь и единство с Творцом, неся любовь и добро, тем выше его энергетика. Богом было дано испытание жителям Сатурна, они отрабатывали карму своей планеты, но в момент, когда надо было сделать рывок вперед, люди оказались не на высоте. Гордость, жадность, амбиции и свое Я не дали возможности раскрыться в людях божественной любви и мудрости. В космосе ничего не может стоять на месте, все всегда в развитии, и это закон всех Вселенных. Если человек, планеты не справляются с программой, то им дается ряд испытаний, проходя их с верой в Бога, работая над собой, они набирают нужную энергетику и так уходят дальше по пути развития. Возвращаясь к истокам, в книге Бытия, или Библии, много сказано о том, что такое любовь и как просто она дарится, путь любви, это единственный путь полного раскрытия божественной силы в человеке. Существуют тысячи способов постижения вселенских тайн, но каждый из них лежит только через простоту и доброту, любовь к ближнему и взаимопонимание. Только так возможно накопить в себе силу и свет, чистую энергию, что защитит и вылечит от любых недугов. Только единясь с ближним, мы сможем жить дальше. Все наши беды, несчастья имеют один корень, недостаток любви. Наши предки умели с энергией любви, передаваемой через молоко матери, подарить любовь к Создателю, к Матери-Земле, родным и близким и ко всему, что создано Богом. Дети умели беречь и любить родителей и дорожили тем, что было дано, так как знали, что это дано свыше. Люди планеты Земля засыпали и просыпались каждый день с самой светлой молитвой Отцу, молитвой благодарности за то, что Он есть и создал их, что дал пищу, кров и научил их верить, любить и понимать друг друга. В языке любви нет условностей, и одного взгляда, подаренного с любовью, бывает достаточно, чтобы ощутить во встречном друга и брата. Вот уже два тысячелетия прошло с тех пор, как на Землю приходил Иисус, чтобы открыть истину людям, разучившимся любить и чтить Бога и ближнего. Он показывал людям, как просто дарится жизнь, любовь и здоровье. Пройдя нелегкую школу земных испытаний, Иисус мужал в жестких условиях. И чем жестче они становились, тем мягче и добрее становилось его сердце и больше лилась его любовь навстречу человеческому горю, бедам и предательству. Только прощая и любя каждого человека, принимая его всем сердцем таким, какой он есть, смог Иисус пройти те испытания, которые давал Отец. Он ничем не отличался от нас с вами. Это был обычный человек со своими слабостями, но с сильной верой, любовью к Богу и людям. Он открыл им путь к Отцу через единение с братом и возвращение к первоначальной чистоте души. Это способ вернуться к тому, что люди утеряли, умение любить и дарить любовь. О Библии и законе космоса, книга жизни или Библия, раскрыла землянам путь Иисуса Христа, его учеников, рассказала о том варианте истории планеты, каким он виделся ее автором. Веками шли дискуссии о том, насколько истинна и достоверна Библия. Не раз предпринимались попытки поставить под сомнение сами факты, описанные в книге. В древнееврейском варианте Ветхие и Новые Заветы выглядели по-другому. Рассказы писались в разное время и разными авторами, и каждый вносил что-то свое. Многие исторические события, о которых идет речь в Библии, были истолкованы по-своему, особым способом, прокомментированы, а также выделены одни события и умалчивалось о других. Позже при переписях и переводах на другие языки было внесено много изменений, появились неточности. Современный вариант Библии, конечно же, далек от первоначального, и поэтому в целом, книга воспринимается с недоверием, она не оказывает на людей прежнего воздействия, когда повествование было простым и доступным. Оно было изложено искренним языком и с любовью, излучало энергии света. По данным ООН, Библия переведена более чем на тысячу языков. Несмотря на большую популярность, книга жизни остается до конца непонятой, не раскрыт ее смысл. Многие ученые ведут исследования Библии и ищут ее источники. Библия не единственный документ, повествующий о реальных событиях из истории Земли. Так, современными исследователями на территории древнесирийских городов найдены таблички из особого материала, повествующие о многих событиях древней истории. Там описана гибель двух городов, Содома и Гоморы. Ученые установили возраст находок, 2300 лет. Это доказывает, что события происходили реально, и Библия имеет документальную основу. В преданиях многих народов, например, у американских индейцев, вавилонян и других сохранились рассказы о потопе. У берегов Мертвого моря были найдены свитки, в которых ведется повествование о событиях, описанных в Ветхом Завете. Определив возраст свитков, ученые сделали вывод, что они на одну тысячу лет древнее первых вариантов Ветхого Завета. Вернемся к повествованию о гибели Содома и Гоморы. Документальные записи составлены в виде хроники. Беспристрастное изложение событий повествует о внезапной гибели нескольких тысяч человек. Огонь и вода обрушились на головы тех, кто отвернулся от Бога, перестал ценить то, что было даровано свыше. Перед страшными событиями людей предупреждали не один раз, приходили посланники Божьи, святые и предупреждали о грядущей катастрофе, грозные знамения в виде смерчей, ураганов посылало небо. Находились люди, которые читали предупреждения по звездам, но многие не верили им, игнорировали информацию из космоса. Постепенно волна земного, повседневных забот, мелких и крупных ссор, разногласий, гордость и самодовольство поглотили людей, им некогда было вспомнить о Боге. Над городами стала скапливаться отрицательная энергия мыслей и действий, образовывая мощные отрицательно заряженные поля, энергии света не могли проникнуть сквозь эту шапку, что накрывало людей. Эти поля привели к мощному сдвигу электромагнитных полей Земли, равновесие сил было нарушено, и произошла катастрофа. Накопление отрицательного дисбаланса сил привело к перезаряжению полей окружающих вещей, предметов, воздуха, воды и земли, то есть всей окружающей среды. Произошла перезарядка ионов, молекул и нарушилась константы земного равновесия, в результате чего и произошло несчастье. После таких преобразований высвобожденная энергия всегда выходит в космос, где происходит ее рассеивание. Многие космические корабли других цивилизаций работают по предотвращению катастроф и сжиганию грязных энергий, их трансформации в положительные. Не понимая всех этих процессов, люди стоят на пути самоуничтожения. Отсталость во многих космических вопросах и науках заводит цивилизацию в тупик, и люди могут не только убить самих себя, но и уничтожить планету, если под влиянием концентрированной отрицательной энергии произойдет резкое смещение оси и полюсов планеты. Тогда понесутся катастрофы по всей Земле и выживут только единицы людей. Когда люди встают на путь самоуничтожения и уничтожения планеты, Бог и космос помогают реально оценить ситуацию и дают пути исправления даже без выходных положений. Чтобы не произошла деградация души и не были перечеркнуты труды человека в веках, чтобы не были потеряны многие эволюции души, происходит остановка падения. Сначала предупреждение, во снах, в мыслях, в событиях жизни, если не происходит осмысление человеком. Всего этого и он продолжает духовно и физически деградировать, то происходит несчастье, катастрофы, часто массовый увод людей с планеты, физическая гибель, с тем, чтобы неправильные действия человека не обрекли его на еще большие страдания. Так Бог спасает души, порой забирая их раньше срока с планеты, чтобы не навредили еще больше себе и другим. Если не произвести такой остановки, то душе приходится долго, порой тысячелетия находиться в чистке, и бывает, что такая душа приходит в следующий раз на планету не в теле человека, а в теле животного. Душа может уже никогда не вернуться на планету. На исправление ошибок, которые есть у каждого человека, Бог дает значительно больше времени, чем надо на исправление. И прежде, чем человек подойдет к завершению земной жизни, еще много раз прозвучат сигналы о том, где идет нарушение Божественных законов. Много тысячелетий назад люди были чуткими и владели Божественными знаниями, умели расшифровывать все, что им дают из космоса. Но постепенно люди отошли от Бога, недооценили и неправильно использовали дар Творца свободу, потеряли знания и перестали видеть Отца. Люди шли к упадку, и человечество Земли уже стояло на грани глобальной катастрофы, именно поэтому две тысячи лет назад приходил Иисус. Он был послан свыше, чтобы вернуть на Землю Божественные знания и показать путь, который навсегда избавит человечество от катастроф. Людям давалось много испытаний и времени с тем, чтобы правильно доосознать, куда и как они идут и к чему они могут прийти в конечном итоге. Развитие современной цивилизации говорит само за себя. Мы зашли уже очень далеко, Бог космос, то есть. Наши братья и сестры шлют землянам предупреждения, однако люди не принимают их. Это знамение на небе, свечение икон, многие иконы мира точат. Это очень грозный знак, он означает, что грядут тяжелые испытания. И чистка Земли уже идет, наводнения, землетрясения, тайфуны, смерчи и так далее прошли во многих странах. Расшифровывая знамение из космоса, получая информацию напрямую от Бога посредством яснослышания и ясновидения, можно сказать одно, человечеству Земли на сей раз дам последний шанс. Есть еще время, но его немного. Насколько люди правильно поймут и начнут просить Бога о сохранении планеты Земля. И душ землян, настолько можно будет исправить положение. Хорошо, если люди постараются любить и беречь друг друга, научатся прощать, не злиться, будут помнить, что только с чистыми положительными эмоциями, чувствами и мыслями можно жить дальше счастливо. По вашим молитвам братья из космоса защитят людей и планету. От этого будет напрямую зависеть, сколько вы проживете, и будет ли сохранена планета Земля. Люди планеты Земля, давайте попробуем правильно использовать шанс, подаренный Богом. Искренняя молитва даже одного из тысячи человек творит чудеса. Даже один, обратясь к Богу своими идущими из глубины души словами о сохранении жизни на Земле, становится проводником чистой энергии, которая преобразует отрицательную энергетику в положительную, очищает вас и создает ваше пространство любви, выстраивает вокруг вас божественную защиту. И чем больше вы следите за чистотой своих мыслей, их светлой тональностью, не огорчаетесь и не горюете, даже если случилось что-то неприятное и горестное, тем вы жизнеспособнее и сильнее, тем больше света вы подарите другим и реально облегчите их состояние, поможете светлой энергии, тем кто далек от Бога, подарите спокойствие и мужество любви. Итак, все люди, постепенно начнут выравниваться, ведь в тупике отрицательных эмоций невозможно жить, а они уже дошли до предела. Но ваше самообладание и мудрость помогут вам противостоять грязной энергии, что захлестнуло мир, и вы сможете научиться любя побеждать. Я готов увести вас вперед по пути божественных наук и знаний, готов помочь открыть вам законы новой, науки и техники. Но необходим ваш труд, целеустремленности и вера в Бога, духовность, тактичность и любовь к человеку. Так мало и так много, ведь все это – результат работы над своим Я, над мыслями, словами и действиями. Попробуйте заглянуть в глубину своей души и вы поймете, что вам не чужды сострадания, взаимопонимание и искренняя любовь к вашим родным, близким, друзьям и знакомым, что вы готовы простить и прийти на помощь любому, кто в ней нуждается, но только что-то мешает вам, и вы медлите. Постарайтесь убрать ту стену, что возвели вы сами, отгораживаясь от людей, и вы поймете, как можно просто жить и просто любить и понимать друг друга. Я хочу показать вам, как легко раскрываются знания космоса, когда человек осознал свою связь и единение со всем живым, с Богом, людьми и Землей, всеми вселенными, и какие дали открываются, когда люди начинают познавать божественные науки. О божественных знаниях. Секрет божественных знаний и наук состоит в том, что только по просьбе и устремлению человека ему дается знание. Если знание не востребовано, оно никогда никому не раскроется, это закон, но не все и не всегда знали о нем. Я поясняю вам это и готов пояснить многое из того, что есть на самом деле. В божественных науках нет стереотипов, нет конкуренции, нет блата, здесь все намного интереснее, чем в земных науках. Здесь нельзя взять и чему-то научить, человек учится сам, получая космическую информацию. Земной учитель, владеющий знаниями на тысячелетия вперед, направляет и помогает решить задачи, что ставит перед учеником космос. Учитель как посланник Бога пришел на планету, чтобы помочь людям обрести утраченное, мир в душе и счастье жить. Он знает и видит, как помочь человеку, как подправить, чтобы душа нашла путь к свету и в гармонии научилась единиться со всем, что создано Богом. Если человек просит Бога и вера его высока, он стремится нести людям добро, убирая агрессию, злобу и обиду, то с разрешения Бога учитель открывает внутреннее зрение и человек начинает видеть и слышать и может общаться с параллельными мирами. Когда открыть третий глаз, то люди начинают понимать, что мир земных вещей всего лишь один из миров, где работают много божественных созданий, духов рек, лесов, воздуха, ангелы, архангелы Ирт. Часто на Землю приходят святые, чтобы помогать людям. Обладая ясновидением, можно встречаться с Анастасией и многими другими. Внутреннее зрение и слух позволяют общаться с птицами и растениями, с духами домов. Если в доме чистой и прибранной царит любовь, светлые духи живут там, где их любят и ждут. Духи всегда помогают людям, могут помочь что-либо найти, могут предупредить вас и подсказать, как поступить. Когда вы видите мир третьим глазом, жизнь становится очень интересной. Став свидетелем того, как работают наши друзья в параллельных мирах, как все друг другу помогают, многие начинают задумываться, а что же они сделали хорошего, и им хочется подключиться к совместной работе светлых сил и влить частицу души и любви в общее дело сохранения и очищения планеты. На других людей ясновидящие начинают смотреть совсем по-другому, так как видят их ангелов хранителей, как они подсказывают и помогают своим подопечным, посылают любовь, но человек не видит и не слышит, так как закрыт третий глаз и знание утеряно. Мы все с вами в прошлых жизнях умели общаться друг с другом на тонком плане, но с течением времени за грехи, когда начали наносить вред другим, третий глаз был закрыт. Владея особыми знаниями, но не имея духовности, любви и сострадания, люди бы стали работать на разрушение и мести погубили бы других и самих себя, чтобы этого не произошло, Бог сохранил всех, закрыл зрение и дал время надо осознания последствий. Земляне же пришли к упадку, не в состоянии сделать правильные выводы, так как не помнят чем владели, забыли, как видели и слышали, и что бывали на других планетах. Люди обладают сейчас лишь материальным видением, часто зависят от внешних обстоятельств, владеют частицами разрушающейся цивилизации. Видя наше бедственное положение и слепоту, Бог дал шанс, послал на Землю Учителя, который знает, как вернуть внутреннее зрение и слух, как научить общаться с духовными сущностями, как созидать, а не разрушать. Становясь учеником, человек не перестает жить своей прежней жизнью, наоборот, если он идет искренне к Богу, то начинает больше любить и понимать своих близких, старается быть им помощником. Быть учеником непросто. Прежде всего, это работа над собой, выполнение всех земных, семейных обязанностей определенного объема работ по космосу, то есть работа на благо людей, лечения, обучения, разным наукам. Чтобы шаг за шагом уходить вперед, необходимо быть всегда спокойным, веселым, следить за своими мыслями, словами, просить и благодарить за все Бога, духов, святых. Но главное, быть простым и постараться восстановить мир с людьми, которые рядом, прося Бога. Человек всегда находит выход из положения, и если он правильно понял свои ошибки и убрал их, то проблемы исчезают, и человек просто и быстро решает любые вопросы. Так идет учитель и также точно ведет вперед учеников, открывая дорогу навсегда вперед для землян, интереснейшую работу по ясновидению, давая возможности знания контактировать и встречаться со многими, с кем вы и не мечтали встретиться. Бог щедрой рукой дарит знания, но тем, кто сумеет направить их на благо и сможет дооценить, какую скидку дал Творец, вновь открывая внутреннее зрение землянам, что так далеки от Создателя, но которых он любит бережет. Бог вновь дарит счастье встреч с душами, что находятся в параллельных мирах, и работают на созидание, что изучает космическая семья. На планете Земля можно изучать тысячи наук, что идут от Бога, физику, химию, медицину, астрологию, астрономию, механику, можно овладеть наукой очищения воздуха, воды, оздоровления городов и другие. Но каждый ученик изучает то, до чего созрел, что близко ему и в чем он сможет разобраться и принести реальную пользу. Именно там, где желания души совпадают с возможностями человека, обеспечен успех в работе. И каждый на своем поприще первооткрыватель и испытатель, учитель всегда подправит и подскажет, на что обратить внимание и как доработать, раскрыв тему полностью. Он видит и знает больше и найдет ответ на любой вопрос. В каждой науке необходимо быть специалистом, надо разбираться во всех тонкостях. Это не просто и очень ответственно, так как за халатность и ошибки придется давать ответ Богу, вылетая душой и видя Творца как своих земных братьев. Человек многое начинает оценивать по-другому и стремится идти честно, так как видят результаты работы Бога и братьев, которые берегут и хранят планету. Поэтому, осознавая всю ответственность, ученики с любовью подходят к каждому делу, лечению людей, изучению строения Вселенных и космоса, особенностей разных планет, изучению жизни на микро- и макроуровнях. Особую группу знаний составляют знания о нашей планете, ее истории и будущем, климате, преобразованиях и чистке, о взаимодействии с другими планетами, Солнцем, Луной и так далее. Это лишь маленькая часть того, что изучают в космической семье, осознав себя частицей космоса. Мы подходим к рубежу нового тысячелетия или золотого века, эпохи Водолея. Не в один день и час совершится этот переход. Это длительный процесс, занимающий годы. За эти годы много людей и душ, оставят планету Земля, чтобы перейти в другое измерение, так как они заканчивают свою программу. Но тем, кто останется, захочет и сможет уйти дальше по пути божественных знаний, предстоит сделать рывок и шагнуть навсегда вперед, в совершенстве владея божественными знаниями и используя их на благо всех. Люди должны научиться настраивать погоду, регулировать климат, но в интересах всех людей, не мешая планете продуктивно развиваться. Перед людьми следующей эпохи стоит задача найти тесное взаимодействие с флорой и фауной планеты, узнать секреты и тонкости разных аспектов жизнедеятельности Земли. Всему этому можно научиться только с помощью Бога. Вспомните, как легко живется Анастасия в естественной среде, так как она первый друг и помощник всем зверям, птицам и растениям, ее божественный лучик любви согревает одинаково всех, и все живое с большой любовью откликается на ее простоту и доброту. А как тяжело жить в условиях городов, только вернувшись к Богу, любя людей и все созданное Творцом, люди могут вернуться к простоте и чистоте, восполнить пробелы в своих знаниях о мире. Люди будущего будут ясно видеть и слышать, будут принимать гостей с далеких планет, создавая на Земле мир, будут беречь все, подаренное Богом. Будут созданы мини-электростанции, основанные на использовании специальных энергий, новое экологически чистое производство, будут корабли, совершающие межгалактические полеты. Людям придется перейти на новый тип лечения, питания, не требующих так много времени и средств, как это происходит сейчас. Это будут энергетические таблетки. Если земляне правильно поймут тему и повысят свою духовность, то космосом будут открыты новые виды оздоровления организма. В фильмах я уже показывал, как легко можно растворить облако приборами, созданными с помощью Бога, также легко можно остановить землетрясение, вылечить рак, спид, с помощью приборов эти заболевания лечатся за одну целую пять десятых, три часа, но если люди просят Бога. Есть одно очень важное обстоятельство, без пояснения которого не обойтись, это закон развития всех вселенных, там, где люди просят Бога и несут добро, оказывается помощь. Там же, где люди не просят Творца или мало верят, мы не сможем помочь. Божья защита сработает только над теми, кто просит Создателя. Бог найдет тысячи путей, чтобы помочь вам, и откуда бы ни пришла неожиданно помощь. Знаете, она послана свыше по вашей просьбе. Если мы с вами, земляне, сумеем понять, куда и к чему нас ведут, то сможем достичь нужного уровня знаний и сможем реально спасти планету. Вера в Бога. Испокон веков люди искали универсальный закон мудрости и веры в Бога. Оказывается, такого закона не существует. Каждый человек, Творение Создателя, и сколько людей, столько и путей, которыми они идут к Всевышнему. Потеряв веру в Бога, люди потеряли путь к самим себе, к познанию вселенских истин, но вернуться к утраченному никогда не поздно. Вы долго искали ответ на вопрос, кто такой Творец и что такое вера в Бога, и никто еще не пояснял людям, из чего она складывается, предлагались лишь туманные объяснения на эту тему. В космосе давно эти вопросы разрешены и доступны всем. Создатель, это сгусток энергии. Он настолько мощный, от него идет такая любовь, что человек с Земли сразу понимает, кто это, если видит Отца воочию. Бог может быть в непроявленном состоянии, то есть быть тонкой энергией, невидимой для материального зрения, может быть воплощенным или проявленным, может принять любую форму, но чтобы нам было легче общаться с ним, Бог часто приходит в форме человека. Но мощи сила, идущие от него, настолько велики, что сразу становится ясно это Бог. Он может общаться с людьми мысленно, может говорить, всегда посылает любовь каждому ребенку, каждому созданию, отдавая частицу себя, Свет. И этот Свет пронизывает все миры, поэтому мы говорим, что Создатель повсюду и всегда с людьми. Он может быть одновременно в нескольких местах, контролировать все процессы, а энергии Бога вечны и неизменны. Творец всегда в константе, то есть в постоянстве своей любви и преданности людям и всему, что им сотворено. Любовь Бога всегда живая и дарит детям счастье, если Создатель слышит отклик от людей. Отец очень простой и добрый и готов простить все, что творит неразумный ребенок. Но он очень справедлив, если видит, что зло совершается умышленно, всегда дает урок и требует ответа с ребенка за свои действия. Наш мир настолько разрозненно живет, что только Бог и его любовь смогут объединить нас и возвратить к миру и простоте. Любовь к Создателю и понимание законов Божьих, это ключ к человеческому счастью. Отец настолько любит своих детей, что даже в выборе пути и жизненных целей дал всем полную свободу. Но, видя как люди ошибаются, так как избрали изначально не тот путь, он помогает им, дарит здоровье, любовь, но не заставляет исправляться, если ошиблить, а мудро дает время на изменение ситуации и подсказывает, куда и как надо идти. Тот, кто верит в Бога и просит его обо всем, находит свою дорогу и обретает знание истин. Люди привыкли говорить «Я верую в Бога», они понимают, что часто это далеко не так. Вера складывается из многих составляющих. Верить в Бога, это значит его признавать автором, творцом всего сущего, всего окружающего, видимых и невидимых миров, осознавать, что все Вселенные, и наши в том числе, были созданы с целью их развития, и что все Вселенные подчинены единым законам космоса, главные из которых – целесообразность и справедливость. Часто люди на Земле не видят всей картины происходящих мировых, Вселенских планетарных процессов, и даже в семье и на работе не владеют всей ситуацией полностью, поэтому многое кажется несправедливым, многие люди высказывают недовольство. А тем не менее весь Божий план, все события нашей жизни по воле Творца имеют одну цель – это совершенствование и духовный рост, в процессе которого формируются нужные и сильные качества человека со Творца, и отсекаются ненужные, трусость, вспыльчивость, злоба, обида, ревность и т.д. Все ситуации даны для раскрытия в людях любви, чтобы они могли стать ближе к Отцу и друг к другу, получить чистые энергии. И принятие каждой ситуации с благодарностью Богу – это тоже вера в Создателя. Но часто дело людей расходится с их мыслями и словами. На словах любят и помогают, прощают, а когда приходят испытания, почему-то ведут себя по-земному, злятся и переживают. Вот тут-то Бог и испытывает веру на ее действенность, и порой оказывается, что люди не выдерживают этих испытаний. Осуждая других, ругаясь и недовольствуя чем-нибудь, они лишний раз доказывают себе, что в них нет истинной веры, часто забывают благодарить Творца, когда у них все. Хорошо. За много лет люди привыкли жить по-своему и хотят, чтобы все в жизни было так, как задумали, но при этом не учитывают, что если их планы идут вразрез с высшим проведением, то не суждено им сбыться. Это происходит потому, что Отец никогда не допустит, чтобы человек навредил себе. Бывает, что люди случайно опаздывают на самолет, поезд, в котором их ждали неприятности. Бог отводит от них, а люди даже не догадываются, что порой таким способом им сохраняют жизнь. При этом тоже проверяется вера в Творца, как люди реагируют на события, данные свыше. Как мало человеку надо, когда он с Богом. Он всегда спокоен и знает, что если он искренне просит Отца, то ему всегда помогут. Такой человек никогда не унывает и верит, что любые ситуации посланы свыше, и что все в его жизни будет так, как Богу угодно. Проходя испытания за испытанием с радостью, люди понимают, что их вера крепнет и исчезает страх перед завтрашним днем. И как бы ни было дальше тяжело, люди пройдут свой путь, а с помощью свыше он будет легче и проще. Некоторые уже сейчас понимают, что верить в Создателя, это значит самим стремиться к чистоте и доброте, воспитывать их в себе. Десять заповедей, что были даны Иисусом, это лишь первый закон космоса, но соблюдая их, человек уже настраивается на волну божественных вибраций. А когда устремление к Отцу становится внутренним стержнем, происходит преображение человека. Многих людей с детства учили, нельзя убивать, красть, обманывать, надо любить родителей и так далее. Но редко кто говорил, что надо любить Бога, и люди потеряли главное связующее звено в этой цепи. И сейчас стоит лишь на минуту задуматься, что выполнение заповедей, это проявление любви к Творцу в обычной жизни, как все становится на свои места. Как можно обидеть или убить брата, что-то украсть у него. Ведь он такой же, как и ты, а ты хочешь быть здоровым, и желаешь, чтобы дом у тебя был полной чашей. Отцу одинаково больно, когда обижают тебя или твоего брата. Так почему же надо делать больно ему, такому же, как и ты? Не лучше ли радоваться за него, когда все идет хорошо, и помогать, если он попал в беду, ведь и ты будешь нуждаться в помощи, кто поможет тебе? Многое встает на свои места, когда человек вспоминает, сколько раз Творец через разных людей посылал. Ему помощь, подчас спасая от неминуемой гибели, и он вновь был счастлив и радовался жизни. Так почему же люди так часто недовольны тем, что имеют, а хотят большего, ведь самое главное у них уже есть, жизнь, которую всегда можно изменить к лучшему. В руках у людей ключ счастья, надо лишь увидеть свой путь и сделать выбор, жить с Богом или без него. Мы стоим у порога нового тысячелетия, и некоторые люди понимают, что без помощи свыше в него не шагнуть подготовленными. Порой многие хотели бы обратиться к Создателю, да не знают, как и о чем просить и сомневаются, а услышат ли, а поможет ли ведь людей так много. Рассуждая подобным образом, земляне отошли постепенно от Божественного Света и перестали просить Бога. Но разве отец и мать останутся глухи к любой, даже маленькой просьбе своего ребенка, если любят его, и неужели мать семерых детей забудет о ком-нибудь из них? Ведь она за тысячи километров почувствует, что ее дитя требуется помощь, что о 22 но в беде. Так и Создатель, Он всегда знает все о каждом из нас и чувствует любого, где бы мы ни находились. Он радуется за людей, если они правильно поступают и чувствуют себя хорошо, и порой огорчается, если они ведут себя по-земному, забывая попросить его о помощи. Но в любом случае отец ищет возможности незаметно помочь, и помощь посылает так, что невирующему человеку даже в голову не придет, что это помог Бог. А Создатель посмотрит на него и улыбнется, успокоит, покажет хороший, добрый сон и поспешит дальше на помощь другому, равнолюбимому ребенку, что попал в беду. Если бы собрали всю нашу жизнь в единую систему и посмотрели на нее с этой точки зрения, каждый бы ощутил свою связь с космосом и Богом. И потому на сердце становится легко, что душа изначально знает и чувствует, как ей обратиться к Отцу, отбросив все предрассудки. Самое ценное в молитве, это искренность мыслей, не слов, а именно мыслей. Творец всегда услышит ваши просьбы, ведь они идут от сердца, и вы честно просите о том, где вы нуждаетесь в благословлении и помощи свыше. Заученные наизусть молитвы не дают такого эффекта, как искренние слова души, обращенные к Богу. Своими словами вы обращаетесь к Отцу, и Он как никто другой в этот момент поймет вас, и тут же им посылаются вам чистые энергии, и тут же вы наполняетесь светом. Но любое сомнение, которое промелькнет в ваших мыслях, остановит и снизит энергию вашей молитвы. Сомнение в том, что молитва будет услышана и помощь оказана, снижает веру. Она падает, и результата которого вы желаете, не, будет, еще в Библии сказано, да по вере вашей да будет вам, уберите сомнения, и вы реально почувствуете и увидите помощь свыше. То, о чем просится с большой верой в Создателе, исполняется. И раньше и сейчас искренняя молитва творила и продолжает творить чудеса, успокаивает, исцеляет, по молитвам людей останавливаются войны и несчастья, возвращается мир и согласие в семье и благополучно завершается дело, начатое с Богом. Если человек правильно поступает и просит помощи Создателя, то все его проблемы решаются. Но они все знают, что если люди молятся, зажигая свечу, то получают дополнительные энергии. Это тоже очень важно. Всевышний всегда видит ваши чистые устремления, и если вы просите на 100%, то помощь придет на 200, 300. Бог дарит любовь в тысячу раз больше, чем получают от людей. Какие бы ни пришлось пройти испытания и уроки, помните, что Творец всегда рядом, каждую минуту с вами те, кто призван помогать людям, Духи, Ангелы-Хранители, Святые, когда бы вы не обратились к ним за помощью, они всегда услышат вас и помогут, сами по вашей просьбе будут просить Бога о вас, Отец, и они любят вас такими, какие вы есть, надеются, что и вы будете дарить любовь всем, кто рядом с вами и далеко, всем, кто пришел в этот час на планету Земля. Вот так просто поясняется главное. Существуют тысячи способов, чтобы обратиться к Богу. Каждая просьба, каждая молитва неповторима и этим она ценна, а помощь свыше идет в зависимости от того, искренне ли вы просите или лукавите. Энергетика икон. Вы не задумывались, почему, стоя перед иконой, человек порой испытывает спокойствие и гармонию, а иногда, приходя в храм или церковь, вдруг ощущает беспокойство и желание скорее уйти. Здесь много интересного и того, что пока не все люди знают. В древности, когда иконы создавались с большой любовью и верой в Бога, иконописец прежде, чем приступить к работе, соблюдал пост и молился. Великие мастера, такие как Андрей Рублев, обладали внутренним видением и писали святых, видя их реальный облик. Поэтому иконы бывали чудодейственными. Каждый из мастеров видел по-своему святых, так как у каждого был свой уровень восприятия и видения, но перенося с любовью лик святого на холст. Художник вкладывал в работу свою энергию, любовь и доброту, благословленный Богом, он делал икону живой, и от нее шла энергия святого и энергия мастера. Любовь и мощь света, что исходила от полотна, могли исцелять, но тех людей, чьи вибрации были близки к энергии иконы, у наших предков была сильна вера в Бога, и поэтому они подходили к иконе, неся свою любовь, свой свет, и молились радостно от чистого сердца. Те болезни и грязные энергии, что дают внутренний дискомфорт и тяжесть на сердце, снимались, так как от икона шел мощный энергетический луч, и человек напрямую из космоса получал светлые энергии. Он выздоравливал, очищался сам и заряжал икону своей любовью и светом. Постепенно икона накапливала эту чистую энергию и становилась мощней, поэтому раньше люди чувствовали облегчение в храмах. Сейчас все изменилось, приходя в церковь, многие люди несут туда боль, обиды, жалобы, редко кто приходит с благодарностью и радостью. Поэтому икона получает от людей уже не чистые, а грязные энергии и перезаряжается, она не может дать энергии любви и спокойствия. Часто человек, погруженный в свои мысли и проблемы, сам воздвигает стену между собой и иконой, его внутренний отрицательный заряд, плохое настроение не дают соединиться с энергией иконы, и человек остается безучастным и бесчувственным в молитве. Не все знают, что церковь посещают такие люди, которые творят сознательное зло. Бывает так, что ставят свечи и молятся, чтобы человек умер или чтобы у него появилась болезнь. Какая энергетика будет в такой церкви? Разве может человек исцелиться или получить здесь спокойствие и мир? Поэтому многие люди не стремятся подолгу находиться в храме. Помолились 5-7 минут и вышли, и этого бывает достаточно. Дома, зажигая свечу, в спокойной обстановке вы помолитесь от души с большей отдачей и получите чистые энергии. Ведь для Бога нет разницы, когда и где вы к нему обратитесь. Он всегда вас услышит, если вы искренне просите своими словами, а не твердите наизусть заученные молитвы, не пропуская их через свое сердце, иногда не понимая даже смысла слов. Творец все устроил так, чтобы люди как можно проще подходили ко всему, а они почему-то стремятся усложнять. Отстояв долгую службу в церкви, человек не всегда чувствует себя очищенным, порой наоборот, ощущает усталость и утомление. Вникнув в суть дела, вы поймете, почему это происходит. Но каждый человек вольно выбирает свою дорогу к Богу, где и как ему молиться, и в этом ценность божественного пути. Творцом было так создано, что на земле возникли разные религии, разные веры, все они равны, нет худшей или лучшей. Но Бог один и важно, чтобы люди своим правильным поведением, честностью, справедливостью показывали веру в Бога, а не доказывали, что одна вера истинна, а другая нет. Отец любит нас всех одинаково, у каждого человека на земле есть свои ошибки и грехи, и никуда от этого не деться. Но пришли мы все на землю, чтобы исправлять их, платить любовью, а не лицемерием, не уничтожая друг друга, не говоря грязные и обидные слова, а с пониманием и терпимостью относиться один к одному. Тогда возможно взаимопонимание людей и их дружба на самых разных уровнях и планах. Наука быть здоровым. В древности, когда люди не болели, существовал закон добра и зла. Он гласил, что если тебе сделали зло, то обязательно сотвори добро тому человеку и пошли ему прощение и любовь, и пожелая здоровья и долгих лет жизни. Что происходит при этих процессах? Часто люди совершают неверные действия неумышленно, не придавая многому значения, кого-то задевают, обижают и так далее, а человек воспринимает это как зло, с его точки зрения ему нанесли вред. Но очень ценно, когда он понимает, что и у самого бывают ошибки, что и он кого-то обижает, по незнанию или по невнимательности разрушает то, что было создано другими. Важно, что всегда помня свои недостатки, этот человек просит прощения у Бога за свои грехи и за неверное поведение своего обидчика. При этом многое меняется в лучшую сторону, а если бы все люди так поступали, то в мире не было бы зла. Ведь тот, кто обидел, скорее поймет свою вину, так как ему подскажут, что он был неправ, он честно пройдет свой урок, попав в подобную ситуацию, когда заденут его, и он многое поймет и исправится. И тот, кого обидели, тоже поймет, почему ему дали такую ситуацию, найдет свои ошибки и постарается их убрать. В жизни ничего случайно не происходит. Понимание этого приведет людей к тому, что в каждой ситуации был для них урок, и умные будут благодарить Бога за науку. В этом случае человеку дарятся новые, высокие энергии, которые, заходя через мозговую чакру, проходят по всем энергетическим телам, подпитывая органы и ткани. Известно, что болезнь начинается из-за непоступления энергии в точку или орган. Когда человек связан с Божественным, то получает чистые энергии, грязная энергетика уходит, процессы в организме обновляются и сам он здоровеет. Поэтому древние говорили, что молитва – лучшее лекарство. В современном мире ситуация гораздо сложнее. На Земле уже несколько столетий нет здоровых людей. Их образ мысли и стиль жизни делают свое дело. Каждой мыслью осуждения, недовольства, зависти и так далее люди копят в себе и вокруг себя грязную энергетику. Посылая мысли на проклятие и ругательство, многие не понимают, что кто-то в будущем будет ненавидеть и проклинать их, и это справедливо. А коды и порчи от темных сил в результате такого поведения встают мгновенно, и начинается болезнь, так как нет Божьей защиты, потому что люди отошли от Бога и его заповедей. Ясновидящие видят, как над каким-либо органом сгустилась грязная энергетика. Как бы вы не лечили пациента, пока не снят код, порча с глаз, исцеления не будет, так как нарушен энергообмен. Очень часто люди, перенесшие хирургическую операцию, через несколько лет вновь заболевают. Здоровье подорвано, и если человек не просит Бога, картина усложняется. Убрав какой-либо орган, часть его или опухоль, хирург облегчает состояние человека, но не решает проблему, грязная энергетика остается, она никуда не исчезнет, пока больной не обратится к Богу и не уберет ошибки, ведь болезнь – это остановка, сигнал, что идет неверное поведение. Грязные энергии вновь материализуются, и болезнь развивается. Причина всегда лежит в нас самих, и начинать надо с себя, очищать мысли, вести здоровый образ жизни и при этом просить Создателя. Ясновидящий не сможет вылечить человека, который далек от Бога, он вновь будет копить грязь, вновь встанут коды, и человек будет болеть. Часто при правильном поведении, мышлении и молитвах Создателю грязные энергии уходят, и происходит исцеление, если же еще и врач, который лечит вас, просит Бога и несет добро, то успех влечь не будет большой. Люди годами болеют и годами носят в себе энергетическую грязь, и трудно разобраться сейчас во всем, поэтому Бог открывает нам знания об исцелении. Каждый орган имеет свою вибрацию, энергию, цвет. На каждый орган из космоса идет своя энергетика. Бывает, что больной орган десятки лет не получает нужной энергии. И в этом беда землян, а не вина их, люди не знали этого и запустили многие процессы, поэтому так не просто вернуть здоровье. Но им открыт сейчас этот путь выздоровления, и нет на Земле болезней, которых нельзя вылечить. Идут новые, неизвестные ранее формы рака, туберкулеза, гепатиты и другие. Медицина не в силах их диагностировать и лечить, так как не хватает знаний и средств. Прекрасные врачи, профессионалы спасали и спасают людей, продлевая многим жизни, но ситуация с каждым годом усложняется, и уже медики не справляются с объемом, делая все возможное, чтобы помочь людям, не жалеют времени и сил. Как бы ни был талантлив врач, нельзя его винить в том, что не смог вылечить, потому что болезнь, это результат ошибок самого больного. Но как бы ни казалось положение безвыходным, всегда есть выход, прося Бога, вы попадете к людям, которые смогут вам помочь. Создатель настолько любит людей, что всегда помогает тем, кто искренне верит и просит о помощи. Он ведет к земному учителю и его ученикам тех людей, кто испробовал десятки, сотни способов исцелиться, но понял, что медицина не сможет помочь, и, в конце концов, обратился к Богу. Ясновидящий всегда найдет нужное слово, разберется, в чем проблема, и по космосу ему скажут, как и чем помочь пациенту. И поскольку больной не может услышать своего ангела-хранителя и Бога, ясновидящий станет посредником между больным и божественным. Так мы призваны помогать друг другу. А бывший пациент сможет помочь кому-то, кто нуждается в его помощи, и так все мы, прося и благодаря Бога, будем становиться светлее и чище. Только в дружбе и единении добрых сердец лежит истинное людское счастье, только в радости наших встреч путь вперед, путь к Богу. Божественные знания ведут людей к тому, что они должны более разумно подходить к этому бесценному дару, здоровью, беречь его. Начиная с малого, занимаясь зарядкой, вы почувствуете, как укрепляются мышцы, улучшается крово и лимфообращение, укрепляется ЦНС, как повышается жизненный тонус. В момент занятий физкультурой в организм человека поступают энергии, омолаживающие многие системы организма, более интенсивно происходит выведение продуктов распада жизнедеятельности клеток. Через физическое совершенствование человек подходит к полному владению телом и начинает сам контролировать многие процессы, постепенно выравнивая ментальное, эмоциональное, эфирное и все другие тела. Вот так прост путь к здоровью и развитию человека на самых разных уровнях. Сейчас многие ученые пытаются раскрыть секреты человеческой жизни, его биологической и духовной сути, но при земном телесном видении эти проблемы неразрешимы до конца, хотя современной науке известно многое. При открытии знаний от Бога по-иному видится и сам человек, раскрываются секреты кода ДНК, который несет гораздо более глубокую информацию, чем та, что известна медицине и генетике. Раскрытие секретов позволяет более глубоко понять внутренний смысл творения Бога, человека и суметь помочь бесплатно восстановить его здоровье. Божественные знания даются даром, и точно так же они дарятся вам по замыслу Творца, чтобы вы несли добро всем, друг другу и вселенным. Лечение происходит лишь при одном условии, если люди с большой верой просят Бога об исцелении. Для их лечения в космической семье работают специальные приборы, которые лечат самые страшные болезни. Эти приборы могут разойтись по всей стране. Они могут быть подарены людям при условии, если те, кто будет лечить, просят Бога. В продаже никогда не будет таких приборов. Все, что от Бога, дается бесплатно. Члены космической семьи есть во многих точках земного шара, Бог помогает одинаково всем. Действительность показывает, что чудеса из Библии – это обыкновенная жизнь, но иная степень ее знания. И задача тех, кто поймет, научиться лечить, отвечая за каждого пациента перед Богом, очищать энергетику планеты и экологию, останавливать разрушения. И пока у вас нет нужного уровня знаний, Бог дает возможность получить их вам, но тем людям, которые несут только добро и не помнят зла. Хочется рассказать о том, что современные ученые, медики приходят к истине. Посмотрите, какие интересные примеры дает действительность. Не так давно учеными созданы специальные лечебно-диагностические приборы, работающие по методу Фори. Эти системы-приборы могут определить общие энергопотенции и алл организма человека. Кроме того, с помощью специальных электродов, наложенных на биологически активные точки человека, можно измерить энергетический потенциал каждого органа в отдельности, сердца, сосудов, печени, головного мозга и так далее. Оказывается, что в конце напряженного рабочего дня или в результате эмоционального разговора, стресса энергетический потенциал может снижаться в 3-4 и более раза. Происходит сброс энергетики, который фиксирует прибор, возникают головные боли, расстройства пищеварения, других систем обостряются заболевания, ухудшается настроение и общее самочувствие. Обычно в таких ситуациях люди обращаются к врачу, который рекомендует принимать те или иные лекарства. Современными рефлексотерапевтами был произведен эксперимент, в результате которого выяснилось, как влияют на организм человека лекарства. Они тоже имеют свой энергетический потенциал. После проверки их на приборе оказалось, что энергетика многих лекарственных препаратов низка, а после приема их внутрь у пациента снижалась энергия всего организма и отдельных органов, как тех, что должны вылечиться, на них шло прямое воздействие, так и тех, что испытывали побочное действие препаратов, прежде всего снизились энергетические показатели печени. В результате курса лечения традиционным способом иммунитет пациента был ослаблен, кровь ухудшилась, выздоровление не наступило, а наоборот, организм стал более зашлакован, здоровье расстроилось. В ходе экспериментов всерьез возникала проблема, как улучшить состояние больного, если лекарства не только не оказывают нужного эффекта, а подчас вредят. Совершенно случайно один из пациентов на приеме у рефлексотерапевта рассказал, что он всегда в критических ситуациях лечится молитвой. После ее прочтения ему становится лучше. Тогда было решено проверить действие молитвы прибором. Специалист измерил энергопотенции иал больного до такого нетрадиционного способа лечения и после него. Сразу после чтения молитвы прибор показал, что энергетика всех больных органов повысилась. Молитва, искреннее обращение к Богу, по бесспорным показателям электронная аппаратура оказала мощное лечебное воздействие на организм и не давала побочных эффектов, как любое лекарство. Методика вне стандарта была опробована на многих больных, и результаты превзошли все ожидания, лечение шло на физическом уровне, состояние здоровья улучшалось, что энергетически фиксировал прибор. Один из пациентов, попросив у Бога прощения и поблагодарив его, поцеловал свой нательный крест. Врач решил обследовать и его. Интересно, что стрелка прибора зашкаливала, энергетический потенциал был очень высоким. Такие факты говорят сами за себя. Земная наука не может не признавать их неоспоримость, исследования ясно показывают, что любое заболевание можно вылечить, но не обычными лекарствами, а с помощью Бога и знаний, которые он дает. Интересно, что аналогичные приборы, но гораздо более мощные, созданы в космической семье. Эти приборы уже прошли опробу ЦИЮ, и учеными была признана их мощность и большой потенциал. Так, в 1997 году в Англии были проведены испытания такого прибора. Ученые, среди которых были и лауреаты Нобелевской премии, документально подтвердили, что прибор прошел испытание и признан лучшим. Для эксперимента была предоставлена мертвая вода, то есть вода, которая не обладает положительным энергетическим потенциалом. Для людей такая жидкость мало что может дать и поэтому нигде не используется. Английские ученые пытались очистить и зарядить эту воду своими приборами, самым точным из них, созданным по последнему слову технике, были произведены замеры энергетики и уровень частоты. Вода была очищена и энергетически заряжена на 7 процентов. Когда поработал наш прибор всего одну секунду, и вновь были проведены замеры, аудиторию охватил шок. Вода была очищена и заряжена на все 100 процентов, а прибор зашкаливал, показывая максимальный уровень чистой энергии. Вода из мертвой превратилась в живую. Вот такие простые вещи можно делать с Богом. Точно так же лечатся болезни, очищается кровь, энергетика домов, снимается радиация, очищается экология, но если люди идут к Богу и живут по Божественным заповедям. Почему это так важно? Да потому, что любое знание, если оно в руках бездуховного и злобного человека, то рано или поздно оно будет использовано на уничтожение других людей, на разрушение и месть. А Бог этого не допустит, Он одинаково равно любит всех людей и знания дает тем, кто не навредит другим. Обмануть Творца невозможно, тот, кто хитрит и работает на себя или против других людей, не сможет включить ни один прибор, так как не будет обладать положительной энергетикой, нужной для их включения. Все приборы работают только в руках добрых, честных людей с высокой энергетикой, идущих к Богу, лечащих и помогающих тем, кто попал в беду, но кто понял правильно суть и ход событий и избрал для себя иной путь, чем злоба, зависть и мщение. За жизнь или против жизни? Человечество давно волнует вопрос, как сохранить жизнь и обезопасить себя от многих болезней. Второе тысячелетие подошло к концу, а наука так и не нашла способов продления жизни и исцеления людей. Характер болезней, как отмечено наукой, особенно изменился за последнее время. Заболевания стали неуловимыми, их возникновение стало внезапным, часто без видимых причин. В развитии многих болезней современные врачи всего мира видят особую роль микроорганизмов. Это больной вопрос для медицинской науки. Многие исследования показывают, что характер взаимодействия микробов с окружающей средой и человеком очень изменился. До недавнего времени все укладывалось, казалось бы, встроенную систему. Ученые выделяли три группы микроорганизмов. Первое, это патогенные микробы, вызывающие инфекционные заболевания человека и животных. Считается, что любой человек может заболеть, если испытывает на себе воздействие патогенной микрофлоры. К таким заболеваниям относят, например, особо опасные инфекции, чума, холера, сибирская язва, толеремия и другие. Практически 90% людей, контактирующих с больными особо опасными инфекциями, заболевают. Смертность при таких инфекциях очень высокая. Другая группа микроорганизмов носят название условно-патогенной микрофлоры. Если она воздействует на человека, то он заболевает при особых условиях, благоприятных для возникновения болезни. Это может быть ослабленный иммунитет, плохое питание, неблагоприятные условия жизни, переутомление и переохлаждение, фоновые заболевания и многое другое. Одним словом, болезнь возникает тогда, когда снижена сопротивляемость организма и создана благоприятная среда для размножения микробов. В третью группу выделены непатогенные микроорганизмы или сапрофиты, которые мирно сосуществуют с человеком, не принося ему вреда. Так, в кишечнике человека всегда есть особая микрофлора, которая поддерживает баланс пищеварительный и других систем организма. Если эта микрофлора уничтожена, что, например, происходит при приеме антибиотиков, то функция кишечника нарушается, возникает дисбактериоз, и пациенту назначают специальные бак-препараты лактобактерин, колебактерин, бифидомбактерин и другие, восстанавливающие естественную микрофлору кишечника. Все было бы просто, если бы не болезни конца 20 века. Описанная выше классификация теперь не соответствует данным. Сейчас микробы из любой группы могут вызвать заболевания с тяжелыми осложнениями и летальным исходом. Особенно удивляет врачей воздействие сапрофитов. Безобидные в прошлом, они не являлись возбудителями серьезных болезней, а сейчас ими может вызываться сепсис, заражение крови, у ослабленных детей и взрослых, или хламидии. Раньше они мирно сосуществовали в организме человека с другими микроорганизмами и еще несколько десятилетий назад не вызывали беспокойства ни у врачей, ни у пациентов. А сейчас вдруг начали вести себя агрессивно и стали угрожать здоровью. Хламидиоз, заболевание, которое вызывается хламидиями, на данный момент приобрело широкое распространение. Оно поражает половую сферу, вызывает хронические инфекции, что ведет к бесплодию. Лечить его сложно, и традиционная медицина не гарантирует полного излечения от инфекции. Особую озабоченность у медиков вызывает и распространение вирусов. Особенности их заключаются в том, что они очень устойчивы к любым условиям, неблагоприятным факторам внешней среды, выживают при сверхнизких и сверхвысоких температурах. Если вирус попадает в организм человека, где частота вибраций низка, то есть человек далек от Бога, то энергетические поля благоприятствуют развитию вируса, он сбрасывает оболочку и вводит свою нить ДНК в клетку человека. С этого момента вирус начинает воспроизводить себе подобных. Их размножение и развитие идет за счет питательных веществ и энергии клетки, разрушая ее, вирусы зашлаковывают клетку, энергии в ней нет, и она гибнет. Вирусы внедряются в соседние клетки, и процесс повторяется. Так будет происходить, пока не погибнет большинство здоровых функциональных единиц организма, то есть клеток, что приводит к гибели человека. Большую опасность во всем мире представляет вирус СПИДа. Им поражаются те люди, кто отошел от любви и простоты, нарушает космические законы, что даны землянам в заповедях. Это люди с низкой духовностью, где злобой, ненавистью, обидой, расстройствами разрушается мир спокойствия и любви. Часто причиной возникновения этого заболевания является половая распущенность людей, подменяющая истинное понятие любви. Разврат наказывается тяжелыми болезнями, но не случайный и заражения детей и взрослых в поликлиниках, при сдаче анализов, в стационарах. Это происходит из-за низкой энергетики. У таких людей ослабленный организм, и он создает условия для заражения. Как видите, механизм прост. Сейчас заболевают СПИДом даже дети, не секрет, что это нередко происходит по вине взрослых. Задумайтесь над картиной, что ожидает нас в ближайшем будущем. Ведь еще Нострадамус предсказывал появление этой чумы 20 века. Заболев СПИДом, люди теряют надежду на выздоровление. Но даже в таких ситуациях выход есть, но только в том случае, если человек изменит себя и свою жизнь, начнет просить Бога и понесет в мир не грязные энергии, а любовь и доброту. Как показывают новейшие исследования ученых, здоровье человека напрямую связано с его духовностью, об этом уже не раз говорилось в книге. Поясним лишь один простой механизм. Если духовность у людей высокая, они не нарушают божественные заповеди и просят Бога, то уровень их энергетики высок, а значит, органы работают в нужном ритме, иммунитет силен, иммунная система справляется со своими функциями, внутренняя среда человека, кровь выполняет свои задачи, то есть из организма выводятся шлаки, продукты распада веществ. Такой человек не заболевает, так как благодаря стабильным и сильным энергиям у него появляется невосприимчивость ко многим инфекциям, даже к таким смертоносным, как чума. Вспомните, как работал Нострадамус, помогал больным, входил в тесный контакт с пациентами, вылечивал их, а некоторые врачи с низкой духовностью тогда погибали, заболевая чумой. Как можно объяснить тот факт, что даже при больших эпидемиях заболевают не все люди или переносят болезнь в легкой форме? Энергетика и устремление к божественному миру и любви являются для таких людей особой защитой. Бог всегда бережет человека, который несет добро и живет не для себя, а работает на благо других. А люди, которые стремятся только к собственному удовольствию, например, наркоманы, люди с низкой энергетикой, уже болеют гепатитом, фс и другие. Имеют тяжелые поражения печени, ведущие к циррозу, что подтверждено медицинскими исследованиями. Давно замечено, что злые, обидчивые, мстительные люди болеют чаще и серьезнее, чем веселые, добродушные, не помнящие зла. Богом было так создано, что рядом с миром людей, животных, растений на равных правах сосуществует мир микроорганизмов, который помогает поддерживать биологический баланс на планете Земля и как и мир людей, имеет свои секреты, свое предназначение. Люди в своем большинстве и не догадываются, что многие микроорганизмы призваны лечить человека, создавая ему особую среду обитания, где он чувствовал бы себя комфортно. Есть такие микроорганизмы, которые обогащают воздух, воду, землю и помогают людям приспосабливаться к любым условиям жизни. Они особым образом воздействуют на молекулы кислорода, водорода и другие. Но люди пока этого не знают, так как возможности их проникновения в этот интереснейший мир ограничены и многое из того, что есть на самом деле остается непознанным. Любой прибор на Земле, как бы сильно он не увеличивал микроорганизмы, не сможет дать исчерпывающей информации о микромире. Люди относятся враждебно к микробам, так как не понимают значения и той роли, которую играет этот особый мир в многообразии форм жизни на Земле. Ясновидящий может детально рассмотреть и проанализировать механизм возникновения болезни у человека, весь патологический процесс и функции микроба в нем, особенности жизнедеятельности микроорганизма, увидеть и открыть многое, что недоступно даже самому современному прибору. Оказывается, что микробы стоят на страже духовного здоровья человека, как только человек отклоняется от пути добра и становится на тупиковый путь земных ошибок, негативных эмоций и мыслей, он может заболеть. Микроорганизмы, среагировав на снижение уровня энергетики, активизируются, и начинается болезнь. Это сигнал к принятию неотложных мер по остановке своего мышления и поведения, которые в данный момент оказались недостаточно мудрыми и могут повлечь за собой новые ошибки и проблемы, из которых человек выйдет с большими потерями, так как порой люди не понимают, к чему могут привести их неверные, необдуманные действия. Болезнь, выключая человека из привычного круговорота земных дел, позволяет ему остановиться и задуматься, а правильно ли он жил и живет, насколько важна для него земная суета, где он ошибся, и какой можно найти выход из создавшегося положения. Часто в такие моменты люди обращаются к Богу, просят его своими идущими из глубины души словами, искренне молят о прощении своих грехов и помощи. Тогда энергетика человека поднимается, идет особое энергетическое лечение от Бога, и постепенно убрав свои ошибки и сделав правильные выводы, человек выздоравливает. Хорошо, когда больной усваивает урок и уже не повторяет прежних неверных шагов, тогда он уходит дальше, здоровеет и мудреет. Механизм этот настолько прост, что стоит его понять один раз и все встанет на свои места. То есть надо начать с себя, пересмотреть свою жизнь, что-то подправить и прийти к правильному решению. И оказывается необязательно изобретать новые сильнодействующие лекарства, которые не только убивают микрофлору, но и разрушают организм человека на молекулярном уровне и забивают энергетические каналы, чакры человека, лишая его здоровья. Не секрет, что чем сильнее лекарство, тем больше отрицательных побочных действий оно оказывает на органы человека и систему крови. Интересно, что мало кто задумывается, каким образом люди лечат себя. Против многих инфекционных заболеваний современная медицина рекомендует принимать антибиотики. И это справедливо. Пока не найдены новые пути лечения таких болезней, необходимо помогать людям теми средствами, которые есть. Но вдумайтесь в само понятие антибиотик, где анти в переводе с греческого означает против, а биос, жизнь. Получается, что люди лечатся лекарством против жизни. Убивает ли оно жизнь только микробов, или же оно подчас работает и против жизни людей. Пытаясь изобрести новые лекарства, люди, к сожалению, все дальше отходят от природы ее естественных законов, все более враждебно настраиваются к ней самой и к ее представителям. Может быть и в этом кроется одна из причин снижения продолжительности жизни землян. Но вернемся к проблеме сохранения здоровья теми методами, которые приняты официальной наукой. При приеме антибиотиков происходит поражение почек, печени, кишечника и другие органов. Так, например, поражение кишечника происходит потому, что убиваются не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезная микрофлора. Подчас основное заболевание не вылечивается, так как микробы быстро мутируют, приспосабливаются к новым условиям жизни и становятся невосприимчивыми к лекарственным препаратам. Недавно учеными было открыто, что в результате антибактериальной терапии, применения антибиотиков, произошла особая перестройка структуры и жизнедеятельности микробов. Выявились такие штаммы микроорганизмов, которые не только нечувствительны к антибиотикам, но и плохо растут и размножаются без них. То есть, теперь микробы благополучно развиваются, если в питательной среде, в организме человека есть лекарственные препараты, которые должны убивать микробов. Для многих это было шоком, оставаясь на прежнем земном уровне знаний, люди могут остаться совершенно беззащитными перед болезнями. Официальной медициной многих стран подтверждено, что все чаще на практике врачи сталкиваются с тем, что привычные и проверенные годами методы и способы лечения не действуют. Материальных причин необычного, активного поведения возбудителей болезней ученые найти не могут. Мною ранее был предсказан безудержный рост заболеваний. Активизация микробов, вирусов произошла на пороге нового тысячелетия, когда резко снизилась духовность людей. Вывод напрашивается сам собой, но из любой безвыходной ситуации всегда есть выход. Если человек просит Бога, если он пойдет в духовном направлении, болезнь можно вылечить. Все зависит от вас и только от вас, вам и решать, каким путем дальше идти. Гоя из Гоя. Давным-давно существовало селение, большое по своей величине, оно процветало так, как здесь жил мудрец. Звали его Гоя, он основал школу, где обучал учеников многим наукам. Они шли по миру в другие города и селения и дарили людям эти знания. Оказывали помощь, давали мудрые советы и показывали, как нужно жить в гармонии и дружбе с людьми, животными, птицами, то есть со всей природой. Они назывались странствующими мудрецами Гоя, сначала их почитали, они приобрели большое уважение, но потом некоторым не понравилось, что Гоя в почете. Им мудрецов стали изгонять, был издан закон, по которому давали большое вознаграждение тем, кто найдет и поймает Гоя. Люди не могли знать и не знали секретов, которыми владели мудрецы, и зависть обуяла многих. Появилась злоба, что есть люди чище и проще их, не привязанная ничем к земному, свободно странствующие и спокойно переносящие перипетии жизненной судьбы. Большая сила шла от Гоев, и за эту силу их ненавидели. Так постепенно мир потерял свою целостность, и люди вместо того, чтобы самим приблизиться к свету знаний, отошли во тьму и положили начало раздору. Гоев стали называть изгоями. Но на самом деле изгои, это те, кто изгнал сам себя из божественного мира и стал его отрицать. Мудрецы сохранили свое знание и сумели его сберечь и передать потомкам. Их не так много, но мудрости по сей день живет на нашей планете и охраняет Гоев. Современный мир, как и многие века назад, поделен на два. Это мир Гоев, тех, кто владеет тайным или божественным знанием и умеет управлять многими процессами, наследуя любовь и простоту космоса. И мир изгоев, тех, кто не сумел подчиниться высшим законам бытия и стал диктовать свои условия жизни. Таких, к сожалению, большинство, и год от года мир становится все более дерзновенным и все больше отвергает Гоев, владеющих истинным знанием. И все это и сейчас происходит у вас на глазах. Сами изгои, преследуя и уничтожая Гоев, не понимают, что по этой причине уже перестали быть вхожи в святая святых мудрости и тайного знания, изгоняя других, делая их изгоями, сами становятся ими, так как их начинают гнать оттуда, где бы им хотелось быть. Это действует закон высшей справедливости и целесообразности. Так учит людей, чтобы мир был единым, каким его создал Бог. Если люди хотят мира, доброты, счастья и не хотят быть униженными, то их спасет только духовность и дружелюбие. Пока остается противостояние между людьми, будет действовать закон, по которому изгоев будут учить, что сея зло и изгоняя других, будут изгнаны сами. О человеческом пути. Когда-то наши предки умели отличать видимое от невидимого, темное от светлого, сейчас все поменялось местами, человеческая цивилизация взяла курс на полное самоуничтожение, твердо полагая, что идет по пути научно-технического прогресса. Конечно, это далеко не так. Оказывается, в современном мире есть много вещей, которые не только уничтожают тело, но и душу. Это наркотики, оружие, разрушающие энергетику человека, черная магия, мастера которой демонстрируют разные чудеса за деньги. Находясь в современном мире, человек все больше и больше испытывает разрушающие действия вещей, которые изобрел сам, и глубже уходят в земные заботы, и не замечают красоты жизни. Отдаляясь таким образом от Бога, душа все реже испытывает истинную радость бытия, многих людей годами преследует чувство неудовлетворенности собственной жизни и всем, что происходит вокруг, а при этом снижается энергия человека. Причина многих неудач в том, что люди не смогли найти своего пути, раньше они были более чуткими, умели слушать свой внутренний голос, просили Бога и находили то главное, ради чего пришли на землю. Тысячи дорог существуют, но у каждого свой неповторимый путь реализации божественной программы, когда человек, проходя уроки мудрости, прежде всего думает о тех, кто рядом, а уже потом о себе. Таков путь ясновидящего, который решил искренне и честно помогать людям. Каждый из таких людей работает на своем уровне, большую роль играет, как шел человек в прошлых жизнях. Есть земные ясновидящие, есть космические. Разница в том, что земные работают часто в рамках одной жизни, могут просматривать прошлое, будущее, видят энергетику, считывают мысли, но их работа не выходит за пределы земного пространства и земных понятий. Космические ясновидящие видят глубже, им Богом открыто видение Вселенных и Бога параллельных миров, галактик, масштаб их восприятия жизни иной, они могут работать с представителями других цивилизаций, видеть многое в космосе, чего нет на Земле, и оценивать ситуацию в космическом контексте, могут видеть последствия действия людей и их будущее. Ванга была космической ясновидящей, видела начало жизни души, ее рождение и последующее воплощение, разбиралась во многих вопросах и тонкостях жизни на Земле, работала со святыми и Богом напрямую, помогала сохранить планету. Она знала всю историю России и Земли наперед, вела по-своему людей к Богу и многих исцелила. Ясновидящая испытывала большие перегрузки и лишения, но выполнила свою миссию. На планете немало таких людей, как Ванга, о которых не упоминается, а если есть о них информация, то воспринимают этих людей как чудо. Многие из-за своего недопонимания относятся к ним с опаской и боятся просто сопоставить факты и сделать нужные выводы. Наказуемость за веру в Бога в недавнем прошлом породила страх, и люди разучились мыслить, людская незрелость во многих вопросах не дает им видеть жизнь в истинном свете. И очень часто люди, несущие от Бога добро, встречают злость и непонимание, хотя цель таких людей, открыть новую страницу современной эпохи и помочь тем, кто поймет. Наши современники не догадываются о том, кем была Ванга, не вся она открывалась людям, так как знала, что встретит непонимание. Она бывала душой в разных местах на Земле и в космосе, на других планетах вылетала к Отцу. Она видела далекое прошлое Земли, и как она создавалась, разные варианты будущего в зависимости от того, какой путь выберет человечество. Она могла остановить войны, катастрофы, землетрясения и делала это, но так, чтобы никто не знал, она копила божественную энергетику и отдавала ее людям творя чудеса, и исцеляла любовью. Такие люди как Ванга стабилизируют планету, удерживают биополя в жизненных, а не разрушительных вибрациях. И один такой человек может заменить тысячи королевых, так как получает знания напрямую от Бога. Если бы люди Земли владели таким уровнем знаний, то могли бы творить чудеса. О человеке и его возможностях, творя добро, человек всегда в ответ получает добро, светлые энергии. Но, все зло, люди распространяют его вокруг себя и вольно или невольно разрушают пространство любви, счастья, здоровья и спокойствия. Эти вибрации никуда не исчезают, остаются с ними. Тот энергетический потенциал, который есть у каждого, или по земному биополе, содержит в себе в энергетическом и цветовом отношении все мысли, эмоции, чувства человека. Можно выполнять большую и сложную, важную для многих работу и думать, я делаю лучше, чем он, и тогда ваша энергетика будет отталкивать от вас людей, и вам трудно будет найти с ними контакт и иметь друзей. А можно быть простым рабочим и без гордости просить Бога, Господи, пошли людям, ради которых я выполняю эту работу, здоровье и счастье, и пусть у них все будет так, как тебе угодно. И тогда поле, аура, тонкие тела войдут в гармонию с окружающим вас пространством любви Отца, который каждую ночь снимает с вас усталость. Тысячи братьев из параллельных миров работают над вами, подлечивают во сне, посылают подсказку, как решить волнующие вопросы. И зная все эти тонкости духовного бытия человеческой души, осознав, что только от вас в дальнейшем зависит, переменить ли свою жизнь к лучшему или остаться на прежней ступени чисто земного восприятия, вы поймете, насколько просто жить с Богом. Сейчас многие души ждут своего воплощения на Земле, чтобы, имея эту драгоценную возможность, вновь прийти на планету, выполнить миссию, вывести Землю на новую ступень развития. Люди не всегда правильно дооценивают и доосознают истинность жизни и поэтому она кажется обойденной, дом-работа, работа-дом. Но если бы каждый из нас увидел, какое богатство миров рядом с нами и умел бы сотрудничать с их представителями, то жизнь пошла бы совсем по-другому. Братья готовы многому научить землян, но они пока не готовы принять эти знания, вибрации обиды, злобы тормозят их развитие. Это очень низкие, темные вибрации, и чтобы сквозь этот дым увидеть ясное небо и лучезарное солнце всех Вселенных, Бога, надо самим очиститься, и тогда многое станет простым и доступным. Как это сделать? Пересмотрите свою жизнь и подумайте, как вы живете, и на секунду представьте, как жили бы вы, если бы видели, что светлые духи помогают людям трудиться в саду, дома, на работе, как они призывают пчел, чтобы те опылили растения, как дух дома или домовички берегут вас и посылают мирный сон. А ангел-хранитель оберегает и отводит все плохое. Увидеть эту помощь просто, но многое будет зависеть от вас, то есть насколько серьезно вы подойдете к теме и какой путь выберете. Чтобы стать космическим ясновидящим, надо четко для себя определить цели задачи, ради которых вы хотите видеть ясно. Из-за любопытства и земного интереса или корысти ясновидения не открывается, а подчас и пропадает, если человек вновь уходит в земное. Вибрации его интеллекта и души становятся тяжелыми. Зависть, гордость, тщеславие, ревность, осуждение, зацикленность на своем «я», закомплексованность и все, что мешает человеку быть свободным и вольным, снижает уровень принятия энергии из космоса. Человек закрывается сам в себе, и ему сложно выйти из этого замкнутого круга. И только обратясь к Богу в этот момент, он получит действенную помощь. В космосе есть закон. Светлые силы имеют право помогать только тем, кто просит о помощи и не могут оказывать ее насильственно, так как каждый человек – частица Бога, и никто не имеет права нарушать его свободу даже с благой целью. Земляне не знают, что, прося Бога, жить в своем теле можно очень долго, и сто, и двести, и тысячу лет. Этот секрет долголетия долго не могли раскрыть. Все будет зависеть от того, насколько правильно, в соответствии со своей миссией, человек выбрал свой путь и насколько целеустремленно продвигается вперед. Он многое поймет, когда за плечами окажутся сотни и тысячи лет, и не надо будет решать многие проблемы заново в новых жизнях, так как опыт и мудрость будут сопутствовать ему всегда. У людей Земли сейчас уже есть возможность раскрыть секреты долголетия, омоложения и продления жизни, но никто не сможет сделать это кроме их самих, но с помощью и с разрешения Бога. Люди, которые в совершенстве владеют земными науками, ученые и профессора, руководящие работники, открывая для себя новые знания по космосу, начинают понимать, что эти знания бесконечно углубляются, науки совершенствуются, и на Земле нет ничего, что могло бы сравниться с космическим объемом и глубиной знаний, идущих напрямую от Бога. Любой человек, становясь учеником, начинает понимать, что необходимо правильно соразмерить космическое и земное, расставить четко все по своим местам, выработать разумный режим жизни и суметь пояснить своим близким, чем он занимается и чего он хочет. Когда улажены все домашние ситуации и ученик находит взаимопонимание, тогда он начинает уходить вперед по ясновидению, видеть и слышать четче с благодарностью обращается к Богу. Чем больше человек идет в божественном направлении, тем выше у него энергетика, тем больше тайн раскрывается ему по божественным наукам. Если Бог видит, что намерения ваши чисты, что работа идет на благо всех людей, то вам по мере вашего созревания будут открыты многие секреты, и вы многое сможете понять, как получать энергии, как ими владеть и управлять, как научиться полностью владеть телом и духовно регулировать процессы, происходящие в нем. Если ученик достиг уже больших успехов в работе с энергиями, то он сможет восстановить свои силы и здоровье, так как ему будет открыто космосом, как это сделать, он сможет помочь другим выздороветь, если они просят Бога и несут людям добро. Бог ведет землян к тому, чтобы они научились исцелять человека, ведь ясновидящему не нужна аппаратура, и он может диагностировать любые болезни, напрямую получая информацию от Бога, зная причины заболевания и как устранить их последствия. Разобравшись досконально в том, что такое человек, почему болеет, как убрать сглазы, порчи, коды от темных сил, что встали темной энергетикой в разных телах человека, ясновидящий всегда сможет помочь больному, если происходит духовный рост больного, поднимается его вера в Создателя и повышается процент просьб к Богу. Оказывается, что изменение характера в лучшую сторону, пересмотр своих решений и поворот к Божественному, не что иное, как продление жизни, так как идет мощная смена низких вибраций на более высокие, при которых процессы в клетке идут совершенно другим образом и старение приостанавливается. Но на все воле Бога, и надо понимать, что насколько Богу будет угодно, настолько и будет вылечен человек, и настолько все сложится в судьбе людей и планеты, так как только Творцу увиден весь путь человечества и Земли. Богом никогда не будет закрыть вековой путь души вперед, где земная жизнь всего лишь звено в цепи воплощений. И если закончилась земная жизнь человека, то это значит лишь одно, что завершен круг ее чистки и данного этапа пути, а впереди – новая стихия и работа, и если в этой жизни было много ошибок, то только отработав их честно, души дадут новую жизнь, но в другом теле. Особенности человеческого мозга Человеческий мозг – это компьютерный центр, в память которого занесено множество операций, знаний и опыта, которые из эволюции в эволюцию копил человек, воплощаясь на разных планетах. Человеческий мозг имеет 12 блоков, блоки – это схема определенного распределения информации, большая часть которой законсервирована, так как, придя на планету, человек получает возможность прожить жизнь заново в очередной раз, не ощущая за спиной груза предшествующих воплощений. Это достигается путем блокировки мозговых центров, хранящих данную информацию, но случается, что человек иногда вспоминает эпизоды из прошлых жизней, или просто у него складывается ощущение, что он здесь уже был, или нечто подобное с ним уже происходило. Развитие идет по спирали, и если в прошлой жизни остался непройденным какой-то урок, то в этой его придется пройти. А аналогию двух ситуаций из разных жизней помогает раскрывать космос, и вы вспоминаете, что где-то уже это видели. В мозг может закладываться также информация о будущем, она подается на уровне предчувствия или во сне часто за несколько лет, месяцев, дней до реальных событий. Каждый блок человеческой памяти – это отдельный организм, который при определенных условиях отбирает только нужную информацию, актуальную для ситуации. Так, мы можем хранить различные воспоминания из нашей жизни, детства, о людях, с которыми мы встречались. Вся информация такого рода располагается в блоке с учетом времени, здесь происходит отбор и сортировка информации, а затем ее сжатие. Поэтому человеку достаточно вспомнить одну деталь или символ, как вся ситуация и цепь последующих событий восстанавливается. Чем больше времени между событиями и настоящим моментом, тем сильнее происходит концентрация информации. Всегда можно, сконцентрировав энергии на нужном событии, развернуть любую информацию, вложенную в головной мозг. Существуют эмоциональные блоки мозга, работающие на закладку эмоций в человеке, благодаря проявлению которых происходит формирование характера. В этих блоках эмоциональная энергия сохраняется на протяжении всей жизни человека, определяя его ауру и энергетику. В особом блоке хранятся знания о способностях души, которые формируются в процессе ее эволюции, поэтому блоку можно проследить рост и формирование особенностей человека. Способности, это результат многих воплощений, поэтому случается, что маленький ребенок проявляет большие таланты. Это его наработки в прошлых жизнях. Существует также волевой или психический блок головного мозга. Именно от работы этого блока зависит уравновешенность и трудоспособность людей. Любому человеку в любом воплощении даются испытания на твердость его позиции и характера, самообладание, на воспитание мужества и воли. Чем меньше человек работает над собой в этом аспекте, тем более безвольным становится сам и закрывает себе путь роста, так как Бог ведет нас к тому, что мы должны уметь защищать себя, свою жизнь и, что самое ценное, жизни других людей. Безвольные, слабохарактерные люди не могут постоять за себя и тем более за других и часто пасуют перед испытаниями, убегая от них. Но как бы вы не пытались уйти от решения проблемы, рано или поздно ее придется решать, если не в этой жизни, то в следующей. Но тогда испытания будут жестче. Поэтому важно все уроки жизни проходить в свое время, не откладывая принятие решений на потом. Путь отчаяния, самоубийства, то есть путь ухода от нерешенных проблем, трусость заводит человека в тупик. Его несамостоятельность во многих вопросах сыграет с ним злую шутку. Обстоятельства могут задавить человека, но только безвольного, и чтобы люди были жизнеспособнее, умнее Бог посылает им испытания на проверку разума и воли. В честном прохождении испытаний формируется твердый характер. В головном мозге есть специальные блоки, накапливающие информацию о духовном росте человека. Если открыть специальный блок памяти, то можно проследить все эволюции души человека, как он шел к Богу, как крепла или падала его вера в Творца в испытаниях, как поднимался дух, какие уроки проходила душа со дня ее рождения и до последнего момента. Здесь содержатся и знания, которые были получены от Бога. В космосе есть закон, как бы ни была опытна душа, даже если она много знает и умеет, если в данном воплощении она далека от Бога, знания прошлых жизней могут так и не открыться. То есть человек не выполнит своей высшей миссии и не произойдет духовного роста души. Это очень серьезно, потому что на такие души, которые идут на равных со всеми остальными, возлагаются, очень серьезные надежды космосом и Богом, а требования к ним выше, чем к другим. Все это напрямую связано с судьбой страны, планеты и в конечном итоге с судьбой Вселенной. Земля уже не досчиталась этих душ, некоторые люди, уже выйдя на путь к Богу, начали работать в нужном направлении, но не смогли пройти испытания, деньги, слава, жадность, гордыня, лень, желание устроить свою судьбу, желание покрасоваться не дали им выполнить миссию, и на этих мелочах они потеряли все. Произошел сброс энергетики, высшие способности были закрыты, а чтобы Бог открыл их снова, надо во много раз больше работать над собой, так как требования повышаются, и это справедливо, так как космосом каждому дается шанс, но однажды. Можно уйти навсегда вперед. А можно за одно воплощение отстать на тысячелетия. Все зависит от уровня самосознания и веры в Бога и в свое божественное предназначение. Хотелось бы остановиться еще на одном из важнейших блоков головного мозга человека. Это уровень высшего Я-человека. Двенадцатый блок, это структура, посредством которой устанавливается прямая связь с Богом. Информация о работе с Творцом каждой души держится под особым секретом, это более чем сокровенное знание. Богом человек никогда не будет предан или продан. В космосе, в более развитых цивилизациях, нет любопытных, все идут честно. Сколько Богом дано информации, столько и было положено, и люди радуются и за это благодарят Создателя. Никогда не используют ее во вред или чтобы обидеть, унизить человека, никогда не входят в рамки Святая Святых Дитя Божьего, его души, его тайных мыслей. Это в высшей степени конфиденциально и очень строго охраняется Творцом, это высшая тактичность и любовь к человеку. А темные силы работают в другом направлении, находят у человека очень слабые или ранимые места и бьют по ним. У некоторых землян, к сожалению, это тоже происходит часто. Особенно это бывает у тех лиц, кто пошел на поводу у темных сил, научившись читать мысли, просматривать многое из жизни человека, такие люди не отдают себе отчета, что переходят дозволенную грань, ведь во всем должна быть своя мера и предел. Нельзя потрошить сознание человека, выискивая его тайны, это Святая Святых, нельзя проводить ревизию чужого мозга, чтобы сделать свои выводы, за это придется отвечать. Космос очень тактично подкорректирует человека, если он сбивается с пути, и со временем он поймет ошибки и уберет их. Но, обнажая его Святая Святых, такие люди от темных сил предают Бога, так как нарушают тайну души. Негласные законы космоса тоже существуют, и по ним нам всем придется отвечать. Только любя и прощая человека, помня, что он – государство любви, мы сможем жить дальше, и наша задача – лишь незаметно помочь ему, не вторгаясь в пределы его разума и души, не вредить ему и не отравлять и без того его хрупкое счастье жалом своего языка. Люди не должны вмешиваться в жизнь человека, если он сам не просит их помощи. Бог ему всегда поможет, ибо человек напрямую связан с ним, а Всевышний всегда подскажет и защитит лучше, чем люди не осудят, а простят. А простя человека, Бог всегда поможет исправиться и жить дальше с любовью в сердце, а не со злобленностью и опустошенностью, которые возникают после ревизии его святая святых его же братом землянином. Будьте милосердны и берегите друг друга и храните тайну Бога, она священна. Предательство здесь недопустимо, предавая Божественное, вы предадите лишь самих себя и останетесь один на один со злобой мира, и навсегда потеряете друзей. Человек может стать вашим лучшим другом, если вы по-божески отнесетесь к нему и простите его неверные действия и ошибки. Так ведет космос и так ведет Бог, он не может открыть путь знаний людям, идущим по пути изощренного, тонкого зла с улыбкой притворщика, думая, что улыбкой можно скрыть свои истинные слова и помыслы. Бойтесь таких людей, творящих клевету, будьте бдительны, когда к вам пытаются найти такой подход, в глаза улыбаются, а за глаза говорят многое. Доверьтесь сердцу и истинную любовь от Бога, если она идет от человека, вы почувствуете. От людей, которые с Богом, вы всегда почувствуете искренность, не кривите душой, идите честно, не смотрите на тех, кто идет не так, космосу, Богу нужна ваша помощь, неужели люди из-за мелочей потеряют главное, неужели мы дети Бога забудем, ради чего пришли на Землю и утонем в этой жизни, ведь свет уже рядом, и Творец уже открыл двери вам. Войдите в них чистыми, с истинной любовью к человеку, любите, и вы будете любимы. Из исторического прошлого планеты, науки космоса несравнимы ни с чем. На каждой планете свой уровень знаний, и поскольку науки бесконечны, нет повторений ни в одной из них. Бог уже помогал землянам выйти на высокий уровень развития космических знаний, о чем свидетельствуют достижения древних цивилизаций, которые оставили пирамиды, мегалиты, забытые древние города и многое другое. В то время земляне видели своеобразие разных планет, разницу их энергии и взаимодействия друг с другом и космическим пространством. Были развиты наука, техника, люди умели управлять временем и пространством, умели получать и использовать разные виды энергий так, чтобы не нанести вред другим. Это был основной закон, не разрушать, а уничтожать, развиваясь, создавать все более совершенные и простые технологии, улучшая жизнь всех. Особым образом развивались программы взаимодействия с другими цивилизациями, как высшими, так и низшими. Это был особый период расцвета Земли и знаний людей, когда планета участвовала в изумительных экспериментах макро- и микроуровне космоса. Здесь было много научных лабораторий, Земля принимала гостей из различных Вселенных так же просто и радостно, как принимали землян на многих других планетах. Чтобы долететь до Юпитера, требовалось несколько секунд, до отдаленных от нас цивилизаций и Вселенных, несколько минут в современном время исчисления. Люди умели управлять химическими, физическими, энергетическими процессами, владели огненной энергией и открывали законы мирового вселенского разума, умели с разрешения Бога взять знания из разных источников. Люди практически не болели, так как знали секреты планеты и умели разумно распоряжаться ее дарами, с большой любовью берегли ее богатство, недра, и если взяли что-то от Матушки Земли, то воспринимали это как Божий дар и с любовью восполняли утраченное землей, взяли корень, посадили семя. С любовью дарила Земля здоровье и счастье людям. Благодатный край или благодатная планета, называли Землю братья с других планет, и все любили ее и радовались ее расцвету, видя как она набирает силы, а земляне становились мудрее и опытнее, проникая в святая святых знаний Бога. Как мало времени потребовалось людям, чтобы восстановить экологию и привести в нужные соотношения поле и энергетику планеты. Они проникали в самые глубины знаний и владели многими тонкостями, разбирались во всех отраслях наук. Они могли настраивать погоду и с разрешения Бога удерживать природный баланс, не нарушая микроклимат обитания даже самого маленького существа, животного или растения. Это был золотой век расцвета планеты, где никто никому не мешал, а с радостью и любовью дополнял другого и помогал ему. День за днем люди творили добро и излучали любовь. Они знали главный секрет космоса, все, что создано с любовью, вызовет еще большую любовь и окажет благотворное влияние на все, что есть вокруг. Вибрации любви не знают пределов и через наше творение, через предметы, которых мы касаемся, через наши мысли, будут уходить к Богу, в космос и к ближним. Тайные поля планеты Земля, когда Бог создавал планету, то вложил в нее много любви и тайн. Люди по божественному плану могли в совершенстве овладеть системой перехода из одного измерения в другое. Тайные поля это поле переходов, где пересекаются разные параллельные миры, мир прошлого и будущего времени, мир духов помощников, невидимых земному глазу, параллельный мир учителей и иерархов, мир перехода на другие планеты и перехода в любую точку земного шара. Есть параллельный мир недр Земли, или внутренний мир планеты, где тоже живут люди, но в другом измерении. Так, в Антарктиде существуют целые города, живет особая цивилизация со своими функциями и задачами. Подводный мир океанов, рек до сих пор не изученный землянами, тоже населен духовными существами. Это целая система миров, которая не открыта людям. Входя в специальные поля, находясь в нужной высокой энергетике, люди с высокой верой в Бога могут переходить из одного мира в другой, хотя этот процесс трудно переносится человеком, его физическое тело испытывает большие перегрузы, перепады давления, температуры и другое, вплоть до шока. Все зависит от опыта и уровня овладения знанием. Тайные поля, которые создал Бог на планете, дают возможность тесно сотрудничать с представителями других миров, расширять кругозор землян и пополнять представления о жизни в целом. Эти поля невозможно вычислить земным способом, только с разрешения Бога космос открывает единицам, чтобы люди не навредили другим и прежде всего себе, так как за агрессивное вторжение в другой мир и неграмотный подход к теме придется отвечать. Поэтому, идя шаг за шагом по пути Божественных наук, люди по крупицам будут получать новые знания о Божественном мироустройстве, раз отразу углубляя их, и будут удивляться многообразию форм жизни, обогащать свои знания и радоваться тому, что новое всегда рядом. Многие друзья из других измерений уже готовы сотрудничать с землянами, надеются на правильный подход с их стороны, просят Бога и верят, что люди будут готовы к работе на этом уровне. Дело остается за землянами. Карма и судьбы. Планета – живой организм космоса. У нее, как и у каждого из нас, своя миссия, своя карма. Она терпит бедствия и лишение чистоты в результате неразумных действий ее детей, тех, кто родился и живет на ней. Она вкладывает все силы в нас, поит, кормит, бережет, любит, а люди ведут войны за владения ее территориями и уничтожают ее красоту. Она терпит все и ждет, когда земляне поймут, что без войн можно жить прекрасно и в дружбе творить чудеса. Но лишь немногие доосознают, каковы последствия неверных действий и такого подхода к жизни. И только тогда приходит понимание, что планета и мы – одно целое, часть всего космоса. Не все земляне доосознают, насколько связаны карма планеты и людей. Она в ответе за нас перед Богом, мы – в ответе за нее. Ситуация осложнилась тем, что люди усугубили свое положение и почти уничтожили природу на Земле. Когда начинаются катастрофы, некоторые ругают Бога, проклинают людей и скоро будут недовольны планетой и проклинать ее. Это путь погибели. На других планетах, где люди берегут свои дома и благодарны Богу, что это именно их дом, их планета, редко бывают перестройки таких масштабов, что ожидаются на Земле. Такие глобальные и повсеместные катастрофы происходят в крайних и критических случаях. И почти нигде нет стопроцентного осознания, что причиной всего происходящего является деятельность людей, населяющих планету. Люди утеряли ключи к тайникам планеты, не знают, как ей помочь и облегчить страдания. Ей приходится перераспределять и без того скудные энергии, чтобы несчастье не погубили нас. Этот процесс сдерживается до тех пор, пока угодно Богу. Но всему есть предел, и это надо знать и понимать четко. Сейчас отрабатывается тысячелетняя карма Земли, то есть, за все наши действия в разных жизнях, что мы провели на планете, Земле придется сейчас отвечать и очищаться. Наша функция на этот раз, помочь ей, а не винить кого-то в произошедших несчастьях. Если люди будут просить Бога о прощении своих грехов и грехов своих предков, просить о помощи планете Земля и землянам пройти все испытания, то Бог поможет остановить несчастье на планете Земля. Сейчас за людей молятся Иисус Христос, Божья Мать, Николай Чудотворец, Сергей Радонежский, Нострадамус, тысячи и миллионы душ, о которых люди и не подозревают, живут и работают в других измерениях и помогают землянам. Они посылают чистые энергии и молят Бога о прекращении войн на планете Земля, о помощи снять темные установки с сознания людей о том, чтобы люди повернулись к Богу, и делают все зависящее от них по исправлению ситуации, но насколько разрешает Бог по нашим молитвам и поведению. Они приходят даже во снах и помогают, подсказывают правильные выводы. В каждое людское сердце они вкладывают любовь, чтобы в наших сердцах зажегся огонь любви Солнца и был подарен через мысли энергии каждому существу Бога на планете, огнем любви очищается грязь. Большую помощь нашей планете оказывают иерархи Солнечной системы, которые призваны все планеты системы вывести в план Света и образовать их Содружество, представители которого будут входить в Содружество Галактического Совета и Совета Вселенной. Одна из важнейших задач их деятельности – очистить планету от темных сил, помочь образовать новую цивилизацию, это, как уже говорилось, будет Золотой век. Земля войдет полноправным членом в Содружество планет Солнечной системы. Совет Содружества не вмешивается в развитие планет и выбор их пути. Цель совместной работы – взаимопомощь, обмен технологиями информации, изучение культур, участие в космических программах, изучение микро- и макроуровня жизни, работа с высшими цивилизациями и многое другое. Совет Содружества планет призван решать все глобальные вопросы в Солнечной системе. Если потребуется помощь, они могут обратиться в Совет Галактики или Вселенной. Там решаются задачи по оказанию помощи другим планетам, не вошедшим в Содружество по причине низкого уровня сознания. Здесь, как и везде, соблюдается закон невмешательства. Вмешательство в дела планеты, Вселенной, Галактики осуществляется, если сами люди просят Бога о помощи или если на планете люди, нарушив законы космоса, являются угрозой для Вселенных. Главная цель Содружества – вместе выйти на более высокий уровень развития, помогая друг другу. Вот такая серьезная программа существует, и она работает, несмотря на все наши сопротивления и отрицания Бога и космических разумных существ. Мы надеемся, что земляне более серьезно подойдут к оценке информации, которая дается в этой книге и будут причастны к общему делу. С Богом люди всегда найдут выход. Помощь космоса планете Земля. Все системы в космосе взаимосвязаны, имеют ступенчатую связь, она непрерывна, и каждый относительно своего уровня вносит в нее свой вклад. Сейчас миллионы световых и полевых энергий, сосредоточенных и преобразованных, поступают на планету, проникая и изменяя каждую молекулу, атом, очищающий огненный поток, проходя сквозь ауру человека, если он просит Бога, смывает некоторые наносы кармических искажений, выравнивая в человеке энергии, которые яркими вспышками вливают в ауру яркий свет. Это свет, идущий от Бога, всеочищающий и преобразующий все на своем пути. Это энергии, помогающие человечеству ускорить, а кому-то завершить восхождение в этом плотном мире, развивают в человеке божественное чувство любви, гармонии, доброжелательности, бескорыстия. Каждая из посланных энергий производит трансмутацию в клеточном механизме, вызывая в памяти знания прошлых жизней о единстве с Отцом, тем самым давая возможность людям ощутить в себе божественное начало, понять и переосмыслить свою жизнь, суть вечного и иллюзорного. Стремление человека выйти за рамки плотной, закостенелой материи происходит все чаще и чаще. Вывести людей на истинный путь развития, это одна из целей той деятельности, которую ведут планетарные и межгалактические иерархи, внося в это дело все зависящее от них. Каждый из нас, землян, может быть сотворцем этого процесса. Богом и космическими братьями при использовании новейших приборов, технологий, применяемых для очищения наших энергий и энергий планеты, учитывается каждая молитва, ее суть и искренность. Молитва с душой, направленная к Богу, дает возможность космическим системам оказать действительную помощь землянам. Энергетика больше очищается и быстрее восстанавливается там, где люди с высокой верой просят Бога и принимают правильные решения. Работа космоса сейчас заключается и в том, чтобы показать землянам, что мы сами в состоянии себе помочь, исправляя неверное поведение. В космическую базу данных заносится каждая мысль и действие, конечно же, негативного во много раз больше, чем светлого, но и это можно исправить. По вашим молитвам будут посланы светлые мысли, божественная защита, здоровье, хорошее настроение, будет снята с вас грязная энергетика, что накопили за день, за год или за целую жизнь. Люди просто не знают, что и об этом нужно просить Бога своими словами. Содружество планет и их взаимодействие. Все во Вселенной рождается и имеет свой рост и развитие. Наша Солнечная система, а также все ее планеты вместе с Солнцем развиваются по законам Бога, получая энергию для своего развития из центрального Солнца Бога. Заканчивается цикл развития зодиакального сектора и начинается переход в другой, идет преобразование и перестройка в божественном плане всех планет. В этом году планеты выстроились в ряд крестом к 19 июля, а 11 августа произошло затмение Солнца. Начался новый период в развитии не только планеты Земля, но и всех планет Солнечной системы. Была сменена энергия полей, заложена новая программа их взаимодействия. Началась мощная смена вибраций на планете Земля, люди стали жизнь ощущать по-другому. Кто-то вписался в этот ритм и не заметил ухудшения, и пошел по режиму роста, кто-то начал уже ощущать, что не вкладывается в режим, многие аспекты жизни стали желать лучшего. Так закрываются некоторые темы для человечества. На физическом уровне даже клетка живого организма сменила свои вибрации, начала меняться матрица кода ДНК. Пока многие процессы идут на энергетическом уровне, но вскоре они будут проявляться и на физическом. Это будет мощный сигнал для землян. Игнорировать смену вибраций и развертывание программы роста Земли нет смысла, так как этот процесс объективен, и мы также коснемся и уже коснулись его, как и все на планете. Выстраивание планет крестом уравновесило две основополагающие энергетики, мужского и женского начала, святого духа и материи. И произойдет новый скачок в развитии планет, будет более высокий уровень работы в других измерениях, будет сменено пространство и время, и многие космические процессы будут идти на более высоком уровне. Выстраивание планет стало ключом и дверь открылась, из центрального Солнца пошли мощные энергии, границы между пространствами и временем, измерениями начнут меняться и исчезать. Откроются новые возможности в получении знаний, интеллект землян сейчас космосом подготавливается к принятию новых для них, но вечных для вселенных, истин. Не случайно книга выходит именно в этот благоприятный для всех период. Многие люди уже готовы принять эту информацию, но каждый на своем уровне. При прочтении книги, если вы просите Бога, многое встанет на свои места, и найдутся ответы на вопросы, что казались вам неразрешимыми. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас, в космосе и Вселенной. Обратите внимание, какие знамения идут на небе, как расставляются звезды, ведь каждый раз их комбинация неповторима. От каждой звезды и планеты идут свои вибрации, и очень важно, чтобы они именно сейчас и в дальнейшем слились в унисон. Наши вибрации и энергии, это вибрации Земли. Мы как никогда можем помочь нашей планете в этот нелегкий для нее момент, повышая свою энергетику, мы повышаем энергетику Земли и всей Солнечной системы. Откуда начнется Золотой век? По предсказаниям Нострадамуса, других ясновидящих, Золотой век начнется на Урале. Эта Земля издавна благословлена Богом, именно сюда пришел земной учитель, чтобы подготовить людей к новому мышлению и действиям с Богом, если они правильно поймут, о чем идет речь. Планетарный масштаб грядущих событий очевиден. Сейчас эта Земля находится в стадии чистки. Малепка и многие другие аномальные зоны, что есть на Урале, являются центрами особых энергетик, которые обеспечат этому региону стабильность в период преобразований. При смещении полюсов Земли, которое произойдет в результате чистки под строгим контролем космических баз кораблей, где будет рассчитано все с точностью до секунды, произойдут землетрясения и преобразования земной коры. Этот процесс будет происходить поэтапно при поддержке и корректировке космоса, строго в свое время. Если люди останутся спокойными, будут просить Бога, то энергетику удастся удержать. Своим правильным поведением люди помогут братьям корректировать весь процесс, тогда он пройдет более безболезненно. Если возникнет паника, энергетика будет неустойчивой, братьям из космоса придется выравнивать ее, что затянет процесс преобразования и усугубит его разрушительными последствиями. Экватор планеты сместится и будет проходить ближе к Уралу, климат здесь станет мягкий, погодные условия изменятся, поменяются флора и фауна, появится все необходимое для жизни. Это будет начало процесса, который будет идти по всей планете Земля. На сегодняшний день планета энергетически готова к переходу на новые виды энергий, которые будут идти на Землю вместе с ее перестройкой, но сознание людей не подготовлено к гибкому и адекватному восприятию событий. Поэтому землянам дано особое время, которое уже идет в своем режиме. Этот процесс глобальных преобразований необратим и неизбежен. Мы можем стать свидетелями рождения новой Земли и участниками ее перехода в Золотой век. О чистке планеты Земля. Планета Земля подошла к завершению своего очередного цикла, и впереди ее ожидает большая чистка, которая уже началась. Последние 200-300 лет дали мощный толчок к развитию тех событий, что сейчас набирают силу. Отход от Бога в 20 веке усугубил положение планеты. Чистка всегда проходит в несколько этапов. Сначала это предупреждения, предсказания, которые расшифровывают ясновидящие, затем незаметный уход десятков, сотен людей, а позже и многих миллионов. Сначала происходят единичные катастрофы, землетрясения, наводнения, смерчи и ураганы, затем они повторяются, и все более увеличивается их сила, мощность и объем. Чистка нарастает постепенно, например, появляются неизлечимые болезни, чума, спид, рак, различные эпидемии, все это явления одного порядка. В довольно короткий срок, в несколько десятилетий планету покинут миллионы душ по разным причинам. Уйдут прежде всего люди с низкой духовностью, носители вибраций злобы, агрессии, осуждения, хитрости и так далее. Часть из этих душ отойдет в небытье, то есть они уже не смогут где-либо воплотиться, часть душ будет разрушена. Если дитя Бога от воплощения к воплощению опускается все ниже и ниже в духовном плане, начинает разрушать то, что создано Богом и людьми, и если нет желания исправиться, то такие души проходят чистку и разрушаются, так как становятся нежизнеспособными. Но только Богу известно, кто на какой ступени стоит, какую жизнь живет, сколько осталось у него времени на доосознание положения и что ждет его по окончании жизненного пути. Сейчас в космосе реализуется мощная программа предупреждения человечества и вывода его из кризиса. В свое время на планету Земля Богом было послано и посылается до сих пор много ясновидящих, таких как Нострадамус, Ванга и многие другие. И сейчас Бог помог создать космическую семью, которая помогает землянам поднять их духовный уровень. Ею созданы фильмы, книги, людям оказывается помощь в восстановлении здоровья, в исправлении жизненных ситуаций, все это складывается в гибкую систему подготовки людей к переходу в новую эпоху. Смена вибраций на Земле стала уже более ощутима. Земная кора, энергии Солнца, воздуха, воды, все изменилось. Солнечное затмение, произошедшее в августе 1999 год, стало мощным отправным моментом. Теперь грязная энергетика планеты будет преобразована в положительную, но параллельно с этим произойдут и глобальные изменения. На планете выживут те люди, кто сумеет вписаться в высокие вибрации окружающей среды, кто сможет поменять мировоззрение и мышление, сумеет повернуться к Богу и начнет очень спокойно, с верой в Бога воспринимать любые события. Чистка коснется каждого из нас, люди с неустойчивой, низкой энергетикой, будут психо-эмоционально неустойчивы, порой агрессивны. Это надо принять спокойно и шире смотреть на ситуацию, основываясь на знании особенностей переходного момента. Все будет нестабильно, многое разрушится системы, создаваемые десятилетиями, отойдут в один час. Поэтому, чем спокойнее и выдержаннее будут люди, тем безболезненнее они переживут эти годы чистки. Люди должны быть готовы ко всему. Ресурсы Земли доисчерпываются и в результате многих процессов, что произошли и будут происходить, исчезнет нефть, возникнут разломы земной коры, часть суши уйдет под воду, горы выйдут из океана, так как планета будет полностью изменена. Этот болезненный период придется пережить с тем, чтобы после чистки, начиная с нуля, создать новую жизнь с новейшими технологиями, строить космические корабли, летать в космос, создавать обучающие центры и лаборатории, принимать гостей с других планет и развиваться в нужном направлении. Без всего этого будущего у планеты Земля не будет. Она не выполнит своего назначения и миссии. Люди, которые будут работать здесь в этот интереснейший период, смогут многое увидеть и станут первооткрывателями космоса. Царь Александр I. Во все времена на планету Земля приходили пророки и прозорливцы. Они отличались более высоким развитием и иным уровнем знаний. Чаще всего посланников Божьих преследовали, подвергали клевете, пытались вписать их в общепринятые рамки. Мало кто знает, что царь Александр I был не просто посланником Бога, но и ясновидящим. Дар этот открылся не сразу, а когда он уже был царем и начал понимать, как далеки люди от Бога и от того, куда ведет Творец. По молитвам святых за царя России, Александру I была открыта его миссия, и он узнал, ради чего пришел на Землю. Его знания из прошлых жизней были велики, молясь, он начал принимать информацию из космоса, мог предвидеть многие события. Богом ему было открыто, что он должен работать на воссоединение всех людей и быть просвещенным монархом, открывая знания людям. Он занимался медициной, историей, многими другими науками, в том числе и алхимией. Он владел секретами перехода в иные миры, контактировал с высшими цивилизациями, встречался с космическими учителями, умел распределять энергии и был непознаваемым для многих на Земле. Когда знания были накоплены, Александру I предстояло совершить рывок вперед или переход на более высокую ступень развития, он понял, что люди не готовы принять его знания, а обязанности царя сдерживают его продвижение. Будучи самодержцем, он многое сделал для людей и России, но остался бы непонятым, если бы продолжал быть царем. Конец его был бы плачевным, миссия осталась бы невыполненной. До сих пор не найдено тело царя, так как общеизвестная дата его смерти не соответствует истине. Он покинул трон, инсценировав смерть и удалился в леса Сибири. Там его ждала вольная жизнь и постижение глубин знаний от Бога. Он научился многому, мог в совершенстве владеть телом, шел ко владению наукой трансформации. Энергетика, которую он копил и использовал на благо Земли, сыграла большую роль в будущем. Мне не разрешают раскрыть секрет его миссии, но хочется показать, как один человек может на несколько тысячелетий опередить своих современников. И даже один человек с помощью космоса может работать на благо всей планеты, очищать ее, останавливать многие разрушительные процессы, поддерживать своей энергетикой миллионы людей. Его самоотверженный труд не был предан огласке, а он наперед знал многие события, знал день и час, когда отойдет душа, и что он выполнил миссию полностью несмотря на то, что он остался один. Он нашел выход и работал с Богом. Сейчас его душа выполняет иную миссию, не связанную с Землей, и он уходит дальше по пути развития и совершенствования божественных знаний и работает на благо людей. Правда о Чернобыле. В 1986 году, когда произошла авария на четыре блоки Чернобыльской АЭС, некоторые люди знали о ее возможности, но не предполагали, что последствия аварии будут такими катастрофическими. При постройке Чернобыльской АЭС и ее руководство, проектировщики и строители были предупреждены о том, что идут неверным путем. Эти предупреждения, шли из космоса через сны, через явления святых, многим показывали разные варианты будущего. В предсказаниях Нострадамуса уже была обозначена возможность этой катастрофы, где дословно звучало название города Чернобыль. Тогда при начале строительства не были скрупулезно проведены исследования места и почв, на которых планируется сооружение блоков. Проектировщики и чиновники игнорировали многие факты, которые были прямым доказательством того, что в данном месте возводить реакторы не только нельзя, но и преступно. И сейчас, как и тогда, под обширной территорией АЭС на несколько километров существуют подземные пустоты. Такой район считается сейсмологически неустойчивым. Учитывая, что идет период преобразования земной коры, который подтверждают ученые, возможны подвижки, перестройки этих территорий. Разломы земной коры, которые в данный момент объективно существуют, зафиксированы учеными многих стран. Эти разломы могут привести к тому, что поверхность планеты будет местами оседать, местами приподниматься, что это может значить для атомной электростанции, которая стоит в таком неблагоприятном месте. Конечно, прежде всего это будет разгерметизация соединений, утечка газов, радиации и новые взрывы. Одна Чернобыльская АЭС может уничтожить более половины землян, так как в результате взрыва пойдет цепная реакция, и произойдут взрывы других объектов, многие из которых были построены без должного обследования мест и просчета последствий их разрушений. При строительстве АЭС стояла одна задача, обеспечить электричеством нужные объекты как можно скорее. По халатности и спешке специалистов при создании станции был допущен ряд ошибок. Реакторы были возведены на железобетонных плитах, каждая из которых весила 3000 тонн. Несчастье случилось после того, как строительство АЭС было завершено, пустоты дали знать о себе. Одна из плит пришла в движение, когда реактор находился в особом режиме работы и испытывал перегруз системы. Плита повернулась и накрыла часть реактора, в результате чего произошла разгерметизация многих систем, грянул взрыв и начался пожар. Произошла утечка радиации. Самое страшное, что и сейчас по тем же причинам невозможно полностью устранить утечку газов, разрушение других реакторов продолжается и до сих пор, на четвертом реакторе все еще продолжает идти реакция, поэтому работники АЭС негласно продолжают получать облучение и болеть. Несоблюдение правил безопасности при строительстве АЭС, расположение потенциально опасных реакторов вблизи других объектов, использование взрывоопасных материалов привело к печальному результату. Все происходит так, как и предупреждал Нострадамус. Люди не могут остановить ни один процесс, который продолжает идти на станции вопреки всем законам физики. Время от времени там случаются аварии, о которых продолжают умалчивать, так как никто из людей не может изменить картину к лучшему. Даже уничтожить АЭС невозможно, так как произойдет повсеместное заражение территории. Вот что происходит в результате неверных действий, люди пожинают плоды своего труда. Долгое время умалчивалось и продолжает умалчиваться о том, какую помощь оказывают люди из других цивилизаций в решении экологических проблем. Существуют тысячи документальных свидетельств, что сразу после аварии и в настоящее время над Чернобыльской АЭС появлялись и появляются межпланетные корабли и проводят определенные работы по очищению биосферы, в частности, снятию радиации. Вот один из подтвержденных фактов, взрыв четвертого реактора произошел в ночь на 26 апреля 1986 года в 1 час 26 минут. Группа дозиметристов выехала по тревоге на территорию АЭС, старшим дозиметристом тогда был М. Аварицкий, работающий в управлении дозиметрического контроля с момента создания АЭС, в 4 часа 15 минут группа находилась в зоне прямой видимости взорванного реактора. Уже здесь специалисты почувствовали первый признак мощного радиационного облучения, жения лица. Дозиметрический прибор ДП-11 зашкаливал, то есть уровень радиации был смертельно высок. Вследствие того, что группа не была снабжена средствами защиты от радиоактивного поражения, понимая, что доза облучения в данном месте смертельная, члены группы решили прервать работу, нарушив команду о выполнении задания, вернуться в безопасную зону. Но в этот момент все увидели, как над реактором проплыл огненный шар большого диаметра, это был неопознанный летающий объект. Два луча яркого красного цвета были направлены на четвертый блок. На расстоянии 300 метров от реактора корабль производил работу в течение двух с половиной минут. Обстановка изменилась, и люди увидели, как летающий объект медленно уплыл в сторону Беларуси. Дозиметристы решили вновь замерить радиационный фон. Уровень радиации упал с 3000 до 800 миллирентген, час практически за три минуты. По сути дела атомный взрыв был погашен инопланетным кораблем. Только благодаря этой помощи стала возможна работа киевских пожарников, которые тушили пожар на реакторе чуть позже. Если бы уровень радиации остался прежним 3000 миллирентген в час, то тушение было бы невозможным. Количество жертв среди пожарников и населения было сокращено благодаря снижению уровня радиации. Существуют документы, в которых подтверждается, что выбросы и пожары на АЭС продолжались и в последующие дни, и над Чернобыльем и Славутичем городом атомщиков появлялись НЛО, о чем свидетельствуют фотографии очевидцев. А позже, в 1989 году, когда в очередной раз на Чернобыльской АЭС произошел мощный выброс радиации вследствие уже указанных причин, несколько часов спустя после аварии появился НЛО и завис над местом аварии. Это произошло утром, объект был снят на пленку врачом и Н. Гаспиной. Вновь была проведена работа по снижению радиации, и пожар был потушен. А 11 октября 1991 года снова возник пожар, но уже на втором блоке АЭС, в результате над генератором частично обрушилась кровля, огонь мог переброситься на энергогенератор и произошел бы еще один мощный взрыв. В этот момент был снят на пленку НЛО, который завис над вторым блоком. Нет сомнений, что и в данном случае не произошло крупнейшей аварии лишь потому, что была проведена мощная работа с корабля. Снимок был сделан профессиональным фотожурналистом Владимиром Савраном, был помещен в ноябрьский номер газеты Эхо Чернобыля, 1991 год. После изучения негатива специалисты сделали заключение, что снимок подлинный. Факты можно было бы продолжать и дальше. Люди не могут игнорировать их, хотя часто в подобных случаях власти либо скрывают информацию от населения, либо дают дезинформацию. Скрывая правду, человечество не может шагнуть вперед. Объективную и бесспорную помощь оказывают нам люди с других планет, земляне же, закрывая на это глаза, сами ставят себя в тупик, остаются на прежнем уровне сознания. Достижения научно-технического прогресса способны легко уничтожить их самих и планету. Очевидцами из разных стран отмечено, что НЛО появлялись во многих опасных местах. Так, с 1947 года над штатом Нью-Мексико регулярно наблюдались серебристые неопознанные летающие объекты. Следует сказать, что в этом штате находятся полигоны для испытаний, проводились и проводятся ядерные взрывы, испытывается различная военная техника, корабли появлялись над французским полигоном в Северной Африке, штате Невада, где регулярно проводятся ядерные испытания, и над полигонами в Тихом океане, в районе Г-Семипалатинска на острове Новая Земля и так далее, то есть, практически над каждым местом испытания, взрывы ядерного оружия или аварии, которые могут повлечь за собой десятки и сотни миллионов жертв и новых болезней для людей, появляются корабли других, высших цивилизаций. Подумайте, с какой целью они бывают там, и почему руководство и правительство многих стран умалчивают об этом, ведь если нас защищают с других планет, то что же тогда делают люди, разрабатывающие и внедряющие такие опасные проекты и ведущие испытания ядерного оружия, от кого они готовятся нас защищать и так ли это на самом деле, большую ли пользу приносят современные АЭС, ТЭЦ и ГРЭС, а на других планетах существуют другие установки для получения энергии, они экологически чистые, при работе установок нет радиоактивных отходов, идет полная ионизация ядра. И на нашей планете можно исправить положение в этой области производства, можно перепрофилировать все энергоемкие и экологически грязные производства атомной промышленности, ионизировав клетку ядра. Результат будет ошеломляющим, а отходы пойдут в доходы. Почему Россия отстает? Этот вопрос волнует немало людей. Неужели у нас так мало талантов, неужели вся молодежь деградировала? Задумываются многие люди, в том числе и ученые. Конечно, это далеко не так, но в современных вузах и академиях, где получают образование и одаренные люди, не всегда складывается благополучная картина. В начале 90-х годов российскими психологами были проведены исследования, где ставился вопрос, почему из высшей школы, из аспирантуры ходит талантливая молодежь. Было зафиксировано, что в ряде случаев студенты-отличники покидали университет на четвертом и даже на пятом курсах. Те, кто не мог или не хотел учиться, отсеивались намного раньше, не выдержав напряженного ритма учебы. В ходе исследований была исключена возможность того, что студенты в результате переутомления покидали вузы. Уровень интеллекта этих молодых людей был гораздо выше среднего, их научные работы были выполнены на уровне аспирантов, а иногда и доцентов. Но что-то происходило, и их след в науке терялся, хотя были все предпосылки для развития и роста. В большинстве случаев оказывалось, что такие студенты в чем-то опережали доцентов и профессоров, руководителей своих работ, их открытия, доводы не находили нужной оценки и часто игнорировались. Допустимо ли, что молодой человек может опережать по знаниям профессора? Наука подтверждает, что допустимо. Известен случай, когда ребенок в четыре с половиной года, используя знания прошлых жизней, обладая ясновидением, наблюдал движение молекулы в плазме газа, видел тысячи разновидностей энергий, хотя наука тогда, как и сейчас, признавала лишь отрицательный и положительный энергетический заряд. То есть ребенок обладает теми знаниями, о которых еще не слышали на планете Земля. Как могли воспринимать ученые и профессора тот факт, что он знает и понимает больше их, что может вывести за считанные минуты формулу, которую ученые шли годами? Конечно, возникло зависть и нежелание принимать во внимание реальные факты и знания. Люди еще не научились радоваться за тех, кто с успехом опережает время, это их уровень духовности, часто он становится непреодолимым барьером для землян, в результате страдает вся научная мысль планеты, так как из-за зависти, то есть чисто земного отношения, забывается, что открытия могут принести большую пользу всему миру. Побеждает желание упорно доказывать собственные идеи, и часто люди не хотят признать истинность и верность открытия другого человека. К сожалению, это имеет место и сейчас в сфере высшего образования. Скажите, что остается делать талантливому студенту или аспиранту, если он видит, что ему просто не дает дорогу? Такие люди далеко не глупы и всегда напрямую видят, как профессор со второго курса начинает вытягивать нужного студента с тем, чтобы оставить его после окончания университета на кафедре, помогает писать ему курсовые, а затем и дипломную работу. Не секрет, что есть в науке талантливые от Бога ученые, а есть и такие, кто появляется в науке подобным образом. Что могут открыть такие люди, что нового увидит мир в результате их научных работ, когда нет полета мысли, когда интеллект загружен одним, как войти в научную среду и там остаться. Поэтому наука России теряла и продолжает терять молодых талантов. Об этом не принято говорить, лишь в последние годы стал подниматься этот вопрос в научных кругах открыто. Но и сейчас все остается на своих местах. История российской науки знает немало великих имен, которые ушли в небытие и не получили должного признания в свое время, вы знаете много таких примеров. Знаете, как происходила утечка мозгов на Запад? С чем же в итоге осталась Россия? С разрушенными экономикой, производством, машиностроением и так далее уровень сегодняшнего производства не сравнивают даже с 1913 годом, так как сравнивать уже нечего. Мы потеряли не только прежние достижения, но и навсегда отказались от многих новинок, которые могли дать толчок к расцвету страны. Во времена Ю, Андропова, о чем мало кто знает, американскими учеными в Россию была привезена компьютерная программа и предложена идея создать компьютерную сеть в регионах, а затем по всей стране. Подобных программ еще не было нигде в мире, Россия же располагала нужными средствами, возможностями, и главное, что уже тогда была необходимость введения подобных систем. Но, ученые страны не дали хода зарубежным специалистам, перешедшим в СССР из Америки, потому что была зависть, а причины отказа были разными, недостаток времени и средств, отсутствие опытных кадров, нежелание ломать существующую информационную систему и многое другое. В результате компьютерная информационная система нового типа была внедрена не у нас, в России, а на Западе. С ее помощью наука, образование, производство других стран получили особое развитие, так как широкое использование компьютерных сетей позволило значительно сократить время на ввод, хранение, анализ и поиск информации, тогда в России не смогли оценить возможности, которые были предложены. Информационная компьютерная сеть облегчила бы работу многих организаций. Значительно позже все-таки встал этот вопрос вновь, и его пришлось решать, чего добились в конечном итоге люди, которые поступили так недальновидно. Да Россия отстала на какие-то 20-30 лет, но что это значит для науки и общества, порой эти годы бывают решающими. А умней оказался тот, кто думал о своем народе и будущем. Сегодня люди привыкли ругать и критиковать правительство. За последние 10-5 лет произошли большие перемены и в структуре органов власти, и в их составе. Сейчас россияне сами выбирают тех, кого хотят видеть в руля, так почему же так много агрессии возникает, когда люди недовольны своими избранниками. Кого винить в том, что в правительстве есть нечестные люди? Ведь вы сами голосовали и сами выбирали, насколько взвешенно и серьезно вы подошли к этому, это другой вопрос. Но нельзя чернить всех подряд, в структурах власти в центре и на местах есть люди, которые душою болеют за Россию и делают все возможное, чтобы восстановить эту некогда сильную державу. Таких людей вы не увидите по телевидению в больших дебатах, не услышите часто по радио. Они спокойно, профессионально делают свою работу, подчас не жалея ни здоровья, ни времени, ни сил. Есть в правительстве России люди, которые просят Бога, видят обстановку реально, они не за цей клены на земном богатстве и славе, вы не услышите от них пустых слов, так как их дела говорят сами за себя. Такие люди остаются в тени, но могут реально изменить существующее положение в России и в других странах к лучшему, так как их задача, работать на созидание, воссоединение. Прежде всего они думают о том, чем помочь людям, было бы неплохо, если бы те из вас, кто правильно поймет, будут просить Бога о том, чтобы эти люди смогли выполнить задачу, миссию, ради которой пришли на землю, и чтобы в правительство вошли хорошие люди. Не случайно Бог поставил их на такие посты, работа там очень ответственная и сложная, критиковать всегда легко, а вы попробуйте хотя бы месяц выполнять тот объем работ, который существует у них. Интересно, что получилось бы у вас, а случайные люди, те, кто приходят на руководящие должности ради карьеры, долго не задержатся там, так как не справятся. Ситуация в стране настолько сложная, что только с Божьей помощью можно ее разрешить и принять верные решения. Сейчас многим людям, кто стоит у власти в этот нелегкий момент и честно работает на благо страны, россиян и других народов, нужна ваша поддержка, понимание и помощь. Они также болеют за страну, как и вы, такой же сильный прессинг со стороны недоброжелателей испытывают на себе и также часто просят Бога, понимая, что как бы ни было тяжело, работа не должна останавливаться. Присмотритесь внимательно к тем людям, кто занимает ответственные посты, руководящие должности и просто часто мелькает на телевидении, вы найдете много общего, так как многие из них, дети одного народа. Сделав вывод, вы поймете, почему так долго не везло России, СССР, и все встанет на свои места. Но та агрессия, которая идет от вас, лишь подливает масло в огонь, умножая грязные энергии на планете Земля и разрушая ее. В трудные минуты, которых у нас будет немало впереди, остаться на высоте поможет лишь выдержка и мужество. Люди не должны опуститься на уровень злобных бездомных собак, укусы которых бывают смертельны. Да впереди будет трудно. Но Россия должна выстоять, и народы, населяющие ее и многие другие страны, будут на высоте своего положения, если останутся прежде всего людьми, сохранят человечность, они пойдут по пути разрушения и уничтожения. Есть другой выход, вы достаточно умны, чтобы найти его. Россияне, помните свято, слив воедино все науки и прогрессивные идеи, подняв духовность, мы вместе можем, помогая один одному, создать на планете Земля настоящий рай. О будущем России. Много веков назад, когда наши предки знали и помнили предания о древней русской Земле, они не могли предполагать, какую роль придется сыграть России в будущем планеты. Потенциал, заложенный Богом в Россию, огромен. Не случайно учитель из космоса был послан сюда. Родина каждого человека, это его корни, его знания и первая любовь к матери Земле. Энергетически все мы связаны со своей Родиной, питаем к ней особую подсознательную любовь, она всегда готова нас принять и поддержать. Долгое время никто не мог расшифровать, какое значение имеет Русь, Родина Атлантиды, Урал. Россия за последнее время прошла немало испытаний, но никто не мог втоптать ее в грязь, уничтожить, отвезти от Бога. Бог всегда хранил и хранит планету и Россию, видя бедственное положение. Самые главные испытания у этой страны впереди. Сейчас она, страна третьего мира, у такого государства нет будущего, люди сами ответственны за то, что произошло со страной. У ослабленного государства подорваны многие системы. Запад хочет поглотить Россию, сделать ее марионеткой, но она должна восстать. Это будет сильное государство во главе с мудрым правителем, Центр научно-технических разработок в различных отраслях, Центр обучения различным наукам вне всяких стандартов. Таково будущее России, она станет государством, владеющим многими секретами медицины, биологии, химии, физики и так далее, развиваясь сама, она будет помогать развиваться другим странам, повышая духовность, люди повышают общий потенциал силы и интеллекта россиян, основная миссия этих людей – миротворцы. Именно поэтому сейчас Богом даны большие испытания этой стране. Агрессия по отношению к России и живущим в ней людям очень высока, но если мы встанем на путь мести и войны, то страна перестанет существовать. Только с Богом, владея знанием, можно исправить положение. И помощь идет от многих. Так, например, Анастасия, живущая в Сибирской тайге, владеет Божественной силой, помогает сейчас россиянам выровняться, пройти этот период жестких испытаний и не делать новых ошибок. Она работает по очищению энергетики наших городов, чистит мысленную энергию и делает многое, чтобы остановить злобу и агрессию, чтобы мы вышли на правильный, созидательный путь развития. От каждого россиянина зависит, насколько быстро это произойдет. Россия – центр объединения людей, миротворец, с нее начнется объединение всех государств и всех народов. Вот почему так важно нам, каждому, да осознать, для чего мы с вами посланы в эту страну, и что можем сделать мы, чтобы Россия поднялась. Только у нее есть нужный потенциал и уровень энергии, знания и сила. В Золотом веке будет одно государство с одним мудрым правителем во главе, который будет действовать по законам космической справедливости. Он будет обладать внутренним видением и тайным знанием, и ничто невозможно будет скрыть от него. Люди будут совсем другие, не такие, как сейчас. Любовь, доброта и взаимопомощь будут двигать их умами, незакомплексованность и простота приведут к простому мироустройству без войн и тюрем, люди будут видеть ясно и работать напрямую с Богом. Это лишь маленькая часть, что открыта Творцом о будущем России и Земли. Но до этого момента люди должны пройти еще целый ряд тяжелых испытаний, которые научат их ценить жизнь, любить Бога, любить друг друга. И насколько ответственно мы подойдем к построению нашего будущего, будущего наших детей, таким оно и будет. Неизвестные миры. Человечество давно знакомо с теорией относительности Альберта Эйнштейна, которая перевернула многие взгляды на физический мир. Изучая труды ученого, люди и не догадываются, какие важные открытия совершил этот человек в своей жизни, некоторые из них так и не дошли до нас. Многие тайны Эйнштейн унес с собой. Известно, что ученый проник в тайны ядерной энергии, знал и понимал последствия ее разрушительного, опасного для людей и планеты действия. Он открыто выступал против применения ядерного оружия, честно обосновывал свои доводы и показывал безопасный вид применения ядерной энергии в мирных целях. В последние годы жизни он трудился над разработкой единой теории поля, работал по созданию схемы и формулы взаимодействия электромагнитных, гравитационных и ядерных сил. Это был огромный вклад в развитие земной науки. Но Эйнштейн понимал, что владея такими передовыми знаниями, человечество может направить их на разрушение, поэтому был вынужден хранить эти разработки в тайне, не придавая их никакой огласки. Перед смертью, в 1955 году, его последние труды были сожжены, к этому его подвергли особые обстоятельства и осознание трагичности использования наук на уничтожение. Об одном из откровений Эйнштейна, о котором мало кто знает, я хочу рассказать. Во время Великой Отечественной войны американские военные и разведка держали под контролем многие разработки и открытия, особенно в области физики. Еще в 1943 году, когда Эйнштейном был сделан ряд открытий, но еще не была доосознавая коварность военных и последствия применения новинок, он согласился провести несколько экспериментов для развития науки. Ученый тогда работал по теме взаимодействия и концентрации полей и вплотную подошел к созданию новых приборов, контролирующих и изменяющих полевую среду. Этими достижениями и решили воспользоваться военные. В ходе войны, перед ними возникла задача сделать технику невидимой для радаров и других приборов противника. В результате эксперимента была реализована идея создать электромагнитное поле особой напряженности, при которой световые лучи свернутся в кокон. То есть объект станет невидимым для приборов и людей. Эйнштейн сделал такие расчеты, и был создан генератор невидимости. Этот прибор был установлен в Филадельфии на эсминце Элдридж. После выхода в воды на необходимое расстояние, генератор был включен. Корабль действительно стал невидимым. Это зафиксировали экипаж, военное командование корабля сопроводителя, факты были неоспоримыми. Но ученый, которому знания были даны свыше, создал такой прибор, который мог перевернуть все основоположения земной физики. Эйнштейн проник в тайну перехода в иные измерения. С помощью прибора корабль попал в другое измерение и поэтому стал невидимым в нашем трехмерном пространстве. Время и все энергетические процессы там идут совсем по-другому, не как у нас. Не зная многих тонкостей, неподготовленный человек может с трудом перенести переход во времени или переход в другое измерение. Это особая наука, которую надо изучать, знать сам механизм и последствия перехода и главное, как не навредить другому миру, привнося в него свои вибрации. Моряки, не готовые к таким переходам, вели себя странным образом. По возвращении, когда корабль вновь появился в нашем измерении, они не могли вписаться в земное время и пространство. Часть экипажа растворилась, то есть исчезла на глазах у многих людей. Они так и не вернулись, оставшись в параллельном мире. Другие выпадали из реального времени и жизни, не понимали, что с ними происходит, их жизнь и существование как бы затормаживались, они замерзали, засыпали на несколько суток, потом оживали. Такие последствия происходили потому, что люди были неграмотны в отношении переходов в параллельные структуры миров, не владели энергией, не знали, что это за процессы и были очень далеки от этой темы, не веря вообще в возможность взаимодействия миров и переходов из одного в другой. Произошла утечка информации об этом эксперименте, и некоторые данные появились в печати. Однако руководство ВМФ США опровергало все и отрицало проведение каких-либо экспериментов подобного рода. При этом исчезли бортовые журналы эсминца Элдридж и корабля-сопроводителя Фьюрисет, задачей которого было наблюдение за эсминцем и регистрация фактов, полное описание всей картины эксперимента по минутам. Руководством было сообщено, что вахтенные журналы Фьюрисета были уничтожены за ненадобностью по приказу командующего. Материалисты упорно утверждали, корабль не мог провалиться в другое измерение, так как их попросту не существует. А очевидцы видели, как исчез корабль и как проявился вновь. Много позже учеными были проанализированы тысячи случаев, в которых наблюдались взаимодействия и переходы энергий, их мощные выбросы, формирующие определенные, неизвестные земной науке, поле. В результате проведенных исследований стало ясно, что поле при таких процессах нестабильны, в них происходит всплеск энергий, который особым образом влияет на людей и животных. Физиками и медиками были проанализированы реакции и поведение живых организмов, которые попадали под воздействие этих насыщенных энергетических полей. Один из ярких примеров дает картина ядерного взрыва, при котором происходит особое воздействие концентрированного энергополя. При особых условиях человек, находясь в таких полях, может выпасть из реального времени. Это подтверждают исследования современных ученых, медиков. Так, врач Жаров, работавший на Семипалатинском полигоне, изучал поведение животных, которые участвовали в эксперименте и были подвергнуты воздействию ядерного взрыва. Несколько суток после взрыва такое животное не дышало, не двигалось, выпадало из жизни, но через несколько дней вдруг оживало и продолжало существовать без особых изменений в обычном ритме. Вспомним, что аналогичным образом вели себя матросы с военного корабля Элдридж. Воздействие особого поля и энергии приводит к такому результату, если люди не знают, как управлять этими процессами и не имеют нужного для этого потенциала энергий. Эксперименты врача Жарова, его наблюдения и заключения спасли жизни многим людям. От простых людей было скрыто и продолжает скрываться сейчас, что работники многих полигонов периодически выключаются из жизни подобным образом. По словам очевидцев, таких людей просто хоронили. Но после исследований Жарова им давали отлежаться и через несколько дней те приходили в себя и продолжали работу на полигоне. Ядерная энергия или энергия взрыва оказывает разрушительное воздействие на головной мозг. Если энергетика человека слаба, он погибает, не может противостоять полям, которые образуются при взрыве. Но иногда люди выживают. Так, в 1973 году на Семипалатинском полигоне произошел интересный случай. Атомная бомба взорвалась прямо под ногами человека. Это был военный строительство, Алексеенко, который служил под началом генералок, Вертелова, строительные войска Министерства обороны СССР. По халатности испытателей крянул взрыв, когда СССР, Алексеенко и еще двое наблюдателей подошли к скважине, в которой на трехкилометровой глубине был заложен заряд. Наблюдатели должны были проверить, насколько соблюдены все условия испытаний, а оказались в эпицентре опасности. Позже пострадавший СССР, Алексеенко описал, что происходило во время взрыва. Что-то его подняло, он очутился в безопорном пространстве, перестал ощущать Землю, ее притяжение. Двое других людей, которые были рядом, виделись им то уменьшившимися, то как будто увеличенными линзой в несколько раз. Затем, по его описанию, как будто захлопнулась дверь в иной мир, и вернулось ощущение реальной силы тяжести. Такие оптические ощущения и вся описанная картина возможна лишь при искривлении световых лучей, принцип которых использовал Эйнштейн при создании генератора невидимости. Аналогия показывает, что человек, попадая в определенные поля, может выходить за рамки нашего земного, трехмерного пространства и находиться в ином, неизвестном современной науке, измерении. Алексеенко остался жив, но тоже испытал на себе болезнь, открытую жировым, он, как и многие на Семипалатинском полигоне, не однажды выпадал из жизни. Все описанные выше события и факты показывают, насколько рядом с неизвестным находятся люди, но не могут постичь его тайны до конца, насколько они не владеют знанием и разными энергиями, что открыто для них. Ученые и правительство скрывают многие секретные эксперименты и их результаты, особенно исследования в области ядерной физики. Это происходит потому, что многие работы ведутся только для военных целей. В результате такого подхода к науке человечества планеты Земля стала отставать в своем развитии на несколько сот лет от других цивилизаций, которым тоже давались знания через их ученых. Эти знания были использованы ими на благо людей, а не на разрушения, открытия не таили, а стремились поддержать и развить. Ученым всегда давалось и дается возможность спокойно вести научную работу и обмениваться опытом друг с другом. Только благодаря взаимопониманию, мирному сотрудничеству и взаимопомощи многие цивилизации ушли вперед. Во все времена на Земле были и есть ученые, которым Бог давал знания, чтобы человечество с их помощью могло совершенствоваться, развивая свои науки. Так почему же такие умы, как Эйнштейн, должны скрывать свои знания и открытия. Обладая дальновидностью, такие люди понимали, что человечество разрушит само себя, если завладеет секретами наук. Бездуховности знания может убивать и разрушать, только прося Бога и веря в него, неся добро людям, можно создать то, что будет работать веками, облегчая жизнь людей, а не усложняя и не уничтожая ее. И в наше время немало талантливых ученых, которые понимают это. Россия, бывший Советский Союз уже давно были бы на более высокой ступени развития, если бы чиновники и правительство не закрывали дорогу ученым, идущим впереди своего времени. Так, немало кто знает, что А. Д. Сахаров, как и Эйнштейн, работал над проблемами взаимодействия пространств, времен и их соотношений, делал открытия в области космологии. Он рассматривал проблему искривления световых лучей и искривленного пространства, практически открывая земному миру существование параллельных миров и их взаимодействия. Еще в 1969 году в работе «Многолистная модель Вселенной» он показал, что наряду с нашей существуют другие вселенные, многие из которых обладают качественно иными характеристиками. А современные ученые уже не ставят под сомнение тот факт, что искривленное пространство может быть заключено в гравитационный коллапс, при этом образуется, говоря языком земной физики, сфера Шварцшильда или черная дыра, размеры которой могут быть огромны настолько, что в нее может быть заключена целая Вселенная. А, Д, Сахаров подходил к глобальным открытиям, важным для всего человечества. Но его работы публиковались малым тиражом, недоступным заинтересованному читателю, поддержки не было, как и не было специальной базы, на которой можно было развернуть работу и вести исследования по многим направлениям. Поэтому наука России, бывшего СССР отстала от Западной на многие десятилетия. На Западе ученые доказывают существование параллельных миров, утверждая, что попасть туда можно не только выходя в космос, но и оставаясь на Земле, если попасть в специальное поле. Известно много документально подтвержденных случаев перехода из одного мира в другой, например, в литературе описаны сотни случаев контакта людей со своими умершими родственниками, знакомыми, которые находятся в ином, параллельном мире и другие. Постигая многообразие форм жизни, человек приходит к выводу о бесконечности существования миров, созданных Творцом. Наука планеты стоит перед грандиозными открытиями в этой области. Движемся ли мы вперед? Я хочу затронуть одну из очень интересных тем. Считается, что человечество развивается по спирали от витка к витку, проходя уроки, люди мудреют, делают выводы из предыдущих событий, изобретают новинки, открывают секреты миров. И все время развиваются дальше по пути эволюции. Но так ли это на самом деле? 20 век, особенно его вторая половина, был богат на открытие во многих областях науки. Новинки переворачивали все устоявшиеся нормы и постулаты. Но почему мы о них не знаем? Спросите вы. И это будет справедливо. Приведу лишь факты. На планете Земля с 1725 года, начиная с открытия Орфиреуса, ученые пытались создать вечный двигатель. Перед ними встала задача найти особый источник энергии. И сейчас ученые вплотную подошли к решению этой проблемы. Многие рассматривают концепцию физического вакуума, или пространства, как объект, имеющий внутреннюю структуру, который при ее изменении может служить источником энергии. Созданы генераторы свободной энергии, резонансный трансформатор, изобретение Николы Тесла, и многое другое. В своих дневниках N, Тесла отмечал, что если создать вокруг генератора энергии стоячую волну, то энергию для совершения своих работ смогут использовать неограниченное число потребителей. Еще в 30-х годах 20-го столетия этот ученый нашел новые способы передачи энергии. Подобные открытия делает в 90-х годах В.Авраменко, журнал-изобретатель и рационализатор номер 5, 6 за 1992 год, номер 10 за 1994 год, он раскрывает возможности бластера, своеобразного генератора жгута плазмы, для которого вакуум является источником мощности. Чтобы запустить генератор, необходима 9-вольтовая батарея, КПД установок, которые были созданы изобретателем, более 150%. Прикладное значение этих работ, бесспорно, большое, но они не нашли широкого внедрения. Такая же участь постигла открытие в области свободной энергии Томаса Брауна, 1965 год. А Хаббарды и другие. Ученые стремились создать такие системы, которые позволили бы отказаться от проводов, соединений и дали бы возможность получать и использовать энергию более простыми способами. В журнале «Техника молодежи», номер 5 за 1993 год. Раскрыта концепция торсионных полей, описана структура вакуума. Благодаря работам МНЦ Вент под руководством Авье, Акимова возможно создание новых, совершенно иных источников энергии, двигателей, средств связи и так далее. Эта тема разрабатывается в трудах Баумана, им созданы электростатические устройства, которые с 80-х годов генерируют 220 вольт для нужд духовной общины Мессерницео в Швейцарии. А также создано устройство, являющееся системой, генерирующей мощность из электрического поля. Создатель этой системы, Хайт, патент США номер 4 897 592 от 30 января 1990 года. Большой интерес представляет и мотор Рида, использующий энергию постоянных магнитов. В структуру мотора входят два неподвижных и два вращающихся диска, на каждом из которых по 8 магнитов. Работа мотора заснята на видеопленку. Это изобретение было зафиксировано в 1991 году. Мотор Адамса тоже создан на базе использования энергии постоянных магнитов. Но изобретатели всего мира, как и Горвард Джонсон, столкнулись с одной проблемой. Джонсон изобрел вечный двигатель, патент США номер 4 151 431, подал заявку на регистрацию изобретения в 1973 году, но сама она прошла лишь в 1979 году. Вечные двигатели не регистрируют, даже если они действуют. Изобретатель нашел особый способ генерации мощности, извлечения мощности за счет энергии спинов электронов феромагнетика. Это было новое слово в науке. Но почему так трудно внедрить эти и подобные новинки, ведь это же шаг вперед по пути прогресса. Этот вопрос волновал многих ученых, которые работали над созданием новых двигателей. И советские изобретатели совершали открытия в этой области. Так, электростатический генератор Ефименко, 1973 год, работал потому, что поле совершало работу, благодаря чему ротор машины вращался. С помощью обычного динамо создавалась мощность 70 Вт. При этом источником поля может быть электрическое поле Земли, если есть заземление и антенна. Таланты стремились решить энергетическую проблему. Так, например, Юл Браун, США, использовал воду в двигателе внутреннего сгорания, и автомобиль прекрасно работал. Рудольф Гунерман разработал функционирование двигателя на смеси газ, вода или алкоголь, вода в пропорции 55 дробь 45. А Гюнтер Пошл предложил иной способ создания горючего для автомобиля. Это смесь вода, бензин в пропорции 9 дробь 1. Все эти новинки прошли опробу ЦИУ в ФРГ и подтвердили возможности их практического применения. Существуют и другие варианты двигателей, работающих на воде. Возможности различных установок, масштабы применения систем, работающих на этой жидкости, велики. На их базе можно создать экологически чистые ТЭЦ, другие объекты. Недавно запатентована новая система преобразования тепла окружающей среды в электричество, Германия, патент номер 4244016. Авторы изобретения. А. Сирогодский, Москва, И. Б. Шефер, Германия. Теоретические работы по преобразованию тепла среды в полезную работу уже несколько лет ведет Г. Н. Буйнов, Санкт-Петербург, и многие другие исследователи работают над открытиями, без которых не войти в 21 век. Но о главных открытиях и новинках продолжают умалчивать. Изучение новых технологий в рамках альтернативной энергетики продолжается во многих странах. И встает острая проблема, облегчая положение потребителей энергии, делая дешевым топливо, изобретатели влияют на казну государств. Новинки не только создают иную экономичную, экологически чистую технику, но и дают мощный сбой в экономике. Автомобильный бизнес рассматривается сейчас как составная часть рынка потребления нефтепродуктов. Переведя автомобили на воду, государство потеряет спрос на бензин. Вероятно, поэтому так упорно сдерживаются новинки и открытия в данной области. Безусловно, при использовании технологий свободной энергии, люди становятся менее зависимыми от государства и от государственной системы распределения ресурсов. Поэтому в течение многих лет по всему миру сдерживается развитие систем альтернативной энергетики. В противном случае монополия топливно-энергетического комплекса будет устранена, люди получат немалую экономическую свободу. А значит, многие проблемы будут решать самостоятельно, не перекачивая деньги государству. Как видим, в итоге всего этого произошло искусственное сдерживание развития эволюции общества и его науки. Что произойдет, когда энергетические ресурсы начнут иссякать? Человечество не готово к таким событиям. Хотя знания и пути выхода из топливно-энергетического кризиса были давно даны человечеству Земли свыше через изобретателей и ученых. Люди сами себя заводят в тупик, такова реальность. Биологическое оружие. Факты и реальность. Человеческая действительность изобилует массой средств для уничтожения всего живого, танки, подводные лодки, химическое и ядерное оружие, но страшнее всего по своим последствиям биологическое оружие. С помощью распространения микроорганизмов разных видов, разрушительно действующих на человека, можно негласно внедрить различные вирусы и инфекции, такие как чума, сибирская язва, новые заболевания наподобие СПИДа, но гораздо более опасные. Распространение содержимого лишь одной ампулы может сократить жизнь тысячам и миллионам людей. Массовый характер заболеваний эпидемии, внезапно возникшие, не дадут простым людям даже выяснить, кто виноват. В современном мире, когда 90% людей имеют ослабленный организм, смертность будет максимальная. Быстрота распространения болезни и стремительность ее развития приведут к панике и полному хаосу. А отсутствие полной информации о подобного рода научных исследованиях уже привело к тому, что люди не знают о фактах и действительных причинах существующих заболеваний. Так, в 1979 году недалеко от закрытого города Свердловск-19 в ней микробиологии, точнее в одном из его филиалов, проводились закрытые опыты и исследования, в ходе которых целостность резервуара с возбудителями сибирской язвы была нарушена. Большая трагедия произошла в результате разрыва всего одной ампулы. Тогда погибло 90 человек, а сотни и тысячи испытали на себе болезнетворное воздействие микроорганизмов. Эпидемия возникла внезапно и в очень короткие сроки унесла жизни людей. Подобные исследования и программы идут во всех странах мира, не все ученые осознают до конца, к чему могут привести подобные научные работы. Ведь в результате многих причин в ходе хранения такие препараты могут потерять герметичность. Что произойдет тогда, трудно представить. Человечество уже достигло определенных успехов в данной области науки. Так, американцы развивают масштабную и грозную программу геном человека. Проводя ряд закрытых исследований и испытаний, используя новейшие разработки разных стран в этой области, они составили генетический портрет каждой нации. Ими были исследованы тысячи препаратов крови людей разных рас, был произведен анализ особенностей кода ДНК, всего состава крови, ее химическое взаимодействие с разными компонентами биопрепаратов, которые водились в клетку крови. Труд не был напрасным, и картина, которая стала складываться в ходе исследований, была серьезна. Американцы открыли секрет, как снизить сопротивляемость организма человека, то есть иммунитет. Внедряя особый микроорганизм в окружающую среду вкупе с другими, вызывающими заболевания, они получали нужный эффект, эпидемия развивалась молниеносно, снижение иммунитета было катализатором всех процессов. А летальность при таком подходе достигает 100%. В короткий срок без дыма и огня можно уничтожить миллионы и миллиарды людей. И никто не будет знать, кто нападает, защищаться уже будет некому. Антивирусов, которые бы в достаточной мере могли защитить человека или хотя бы приостановить развитие болезней, вызванных биологическим оружием, нет. Это и является той причиной, что до сих пор этот метод ведения войны не применяется широко, хотя уже накоплен немалый арсенал в Японии, Америке, Англии, Франции, бывшем СССР и другие. Новинка ученых, работающих над программой «Геном человека», привела в шок многих специалистов микробиологии, общественности правительства Запада. В ходе исследований было доказано, что каждая нация имеет свой генетический портрет, открыто, что существуют различия в рецепторном поле людей, принадлежащем к разным расам. Исследуя молекулу ДНК, ученые сделали ряд открытий, которые до сих пор хранятся под грифом секретно и совершенно секретно, скрываются от многих ученых, не работающих по данной программе. Оказалось, что вирусы, яды и так далее действуют избирательно на разных людей в зависимости от их национальности. То есть, можно создать специфическое биологическое оружие, просчитав на компьютере его воздействие на клетку противника. Можно создать такой вирус, который будет поражать, например, только славян, европейцев и так далее, все они умрут в результате применения биологического оружия. По данным этих исследований выяснилось, что самыми незащищенными, слабыми этническими группами являются тюркская и близкие ей. Многим биологам мира, работающим в рамках военных программ, известны особенности росовых элементов крови, на которые можно воздействовать избирательно. Другими словами, государства владеют секретами разрушения уничтожения людей разных рас, то есть, владеют росовыми токсинами и вирусами. Только по прошествии многих лет, владея данными об экспериментах над животными и людьми и начиная осознавать последствия развития таких научных технологий, создатели и изобретатели биологического оружия начинают бить тревогу. Так, американский профессор Мэтью Мезельсон, один из основоположников супероружии, недавно выступил в органах массовой информации и призвал биологов ограничить свои публикации по данной и смежным темам, опасаясь некомпетентного использования знаний и достижений третьими лицами. Ученый опасается возможности возникновения негласных и стихийных, неконтролируемых международными комиссиями исследований по данной теме, опасается он и возможности негласного применения биологического оружия. А тем временем работа в закрытых спецлабораториях многих стран продолжается. Микробиология, наука будущего, считают специалисты. Достижения генной инженерии выводят человечество на новый этап развития. Да но какой, и к чему он приведет? В 1972 году представителями разных стран было подписано международное соглашение, в котором говорилось, что биологическое, бактериологическое и токсинное оружие не будет разрабатываться, производиться и применяться. Несмотря на это соглашение, разработки все же велись. В 1992 году президент России признал, что у военных есть специальная биологическая наступательная программа и оружие создается. Поскольку это нарушило международное соглашение, России пришлось приостановить работы в данном направлении. Однако после расформирования 15 управления Министерства обороны и закрытия некоторых лабораторий, работа все же продолжалась и продолжается сейчас. Специалисты в этой области утверждают, что на планете нет запасов готового биологического оружия, которым можно было бы сразу воспользоваться, так как оно требует особых условий хранения и хранится не более 4 часов. Это не всегда соответствует истине, есть особые программы и разработки, которые дают реальную возможность хранить биологически активную массу микроорганизмов в течение длительного времени. На военных базах, в секретных лабораториях с максимальной степенью защиты хранятся такие биопрепараты, которые могут быть использованы в любой момент. В связи с этим встает вопрос, готовы ли человечество обезопасить себя от созданного им же супероружии 21 века. Вспомним, как в 1995 году таджикская оппозиция уже использовала подобные методы борьбы. Тогда в Курган-Тюбе пострадал целый отдельный ракетный дивизион 191-го мотострелкового полка 201-й миротворческой дивизии. Диверсанты закачали в арбузы и персики мочу больных желтухой, в результате чего дивизион был выведен из строя, возникла опасность распространения заболевания, которая у многих протекала с осложнениями. В настоящее время чеченские террористы угрожают в России применить биологическое оружие. Последствием этого террористического акта станут эпидемия и гибель многих людей. Биологическое оружие уничтожит всех, в том числе и его создателей. Результат плачевный. Оказалось, что наука работает на уничтожение людей, и люди уже пожинают плоды своих действий. Без духовности научные открытия не приносят добра. В результате неверных действий и земного подхода ко многим вопросам общество деградирует. У него нет настоящего развития, мир тонет в злобе и бандитизме. К чему мы придем, если не остановимся? Земные ураганы. Хочется рассказать вам, как образуется ураган или смерч, а чего он происходит и какую разрушительную силу несет, как его остановить. Ураганы бывают разных видов, с несколькими из них вы познакомитесь. Ураган, это сгусток энергии, движущийся с большой скоростью в вихревом потоке, втягивающий в свое движение все больше объектов. Он имеет свое начало, середину, конец. В нашем мире существуют тысячи энергий, и все они имеют разный характер и разные последствия взаимодействий. Эти процессы сложны и очень интересны. В мире энергий, в котором существуем мы с вами, происходит скопление определенного вида энергии или ее концентрация. Она может быть положительной или отрицательной. Положительная энергетика, это наши светлые мысли, эмоции, чувства, такие, как любовь, доброта, радость, наши действия, несущие благо другим. Положительная энергетика может накапливаться, когда человек веселый, жизнерадостный, добрый и простой, когда он спокоен и нет нервных срывов и расстройств. Отрицательная энергетика, которая разрушительно действует на клетку и все системы любого организма, накапливается, когда люди злятся, ругаются, переживают и нервничают, когда их мысли нерадостные и несут осуждение и недовольство. Такие люди неправильно эмоционально реагируют на возникающие ситуации в жизни и меняют ход событий в худшую сторону, несут грязную энергетику, всем недовольные, разрушая гармонию и мир, разрушают будущее. Энергии, это потоки, которые окружают нас, они могут двигаться линейно или волнообразно, переплетаясь и вливаясь друг в друга, то есть тысячи вариантов ее проявления. В материальном мире нет хаотического движения молекул, все они движутся в определенных энергетических потоках, управляемых космическими законами, то есть энергетические и физические миры представляют собой единое целое. Когда накапливается отрицательная или положительная энергетика, усиливается ее концентрация и давление, начинается движение частиц сначала по кругу, потом по спирали и возникает вихрь или ураган. У каждого вихря или урагана есть свои характеристики, особенности, свой накопленный потенциал и график развития, энергия урагана движется особым образом. Рассмотрим сначала естественный, природный ураган. Он возникает вследствие соотношения энергетических земных полей и действий людей, и идущих от них энергий. Взаимодействуя друг с другом, молекулы, концентрируясь в определенных полях, образуют сгусток энергий, происходит движение частиц по кругу, образующие вихрь. В его центре формируется особый, положительный или отрицательно заряженный энергетический стержень, его образование происходит на молекулярном уровне. Молекулы, вовлеченные в этот вихрь, начинают вращаться вокруг стержня все с большей скоростью, увеличивается мощь и сила урагана вихря. Предметы, дома, машины, люди, все вовлекается в него, подпитывает энергетику урагана, и сила его нарастает. Все разрушается и гибнет, примером тому служит мощнейший ураган Смерч Торнадо, который недавно прошел в Америке, принес колоссальное разрушение территорий на протяжении 3000 километров. Восстановить разрушенное не так-то просто. Я хочу пояснить, отчего возникают подобные разрушительные ураганы. Люди не подозревают, что причиной их возникновения являются мысли и действия людей, их злоба и негативные эмоции. То есть страшные природные ураганы на Земле происходят вследствие взаимодействия грязных энергий, порожденных людьми, и особых энергетических полей планеты. Разрушительная сила ураганов напрямую зависит от количества отрицательной энергии, идущей от людей. Многие катастрофы на планете искусственно созданы людьми только по их незнанию и неграмотному поведению, из-за массового недовольства и агрессии. Недавно в программе Вы, Очевидец, было показано, как по морю прошел смерч. Была ясная, тихая погода, на берегу отдыхали люди. Вдруг появился черный столб высотой от неба до земли, за несколько минут он приблизился к берегу на расстояние каких-то считанных километров. Скорость была настолько большой, что люди не успели даже собрать свои вещи, многие были охвачены страхом, не могли оторвать глаз от приближающегося смерча, не доосознавая всей опасности, что им грозит. Все это было заснято на видеопленку одним из очевидцев. Комментируя это, он рассказал, что когда опасность была уже смертельной, вдруг смерч резко изменил направление, развернувшись, ушел обратно в море и разбился о скалы, которые были на значительном расстоянии от пляжей людей. Этот факт вызвал у многих немалое удивление и радость, что людские жизни и город были спасены. Никто из участников не совершившейся трагедии так и не понял, что произошло на самом деле. Ясновидящие же увидели, что в тот момент, когда смерч развернулся, над ним стоял космический корабль из другой, высшей цивилизации. Корабль был невидимым для людей, обладающих только земным зрением, так как на берегу многие в тот момент просили Бога о помощи, была выставлена специальная защита для людей. Лучом с космического корабля смерч был остановлен, его повернули в другую сторону и увели в безопасное место, где он и разбился о скалы. Вот так незаметно идет помощь свыше, о которой люди даже не подозревают. А вот еще один наглядный пример последствий от негативных мыслей и действий людей, но которые невозможно было остановить. Осенью 1999 года в Индии произошло наводнение, при котором погибло несколько тысяч человек, а причиной стихийного бедствия стали распри и споры между людьми. После столкновений между разными общинами, каждая из которых доказывала истинность своей веры в Бога, угрожая расправой друг другу, произошел ураган большой силы с наводнением. И сейчас на Земле там, где будут происходить распри, ссоры, войны, будут начинаться землетрясения, ураганы, разные катастрофы. Люди пожнут результаты своих трудов, природные ураганы будут принимать все более зловещие и разрушительные масштабы, с огромной силой уничтожая все на своем пути. Известно, что загрязненная экология, различные химические выбросы, в результате которых происходят смертоносные соединения химических веществ, играют большую роль в разрушении планеты. Взаимодействие веществ приводит к возникновению реактивного момента распада с последующим образованием еще более мощного распада. Такая цепная реакция происходит в том случае, если химические соединения снова концентрируются, вновь поступают в места выброса. Образование реактивного момента распада идет с нарастающим бурлящим процессом, при котором возникают особые силовые поля. Этот процесс после новой реакции, усиливаясь, несет взаимодействие реактивного распада и других полей. В результате начинается резкий перепад температур, происходит увеличение полевых структур. Развитие этих процессов приводит к тому, что возникает перефазировка полей планеты Земля в данном месте, их перезарядка с закручиванием новых энергий нового отрицательного потенциала более разрушительного характера. Поэтому в физическом проявлении происходит закручивание в ураган всех предметов и всего, что находится на его пути. Образуясь в одном месте, ураган, все время набирая силу, проходит по многим территориям, охватывает все больше их объем. Люди планеты Земля не могут остановить ураган, только высшие цивилизации из космоса могут помочь землянам и всегда работают на остановку таких глобальных катастроф. Можно привести много примеров, которые показывают, как неверные действия далеких от Бога людей приводят к возникновению земных неподвластных человеку катастроф. Вот один из них. Когда Билл Клинтон начал войну в Югославии, то есть нарушил мирное существование ни в чем не повинных людей, то по закону космоса, или как сказано в Библии, что посеешь то и пожнешь, зло вернулось в Америку, но в другом виде. Пронесся страшный ураган-торнадо, который нанес громадные разрушения. Возникает вопрос, стоит ли начинать войну, когда зло против других обернется катастрофой против самих себя. Сейчас делается предупреждение Клинтону и другим президентам разных стран. Если Клинтон начнет войну нового характера, а это будет сразу же понятно из действий людей на американской земле, то начнется ураган очень большой силы, еще не виданный Америкой. Он полностью разрушит тысячи городов, не оставит ничего живого, дома, коммуникации, мосты и так далее, и, главное, люди исчезнут бесследно. Хотим сделать предупреждение и для России, если правительство повернется к Богу, то не произойдет землетрясений, диверсионных взрывов и новой бойни людей. Если люди не смогут это правильно понять и будут далеки от божественной темы, то произойдут два крупных землетрясения страшнее, чем в Спитаке, и мощнее его в тысячи раз. Космосам не дано назвать время и место их возникновения, но дано время людям, которые, зная об этом предупреждении, могут изменить ход событий в лучшую сторону, если будут идти к Богу. Если руководители страны будут далеки от Бога, то не будут знать, как исправить положение, не смогут контролировать ситуацию в стране. В этом случае им не справятся с диверсиями и агрессией, социальными катаклизмами, разрушениями вследствие природных катастроф, паникой и массовым недовольством людей. Я не называю главных виновников существующей ситуации в стране, они знают все. Вы видите, как трудно разрешить те проблемы, которые постоянно возникают в России, как некоторые чины не справляются с объемом работ. Это происходит потому, что такие люди далеки от Бога, преследуют только свои личные цели, стремятся сделать карьеру, обманывая и грабя народ. Ясно, что такие люди не смогут долго управлять страной, они будут сняты с должности и уйдут в небытье. Их имена, которых будет немало, узнает весь мир. Если, несмотря на предупреждения, положение не изменится и произойдут предсказанные землетрясения, то люди увидят, что правительство не справится с последствиями катастроф. Возникнет паника и хаос, произойдет массовая гибель людей вследствие их неприспособленности к экстремальным ситуациям. Любые катастрофы, как землетрясения и ураганы, возникают в результате неверных действий людей. Так, создавая ядерное оружие, земляне не могли просчитать все последствия его применения и до сих пор не отдают себе отчета, что происходит на самом деле при его применении. После взрыва атомной водородной бомб возникает ураган, недолгий, но со страшными последствиями. Если будет начата ядерная война, будут взрываться на разных континентах атомные бомбы, то начнутся новые энергетические процессы, о которых люди не подозревают. При взрывах атомных бомб и химическом распаде веществ, составляющих их разрушительный потенциал, произойдет расщепление тех полей, что идут из космоса. Произойдут новые химические воссоединения с составляющими взрыва, которые современной земной науке неизвестны. При этом все живое на планете полностью погибнет в страшном пожаре и облучении. При таких мощных взрывах начинается ураган, который возникает в результате выделения особых типов энергий. Они, соединяясь с космическими энергиями, которые идут на Землю, приводят к квазированию полей с умножением силы и мощности. При соединении энергий сработают лучевые поля и потоки, произойдет сдвиг фазы и смещение полей планеты. Земля станет непригодной для жизни, так как большое облучение будет поражать все в воздухе, на Земле и под землей. Этот процесс будет происходить долго, все живое погибнет, тот, кто уцелеет, проживет недолго, так как разлагающиеся трупы будут выделять смертоносные яды. Таков финал жизни землян, чьи ученые не думают о последствиях своих изобретений, они не созидают, а разрушают. И вскоре люди поймут, что значит работать на уничтожение, а воинствующих героев ждет та же участь, что и всех, гибель. Вот к чему может привести бездуховность и недальновидность разумных людей. Если бы большинство землян понимало многие процессы на молекулярном уровне, как ученые, и были доброжелательны, несли положительную энергию, то негативных последствий не наступало бы или было их намного меньше. Большинство людей не знакомо с молекулами, позитронами, с особенностями энергий, которые работают на созидание или разрушение. Если бы человечество это изучило и правильно поняло, то люди жили бы намного дольше, чем сейчас. Хочу пояснить вам, как происходит повышение энергетики или ее снижение у человека, и почему возникает болезнь. Известно, что нет таких людей на планете Земля, у которых бы все ладилось в жизни. Но если вы живете просто, трудитесь, по уму все планируете и строите, и при этом просите Бога, то у вас все идет намного быстрее. Простые и жизнерадостные люди гораздо легче решают все возникающие проблемы, прося Бога, находят из любой жизненной ситуации выход, любой вид работы у них спорится. Они знают, что всегда есть и будут испытания и подвохи, которые дают вся из космоса. В любой ситуации они прежде всего ищут ошибки у себя, анализируют, где и почему их допустили. Обращаясь к Богу, такие люди находят свои промахи и радуются, когда исправляют положение. Они не опускаются на уровень земных дебатов, не осуждают и не клевещут на других людей, и поэтому болеют меньше, ко всем ситуациям подходят более спокойно, чем другие. Такие люди не зацикливаются ни на чем, не впадают в жадность, и в этом секрет их успеха во многих делах. Где бы какие дебаты ни происходили, они не вступают в эти дискуссии, так как понимают, что каждому Богом дано свое и каждый волен поступать, как желает. Если к ним обращаются за помощью, они бескорыстно помогают. Во многих странах на Западе люди живут лучше лишь потому, что больше обращаются к Богу. И если видят, что кто-то в беде, то первые слова у них всегда, чем я вам могу помочь, они не унижают человека, даже если он ошибся, а всегда идут на помощь. И таким людям, кто делает добро, помогает Бог, поэтому их положительная энергетика несет им здоровье, радость и успех. Помощь со стороны этих людей идет безвозмездно, но если те, кому она была не однажды оказана, не дооценили ее, любой вид помощи, советы и поддержка прекращаются. А у нас ситуация иная. Со слов других людей унизят, оклевещут и постараются отравить жизнь человеку, даже если он не сделал ничего плохого. Многие могут унизить человека только потому, что он им не нравится, не так одет, не из их круга, или, как им показалось, не так себя ведет и по-другому мыслит. Чаще это происходит лишь потому, что кто-то где-то что-то сказал. Со слов других делают безапелляционную оценку, а сами не владеют ситуацией и не располагают достоверной информацией, получается, что человека незаслуженно полили грязью. В результате между людьми происходит неполное взаимопонимание. Теперь посмотрите, каков результат наших умных слов и действий. Ошеломляющий. Но с какой стороны посмотреть? Вот откуда, оказывается, берутся болезни у людей. Такие подарки, как инфаркт миокарда, инсульт, паралич и другие болезни, результаты людского мышления и поведения, о чем и шла речь выше. Часто у самих людей внутри бушуют ураганы и бури, принося им разрушительные последствия. Ураган эмоций, вызывающий хаос мыслей и действий, приводит к неверным поступкам, совершаемых в состоянии аффекта, о которых люди потом долго жалеют. В результате расшатывается нервная система, сердце и сосуды работают в напряженном режиме, такие люди не могут быть здоровы и, как правило, заболевают тяжелыми болезнями. С таким грузом люди не уходят в будущее, ничего нового не созидают, из-за неверного подхода к ситуациям дома и на работе не везет, успехов нигде нет. Так как нет положительной энергетики, люди легко зомбируются, на них ставятся коды от темных сил колдунами, чернокнижниками, теми, кто занимается черной магией. После зомбирования людей появляются новые виды болезней, с которыми врачи не могут справиться. Воздействие производится специально созданными генераторами, которые изобретаются в военных и засекреченных лабораториях разных спецслужб. Создание таких приборов особенно развито на Западе, в том числе и в Японии. Прибор работает с определенной разрушительной для человека частотой. Его воздействие идет главным образом на головной мозг. Вследствие чего затормаживается мыслительная деятельность, после этого человек начинает выполнять любые команды, выгодные для тех, кто зомбирует, например, выбросится из окна. Эти случаи были в Москве и во многих других городах. У зомбированных людей часто замедляется мышление и речь, они зацикливаются на проблемах, но ничего не решают. У нас в стране много таких людей, поэтому часто принимаются неверные решения и многие их поступки необъяснимы, как на первый взгляд кажется людям. А те, кто рядом, правильные выводы не делают, так как часть из них тоже зазомбирована. Если бы люди просили Бога, с ними бы этого не происходило. Те, кто вникнет в суть дела, многое поймет и найдет правильный выход. Выбор за вами. Мало кто знает, что и в бывшем СССР изобретались уникальные приборы, оказывавшие специфическое влияние на людей. Один из таких случаев был описан в то время в одной из центральных газет, но люди прошли мимо и никак не прореагировали на произошедшее. Во времена Горбачеву в бывшем Советском Союзе произошло одно событие, которое перевернуло всю историю страны. Один талантливый инженер изобрел пси-оружие, специальный прибор, который мог влиять на работу головного мозга человека, на мышление и действия людей. Новинка не была признана научными кругами и чиновниками, изобретателю не давали прохода только из-за зависти к большому таланту и профессионализму. Его долго преследовали и унижали, не давали возможности развиваться, зарабатывать и жить нормально. Когда ему было предложено контрразведкой Западной Германии работать на их спецслужбы, он согласился внедрить там это пси-оружие, при помощи которого стали зомбировать людей. На вопрос руководителей спецслужб и контрразведки Западной Германии, а можно ли зазомбировать отдельных людей из правительства СССР, он ответил, конечно, да хоть все правительства. В результате многие чиновники бывшего СССР были зазомбированы на разрушение страны и принятие ряда неправильных решений. Результат был плачевный, мы все стали свидетелями этих событий. Вместе с правительством СССР, Советский Союз развалился, и когда этот инженер понял, что все идет не на пользу страны и людей, он бежал от спецслужб, но был пойман и передан другому руководителю одного из отделов немецкой разведки. Его хотели заставить работать на уничтожение людей и дальше. Он хотел остановить разрушение и, находясь в бегах, обращался в правительство СССР и центральную прессу, чтобы ему помогли остановить беспредел. Им была опубликована статья в одной из центральных газет Советского Союза, в которой он рассказал о своем изобретении, куда и как его стали использовать, какой страшный урон оно нанесет, каковы будут последствия действий зомбированных людей. После этой статьи он исчез. Люди, вдумайтесь, каковы последствия неправильных действий чиновников, к чему они привели, где сейчас этот изобретатель, и как и на кого работает его страшное изобретение, а может быть есть еще более серьезные новинки. А ведь можно было на основе этого изобретения создать прибор, который бы лечил людей, а не разрушал их умы. И как можно было бы использовать достижения людей на благо им, а не во вред всему миру, ведь нетрудно представить, в каком масштабе можно работать и управлять людьми, обладая таким оружием в мировом. Так можно подчинить всех людей и они будут выполнять чьи-то приказы. Нетрудно догадаться, почему сейчас по телевидению мы видим одни дебаты, а ведь из этого положения можно выйти и повернуть все к лучшему. Вундеркиндов в России много, подумайте, как это сделать. А истина рядом. Ход событий на планете Земля, как и на других планетах, контролируется Богом, и только ему доподлинно известно, как они развернутся дальше. Вмешательство в их развитие и ход происходит лишь по воле Создателя. Ведь только Творец может допустить одни события и не дать развиться другим, у него тысячи способов для этого. Вот почему, когда люди хотят что-то изменить в своей судьбе, в жизни близких, в семье и на работе, они должны просить об этом Бога. У землян есть немало примеров, когда человек, уверенный в том, что может все изменить сам, терпит крах. Когда люди решили повернуть течение рек вспять, это оказалось невозможным, когда Гитлер захотел управлять всеми людьми, из этого тоже ничего не вышло, так как только Бог может изменить судьбу людей и планет. Тот, кто считает, что в существующей жизни ничего нельзя изменить, что все изначально предопределено, тоже далеко не прав. В этой книге было немало примеров тому, что если люди просят Бога, то в их жизни многое меняется к лучшему. Надеясь только на себя и других людей, человек отказывается от помощи Бога, а результат плачевный. Не меняя себя, такие люди идут по пути проб и ошибок, они накапливаются, а поскольку за все свои неверные поступки приходится платить, то люди попадают в полосу неудач. Но они их создали сами, так как не понимали законов жизни, которые на всех планетах одинаковы. Когда люди с душою просят Бога, ясно осознавая, чего они хотят, то помощь идет. Ее объем, уровень и время, через которое она будет оказана, зависит от многих причин, но прежде всего от уровня духовности человека, от того, как он принимает данную ситуацию и весь ход событий, как им понимается суть Божественного мироустройства и какова сила его любви. Если человек просит только о себе, о решении своих проблем и осуществлении своих планов, это одна сторона. Если люди начинают осознавать себя частицей всего космоса, всех Вселенных и Бога и просят Создателя о судьбе землян и планеты, всех миров, то это другая сторона. Тогда поднимается уровень их духовности, расширяется кругозор и углубляется мышление. И своей добротой, пролитой с любовью в каждое дело, они будут менять мир, который их окружает, как мало требуется от людей, и как много можно сделать для мира, как живут люди на разных планетах. В космосе много планет, все они разные. И жизнью каждый из них идет по-своему. На тех планетах, где люди соблюдают Божественные заповеди, помогают один одному бескорыстно, работают с радостью и при этом просят Бога, людям открываются новые науки до бесконечности. Владея этими знаниями, они достигли изумительных результатов в самых разных областях. Например, они научились делать операции без швов, наращивать органы, создавать такие космические корабли, которые не загрязняют окружающую среду, а наоборот, очищают экологию, научились передвигаться в пространстве с помощью трансформации и могут в любой момент связаться друг с другом телепатически, при этом расстояние не играет никакой роли. Все это смогло стать реальностью благодаря их духовности, которая на несколько порядков выше, чем у землян. Есть планеты, где люди не умирают и живут по несколько тысяч лет, радуются жизни и благодарят Бога за то, что Он одинаково равно дал всем волю, и люди могут работать по любым направлениям. Поскольку все планеты неповторимы, и людям дана свобода в выборе их пути, то на каждой из планет люди по-разному идут к Богу, и их жизни уникальны. Известно, что и на других планетах существует много разных языков, у каждого народа Бог называется по-своему, но все знают, что Он един. Поэтому среди людей всегда есть взаимопонимание, и они помогают друг другу бескорыстно с большой любовью, в этом секрет их успеха. Там нет грязной энергетики, плохих помыслов и действий, все, что делают люди, созидается навека, но на благо всех. Точно так же науки и знания давались землянам, однако они не смогли дооценить и использовать их на усовершенствование жизни всех людей. Началось соперничество, стали выяснять, кто умнее и талантливей, и этим самым люди отошли от главного. Если человек хочет выделиться по уму, поставить себя выше кого-либо, он обрекает себя на остановку. Достигнув определенной ступени знаний, возгордившись, он остановится на этом уровне и не сможет шагнуть дальше. Если это происходит на Земле, то пойдут новые испытания, так как выделившись, человек вызовет зависть, злобу, ненависть со стороны других людей. При этом идет грязная энергетика от их слов, мыслей и действий, она разрушительно действует на мозг этого человека и блокирует знания. Работа головного мозга ухудшается, уровень мышления снижается, со временем положительная энергетика уходит, человек становится зомбированным, обозленным и теряет то, что было дано Творцом, начинает уходить в дебаты и обсуждения других людей, то есть, потеряв духовность, он уже далеко не уйдет. Опасность всего это заключается в том, что люди, недоосознавая механизм и значение падения, и не задумываются, что, потеряв положительную энергетику, сами себе укорачивают жизнь. Без энергетики божественную программу воплощения они уже не смогут выполнить. В следующей жизни им придется отрабатывать те ошибки, которые совершили в данном воплощении, но их можно исправить даже в этой жизни. Надо только все расставить на свои места, взвесить, как вы жили и живете, и как можно жить, попросить у Бога прощения за все неверные действия, слова и мысли, постараться их убрать и поменьше делать ошибок. Я думаю, что прочитав книгу, многие сделают правильный вывод. Если каждый начнет с себя, уберет плохие мысли, зависть, обиду, злобу и агрессию, то тогда люди отойдут от всего плохого, что сами себе уже создали, будут терпимее друг к другу, начнут беречь один одного. А это значит, что не будет войн, распри и гонений на людей. Тогда все станет во много раз проще, вы сможете решить те вопросы, которые долго копились, жизнь изменится в лучшую сторону. Но все зависит от вас самих, и помните, что над собой надо всегда работать. Люди планеты Земля. Вы узнали правду из этой книги. Да, нам с вами будет дальше нелегко. Впереди большие и жесткие испытания. Но это справедливо, ведь каждый получит по заслугам. Есть такая поговорка, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Легче всего закрыть глаза на все проблемы окружающего мира и уйти в свой маленький мирок. Но рано или поздно и он будет разрушен. А каждый в свое время предстанет перед Богом, и придется держать ответ за наши мысли и дело. Подумайте, люди, что вы будете говорить в свою защиту, с чем вы придете к Всевышнему. Ведь он дал вам жизнь, это самое ценное, что может быть у души. Жизнь, подаренная с большой любовью и защитой от светлых сил на прекрасной планете Земля. Любовью раскрывались ваши сердца, когда вы произносили первое слово «Мама», любовью наполнялись глаза, когда вы впервые говорили «Это мой сын» или «Здравствуй, дочь». И неужели этот мир, эта красивая планета будут разрушены? Ведь человечество пришло на Землю, чтобы любить, созидать, чтобы дарить счастье и быть счастливым. А ведь это так легко потерять, но также просто можно изменить мир в лучшую сторону, начав с себя. Я смотрю на всех людей и любуюсь имя. Каждый из них талантлив по-своему, уникален и неповторим. Это здорово, что один дополняет другого и от этого жизнь становится еще более интересней. Любой человек, это целое государство со своими законами, особым взглядом на жизнь и своим уникальным развитием. В каждом человеке есть что-то прекрасное, то, что притягивает к нему других людей и делает его внутренне привлекательным. Эти качества сближают людей, дают возможность им дружить, любить друг друга. Как было бы здорово, если бы люди перестали замечать плохое, а видели бы только хорошее во всех людях, надеялись на лучшее и помогали друг другу. Ведь все самое лучшее и светлое, что у нас есть, идет от Бога, но порой люди сами закрывают себе возможность жить в счастье и радости. Во время Второй мировой войны тоже было тяжело, голод, разруха, печальные известия не давали возможность жить как хотелось. Но на удивление всему люди были дружными, простыми, между ними была взаимовыручка и сплоченность. Тогда никто не спрашивал, кто какой национальности, вера, стояла задача выжить и люди объединялись, поддерживали один-одного. Многие по-своему просили Бога и благодаря этому выжили, а война была остановлена. Вот и сейчас хотелось бы напомнить, что испытания даются только для того, чтобы земляне отошли от всего, к чему привязались, и начали ценить жизнь, любить и беречь друг друга, объединяться, чтобы пережить тяжелые моменты жизненного пути. Ведь вместе всегда легче проходить любые испытания, а они всегда были и будут. Жизнь каждого человека по-своему сложна, и хорошо, когда люди спокойно подходят ко всем ситуациям, не обижаются и ничего не ставят в проблему, даже если не везет, принимают все, что дается свыше, с радостью. Без ошибок и подвохов жизнь на Земле невозможна, без них было бы просто неинтересно. Земные уроки всегда важны, и школа, которую здесь проходит человек, незаменимый дает большие результаты, если своевременно делаются правильные выводы. Каждый из вас не случайно пришел на Землю в этот момент. У многих интересные и сложные миссии, не все об этом пока знают, не все готовы изменить себя и начать помогать друг другу и любить всех. Это непросто, но это очень важно, если вы хотите жить в мире и простоте. Бог всегда посылает на планету много гениев и талантов, изобретателей и первооткрывателей, кто трудится с любовью и радостью. И когда они принимали свой талант как дар создателей и творили для людей, то начинался Золотой век, раз при войне было, люди жили как в раю и помогали друг другу как брат брату, сестра-сестре. Науки были доступными, все люди владели не одной, а многими специальностями и достигали многого. Сейчас на планете Земля американские ученые, среди которых были лауреаты Нобелевской премии, подтвердили, что Бог есть. В ходе научного эксперимента по делению ядра клетки, в котором участвовали 53 специалиста, были получены интересные результаты. В ядерной физике известно, что ядро клетки не делится. Но когда ученые попросили Бога, то на их глазах произошло необычайное чудо, ядро клетки разделилось. После чего было открыто и официально заявлено всему миру, Бог есть. Для чего Богом посылаются такие таланты на планету Земля? Для того, чтобы все люди развивались постепенно, да оценивали возможность жить и творить что дан из свыше, и умели ценить труд и бытие других людей, любя всех одинаково, никого не выделяя и не унижая. Часто люди даже не задумываются над тем, что сами ухудшают и разрушают свою жизнь. Вот один пример. В любой семье, где есть дети, папа и мама любят их, берегут, радуются вместе с ними, выполняют любую их просьбу. Но чем больше балуют ребенка, тем быстрее он привыкает к этому. Он быстро понимает, что к чему, и начинает много требовать, становится капризным, плаксивым, часто жалуется по пустякам и проявляет характер. Родители, бабушки, дедушки начинают жалеть ребенка. Земной жалостью люди многое погубили. Жалея, люди забывают о справедливости и честности, а потом пожинают плоды своих действий. Идя на поводу у своих хороших детей, родители теряют многое. Отдав детям все самое лучшее, в ответ получают неблагодарность и душевный холод, потребительское отношение ко всему. Часто дети не ценят то, что дано родителями не потому, что они плохие, а потому, что их так воспитали. Их слишком любили, то есть жалели, родители не поставили в нужное время все на свои места. А оказывается, надо было где-то пояснить, где-то дать время на осмысление и исправление, и не один раз, а два, а может быть и три раза, и прежде чем наказывать, справедливо загрузить работы и строго спросить за ее выполнение. Тогда человек будет осознанно подходить ко всему, поймет и научится ценить жизни все, что ему дается. Жизнь людей изменится, жена начнет беречь мужа, а муж ценить и любить жену. Родители будут давать возможность совершенствоваться детям, а дети начнут понимать и беречь родителей. В старинных Библиях описывалось, что люди жили по тысяче лет и более, и сейчас на планете Земля мы можем вернуться к такому долголетию. Особые знания от Бога будут даваться тем людям, у которых высокая духовность. Они не навредят другим, так как одинаково равно принимают и любят всех, и им не важно, какой национальности человек, на каком языке он говорит, какую веру исповедует и кем работает. Духовный человек всегда поможет любому, но если тот просит Бога и у него чистые помыслы, науки от Бога самые точные и имеют особые секреты. Они бесконечно и всегда развиваются, со временем никогда не устаревают и не могут устареть. Как вечен единый Бог, так и вечны все его науки. Раньше земляне владели и пользовались этими науками, но когда отошли от Бога, потеряли все и исчезли с лица Земли. Примером тому, вы знаете, была Атлантида. Сейчас на пороге Третья мировая война. Что это значит для человечества, многие понимают. Людям дается возможность остановиться и задуматься над этим, сделать шаг по остановке всего. Все люди на Земле хотят мира и среди них, я думаю, найдутся вундеркинды разных рангов вплоть до министров и президентов. И когда они пояснят, что мы все, боже дети, а люди, в свою очередь, примут эти слова в свое сердце, оттает и поймут, что, помогая друг другу, можно дальше жить счастливо. Вместе мы, силы и можем достигнуть таких же высот, как древние цивилизации и быстро уйти дальше в веках. В Третьей книге будет документально пояснено, каких высот достигли люди на других планетах в разных направлениях науки и техники. Если мы с вами сможем пойти так же, как они, то достигнем больших успехов, и, встретившись друг с другом, через 200-300 лет будем говорить, ну надо же, додумались до того, чтобы жить по тысяче лет, какое счастье. Вот и сейчас вам дано немало, осталось только сделать выводы, поработать над собой и своим мышлением и подойти ко всему попроще. Если люди вникнут в смысл этой книги и в своей жизни правильно поставят все на свои места, если поймут смысл и значение того, о чем идет речь, то на Земле можно жить как в раю, сами, используя Божие знания, они научатся делать приборы, будут настраивать погоду, регулировать климат, научатся обновлять любые органы у человека и заменять больные на здоровые. Земное мышление и недопонимание можно исправить и всегда можно правильно понять истину от Бога. Я знаю, что в России живут и трудятся талантливые и одаренные люди, их много, и они работают в самых разных областях науки и техники. Им тяжело сейчас, но все вместе, держась один за одного, мы сможем шагнуть в новую эпоху знаний и расцвета планеты Земля. У России, как и у других стран, есть возможность развиваться, совершенствоваться и уходить вперед в дружбе со всеми народами, в радостном сотворчестве постигать новые науки и творить чудеса. Эти чудеса будут твориться руками простых и добрых людей. Земля не на пороге больших открытий. Но будущее зависит от всех нас. Если люди правильно поймут и смогут быть дружелюбными, забудут про все, что их разделяет, и осознают, что Богом мы все одинаково любимы и все равны, то жить на Земле будет легче и проще в тысячу раз. И если люди уберут предрассудки и зацикленность, открытые с любовью начнут смотреть друг другу в глаза, то, встречая новый день, будут удивляться и радоваться чудесам в жизни, смогут изменить мир вокруг себя. Ведь это так просто. Когда приходил Иисус и исцелял людей, предсказывал будущее и раскрывал знания от Бога, многие его не поняли. Его встретили гонения, ложь и неверие. Нострадамус, который спас тысячи людей и пытался помочь людям выбрать путь мира, а не воин, тоже был оклеветан. Посланники Бога владели и владеют такими знаниями, которые опережают земные на сотни лет, на несколько тысячелетий, неся добро другим и реально помогая многим, они честно трудились и сейчас трудятся не жалея сил, всю свою жизнь с любовью посвящая людям. Но недальновидные по своему уму люди преследовали их из-за зависти и злобы и из-за того, что им недоступны такие знания и науки. Людей, достигших многого и умеющих творить чудеса, стремятся уничтожить, оклеветать и растоптать. Некоторые своей ложью хотят настроить людей против тех, кто честно помогает другим, ничего не требуя взамен. Те, кто клевещут, не дают человечеству продвигаться вперед, работают на темные силы. И сейчас есть такие люди, которые готовы очернить любое начинание, их цель уничтожить истину от Бога, палить грязью тех, кто ведет к нему. Знайте, что за душой клеветников нет ничего святого, они легко могут предать любого человека, Родину. Самим им не везет в жизни, они не видят счастья и поэтому, озлобившись, хотят сделать так, чтобы не везло всем, работают против благополучия и развития всего народа, хотят, чтобы планета остановилась в своей эволюции. Ведь без новых знаний Земля останется на прежнем уровне развития. Некоторые ведут к тому, чтобы люди стали марионетками в чьих-то руках, навязав свои условия людьми легко управлять, но лишь теми, кто не понимает всего хода событий. Подумайте, были ли когда-нибудь на Земле люди, значение и потенциал которых современники оценили при их жизни? Любили ли тех, кто нес новые знания и говорил людям правду? Удобны ли такие люди? Конечно нет, их всегда и во все времена хотели заставить молчать. Понравится ли правда из этой книги? Конечно, не всем. Но среди вас есть те, кто поймет, спокойно примет то, что есть на самом деле, увидит, кто есть кто, и пойдет дальше. Иисус и Нострадамус предсказывали будущее и говорили о двух вариантах его развития, их цель была показать людям, что если они с Богом пойдут по жизни, то не будет войн, катастроф, болезней. Но люди избрали другой вариант и пошли по пути, далекому от Бога. Поэтому и сейчас сбываются предсказания о самых страшных событиях. Примером тому служит Америка, Япония, Западная Германия, Англия. Духовность людей этих стран раньше была выше, и поэтому они жили во много раз лучше, чем в России. А сейчас духовность стала падать, и люди начали отходить от Бога, стали больше злиться, жизнь поменялась в худшую сторону на глазах. Когда Америка стала воевать с разными странами и диктовать свои условия, ураган торнадо пронесся по американскому континенту и унес жизни многих людей. Когда президент Франции поддержал чеченских террористов, то тут же во Франции начались ливни и наводнения. Так же как и в Индии, когда люди начали выяснять, какая вера правильная, стихия разыгралась не на шутку. В Турции произошли землетрясения из-за того, что правительство поступает неверно во многих направлениях. Для Руси Бог приготовил особую миссию, тяжела она, но и светло-сказочно. Именно здесь, в России подрастают, прозревают и проходят посещения те люди, те светлые звездочки души, которые поведут за собой человечество из тьмы на свет, от гибели к новой, осознанной жизни по законам космоса. В основном духовный потенциал планеты Земля сосредоточен в душах, которые веками воплощаются в России. На Землю приходят учителя, чтобы нести свет новых знаний от Бога, приходят и души грешников, чтобы, воплотившись в теле, трудиться над собой, работать для всех людей, исправлять ошибки прошлых жизней. Не просто жить в России, любить, нести добро, не озлобиться, не сдаться коварным обстоятельствам, нелегко быть счастливым в России. Почему нашу Родину называют страной с непредсказуемым прошлым? До сих пор в России никто честно и объективно не описал и не обосновал исторический ход событий. Историю искажает каждая вновь пришедшая власть так, как ей выгодно, что-то умалчивая, что-то искусственно раздувая. Поэтому люди почти ни во что не верят, не вникают в результаты деятельности политиков, а лишь ругают их, обвиняя во всем, что происходит в стране и собственной судьбе, забывая о том, что прежде всего надо начинать сами в себя. Некоторые люди винят во всем отдельные народности или отдельные религии и так далее. Все видят разрушение страны, но не понимают истинных причин. Главное из них, это бездуховность людей. Если в правительство попадают бездуховные люди, руководимые жаждой наживы, власти, привилегии и неприкосновенности, то результат их действий на благо общества очевиден. Как лебедь, рак и щука из известной басни, каждый тянет в свою сторону. Можем ли мы двигаться вперед с такой властью? Страна в целом, нет, отдельные личности, да. Существует система выбора правителей, их коллективное руководство страной не всегда дает большие результаты в решении многих вопросов внутри страны, тормозит развитие России. Вы видите, как происходит нравственная деградация людей, наркотики, алкоголь, курение, венерические заболевания, СПИД приобретают все большее распространение. В итоге происходит распад страны, политический, экономический, социальный. На это работают темные силы через людей, далеких от Бога, живущих и работающих в разных странах мира. Но неужели россияне не смогут противостоять разрушению и потеряют все, и страну, и счастье мирно жить? Посмотрите, какие у бывшего Советского Союза, у России большие возможности. Предприятия, заводы, фабрики есть, оборудование есть, земель, которые можно обрабатывать и использовать для различных производств, достаточно. Творческих возможностей и талантов у людей неисчерпаемо много. Но вы видите, как объемы производств во многих отраслях падают, рабочие места сокращаются и способные люди, каждый в чем-то талантлив, остаются без заработка. Происходит деградация промышленности, сельского хозяйства, всего общества в целом. С чем мы шагнем в 21 век, как будем жить дальше? Многое зависит от самих людей, от того, как они мыслят, как собираются жить и какие цели ставят перед собой. Страну и производство можно поднять, но, работая каждый сам на себя, находясь в разъединении и отгораживаясь друг от друга, люди далеко не уйдут. Но выход есть всегда. Какие шаги предпринять и какой выбрать путь, зависит только от вас. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. От ваших действий зависит многое. П.С. Можно дать расшифровку двух направлений. Вы знаете, что Россию разворовали, самым жестким и бесчестным путем скупили предприятия и заводы, образовали различные монополия. Происходит большой самообман тех, кто это сделал и делает. Если так будет продолжаться и дальше, начнутся глобальные катастрофы. Большая часть народа сейчас без работы, без зарплаты и очень озлоблена. Поэтому произойдет скопление негативной энергии, и вскоре начнутся самые страшные катаклизмы в России и в других странах. В связи с неверными решениями отдельных лиц правительства, продавших Родину и расформировавших Советский Союз, произойдет глобальная остановка мирного времени. Если этого не поймут люди, то сбудется все, что сказано в стихе, что дал Нострадамус. Россия распадется и от нее останется маленький кусочек земли. Аналогичные процессы произойдут и в Америке. Если люди выберут второй путь, то все пойдет по-другому. Люди должны понять, что если они пойдут по пути созидания, то на большей части Земли будет мир, а остальное можно будет потом подправить. В дружелюбии и честном сотрудничестве можно создать мир на всей планете Земля. И плохое, и хорошее с вами рядом. Вам виднее, какой путь избрать. С любовью Бакаев Агге. От автора, Люди Земли. В этой книге вам будет пояснено, как сказку и научно-техническую фантастику сделать реальностью. То, о чем вы читали в литературе, подчас казалось выдумкой. Но время показало, что многое из небылиц существует в действительности, работают модели вечного двигателя, летают корабли других цивилизаций, на планете происходит много интересного. Однако люди часто жалуются, что плохо живут. Это происходит из-за непонимания сути и красоты жизни, подаренной вам Богом. А ведь все самое интересное рядом, надо только суметь увидеть его, не побояться перестроить свою жизнь, поняв главное, случается, что неверие и невнимание к новому закрывают пути дальнейшего развития. Примеров этому немало, вот один из них. Многие читали книги А. Беляева, но не все люди поняли, что им удавались знания от Бога. Фантаст специально изложил новые принципы в иносказательной форме для того, чтобы ученые смогли по-своему их развитие применить в строительстве космической и другой техники. В России на этого автора не обратили большого внимания. А вот те, кто смогли понять суть изложенных знаний, опередили по развитию многие страны. В 1922 году Америка выкупила все издания А. Беляева, доработав взятые у него идеи, ученые смогли создать уникальные приборы, двигатели, которые нашли свое применение в гражданском и в военном строительстве. А сейчас на базе старых моделей созданы современные, и наука продвигается дальше. Вот так, благодаря научно-фантастической литературе было внедрено более 50 новинок. Если бы россияне в свое время смогли использовать то, что им давалось Богом через талантливых людей, то страну ждал бы небывалый научно-технический прогресс. В книгах «Шаг за шагом к божественным знаниям и наукам» будет рассказано, как можно создать новейшие технологии и что для этого необходимо. Любознательные найдут здесь ответы на многие вопросы. А развив заинтересовавшие вас идеи, вы сможете создать новинки, с помощью которых станет реальным решение проблем энергетических, пищевых ресурсов и так далее. Тогда все народы смогут безбедно жить в единстве и братстве. Хочется, чтобы люди поняли и дуоционили знания, идущие от Бога. В этом случае появится шанс наверстать упущенное за короткий период. Те, кто захотят идти по пути духовного развития, смогут достичь уровня знаний цивилизации Майя Атлантиды. У них появится шанс уйти еще дальше. Чтобы постичь неизвестное, нужно вникнуть в многозначность смысла, тогда вплотную можно подойти к интереснейшим вещам, которые долгое время назывались чудесами. Справедливо замечено, если перед чтением люди просят Бога, то многое из жизни им становится понятным, а читая между строк, они совершают уникальные открытия для себя и других, постигают секреты наук. Успехов вам, дорогие люди, дерзайте. Бакаев А. Г. Введение. В третьей книге я хочу рассказать вам, насколько интересны и своеобразно ушли вперед по своему развитию представители других цивилизаций и как далеко могли бы шагнуть земляне по пути добра и совершенства. Будет приоткрыта завеса над многими тайнами, что уже не одно десятилетие скрываются от простых людей. Пусть не вергнет это вас в шок, но даст силы посмотреть правде в глаза и осознать, что с Богом вам будут даны иные пути и направления. Идя ими, вы сможете понять и постичь тайны сотворения и мирного развития человечества на космических началах. Самое необычное рядом с людьми. Многим из вас придется работать в новой эпохе, когда не будет насилия и разрушений. Земля пойдет, как и шла раньше, по пути развития всех людей. Земные законы, по которым живут люди, не всегда отражают суть Божественного, и поэтому человечество отошло от того пути, по которому могло развиваться легко и просто. Не нужны были бы деньги, войны, тюрьмы и так далее, сейчас трудно представить жизнь без этого, но все зависит от нас с вами. В дружбе и простоте мы вместе можем создать совсем иной мир. Эта книга поможет вам реально увидеть картину современного мироустройства и даст толчок к новому восприятию жизни, и, я надеюсь, поможет сделать своевременные выводы. Таинство Бога, в древних Библиях Земли рассказывалось о том, для чего и как создавалась жизнь на нашей планете, уникальность и неповторимость ее проявлялись во всем, но с течением времени люди утеряли радость бытия, и жизнь стала сводиться к удовлетворению потребностей. Бог напрямую давал знания и законы через своих посланников, но многое было принято буквально и однобоко, а передаваясь из поколения в поколение, заповеди и учения оставались в рамках земного понимания, люди не вникали в их глубинный смысл и божественную суть. Это стало причиной того, что правила сначала соблюдались формально, а потом начали нарушаться. В итоге бездуховность людей стала стеной в их общении друг с другом и с Творцом. Долгое время люди не понимали сути бытия души и жизни в теле, и сейчас Создатель вновь раскрывает возможность увидеть истинное. Во все времена земляне приспосабливались к тем условиям, что были на планете. Суровый климат, стихийные бедствия и даже войны не могли снизить значимости жизни для тех душ, которые с любовью и радостью принимали каждый день и каждое событие, посланное Богом. Они с честью проходили испытания, как и люди из других галактионов. На Землю сейчас идут новые знания, и космическое сообщество готово включить нашу Вселенную в развивающуюся программу космоса. Это значит, что планета не только расцветет, получит новые энергии, но и сможет оказывать помощь другим цивилизациям. Это сотрудничество доброй воли. Оно принесет развитие наук и производств, расцвет цивилизации, земляне начнут жить по законам мудрости, справедливости и добра. Создатель любит людей и радуется, когда они живут в мире со всеми и путешествуют по Вселенным. Души бывают в разных сферах, воплощаясь на многих планетах, люди начинают понимать красоту и многообразие жизни, созданной Творцом. А если память о прошлом не стерта, то человек уходит еще дальше в своем развитии и уводит за собой других. Миллиарды звезд, что вокруг нас, излучают такую же любовь, какую дарили сто, тысячу, миллион лет назад. Когда вы осознаете себя человеком Вселенной, всего божественного мироустройства, то поймете, что эта жизнь лишь звено в цепи воплощений. Так какой же вес имеют ваши проблемы по сравнению со всем тем, что вы уже прошли, а сколько еще сделать? Весь колейдоскоп событий 20 века, это секунда в жизни Вселенной. Если бы люди знали и понимали, какие события происходят в нашем Галактионе, как они отражаются на Земле, то история планеты виделась бы им по-другому. Вам открыта дорога познания, но, идя по ней, не сбивайтесь с пути. Подвохов тысячи, уроков будет еще больше, ведь в мире противостоят друг другу две силы, светлая и темная. Тому, кто не верит и не просит Бога, легко затеряться, ведь сейчас темные силы активизируются в охоте за душами, за энергиями человека и удобным плацдармом для их каверзной работы с Землей. Смогут ли люди защитить свою планету, пока это не просто сделать? Те, кто работают от сил зла, пользуются отсутствием знаний у землян о самих себе и о том, как защититься. И функция этой книги, помочь вам разобраться в главном, что есть жизнь, как ее сохранить, кто всем управляет, каковы возможности человека и так далее, усвоив материалы этих книг, вы не будете беззащитными перед зомбирующим воздействием темных сил, а уже будете знать, что надо сделать, чтобы на вас не смогли поставить коды, навести порчи из глаза. Все элементарно просто, ваша защита, это вера, просьба к Богу и Крест. Даже мысленно перекрестившись перед началом любого дела и попросив Создателя, вы уже будете работать с благословением Всевышнего, а кто сильнее его, кто сможет снять эту защиту? Никто, только вы сами, расстраиваясь и нервничая, можете спалить чистую энергию и привлечь грязную. Ясновидящий знает, что из совершившего ошибку человека прощают и он вновь набирает энергию. Защита укрепляется, если он тут же исправляется не впадая в крайность, и искренне просит Создателя. Разные нации идут по-своему к Богу, и это хорошо, ведь так создано Творцом. У каждой веры свои правила. И не важно, христианин вы или мусульманин, или представитель другого вероисповедания, Всевышний любит вас всех одинаково. Главное, это ваша искренность в молитве и добрые дела. Бог всегда рядом и спешит на помощь сразу же, как только вы призвали его имя. Но случается так, что отклика нет. Это происходит, если люди нетерпеливо обращаются к Творцу и ждут немедленного исполнения желаний. А когда этого не происходит, начинают злиться. Но ведь Создатель видит, что и когда надо человеку. И такое нетерпение пойдет для людей уроком. Хорошо, если они это понимают. Некоторые уже научились ждать и всегда остаются спокойными. В Библии было сказано, не упоминай имя Господа Бога твоего всуя, и это далеко не пустые слова. Люди привыкли понапрасну произносить имя Всевышнего, ах, ты, Боже мой! А он работает как компьютер и всегда откликается на зов. Но когда видят, что в очередной раз просьбы нет и это только пустые слова, то отключается от такого человека. Порой земляне отпускают неуместные шутки и проклинают Творца, а потом удивляются, почему нет помощи свыше и Бог о них забыл. А в космосе все справедливо, там, где не любят и не ценят Создателя, он не нужен, а значит его там и не будет. Еще не все люди готовы понять доброту и справедливость Бога, но, изучая законы космоса, они будут многое знать и на свою жизнь начнут смотреть по-другому, им будет легче исправить положение в лучшую сторону. Ведь Отец желает всем только счастья, и прощает людей, слыша их молитвы и видя, как они работают над собой. Большие космические силы рядом с землянами, но не было специального обучения, ясновидение считалось загадкой, а о науках, которыми владел Иисус, ничего не знали. Поэтому земляне не знакомы с важными и интересными вещами космических масштабов. Мы шаг за шагом будем раскрывать их вам, чтобы вы начали разбираться во многих вопросах не на земном уровне, а видели бы гораздо дальше и глубже. Любое развитие и процветание наступают там, где есть любовь, где идет взаимопонимание и люди берегут друг друга. На земле можно создать рай, когда в единстве со всеми, слившись с природой, человечество начнет жизнь по законам любви. Это чувство для многих святое, и в космосе не принято о нем много говорить. Не все можно выразить словами, существуют тысячи путей, чтобы подарить любовь окружающим. Люди из высших цивилизаций прежде всего отдают ее Богу, а он очень добрый и чуткий, понимает глубину человеческой души и получая благодарность от детей, еще больше помогает им, умножая любовь и красоту. Творец всегда видит, кому нужна помощь, и посылает на планеты своих помощников и учеников. Готовя их, Создатель вкладывает в каждого свою душу и любовь, и чем больше Отец обучает, тем серьезнее будет работа. Веками готовятся мудрецы и прозорливцы. Видя сколько труда вложено в них, эти люди стремятся честно выполнить миссии, что дает Бог. Единицы проходят до конца жесткие проверки, но те, кто смог это сделать, не знают, что такое предательство и трусость. На Земле суровая школа жизни, но серьезных космических испытаний, что идут у людей высших цивилизаций, еще не было. В этот момент на нашей планете незаметно работают те, о ком вы и не подозреваете. Творец не пожалел ничего для Земли и посылает сюда лучших. Когда ценят помощь и дорожат Божественным, это одно, когда нет, другое. Если правильно поймете, то ваша любовь и целеустремленность помогут выйти на интереснейший путь эволюции, и вы сможете встретиться с людьми, которые окажут поддержку и помогут. Тех, кто искренне был с Богом, унижали и изгоняли во все времена, но крепли их силы и мужество, что они черпали в Божественной Любви. Когда Создатель отдал людям все самое дорогое и ценное, наделил их разумом, научил творить, то увидел, что люди могут быть злые и жестокие. Они способны мстить и убивать. Бог понимал каждого, чье сердце сжималось от боли и обиды, ибо сам прошел через предательство и оскорбление любимых детей. И тогда он начал готовить звездочек, которые будут сильными и добрыми и в нужный час придут на помощь другим. Но чтобы сделать их такими, Создатель вложил в них знания тысячелетий, провел по пути нечеловеческих испытаний и закалил. Он проверял их любовь и веру, бескорыстность и простоту. Этих людей унижали, убивали. Они переносили страшные болезни для того, чтобы глубиной сердца понять страдающих и чтобы в момент, когда понесут помощь нуждающимся, их рука была тверда, а из уст не вылетело ни одного горького, обидного слова. Они знают, что такое боль и поймут каждого. Только когда вы на собственном опыте познали страшную сторону жизни, то будете ценить ее изначальную простоту и красоту и начнете принимать ее такой, какой она дается вам свыше. Среди вас есть звездочки, что послал Отец на Землю в этот трудный для планеты момент. Небосклон, это ваша работа и высота полета. Мужайтесь, когда закаляет Бог, ни на одну секунду он не покидает людей, но делает из них сталь неземной закалки. Опыт и мудрость приобретете, когда пройдет этап мужания, и никто не сможет сломить вас, если вы останетесь с Богом, не предавая его и тех, кто вложил в вас знания, любовь и кто верен вам до конца. Встречи будут неожиданны, но только от вас зависит, какими они станут. Творец долго ждал, когда земные люди начнут понимать, что можно жить без боли и страданий. Он видит, какой разрушающий поток обрушивается на тех, кто идет его дорогой, знает каждую деталь и вникает в нюансы жизни всех землян. И никто так не поймет человека как Бог. Поняли бы его. Помощь от Нострадамуса. Вы знаете о судьбе этого человека, о той суровой жизненной школе, что он прошел на земле, но сейчас мне хочется немного рассказать вам о том, чем он занимается в данный момент. Бог готовил Нострадамуса не одно тысячелетие. И он избрал правильный путь, то есть честно проходил испытания, мужал и как бы ни было тяжело, никогда не мстил. Мишель любил людей и знал, что они еще не созрели для понимания наук от Бога. В свое последнее воплощение на земле он как раз и был тем предсказателем, о котором знает весь мир. С тех пор он трудится в других измерениях и познаниями шел далеко вперед, развил свои способности и работает по особым божественным направлениям. Сейчас он учитель на одной из планет высших цивилизаций и обучает профессоров, его лаборатория уникальна и имеет много интересного. Темы, по которым работает Мишель Нострадамус, обширны. Вот некоторые из них, переходы в другие миры, работа со временем, пространственные вопросы и так далее. Год за годом Создатель уводит своих учеников все дальше, уходит вперед их семьи, дети, внуки. И так цивилизации в тесном сотрудничестве решают задачи, которые в одиночку было бы сложно решить. Нострадамус ведет своих учеников так же просто, как шел сам, и многие из них делают успехи, работают по различным темам, совершают открытия, помогают друг другу и передают опыт новичкам. Каждый из них специалист во многих областях, дружба учителей и учеников крепка, они любят вместе проводить свободное время, отдыхая, обсуждают интересные идеи, и в непринужденной обстановке рождаются изумительные проекты. Нострадамус общается со всеми на равных, всегда готов разделить трапезу с теми, кого привел к нему Бог. Мы встречаемся с Мишелем, и он по-прежнему остается простым и веселым, все считают его интересным собеседником и талантливым рассказчиком. Если Богом будет разрешено, то в пятой книге подробнее коснемся судьбы этого человека. Иногда люди задумываются над тем, как необычно устроен мир, случается, что при первой встрече с человеком кажется, как будто вы его давно знаете. А зачастую так оно и есть. Некоторые из вас уже работали с Нострадамусом в прошлых жизнях, и он знает и помнит вас. Сейчас я передаю всем читателям послание от Пророка. В нем предсказано будущее Земли, затронуты вопросы, над которыми стоит задуматься, и как всегда, прямо и честно раскрыта истина. Милые земляне, из глубины сердца приветствую вас и хочу сказать о главном. Я много страдал, прежде чем понял, для чего человеку дана жизнь. Она не замкнутое кольцо и не повторы по спирали, как было принято считать раньше. Жизнь, это счастье встреч, развитие и незаменимая школа мудрости. Многие думали, что у меня тяжелая судьба, так как прошел через ад на земле. На самом деле был и остаюсь до сих пор счастливым человеком, который никогда не думает с тоской и разочарованием о прошлом, не проклинает настоящее и не боится будущего. Очень рад, что шел с Богом, ведь только с Ним можно быть счастливым. Дети мои, по божественным наукам можно уйти далеко, и тогда ваша жизнь немыслимо изменится. Прошло много времени с тех пор, как я покинул Землю, путь был долог, и многое изучено за эти годы. В других цивилизациях знают и любят меня, а на вашей планете я так и не нашел признания. Пусть это будет неважным, главное другое, знайте, что до сих пор люблю людей, люблю Землю и делаю все для того, чтобы вы услышали голос Бога. Через его посланников вам откроется истина жизни. Будьте счастливы, всегда рад встрече с вами и передаю вам знания, что получаю от Творца. Был час и был момент, когда невежде Богом дан был глаз, воспользовавшись неумело словом, тот погубил себя и вас, и пусть момент печальный, на сердце не оставит раны, пусть голос ваш, что из души идет, молчит, но пусть не покидает вас, стремление сотворить добро живое молча, братья. Хранить святое не умели, и, разболтав проект земного вдохновения, анафемя предав святого, вы погубили лишь себя, понять хотели тайны всех тысячелетий, но в срок не уложились краткий свой, на мелочах горели, разум раздираем был, страстями, пьянством, как далеко ушли вы, где братья и сестры, что с любовью смотрят в вас, вы растеряли все. Придав отца, вы предали себя, и все друзья земные врагами стали вам, но мы любовью все своей соединили, отец вас ждал, и вы отныне призадумайтесь над тем, как жили, что творили, от воплощения к воплощению, все торопили время, секунд любви отца не замечая, секунда та равна тысячелетию на земле, и в вечность отходили, те пламенные речи Соломона, что дух в вас возжигали, для света и огня святого. Иисус и Моисей, Иванга и Анастасия, все попраны толпой, и презираем вновь я, голос чести, толпа останется толпой, вы по законам лести построили, все государства, что существуют ныне, а дальше что, обвал всего, и технологий, и расцвета, земного, но искусственного света, вы попраны любовью перемен жестоких, то нелюбовь, то издевательство над плотью, духом. Когда очнетесь от того, во что вы погрузились, дети, посланник Бога был к вам направлен, к чему стремились вы, когда он рядом был, я буду грозным, но глаз мой справедлив отныне, любовью дом его зовется, душа и дух отца с ним прибыл к вам. Где были вы, когда он к вам взывал, пусть немалетны были те мгновения, что он лечил, учил и жизнь продлял, но век от века человек, чело в веках идущий, выводы не делал, как жаль, что среди вас те дети были, что несли печать отца. И путь открыт вам был, но вы закрыли сами первоступень Творца, и проклят был бы род ваш, да он был рядом и молил, всю душу Богу отдавая, любя вас так, как и Отец любил, что знаете о том, как испытует Бог посланца. Какое сердце, пламя и огонь нежнейшее, он воспитал в нем, а дети, дети, вечно с вами, любовь отца была бы святая, но если б поняли его, вы не хотели видеть, слышать, замечать, а кривотолки вы лишь умножали. Заметьте дети, кто из вас, хоть раз, душою, сердцем на защиту Божью встанет, кто защищал отца, посланец Божий, кто защищал его, отсутствует дело, в словах во многом преуспели, делили многие из вас любовь и радость, простоту, удачу с ним, и были веселы, иначе поступили вы, когда вступиться, не посмели за него, вы рядом были, вы помочь могли, но, злые ваши языки, так год за годом истина подходит. Отец зерно от плевел отберет, не обижайтесь дети, честен будет тот народ, клеймо любви земной и жалкой, вы ставили, когда в любви божественной, весь мир сиял, и вся планета в счастье улыбалась, расцвет придет, и он застанет вас врасплох, не все готовы будут, чашу горькую испить, и с Богом будут те творить, кто с честью навсегда пройдет, огонь и воду, негодование, злобу, и клевету, что я прошел, трудна дорога с нами, но верным до конца, она покажется и честной, и простой, и справедливой, и счастливой, дальше будет тяжело, пусть уничтожить вас, пытается мир зла, поддержка ваша велика, отец и сын, все с вами рядом, навсегда, пусть будет тяжело, пусть жалко будет вас, но не жалейте вы, что в мир пришли любви, есть шанс, есть Бог, и есть порог, а за порогом, пустота, идете ли вы туда, или на пороге гибели, согласно силы вы найти, и, измениться, готовы ли начать с себя, ведь судный день не так далек, а всем всегда казалось, Бог простит, за что, за то, что обещания давали, и не смогли понять его, за то, что благом пользоваться не умели, заставили служить земному интересу, а не людям, за то, что в тот момент, когда твоей судьбы пророк коснулся, в минуту смог ты отвернуться, и это все простит отец, но не такой уж ты юнец, чтоб не понять печали, чтоб не увидеть дали, которые далекими остались навсегда, вы подошли настолько близко, вы были ближе, чем когда-либо мечтали, откройте очи, услышьте звуки, но спрячьте то, что не дает увидеть свет перемен, взамен земному счастью, небо откроет тысячи дилемм, и с Богом их решите, ведь этот ветер перемен, рассвета, света, огня в душе, что возжигал отец, навечно спас вас, дети, пусть будет шаг, всего один, но он, не только на пороге тысячелетий и веков, он на пороге тех эпох, что вы вселенными зовете, раздел вас ждет, и он, свершится, свершится просто и легко, есть да и нет, и третьего здесь не дано, подумайте, где были вы, куда и как идете, и с кем, вот основной вопрос, божественная суть и направление есть, с подсказкой путь намного проще, благословляю день ваш, благословляю ночь, послание мое войдет точь в точь, в судьбу и жизнь не тысяч, а миллионов душ, и каждая откликнется, молюсь за вас, и верю, кто не ошибся, тот уйдет, а кто не прав, поймет и устранит земное, разделяющее с Богом, и тот шагнет, кто прочитает сердцем и душой, послание мое, не думайте, что вы незаменимы, мы выполним, что начертал Отец, но вы любимы, так же, как и мы, и если с нами вы, готовьтесь, тяжело гонения сносить, пусть единицы выживут, но вновь встают с толпы, что Бог тысячелетия ждал, и в этом я вам все сказал, Мишель Нострадамус, Как видите, ни одно событие на Земле не остается без внимания космоса, братья все знают, предупреждают о последствиях негативных действий, помогают устранить их, Нострадамус сейчас, как и раньше, находится в курсе всех земных происшествий, хочет помочь, и дай Бог, чтобы люди это поняли, сколько бы отступило бы от их семей, В свое время земляне не заметили, как Пророк спас тысячи жизней, но обратили внимание на тех, кто клеветал и проклинал его, обвиняя в том, чего не было никогда, Современники не хотели понять, что выступавшие против Нострадамуса несли зло, пойдя на поводу лжецов и завистников, многие несправедливо осудили ясновидящего, не поняв той помощи, что шла от него, Они остались на прежнем уровне мышления и не признали открытий талантливого человека, в результате этого развития нескольких наук замедлилось, так ревностные уже ученые, упорно используя старые знания, могут завести людей в тупик, и в наше время происходит подобное, Вы знаете, что благодаря развитию земных технологий, человечество стоит на пороге глобальных катастроф. Производя захоронения радиоактивных отходов, ученые говорят об их безопасности, это далеко не так, в России и в других странах произошли неожиданные природные и климатические изменения. Были и внезапные землетрясения, и ураганы, и резкие перепады температур. В некоторых местах за сутки выпадала месячная норма осадков, причины этих и других явлений различны. Но главное в том, что в местах захоронения отходов или там, где производились ядерные и другие взрывы, наступают зональные изменения полевых структур. Меняется энергетика поля Земли, в этих местах оно теряет константу, и начинаются катаклизмы, захватывающие очень большие территории. Ученые не могут ни предсказать, ни остановить их. Наука не может пояснить причины возникновения, так как знаний нет. В дальнейшем станет ясно, что земляне не владеют ситуациями. Если уже ученые заявляют, что необходимы безопасные ядерные взрывы в мирных целях, не верьте им, развитие наук таким способом приведет к глобальной катастрофе. В ближайшем будущем в России и в ряде других стран, как уже было предсказано в наших фильмах, ключи к божественным наукам и знаниям и другие, произойдут неожиданные крупные катастрофы с большими человеческими жертвами. С помощью божественных знаний все это просматривается заранее, землянам уже давно идут предупреждения. Мироточили иконы, по всему миру шли знамения, и люди наблюдали явления Божьей Матери, что было документально заснято. Эта книга создается для того, чтобы предупредить людей и расшифровать неизвестное вам. Там, где происходит скопление грязной энергии, идут грозные знамения, а потом начинаются несчастья. Чтобы этого не происходило, надо просить у Бога прощения за неверные мысли и действия людей, в том числе и за свои, просить помощи Создателя остановить катастрофы. Надеясь и веря в то, что Творцом исполнится просьба, представители высших цивилизаций всегда добавляют, но пусть будет так, как Богу угодно, и остаются на высоте, спокойно принимая любые события. Если и земляне также подойдут к решению любых вопросов, то многое еще удастся исправить, за неверные действия человечеству в любом случае придется отвечать. Но по вашим просьбам Всевышний может не допустить некоторых бет, может простить грехи и сохранить жизнь людям. Вот так все вместе, каждый на своем уровне, будем помогать планете, земляне попросят Бога, а космические братья с разрешения Отца поработают приборами. Итак, мы будем выходить из сложных ситуаций и сможем избежать части крупных катаклизмов и разрушений, а это немало. Сейчас только начало чистки, торнадо и подобные ему явления лишь незначительные события по сравнению с тем, что ждет нас впереди. С 2000 года по всей Земле начинаются неожиданные резкие перепады температур и климатические изменения, большие наводнения и пожары. Не все еще знают, что иногда причина пожаров, работа темных сил, они специально поджигают леса, а их знания позволяют это сделать на энергетическом уровне. Крупные катастрофы произойдут в тех странах и регионах, где люди воинственно настроены. Будут и такие моменты, где творить ничего не даст изменить, так как люди сами не захотели исправить положение, вели себя неверно, недооценили предупреждения свыше, Бога не просили. Когда время истечет, катастрофы неминуемо произойдут, те, кто Бога просят, останутся живы. Но помните, что у каждого человека свой срок земной жизни и Создатель бережет душу человека. Когда заканчивается земной цикл, душа переходит в иное измерение, так устроено свыше, и никому не дано менять что-либо без воли Всевышнего. Хотелось бы пояснить вам, что в честном прохождении испытаний душа закаляется и человек мужает. Если земляне будут жить дружно, как одна семья, то людей и планету удастся сохранить. Во все времена победа была на стороне тех, кто объединялись, не жаловались на жесткие условия. Люди находили источники радости, поддерживали других и работали на будущее. Такие выживали. Если земляне будут идти так же, как сейчас, недовольствуя и враждуя, то нас всех впереди ожидают страшные картины, вспомните пустые города прежних цивилизаций. Первый раздел, закрытая тема Земли. Секреты тайного правительства. Жизнь на планете Земля складывается так, что у каждого из вас свои проблемы, цели, задачи. Решая их, многие порой не успевают замечать, какая политическая игра идет на планете. Поскольку в нее включены и высшие эшелоны власти, и среднее звено, и прямые исполнители из многих стран, то складывается интересная картина, которую человек не сразу может увидеть и понять. Темные силы работают очень тонко, незаметно, и некоторые земляне идут на поводу у них. Бог и его космические помощники просматривают все ситуации и дают знания людям, чтобы они имели достоверную информацию о том, что происходит на планете втайне от народов. Люди, сделайте правильные выводы и определитесь, с кем вы, у вас два пути, если начнутся дебаты, критика и злоба, то вы ничего не добьетесь, если поведете себя по-другому, то есть спокойно воспримите информацию и будете просить Бога остановить зло, то еще многое можно исправить. Вы окажетесь на высоте своего положения, и судьба ваших детей будет иной, чем та, которую готовят для них силы зла. А суть и дело, многое из того, что тайна совершается против людей, рано или поздно становится явным. Так работает закон добра и зла, и за каждое правильное или неправильное действие человек будет отвечать перед Богом и космическим сообществом. Если это были добрые дела, то в следующем воплощении душа будет совершенствоваться, у нее начнется новый виток развития. Если человек клеветал, оскорблял, нарушал законы, то обязательно последует чистка. Нет ничего, что можно было бы утаить от Творца. Однако Бог настолько мудр, что дает людям время и ждет, когда те остановятся в своих злых намерениях и действиях. И только когда они недооценили доброту Создателя и проигнорировали предупреждения свыше, Бог неожиданно останавливает людей. Но он никогда не допустит, чтобы представители какой-либо планеты, ведомые алчностью и злобой, поработили человечество Земли, Вселенной, Галактиона. Сейчас работающая от темных сил цивилизация Париса спланировала захват землян и планеты. Развернув широкомасштабную работу по установлению полного контроля над мышлением и сознанием людей, эти инопланетяне стремятся полностью подавить вашу самостоятельность и свободу действий. Их цель – утвердить мировое господство, или новый мировой порядок. Они хотят использовать ресурсы планеты и ее недра, стремятся завладеть Землей, внедрить свои технологии, а землян задумали превратить в бесчувственных, лишенных разума, рабов или роботов. Уже сейчас Парисой ведутся эксперименты с человеческой клеткой, идут работы по раскрытию секретов кода ДНК землян. Такие исследования нужны только для того, чтобы внедрить энерго и биовирусы в кровь и мозг, иммунную систему человека, вживить в его мышление новое восприятие жизни. Темными силами планируется, что некоторые женщины Земли будут вынашивать детей инопланетян и обслуживать их самих. При этом любая индивидуальность и личные качества будут подавляться при помощи специальной аппаратуры, которая уже опробована на землянах и принесла прекрасные результаты. Это произошло потому, что люди не понимали сути происходящих событий, Бога не просили, злились и ругались. Из-за такого поведения Божественной защиты, то есть чистой энергии, не было, аура становилась ослабленной и загрязнялась. Под влиянием психоэмоциональных вспышек и агрессивной мыслительной энергии биополе теряла стабильность. Такой человек беззащитен перед любой аппаратурой и любым воздействием на энергетическом, эмоциональном, ментальном и других уровнях. Те же, кто просит Бога и находятся в высокой энергетике, то есть не судят людей и не расстраиваются, оберегаются Творцом и светлыми силами космоса. У них есть тысячи способов, чтобы помочь любому человеку, нужны только его вера, просьба к Богу и разумное поведение в жизни. Мало кто знает о том, что происходит без ведома людей. Некоторые члены правительств разных стран, представители ООН, ЮНЕСКО, спецслужб и других структур, а также известные политические лидеры входят в тайное правительство. Это нелегальная международная, точнее всемирная организация, которая имеет свой кодекс или устав. Она напрямую сотрудничает с масонской ложей, часть руководства которой также входит в тайное правительство. Для того, чтобы завладеть всем миром и легко им управлять. Эти люди используют новейшие экстрасенсорные и агрессивные технологии, подавляющие личность, влияющие на духовные структуры человека и разрушающие его мозг и ауру. Люди без ауры, зомбированное человечество и роботы. Существуют планы захвата всех стран, территории и государства Земли уже давно поделены между отделами управления. Основной удар, который планируется нанести по странам западного региона, будет исходить из Америки. Война в Ираке и Чечне лишь первые звонки и небольшая часть планомерной работы по развалу экономики всех государств и установлению контроля над энергоресурсами. По четко отлаженной схеме темные силы систематически провоцируют столкновения между правительствами разных стран, в результате чего начинаются войны и соперничества. Мир разбит на две группировки или блока, в первом сторонники США, во втором – России. Распад Советского Союза, и не только его, это заслуга и успех тайного правительства. А задача этих людей проста – привести весь мир в хаос, в котором произойдет обвал доллара, евро, рубля и других денежных единиц, при этом снизится жизненный уровень населения планеты. Благодаря расправам на улицах, пропаганде насилия через экран, с помощью которой идет зомбирование, в будущем увеличится уровень преступности, наркомании. Возрастет количество психических и других заболеваний, которые искусственно вызываются специфическим воздействием нового арсенала средств. Это лишь небольшая часть картины, что ожидает человечество в ближайшее время. В итоге земляне могут принять помощь цивилизации от темных сил, и сами будут просить их, чтобы хоть кто-то восстановил порядок, устранив хаос и преступления. Мало кто догадывается, что некоторые катастрофы и несчастья созданы сейчас искусственно. В момент, когда люди обратятся за помощью к представителям темных сил, произойдет самое худшее, серые инопланетяне или цивилизация Париса, открыто возьмут власть в свои руки, так как в 50-х годах между ними и американцами был заключен договор о сотрудничестве и взаимопомощи. В результате ресурсы и богатство Земли начали обмениваться на технологии от темных сил. Сейчас материалом для исследования инопланетян служат не только флора и фауна, недра планеты и биосфера, но и сам человек, а те, кто подписали договор, уже давно стали зомби, так как их полностью контролируют и держат в рамках строго определенного режима деятельности. Заранее скажу, что все они потерпят крах, так как мечты об их мировом господстве несбыточны. Они всего лишь марионетки в руках темных сил. Сейчас некоторые из них понимают, что если кто-то не подчинится серым, то будет уничтожен. Некоторыми членами тайного правительства были сделаны попытки выйти из-под контроля инопланетян, после чего на головной мозг и ЦНС непослушных было направлено мощное подавляющее воздействие. Все попытки протеста были пресечены, некоторых уже лишили жизни, и вы слышали об этом. Внезапно человек умирает от инфаркта, инсульта, кровоизлияния или попадает в авиа или автокатастрофу и так далее. Многих членов тайного правительства и тех, кто с ними сотрудничает и выполняет их приказы, забирали на космические базы и корабли темных сил. Этим людям проводили операции, вживляли различные передатчики и индикаторы, психогенетические стимуляторы, которые давали им возможность продуктивно и много работать, выполнять чужие команды. Люди при этом не чувствовали утомления и усталости. В результате к 40 годам пациенты расходовали запас жизненных сил и энергии, данные им творцом на 80-90 лет. Все это было на пользу тем, кто руководил проектом, экспериментом темных сил на планете Земля. После истощения подопытных людей убирали и заменяли новыми. В итоге никто из членов и руководителей тайного правительства не владел и не владеет полной информацией о планах и деятельности серых инопланетян. Каждый из вновь назначаемых действует только в рамках отведенного ему поля деятельности и даже не подозревает, что его в любой момент могут убрать. Человеческой жизнью и индивидуальностью там не дорожат. Люди всего лишь инструменты, которыми научились умело управлять. Вот так легко из-за необдуманных действий можно потерять свободу и счастье жить в радости. Но даже в этой ситуации есть выход. Он, в самих вас. Но без помощи Бога землянам будет трудно выйти из влияния темных сил. А те, кто идут у них на поводу, теряют все. Конечно, Творец и Светлые Силы Космоса видят всю картину, сложившуюся на Земле. Они давно помогают, именно поэтому еще не началась Третья Мировая Война и не произошли глобальные катастрофы, которые уже должны были свершиться, как и предсказывал Нострадамус. Бог пока отводит большие несчастья от людей и дает шанс всем, кто вел себя недолжным образом, остановиться и увидеть все в истинном свете. Создатель дает время и возможность простить друг друга, забыть обиды и всем вместе начать строить новое. Задача непростая, и поэтому не обсуждения и дебаты дадут свет и радость людям, а грамотный подход ко всему, доброжелательность и мирные взаимоотношения народов планеты. Вернемся к нашей действительности. Все договоры тайного правительства заключались с серыми инопланетянами так, чтобы никто из простых людей об этом не узнал. То есть на правах жречества небольшая часть землян захотела всеми управлять. Стремясь получить приборы и новые технологии, корабли и секретные лаборатории, они планировали, что весь мир подчинится одной системе и начнет развиваться только так, как они этого захотят. Считалось, что в результате войн человечество потеряет свою силу, и тогда оно не сможет дать отпор. Раздоры и распри приведут к междоусобицам и разъединению, а такими народами легче манипулировать. Тайное правительство хотело завладеть знанием, как переходить в другие измерения и перемещаться во времени, это намного облегчило бы выполнение тех задач, которые ставили перед собой эти люди. Но многие науки остаются закрытыми для них, хотя эксперименты ведутся, и исследователи не оставляют попыток проникнуть в другие миры. Знания от темных сил не дают нужных результатов. В обмен на новинки представители Парриса требовали немало. Они получили полный доступ к людям и планете, никакие рамки их не ограничивают. Но пока не пришло время открыто взять власть в свои руки, их деятельность нигде не афишируется. Вы слышали, как бесследно пропадали люди, животные, исчезала техника. Причины этих происшествий остаются неясными. Как пояснить факт, что находят трупы людей и животных, у которых полностью отсутствует кровь? Все это, последствия сотрудничества с темными силами. Часть соглашений с ними была заключена письменно, часть, устно. Но то, что получили американцы взамен, было ничтожным, всего один процент от того, чем владели инопланетяне. Все технологии, полученные от них, так или иначе вредны для людей и планеты. Страшные секреты и коварные планы Парриса, начиная с зоны 51, так до сих пор и не раскрыты учеными Земли. А в результате обмена на планете есть такая космическая техника от темных сил, которой земные пилоты не умеют управлять, и они не могут совершать полеты на макропроцессе. Такие сделки совершаются обманом. В сравнении с этим стоит вспомнить ученых, которым Бог напрямую давал знания. Эйнштейн, Тесла, Саулковский, Жуковский и многие другие доходили до сути разных наук. Благодаря их открытиям цивилизация развивалась, и люди уходили на веко вперед. Творец дает уникальные знания тем, кто честно трудится, его любовь и щедрость не знает границ. Но не все люди захотели идти по жизни с Богом. Они думали найти другой, более простой и быстрый, как им казалось, путь к процветанию. Беда не в том, что большинство землян не знало о секретных соглашениях, а в том, что люди и не хотели этого знать и верить действительности, предпочитая жить своим мирком. Сейчас тайное правительство действует от лица всего человечества Земли, народы оказались их заложниками, проданными в рабство. И об этом никому не дают заявить открыто. Люди, посмотрите, как вы живете. К этому ли вы стремились, или кто-то навязывает вам такой образ жизни, ставит перед решением тех задач, которые вы не хотите и не должны решать. Существует ли на планете Земля страна, которая процветает, где люди счастливы и всем довольны? Или все человечество уже стоит на коленях перед будущим, что предсказал Нострадамус? Третью мировую войну развяжут те, кто осуществляет планы своих руководителей от темных сил. Во многих странах мира талантливым от Бога закрывается путь. А их открытия могут дать новый толчок развитию человечества Земли, позволяющий навсегда обогнать цивилизации от темных сил. Землянам будет неинтересно использовать их технику, ведь Бог дает самые современные знания. И впереди сотрудничество с высшими цивилизациями, у которых стоит поучиться, а не с теми, кто хочет обманом завладеть планетой. Создатель посылает на Землю одаренных людей, и вы знаете, что ясновидящие, обладающие особыми способностями, преследуются и подкупаются во всем мире. Этих людей стремятся заставить служить только определенным интересам, хотят использовать их энергию и знания для разрушения, в целях шпионажа и для убийств. На тех, кто отказывается от таких сделок, начинаются гонения, и некоторых просто уничтожают. Неужели Земля не развивались для того, чтобы одни порабощали и убивали других, используя оружие и мыслительную энергию? Для этого ли Богом создавалась цветущая планета Земля? Все события показывают, куда пришло человечество, и что действительно осталось мало времени до момента, когда установится всемирный хаос, чтобы этого не произошло, надо просить Бога, если земляне этого не поймут, то вскоре увидят последствия своих необдуманных действий и слов. Корма человечества работает, и наступил цикл, когда придется отвечать и за свою жизнь, и за жизнь предков. В других цивилизациях, во всем космосе люди тоже проходили эти уроки, и когда просили Бога, то выходили из всех сложных и тупиковых ситуаций. Многим землянам сейчас не везет потому, что на них направлено мощное подавляющее и разрушающее воздействие. В результате возникают конфликты на работе, непонимание в семье, плохое самочувствие и настроение. Вдумайтесь, какие технологии применяются на Земле, и вам многое станет понятным. Сначала против людей использовалось традиционное оружие, затем появилось оружие массового уничтожения, биологическое, биохимическое и так далее. Сейчас арсенал средств пополняется, военная индустрия развивается и набирает ход. Для уничтожения людей, военных баз, электростанций, оборонных предприятий, разных стратегических объектов применяются электромагнитные и лазерные пистолеты и пушки, ультразвук, инфракрасные передатчики. Специальные химические составы и новые мощные кислоты способны разрушить любой металл. Для подавления людей используется не только оружие убийств, но и различные средства, вызывающие галлюцинации, нарушение работы одного или нескольких отделов головного мозга, разрушающие клетку. В секретных лабораториях уже научились дозировать воздействие так, что людьми можно легко управлять длительное время то ослабляя, то увеличивая степень влияния. При этом противника не убивают, а делают не опасным, даже если в его руках оружие. Поскольку максимальное усилие воздействия происходит в решающий момент, то победа бывает обеспечена на 100%. Ученые еще не просчитали последствия применения таких технологий на людях. А они ведут к вырождению нации, к наследственной деформации генофонда, то есть мутационный регресс будет нарастать из поколения в поколение. В военных и других целях применяются не только газы, запрещенные международными соглашениями, но и излучатели энергии определенной частоты. В результате их использования возникают слабость, тошнота, головокружение, нарушение зрения, преувеличение степени воздействия рвота, коматозное состояние, смерть от остановки сердца или от удушия. Это только небольшая часть того, что разрабатывается в тайне от людей. Все вдоученые, получающие знания от темных сил, нашли способы воздействия на каждый орган человека. Если незаметно оказывать специфическое влияние на любое из них в течение недели или месяца, то можно вызвать дисфункцию органа или рак. А есть и такое, с помощью генераторов на разных частотах воздействуют на биополе человека, его физическое тело, в результате чего возникают кровотечения, разрывы внутренних органов или мгновенная смерть, например, от инсульта. С помощью звуковых передатчиков, направленное воздействие которых идет на головной мозг, приводит к нарушениям ЦНС, неврозам, психопатии и так далее. Применяя передатчики сигналов сверхнизкой частоты, людей можно заведомо вести в состояние раздражения, злобы, агрессии, тогда они становятся легко программируемыми, выполняют любые команды. Доказано, что из человека или животного в очень короткое время можно сделать безжалостного убийцу. Внедрение в поле и управление действиями идут на тонком уровне, обязательно через психоэмоциональные структуры. В этом случае головной мозг не в состоянии критически оценивать ситуацию. Действуя под влиянием эмоций, человек становится исполнителем навязанных ему желаний и установок, принимая их за свои собственные. Так иногда люди совершают действия, а потом говорят, не знаю, что на меня нашло. Грязная энергетика, коды от темных сил влияют на человека, и он не может противостоять им, если нет божественной защиты. Если бы люди просили создателя и вообще не злились, то давление извне было бы им не страшно, управление их мышлением и действиями стало бы невозможным. Творец всегда останавливает насилие, если люди сами просят об этом, если нет, то человек остается беззащитным, игрушкой в руках сил, которым он не может дать отпор. Учеными доказано, что сигналы сверхнизкой частоты, идущие в специальном режиме, поглощаются линиями электропередач, а затем излучаются ими, водопроводные же системы усиливают разрушительные сигналы. Это говорит о том, что земляне и не подозревают, на краю каких несчастья уже стоят. Против людей применяются не только технологии агрессивного воздействия, но и системы ослабления иммунитета, жизненной силы, энергии, спид, рак, заболевания крови, сердце лишь небольшой перечень последствий такого воздействия. Синдром хронической усталости, это результат энергетического вампиризма, когда из человека просто выкачали силу, энергию, чтобы дезорганизовать его жизнь и работу. Значительно возросло число людей, запрограммированных на убийство и самоубийство, на принятие наркотиков и алкоголя, поэтому никакое лечение не помогает, а люди, даже если хотят, то не могут справиться с этими недугами. В секретных лабораториях уже давно разработаны приборы психотронного назначения, их воздействие идет сразу на тысячи людей. Земляне еще и не подозревают, что произойдет, если оно будет массово применено. Сменятся полевые структуры планеты и вибрации людей, энергетические нарушения скажутся на всем живом, на земном шаре начнется катаклизм небывалых масштабов. Люди еще не научились управлять энергиями и не могут просмотреть последствия своих действий. Грубое вмешательство в энергетические структуры, созданные Богом, приведет к большим разрушениям. Это будут тяжелые уроки для человечества Земли. Миной замедленного действия являются генная инженерия и эксперименты с клеткой. Сейчас разрабатывается специальная научная программа вживления в голову человека мини-компьютера, по типу искусственного сердца, почки, заменяющего один из блоков мозга, который отвечает за рациональность мышления. По замыслам авторов, в будущем благодаря этой технологии человек освободится от необдуманных действий и будет четко выполнять программу, которая себя задаст. При этом на ее выполнение будет уходить гораздо меньше времени, чем раньше. Компьютер будет выдавать информацию на мысленном, речевом уровне, опишет все этапы действий в строго логическом порядке. Но не все задумываются над тем, что такие проекты, это прямой путь к зомбированию и управлению людьми. Закроется блок головного мозга, человек перестанет самостоятельно мыслить и утеряет те способности, что были заложены в него свыше, превратиться в робота, которому в любой момент могут сменить программу. У таких людей исчезнет самоанализ, и они не смогут дать адекватную оценку своим действиям, так как будут действовать слепо, не сомневаясь в своей правоте. Следующий шаг в этой программе – внедрение микротехники вместо внутреннего органа человека, например, вместо железы. Если это произойдет, то начнется неуправляемая перестройка всей эндокринной системы. Ученые еще не могут просчитать все последствия таких нововведений. Если эта отрасль науки будет так развиваться, то человечество ждет генетическое вырождение, а это пострашнее, чем ядерная война. Еще ни одна цивилизация не выжила, внедряя подобные программы. Сотворение – это таинство Бога, и когда люди ставят себя выше его, считая, что смогут усовершенствовать созданное самим Творцом, то ведут все человечество к гибели. Результаты их деятельности будут далеки от истины. Создания будут несовершенны и уничтожат самих себя и все живое на планете. Клонированными людьми будут управлять темные силы. Задумайтесь над этим. Люди пришли не для того, чтобы убивать, а уничтожать. Думается, что вы обратите внимание на ход истории Земли, на последние десятилетия и приведете в систему все явления и события. Получается интересная картина, и не сразу видна взаимосвязь между отрывочными, на первый взгляд, фактами. Но уровень жизни, здоровье землян заметно снизился за последние годы. Как люди будут жить дальше, если эти процессы продолжатся? Когда они многое поймут и смогут изменить сами в себя, то наступит расцвет планеты Земля. Прежде всего необходимо остановиться и избрать для себя тот путь, что приведет к миру, а не к войне. Если земляне мысленно обратятся к Богу за помощью, перестанут злиться и мстить, что-то доказывать, а простят тех, кто несет зло, и начнут молиться за всех, то многое еще можно будет исправить. Если на зло вы станете отвечать злом, то впереди тупик. Мир устанавливается там, где люди добры, просты, не осуждают преступника. В космосе понимают, что ему придется ответить за свои действия, поэтому тех, кто уничтожал и убивал, впоследствии также расстреливали, вспомните Берию и НКВД. Таких людей всегда постигала справедливая кара. Нам не дано судить, Бог спросит с каждого за все, что им было совершено в жизни. Обидчик всегда наказывает себя сам. Но если человек начинает мстить за то, что его обидели, то завязываются сложные кармические связи и в следующей жизни он обязательно попадет в еще более жесткую ситуацию. Но теперь ему будут мстить и его начнут преследовать. Избрав путь духовного развития, люди смогут изменить будущее в лучшую сторону. Тогда и вы, и ваши дети будете под защитой, исчезнет зацикленность на земном, и уже никто не сможет манипулировать людьми, как это делается сейчас. Человечеству придется сделать шаг вперед, но куда он будет направлен, в пропасть или на путь восхождения и расцвета, зависит от всех нас с вами. Потаенная Луна, об отдаленных небесных телах, звездах люди очень мало знают. Но и те, которые давно изучаются, далеко не полностью раскрыты для землян. Луна, как и Солнце, загадочный объект. Многие замечают изменения в поведении людей и животных в зависимости от ее фазы и состояния. Лунные приливы и отливы лишь малая часть загадок этого космического тела. У него своя функция, миссия или назначение. Раньше люди, владеющие телепатией и тайными знаниями, были хорошо осведомлены об особенностях этого небесного тела, что нашло отражение в древних учениях. Но до нашего времени дошли лишь незначительные по смыслу отрывки. Вселенная развивается без остановки, и также изменяется все, что в ней есть. За время своего существования Луна претерпела несколько циклов развития и значительно преобразовалась. На нее влияют не только Земля, Солнце, другие планеты, но и мыслительные вибрации. Находясь на данном уровне духовного и научного развития, земляне не смогли правильно ответить на вопросы, для чего создана Луна, каковы ее функции, рост, развитие, перспективы, не смогли они и защитить ее. Сейчас там находится наблюдательный плацдарм. Земные ученые уже давно отмечают вспышки, передвижения, регистрируют всплески энергии на разных территориях, для простых людей дают популярные объяснения этих явлений, а на самом деле не весь научный мир знает, что после соглашения с серыми инопланетянами на Луне открыто развернулась работа по контролю человечества Земли. Членам тайного правительства предоставлялись базы, банки данных и сверхсекретная аппаратура для влияния на человеческое сознание, и с Луны шла большая поддержка. Нравственная духовная деградация землян стала ключом к их душам и умам. Цели инопланетян шли гораздо дальше, чем предполагали люди с Земли, естественно, что они не посвящались в истинные планы серых. Сейчас этой цивилизации осуществляются попытки использовать энергию Земли в своих целях. Не сразу стало ясно, что Париса нарушила договор и значительно расширила рамки своего внедрения. Стали пропадать сотни тысяч людей, началось мощное зомбирующее воздействие с Луной, в результате этого на Земле начали меняться энергетические поля и вставать коды, люди стали больше болеть. Некоторые руководители государств Земли больше заботятся о преуспевании в войнах, но не обращают внимание на то, что на Луне увеличилось число космических аппаратов различных систем от темных сил. Если бы не божественная защита, которая дается по молитвам землян, святых и помощников Бога, планету уже давно захватили бы. Каковы же успехи землян, работающих с темными силами? Коммерческие цели, которые ставило тайное правительство, сотрудничая с Парисой, отчасти удовлетворены, бедных среди этих людей нет. Оборонные и секретные цели тоже достигнуты, земляне получили устаревшую космическую технику от сил зла, завладели малой частью психотронных технологий. С помощью серых инопланетян в полной мере удалось развернуть программу деградации человечества, но тайные правители недоосознали, под какой удар поставили людей и сами в себя. Аппаратура, что стоит сейчас на Луне, направленно воздействует на все страны Земли, на правительство всего мира. Именно поэтому так тяжело находятся у власти. Руководители хотят сделать марионетками и через них внедрить в общество те идеи, которые выгодны силам зла. Но есть люди с мощной энергетикой, они противостоят этому воздействию, просят Бога и находятся под его защитой. Если таких людей не удается сбить с пути, то темные силы начинают работать против них через тех, кто находится рядом, стремятся дезорганизовать работу и сместить их. Многим не выгодно, чтобы в правительствах были честные, неподкупные, соблюдающие законы люди. Не все из правящих кругов осознают в полной мере игру, которая сейчас ведется. Но те, кто идет с Богом, должны пройти свои испытания, так как они работают для народов и за их спинами миллионы судеб. Если они не справятся со своими программами, данными им свыше, то на Земле произойдет то же, что случилось на Луне. Раньше там не было темных сил, существовала интересная, развитая цивилизация. Но когда люди начали отходить от Бога, возникли распри и противостояния. Народы начали воевать, вмешались темные силы и помогли разрушить мир. Так жизнь прекратилась. Если земляне используют серьезный шанс, что данным Творцом на этот раз, то все еще можно изменить, человечество увидит счастье. И у Луны тоже будет многое меняться, люди с нашей планеты побывают на ней на уникальной современной технике от Божественных сил. Космическая поддержка идет сейчас всей Солнечной системе. Планеты находятся в тесной взаимосвязи, а излучение Луны помогает удерживать земную константу. По Божественному плану, если человечество выберет путь развития и роста, то в будущем сможет помочь народам других планет. Видите, как бы цивилизация не отошла от Бога, ей всегда протянут руку помощи и не оставят в беде, если люди начинают осознавать ошибки и исправляются. Чем выше будут ваши духовности вера в Бога, тем меньше будет болезни и войн на Земле, а Творцу и Космосу будет проще вам помогать. Человечество быстрее разовьется и получит доступ к сотрудничеству с высшими цивилизациями. В мире нет загадок и чудес, есть особые уровни знаний, и тем, кому открыта дорога Богом, дается главное, возможность творить и созидать. Живя в мире со всеми и совершенствуясь, представители других планет достигли больших высот. Это стало возможным потому, что строя новое, они всегда советуются с Создателем. Но как только люди начинают жить по-своему, когда каждый видит только себя, устраивает свою жизнь без учета интересов других людей, то начинаются кризисы. Те, кто изучают Божественные науки, умеют просматривать будущее, знают, как улучшить жизнь и избежать несчастий. Впервые на Земле раскрывается жизнь людей на других планетах, узнав об их достижениях, вы поймете, что такие же перспективы развития открываются сейчас и у землян, если они захотят обучаться этим наукам. Второй раздел, от старого к новому. Предваряя этот раздел, хотелось бы сказать, что каждому миру, всем цивилизациям Бог дал равные условия для развития и процветания. Конечно, как и у каждого человека на Земле, у людей из других миров были свои сложные и серьезные испытания, многие из которых пройдены успешно. Сейчас землянам предстоит пройти уроки и проверки на веру в Бога, на доброту, простоту и честность. Если люди справятся с ними, то смогут изучать науку, включающую в себя любые отрасли знания без всяких рамок и стандартов. Человечество сможет реализовать идеи и мечты, которые не противоречат Божественному плану и направлены на помощь людям. Конечно, не всегда легко воплотить в жизнь то, что задумано. Но другие цивилизации шли такими же непростыми путями, где были и подвохи, и уроки, и не все сразу получалось, однако они смогли дальше развиваться по законам добра и справедливости. Помня свой нелегкий путь, многие из них сейчас помогают землянам. Современная техника, которой владеть человечеством нашей планеты, оставляет желать лучшего. Частые поломки, большие затраты на ее изготовление и использование, необходимость многочисленного обслуживающего персонала и многие другие отрицательные моменты говорят сами за себя. Люди теряют массу времени, часами простаивая в пробках, ожидая опаздывающие поезда и так далее. А на других планетах эта проблема давно решена, там перемещение в различные точки Вселенных занимает очень мало времени. Все говорит о том, что Земля стоит перед проблемой создания новейшей техники вне всяких земных стандартов. Секреты успеха, на разных планетах существуют различные технологии создания кораблей, и задачей землян в недалеком будущем будет поиск и изобретение своих неповторимых методов и основ создания космической техники. Ни одна цивилизация не раскроет своих секретов, так как достижения братьев – это их труд, знания и опыт. Поэтому в космосе никто не копирует друг друга и не повторяется, каждое изобретение – это новое слово в науке и технике. Невозможно что-то продать или купить, ведь Божественное не продается, у всех равные шансы в обучении и работе. Трудись, достигай высоких результатов, выдумывай и внедряй, с Богом дорога открыта всюду. Во всем многообразии развиваются миры, и движется вперед эволюция разных народов и эпох, всего космоса. На Земле привыкли работать каждый сам на себя. В этом случае энергетика от созданных новинок идет другая, не столь мощная и положительная. Сейчас на нашей планете действует техника, с помощью которой разрушают здоровье и жизнь людей, саму Землю. Конечно, у таких научных направлений нет будущего. У представителей других миров все обстоит совсем иначе. Главная цель любого изобретения – это работа на благо людей и в помощь им, там не производят ничего лично для себя, своей семьи узкого круга или с целью развлечения. Первым вопросом всегда является, когда и как будет использована новинка, кому и какую пользу она принесет. И братья радуются, если смогли незаметно помочь. Успех сопутствует тем, кто умеет помогать и знает, что эта помощь не навредит. Например, известные ученые Земли, посланные Богом, не спешили делиться секретами и тайнами, которыми владели. Они понимали, если землянам подарить открытие, то из-за неправильного их применения люди могут погубить все окружающее. Использование знаний ядерной физики в военных целях уже показало всю разрушительную силу энергий, хотя их можно было применить для созидания. Высокая духовность людей поможет отойти от уничтожения и убийств и даст возможность понять, что ценнее любви и мира ничего нет. Многие ученые Земли понимали принцип не навреди и уберегли человечество от разрушения, справедливо не раскрывали свои знания. Учитывая, что сейчас россияне и другие народы, люди разных верований молят Бога о прекращении войн, о сохранении планеты и о мирном развитии всех государств, Творец дает новейшие знания для успешных шагов человечества по пути прогресса. Выше этих знаний ничего нет. Развитые цивилизации имеют такую науку и технику, что люди от темных сил не смогут ни овладеть знаниями, ни управлять кораблями и аппаратурой, где стоит божественная защита. Они не смогут проникнуть в секреты, так как Творец все контролирует. Космическая техника светлых сил оснащена всем самым современным и передовым. Любой прибор, даже если он оказался в руках человека со злыми намерениями, работать не будет. Люди от темных сил не смогут навредить, ведь у Бога все работает только на созидание. Творец никогда не допустит, чтобы то, что было создано с любовью к людям, разрушилось в угоду тем, кто пришел диктовать свои условия миру. Любая негативная мысль, намерения будут возвращаться к Источнику. Такие случаи уже были. Когда земные военные стремились захватить и уничтожить космический корабль светлых сил, то в живых остались только единицы из нападавших. Им сохранили жизни, чтобы они рассказали правду. Кораблю и тем, кто на нем прибыл, ничего не смогли сделать, сработала защита. Отрицательная мыслительная энергия военных, направленная на убийство, с утроенной силой вернулась к ним самим. К такому результату привели поле с негативной напряженностью, что создали люди своей агрессией. А в Библии было сказано, посеявший ветер пожнет бурю, как видите расплата наступает неожиданно, но честно, Божественные силы никогда ни на кого не нападают, действуют только в рамках разумной, то есть справедливой самозащиты и защиты людей, которые просят Бога и не несут зла. А истина всегда на стороне тех, кто работают и живут на благо человечества, и они оберегаются Создателем. А что может сравниться с его силой? Благодаря помощи Всевышнего даже слабый человек будет сильнее тех, кто задумал что-то плохое. Для чего сейчас дается это знание? Для того, чтобы люди Земли поняли, что все обстоит намного серьезнее, чем им кажется. И вас просто предупреждают, ни одному плану захвата Божественной космической техники не суждено сбыться. Никакая земная хитрость не пройдет. Но не обижайтесь, если за ваше коварное намерение наступит справедливая расплата. А это произойдет тут же, так как вы уже предупреждены. Все будет честно. Любой Божественный посланник любит вас такими, какие вы есть, но когда вы задумаете уничтожить его, сработает защита, которой нет равных, пострадает тот, кто задумал напасть. Для людей, что пришли на Землю от Бога, и для их аппаратуры нет ничего тайного. Вы еще не успели подумать, а братья уже все знают и видят последствия для вас от ваших же неправильных действий, а они плачевны. Может показаться, что люди от Бога излишне спокойны, как будто не понимают, что происходит. Это далеко не так, они просто дают вам шанс не совершать ошибку. Они видят насквозь даже тех, кто думает одно, говорит другое, а делает третье. Знания людей других цивилизаций, работающих со светлыми силами, настолько велики, что они по вашей энергетике многое определят. И обмануть их невозможно, так как на слова, маскирующие истинные злые намерения, они не обращают внимания. На Земле люди привыкли хитрить, в глаза улыбаются, а сами думают, как бы уничтожить. Для космических братьев требуется одна секунда, чтобы вас разгадать и правильно среагировать. Вспомните, как была спокойна Анастасия во время нападения на нее, и насколько она была сильнее всех с помощью Создателя. Функция Божьих посланников не разоблачать и уничтожать, а помогать в разных направлениях людям, которые просят Творца о помощи. Космические братья подлечивают землян, очищают планету. С ними всегда рады встречать те, кому открылись иные ценности, чем деньги, слава, личное благополучие. Большое счастье, что в недалеком будущем Бог даст землянам возможность встречаться и работать с представителями других миров, вместе с ними восстанавливать экологию, помогать расцвести Земле и людям в светлых энергиях, в чистом воздухе, в простом свете дня и любви. Чем выше будет общий уровень духовности народа в Земле и каждого человека в отдельности, тем больше радости, душевного тепла и любви получит от вас Вселенная. Если люди смогут копить чистую энергию, что посылает сейчас Создатель на Землю, то есть не будут распыляться на ненужное и переживать, то у них начнется увлекательная, интересная жизнь. А если плюс к этому земляне сумеют правильно организовать свою жизнь, будут вовремя отдыхать, с радостью работать, научатся следить за здоровьем и будут дружить друг с другом, то многие проблемы начнут легко решаться. Чтобы достичь взаимопонимания между людьми, важно видеть в человеке душу, а не комплекс заблуждений и ошибок, ведь они есть у каждого. Земная жизнь не дана человеку для того, чтобы он год за годом проходил уроки, отсекал лишнее, совершенствовался, освобождал бы себя от закрепощения обид, мнительности, гордыни и злобы. Тогда человек становится свободнее и менее зацикленным на земном. Скоро люди узнают, что есть цивилизации и миры, живущие по другим, более совершенным и простым законам. Там нет предательства и обманов, хитрости, как на нашей планете. Многие из вас начнут понимать, что помощь космоса идет для того, чтобы земляне были такими же свободными, как жители других планет. Человечеству сейчас непросто расстаться с грузом проблем, но уже многим становится понятно, что в материальном благополучии нет счастья, его истинный источник в свободе, творчестве в соединении с природой, в хорошем самочувствии и освобожденности от негативных чувств и эмоций. И это все достижимо, когда вы поймете это, то увидите, как просто можно жить. Другое дело, если у вас идут крупные ошибки, нарушения божественных законов, и поэтому где-то не везет, а кто-то, возможно, желает вам зла. Но ведь и к этому можно подойти попроще, постараться понять людей, не обижаться, а прежде всего посмотреть на свое поведение, проанализировать жизнь, и тогда вам станет понятно, для чего Творец вам дал такую ситуацию. Кто-то отрабатывает свои грехи, кого-то закаляют, воспитывают терпение и помогают развиться любви, ведь самое сложное – возлюбить и простить врагов. Но и это проходили люди, и часто случалось так, что позже обидчики сами приходили и просили прощения, понимая, насколько эти люди выше их. Всегда уважали тех, кто не опускался на уровень месте. И когда человек радуется жестким испытаниям, его энергопотенция и алл и жизненная сила увеличиваются. Во-первых, он честно проходит уроки, во-вторых, никому не посылает зла, а значит и не получает в ответ грязную энергию, да еще Бог всегда поддерживает того, кто проходит испытания. Земляне могут стать сильными и вообще не реагировать на неприятности, если сами захотят этого, а ведь впереди такие интересные события. Перестройка планеты, поступление светлых энергий, выравнивание климата приведут к большим изменениям. И люди увидят возрождение и поймут, что можно жить в любых условиях, а значит, быть счастливыми и радостными во все времена. Уныние – это путь к застою, оптимист всегда найдет выход. Интересно, что в космосе нету грюмых и расстроенных лиц, все жизненные ситуации братья проходят с юмором. Вспомните, как даже в сложнейших условиях войны людям хочется и петь, и веселиться, и надеяться на лучшее. Запас радостной энергии передается другим людям и так, поддерживая друг друга, земляне смогут пройти любые испытания. Бог дал жизнь не для того, чтобы люди падали духом, а для того, чтобы они мужали и становились сильными. Да, тому, кто начнет с себя перестраивать жизнь, будет непросто. Окружающие люди, у которых не тысячи, а миллионы проблем, созданные ими самими, не сразу и не всех поймут. Но кто-то должен быть первым и начать восстанавливать мир и радость в своей семье, в кругу друзей, в коллективе. Недоброжелатели были и будут всегда. Зависть, что кому-то везет и он счастлив, подчас не дает людям спокойно жить. Такова духовность землян, они еще не научились искренне радоваться за успехи других. И не понимают, что им самим никто не мешает жить счастливо и добиваться успехов. Случается, что человеку хочется быть на месте другого и выполнять его работу, но он не понимает, что не справится с ней так же хорошо, как справляется с другой. А когда земная зацикленность на чем-либо встает на первый план, жизнь может потерять вкус и прелесть. Вот тогда люди перестают замечать природу, пение птиц, звезды и ведут себя, как роботы, но ведь они сами захотели этого. Полет мысли человека Бог ничем не ограничил и строго следит за тем, чтобы никто не смог этого сделать. Высшие цивилизации ушли вперед потому, что смогли дооценить эту свободу и защиту Творца и разумно просили его о помощи и знаниях, а теперь уже сами помогают другим. Случалось, что земляне ко многому подходили халатно, мало ценили то, что дано Создателям. Порой не хотели думать и анализировать, иногда слепо подчинялись приказам. Многие из-за страха потеряли собственное мышление, вспомните времена Берии и Сталина. А человек создан Творцом изначально свободным, и никто не мог запугать его, когда он был с Богом. Раньше люди понимали, жизнь дана для развития, а не для того, чтобы болеть, стареть и становиться никому не нужными. К этому человечество пришло, когда люди отвернулись от Создателя и перестали вести детей к Богу. А он всегда помог бы в выборе профессии, и тогда работа приносила бы счастье, а не только зарплату, которой никогда не будет хватать, и помог бы избрать тот жизненный путь, который принес бы свет и привел бы к верным друзьям. Все еще поправимо, если вы читаете эту книгу, значит, ваша душа пытается постичь смысл жизни, обрести счастье и любовь. А они рядом, они в вас, Бог дал вам все это изначально, осталось только посмотреть на жизнь с другой точки зрения, простой и радостный. Чуть-чуть больше любить своих мам, пап, детей, друзей, чуть-чуть быть добрее, чуть-чуть быть улыбчивей, а значит красивей. Посмотрите, какие красивые люди на планете Земля, ведь каждый по-своему прекрасен, так что может мешать человеку вновь обрести покой и любовь в сердце, помолодить душой и расцвести. Нет ничего, что могло бы запретить человеку однажды проснуться счастливым и начать наслаждаться жизнью, подаренной Богом. Но подчас собственное нежелание и неумение организовать свою жизнь не дают реализовать потенциал, заложенный Творцом в каждого. А ведь нет таких проблем, которые невозможно разрешить, и когда у человека появляется радость, и он просит Бога с желанием, работает, учится, следит за новинками, знакомится с литературой, тогда он начинает смотреть на жизнь совсем по-другому и начинает ее ценить. Душа и сердце человека всегда подскажут, что ему интересно на самом деле, является ли он потомком обезьяны, или уже не однажды его душа приходила на разные планеты, и он на тысячах ситуациях обучался и развивался, и пришел вновь, чтобы завершить в этой жизни то, что не смог сделать в предыдущих, чтобы исследовать и летать, а не решать мелкие земные проблемы. Впереди много непознанного, вас ждут уникальные контакты, было бы неплохо, если бы люди быстрее созревали и изучали новое. Вы, Творцы своих судеб, и очень много будет зависеть от того, как поведут себя люди дальше, как будут поступать те, кто правильно поняли. Каждый созревает в свое время, кто-то раньше, кто-то позже. И никому не дано право торопить и тянуть других, ведь человек свободен и имеет полное право жить так, как ему хочется, так устроено Богом, и это справедливо, поэтому людям не дано судить друг друга. Даже если человек ошибается, Бог уважает его право выбора, так люди проходят свои уроки, и нигде они не приобретут такого опыта, как в самостоятельном пути. Человек научится на своих промахах и станет мудрее, и как бы вы ни оберегали его, он пойдет своим путем. И школа ошибок необходима, иначе в дальнейшем он не пройдет более сложные уроки. Каждый выбрал сам, как ему жить, так он и живет. В Библии сказано, ищите и найдете. А кто не идет вперед и не ошибается, тот никуда не уходит. Путь непрост, но точно так же мужали другие цивилизации, а у них не было той космической помощи, что оказывается сейчас человечеству Земли. Так неужели люди не смогут дооценить ее и сделать жизнь своих детей счастливой, а ведь они уже должны были летать в космосе, изучать разные науки, быть специалистами высокого класса, в совершенстве владеет техникой, думаю, что люди смогут преодолеть барьеры, вставшие на их пути и разделившие народы. Будущее за единением и пониманием друг друга. Технический вопрос. Любая цивилизация начинала с малого. Изобретались приборы, аппаратура, космические корабли. Люди с разных планет летают на кораблях определенного вида типа, чем выше уровень знаний, тем совершение способ передвижения. Творцу вообще не нужна никакая техника. Он вездесущ, в один момент может оказаться в любой точке вселенных, и в одну секунду проконтролирует события сразу на многих планетах. Для него это так же просто, как для нас с вами одновременно смотреть, слушать и что-то еще делать. Способности могут развиваться, все зависит от индивидуума. Понятно, что представителям высших цивилизаций, у которых совершенно иной уровень возможностей, нежели у землян, не требуется много времени на обучение и создание техники. У этих людей прекрасная память, мышление, речь, культура труда и общения, иные методы обучения. И у нас, вы знаете, есть разные способы овладения знаниями, уникальные и интересные. Например, в школе Щетинина, в ней, как и в других, использующих нетрадиционные подходы, идут по пути свободного развития способностей человека. Это позволяет людям в 11-12 лет решать вопросы и проблемы на уровне студентов университета. Отсутствие предвзятости к такому совершенствованию человека в дальнейшем поможет развить его интеллектуальные способности, память и речь, и даст возможность гениально решать задачи любого уровня и сложности в масштабах всей планеты. Интересно, что каждая из цивилизаций, которые свободно реализовались и шли к Богу, достигли высоких уровней развития. Ни одна из них не похожа на другую. У каждой неповторимая техника, то есть создана так, чтобы пилотам именно этой цивилизации было легко ею управлять. Корабли приспособлены для использования в различных условиях, никто не стремится выведать секреты строения и устройства летательных аппаратов, подобным образом работают только люди от темных сил. Вникая в нюансы и тонкости, развивая по своему направлению наук и технологий, представители космического сообщества создают гениальные модели, все они многофункциональны, разноступенчаты. Существуют совместные программы сотрудничества, где в ходе работ происходит много интересного и поучительного. Но чтобы землянам стать участниками таких программ, надо многое знать и уметь. Пока наши уровни можно представить как потенциалы знаний ученого-конструктора и ребенка шести лет, строящего домик из песка. Такова реальность. На других планетах есть корабли, которые передвигаются в разных измерениях, люди знают секреты переходов в иные миры. Все это знания от Бога. Земное притяжение для такой техники не играет никакой роли. Пилоты не испытывают перегрузов, перепадов давления и тому подобное, там люди давно научились обходить эти проблемы, так как знают законы гравитации и антигравитации. Радостно, что подобная наука открывается для землян, для тех, кто поймет и будет работать с Богом, чтобы достичь нужных уровней, прежде всего необходима высокая, чистая энергетика. Без ее потенциала не может быть и речи о дальнейшем развитии. Люди на Земле созревают медленно, их не обучали таким наукам, и это дает знать о себе. Многое принимается с сомнением, недоверием, об интереснейших вещах вы еще и не слышали. Есть цивилизации, где даже дети владеют телепорта цией, левито цией, ребенок в 10 лет уже усваивает материал в десятки тысяч раз быстрее и качественнее, чем наш академик. Аналитический ум позволяет космическим братьям создавать такие приборы и инструменты, которые равны по силе всем электростанциям Земли вместе взятым. Такой прибор имеет размер не больше, чем у спичечного коробка. Естественно, что такие миры живут по совсем иным законам, у них нет целей обогатиться и что-то завоевать, удержать монополию. Их задачи гораздо серьезней, и они действуют по божественному плану. А если так идти, то появится возможность в полной мере реализовать потенциал, который вложил Творец в планету, в вашу миссию и работу. К строению техники и к выполнению других работ в космосе подходят очень ответственно, поэтому там нет аварии и внезапных поломок. Компьютерные системы, которые на много совершеннее земных, строго следят за всеми процессами. Уровень развития братьев позволяет найти причину любого, даже незначительного сбоя, за считанные секунды. Еще ничего не сломалось, а люди уже видят на расстоянии, что может произойти сбой. Их ясновидение уникально. Никто и никогда не тратит время на поиски причин возможной поломки и тем более на ее устранение. Это может показаться загадкой, но земная техника более сложна и неудобна как в создании, так и в использовании. Применяя иные технологии, можно создавать устройства и механизмы, в десятки раз проще, дешевле, удобней. Но тогда нужно менять всю систему научной мысли, принципов производства. Сравните, на Земле известно всего несколько типов энергий, которые и то еще не изучены до конца. Сейчас познание идет вширь, а не вглубь, то есть проводятся опыты, защищаются диссертации, а мир за последние 20-30 лет так и не шагнул вперед настолько, насколько мог бы продвинуться, если бы развивался по пути иного характера. Люди с других планет изучили тысячи энергий, идущих из космоса, и научились управлять ими, так насколько же отстала наука Земли, на сотни лет и даже на тысячелетия. Ни один двигатель во Вселенной не тратит столько горючего, сколько используется земной техникой. Одного литра жидкости различного характера, даже воды, хватает, чтобы пролететь миллион километров. Знания плюс нестандартное мышление позволяют творить чудеса. Тупиковых ситуаций, кризисов, как на нашей планете в космосе нет потому, что у людей сильна вера в Бога, и они всегда с помощью Творца из любого положения выходят на высоте. На других планетах нет громоздких и дорогостоящих ракетодромов, требующих многочисленного обслуживающего персонала. Тарелки взлетают прямо с места и легко садятся. Многофункциональные корабли вообще не имеют чего-либо, что было бы им не под силу. Особые сплавы и технологии изготовления аппаратов держатся в секрете, но они просты и уникальны. Созданные приборы и корабли невозможно разрушить никакими новейшими земными технологиями, так как они обладают особыми свойствами и прочностью. Аналогов на Земле нет. Космические братья работают на молекулярном уровне, и поэтому сплавы, металлы, разные материалы, что используют люди других цивилизаций, не подаются никаким земным анализам. Это для современной науки нашей планеты большая загадка, у ученых нет знаний, чтобы разобраться в этих вопросах. Все, созданное в космосе, является результатом труда людей и правильного использования наук и технологий. Заметьте, что при создании новинок каждая цивилизация прежде всего пользуется материалами своей планеты, люди очень бережно относятся к ресурсам планеты и ко всему, что им подарил Бог. Проникая в глубины знаний и раскрывая секреты, уходя от стандартов и повторений, экспериментируя, они создают такие вещи, что людям Земли они кажутся чудесами. Но все это, объективная реальность, и братья летают на таких кораблях, о которых еще не писал ни один фантаст. Отец ничего не жалеет для детей, всегда готов помочь и помогает, вникая в любую, даже маленькую их просьбу. Все, о чем просят дети, значительно для него. Создатель не производит деления на плохих и хороших, опытных и неопытных, а любит всех одинаково. Если кто-то отстал, то он прежде всего думает, чем помочь, и использует тысячи способов, чтобы дети подтянулись и шагали дальше, постигая тайны бытия, бывали на разных планетах и занимались любимыми делами, но при этом развивались всесторонне, были здоровы, веселы и счастливы. Видя искренность людей, Бог способен рывком увести их на сотни лет вперед, обучая разным наукам. Но хотят ли они сами этого и понимают ли, что нужно делать, чтобы это произошло? О жизни людей на разных планетах, ни одна планета неповторима, своеобразие путей каждый из них заставляет удивляться и задумываться над тем, какую интересную жизнь создал Творец. На планетах, где есть два Солнца, она вообще не похожа на нашу, но и там, где условия существования сходны с земными, например, на Юпитере, люди живут совсем по-другому. Примечательно то, что бездельников и лентяев там нет. Людям неинтересно проводить время в пустоте и без нужных дел. Каждый знает и видит результат своего труда, люди понимают, что все созданное ими будет использоваться другими, кто также честно трудился, поэтому у них нет брака, поделок и халатного отношения к работе. Каждый заинтересован внимательно и четко выполнить свою функцию и понимает, что все контролируется Богом и развитие планеты будет зависеть от того, насколько каждый будет качественно и с любовью трудиться. Юпитерианцы, как и жители миллионов других планет, не отвлекаются на посторонние мысли, если чем-то заняты. Вникая в суть, они творят, выдумывают что-то новое, и этот процесс увлекателен для них и приносит такое же удовлетворение от труда, как и землянам, когда их дела идут успешно. Денег там нет, и все, что надо, люди могут получить сами. Например, есть такие миры, где человек только подумал о еде, и она уже в его руках, поел, поблагодарил Бога, все опять исчезло. Не нужны ни суета, ни домашние хлопоты. Но так живут люди высших цивилизаций, их работа очень ответственна, и идет она уже на уровне космического сообщества. Скажу, что нигде нет привилегий, и если цивилизации идут на таком уровне, то достигли этого сами. Проработав 2-3 часа, люди отдыхают, затем опять трудятся, за день они успевают сменить несколько видов деятельности. Обязательно следят за своим здоровьем, занимаются самосовершенствованием, каждый на своей ступени. Такой образ жизни позволяет всесторонне развиваться, люди имеют много специальностей, и если им предстоит смена деятельности или изучение новой, незнакомой науки, то к этому тоже относятся просто. Любознательность и желание обучаться новому движут их по пути прогресса. Взрослые и дети могут заниматься в одной группе, возраст не играет никакой роли. Ребенок может владеть знаниями на уровне профессора, все зависит от его прошлых жизней и от того, как он развивается сейчас. Поэтому на всех планетах светлых сил к детям относятся с большим уважением и чувствуют ответственность за их воспитание. Взрослые понимают, что ребенок – это душа, которую Бог доверил им, а задача родителей – беречь ее, направлять и давать ребенку возможность самому выбрать тот путь, который позволит в полной мере развернуть все его таланты. На планеты высших цивилизаций приходят души, которые способны самостоятельно обучаться и уже в юном возрасте работать на самых высоких уровнях. Во всем космосе Бог устроил так, что при правильном воспитании доброжелательном отношении к детям, они уходят дальше своих родителей. Каждое новое поколение более образованно. Молодежь учится на новейших достижениях предшественников, совершает открытия, а следующие поколения изобретают свое, и так происходит усовершенствование жизни на планетах. Жаль, что в данный момент на Земле дела обстоят совсем иначе. Бездуховность родителей порождает еще большую бездуховность детей. Трудолюбие сейчас мало кому прививается, культура общения и жизни, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Какими же будут следующие поколения на Земле, если молодые родители наркоманы? Неуважение к старшим, унижение и оскорбление пожилых людей повлечет за собой такое же отношение к вам в старости. Умножьте сегодняшнюю злобу в несколько раз, и вы получите истинный результат. Не все задумываются над тем, что закон справедливости работает независимо от наших желаний. Те цивилизации, которые понимают эти механизмы, живут счастливо, умножая добро, а не зло. Их уважение к людям, одинаково к детям, взрослым и старцам открывает пути процветания. В этом секрет их успеха. Есть планеты, где вы можете встретить ребенка, которому на вид 7-8 лет, а на самом деле он прожил уже 100-200 лет и занимается научной работой, да такой, что землянам и не снилось. Ученые ведут себя скромно, просто, не кичатся знаниями и достижениями, а в общении интересно и приятно. Они очень умны и тактичны, никогда не поставят собеседника в неудобное положение. Сравните, как общаются друг с другом земляне, сколько еще им надо учиться, чтобы быть на высоте. На других планетах, если люди имеют семью и детей, то ответственно подходят к своим семейным обязанностям. Муж и жена, дети, это соратники и единомышленники. Дружность этих людей настолько сильна, что они понимают друг друга с полуслова. Нет предвзятостей и претензий по пустякам, как часто происходит в семьях на земле. Высокое взаимопонимание, это заслуга их мышления и жизнеустройства, когда даже ребенок ориентирован не на удовлетворение своих потребностей и интересов, а на помощь другим. Как приятно, когда вам помогают, заметив, что вы нуждаетесь в этом, и как быстро идет тогда работа. Все, оказывается, просто в дружбе и взаимной поддержке и жизнь, и труд становятся увлекательными и интересными. В жизни людей других цивилизаций особую роль играют занятия спортом, они ежедневны. Утро начинается с зарядки, у каждого человека она своеобразна, направлена на поддержание его жизненного тонуса, регуляции энергии в теле. Эти занятия позволяют сохранить молодость, бодрость, продлить жизнь. Таких болезней, как на земле, там нет, да и медицина находится на более высоком уровне. Люди понимают, что здоровье подарено свыше и за него тоже придется отвечать, берегли его или нет. Если человек идет в позитивном ключе, то он не будет болеть, а снижение возможностей тела может произойти в том случае, если не следить за ним. Поэтому братья всегда регулируют вопросы, связанные со здоровьем, следят за чистотой, опрятностью, всегда подтянуты и находятся в хорошей форме. Думаю, что и у людей нашей планеты нет ничего, что мешало бы им также обратить внимание на свою жизнь и самочувствие. Конечно, в современных условиях Земли трудно быть здоровыми, но опускать руки и ничего не предпринимать было бы опрометчивым. Даже 15-минутная утренняя гимнастика дает заряд энергии для наступающего дня. Активные физические упражнения могут восстановить и хорошее самочувствие, и настроение, и повысить жизненный тонус. Счастье и удачи вам, дорогие люди. В гостях у космических братьев, здравствуйте, сказал я, когда прилетел на планету с зеленым свечением. Встреча была неожиданно интересной, весь живой мир планеты вышел меня встречать. Это выглядело просто. На миг все существа прекратили свои занятия и мысленно послали привет. Это было чудесно, духи спешили разнести ответную радостную весть, контакт состоялся. На этой планете Земля не еще не были, она находится в северной части нашей галактики. Там есть солнце, но оно очень своеобразно, его лучи необычны, стимулируют не только рост, но и духовное развитие клетки. Спустя некоторое время, когда я закончил свою программу, то стал свидетелем научной беседы. Спор походил на милую встречу с другом, которого не видели несколько лет, и сейчас рады его присутствию. Преобразование, такова была тема научного обсуждения. Было очень интересно слушать о результатах ментального исследования среды, то есть послойного и глубинного. Наука была гораздо сложнее, чем земная. Эта отрасль знания имеет различные уровни исследований. Глубинный уровень предполагает знания систем в системе макроуровня. Это то, что невозможно сделать за всю жизнь на нашей планете. Но там для завершения работы они тратят один год, в земном время исчисления. В исследовании отразилось многообразие и неоднозначность жизни в космических лучах. Сфера жизнедеятельности организмов, оказывается, гораздо более широкая и сложная, чем представляют себе люди на нашей планете. У животного и растительного мира есть свои духовные аспекты, и каждая живая клеточка связана с Богом, космосом, несет его структуры. Это прозвучало как откровение. Земляне даже не задумываются над этим. А там этот аспект базовый, исходный для всех направлений науки. Проблема взаимодействий в космосе уже давно решена. Нет энергетических перехлестов, катаклизмов, гармонии и мир, но все в системе систем. Мне стало понятно, что без сведения баз энергодублирования и копирования в единую сеть поддержки жизнеобеспечения всех живых организмов, не обойтись. Тогда станет возможным кардинальное влияние на неживую материю. Беседа получилась увлекательной, друзья с большим вниманием отнеслись к моим вопросам и дали интересные ответы. Мы не заметили, как пролетело время. Уже надо было расставаться, корабль подошел бесшумно, и мы попрощались. Друзья долго сигналили, и в памяти навсегда осталось приятное зеленое свечение, как интересно учиться новому. Люди начинают это понимать, когда видят реальные результаты и глубже вникают в смысл открытий. Любознательные всегда что-нибудь выдумывают, и полагаю, что они найдут пищу для размышлений. Все с вами рядом, дерзайте. Из беседы с профессором другой планеты. Некоторые из вас в прошлых жизнях работали с представителями других цивилизаций, постигали науки космоса. И сейчас многие вселенные готовы с радостью принять землян. Часто новейшие знания поступают на Землю, казалось бы, из неизвестных источников. Кто-то во сне совершает открытие, кто-то неожиданно сам догадывается, находя точный ответ на волнующий вопрос. Вот так просто совершаются открытия. На самом деле за всем этим стоит помощь Бога и космоса. С землянами взаимодействуют на тонких планах, сейчас, как и в прошлое века, есть люди, которые работают с учеными из других цивилизаций. Эти связи кармические. Так Творец помогает всем мирам и дает знания через тех людей, которые созрели для принятия передовых наук. Ученый мир космоса очень большой, но там люди не стремятся достичь каких-либо высот и степеней, они просто изучают новое и трудятся, понимая, что когда настанет время, они смогут передать опыт другим. Божественные науки раскрывают суть жизни и ее устройства. Человек, изучающий их, способен воспринимать мир во всем его многообразии, он начинает видеть параллели и аналогии, и все складывается в единую сложнейшую систему взаимосвязи времен и событий, которую контролирует Бог. Земляне смогут шагнуть вперед, им представится возможность обучаться и работать в тех сферах, о которых на Земле еще и не слышали. Начало этому процессу уже положено, люди тянутся к знаниям, и впереди встречи с учеными, достигшими больших высот в науках космоса. В процессе перестройки Земли, что происходит сейчас, каждый из нас с вами принимает участие, так как мы связаны с планетой энергетически. Люди уже начали меняться в лучшую сторону, многие просят Бога и стараются идти в ноле, не нервничают и не расстраиваются. Земля начала излучать больше светлой энергии, но чистка, как вы знаете, будет все равно нарастать, и в условиях преобразования ландшафтов будет особенно нужна новая техника. Ученые других цивилизаций готовы помочь в решении этой задачи, они обращают ваше внимание на те вопросы, которые порой ускользают из поля зрения. Недавно на одной из планет я встретился с профессором, изучающим технические вопросы и перспективы космического строительства своей планеты. Исходя из опыта, он замечает, что Земля – уникальнейшая планета, и ее потенциал, который дан Богом изначально, люди пока не смогли правильно использовать. В космосе знают, что Япония, Америка, Советский Союз и другие страны не раз предпринимали попытки создания межпланетных кораблей, но их мощности были невелики и реальное строительство ограничилось созданием техники среднего класса. Во время производства и испытаний выявляются новые неточности, сбои в работе вызваны не всегда продуманными до конца новшествами. С одной стороны, устаревшие технологии, с другой – бедность используемых способов и средств на базе неплохого сырья. Этот процесс поиска и неудач бесконечен, считают в космосе. Связано это с несколькими причинами. Например, еще не решен вопрос с энергоресурсами будущих кораблей. Те системы вечного двигателя, что стоят на некоторых моделях земной космической техники, несовершенны. В процессе перехода в другие миры они не выдержат смены температурного, временного и других режимов. Некоторые из моделей уже потерпели крушение. Вторая слабая сторона, как справедливо замечает ученый, – это обшивка. Не развивая технологий, будет трудно создать корабль с нужными техническими характеристиками. Те же модели инопланетных кораблей от темных сил, что приспособлены для пилотирования, не смогут прослужить долго, так как земные новшества, что внесены туда, не дают желаемых результатов. Задача, которая уже встала перед создателями кораблей, – повышение качества, уровней и классности работ. Можно применить уникальные технологии, и все вопросы будут решены. Тупиковые ситуации созданы потому, что Земля пошла по пути дублирования того, что есть у других, ученые стали охотиться за секретами разных стран, других миров и потерпели крах. Техника как будто бы есть, но не та, которую хотели иметь, многое не получается, это связано с тем, что истинного источника знаний у военных Земли нет. С уверенностью можно сказать, что его не будет, пока мотивы, движущие создателей кораблей, будут агрессивными. Захватнические идеи не дают ключа к знаниям, с помощью которых можно будет создать простую и удобную технику. Причины неудач землян в их мышлении, как только военные получат межзвездный корабль дальнего следования, то сразу же отправятся экспедиции для изучения, других планет и миров, то есть для захвата, использования ресурсов, технологий и людей в своих целях. Конечно же космосом все это просматривается, а такой подход тормозит развитие научной мысли планеты. Пока ученые Земли не поймут этого и ситуация не изменится, люди останутся на прежнем уровне развития, какие бы попытки они не предпринимали. Обобщая и приводя в систему научную мысль Земли, можно сказать, что в целом ученые решают проблемы количественных порядков, углубляясь в нюансы, качественные же перемены происходят очень медленно. Можно привести массу конкретных примеров этому, углубить и развить их суть. Но и так уже становится ясным современное состояние земной науки и техники. Признавать ошибки, анализировать ситуации всегда непросто, но вопрос уже стоит о судьбе всего человечества, будет ли цивилизация развиваться дальше или остановиться на прежней ступени. Тогда в недалеком будущем она прекратит свое существование. Там, где есть остановка в развитии и нет поступательного движения вперед, происходит постепенная или быстрая деградация. Все зависит от того, есть ли силы, заинтересованные в уничтожении или порабощении людей этой планеты. Существуют планы, по которым темные силы предложат землянам новую технику убийств только для того, чтобы население Земли значительно сократилось, а оставшимися людьми можно было легко управлять. Это будет обслуживающий персонал для другой цивилизации. Вот так легко можно потерять все, а главное, самих себя. Люди планеты Земля, прежде чем идти на такие контакты и сделки, подумайте, чем это обернется для вас, ваших детей и потомков, для всего человечества. Помните, что даже вашего устного согласия достаточно для того, чтобы вами начали манипулировать. Землянам могут дать корабли от темных сил в аренду, их дадут только на время, чтобы вы своими руками реализовали их коварные планы, пока люди не видят обмана и доверяют слепо. Но Бог дает человечеству возможность обрести знания, владея которыми, люди будут на высоте. И никто не сможет обмануть землян и использовать для того, чтобы часть своей вины переложить на вас, основываясь на вашем добровольном участии в сделках. Справедливо ли отвечать за коварство других? Да, если люди были недальновидны и позволили обмануть себя, позволили поставить народы планеты в унизительное положение. Бог дал вам разум не для того, чтобы его терять. Космическое сообщество надеется, что на Земле будут приняты верные решения и дана правильная оценка тем событиям, которые уже произошли, и тем, что еще планируется. Божественная помощь всегда рядом, сумейте ею воспользоваться в нужный момент. А не тогда, когда уже будет поздно что-либо исправить. Сейчас вам дано очень много, если вы начнете разумно поступать, проблем у вас будет намного меньше, а с помощью Создателя вы решите их гораздо быстрее. Впереди ждут большие катастрофы и испытания, в дружбе и поддержке друг друга вы сможете их пройти. Помните, что на каждую молитву идет отклик и оказывается помощь. Космосом учитываются все нюансы и интересы всех людей. Пока Богом разрешено стабилизировать Землю и оказывать помощь, еще есть время на духовный, а значит жизненный, рост землян. Тот, кто использует данные Творцом времени впустую будет на высоте. Космическое сообщество желает вам пройти сложную жизненную школу с успехом. Контакты. Не секрет, что на всех континентах Земля не видят НЛО и встречаются с представителями других цивилизаций. Эта проблема уже всерьез изучается уфологами. Замечено, что чаще контакты происходят с простыми людьми, через них пытаются передать информацию для всего человечества. Неприятные ощущения, страх, сильные эмоции вызваны грязной, или отрицательной, энергии, идущей от пришельцев, работающими с темными силами. Если же с вами встретятся люди от светлых сил, ничего подобного вы не испытаете, наоборот, будете ощущать спокойствие. Иногда землянам передают значительные по смыслу сообщения, они могут идти мысленно или с помощью звуков, знаков и так далее. Часто люди пугаются при этом, но бояться ничего не надо, знайте, что такие вещи есть. Если вы просите в Бога, то ничего плохого не произойдет, вас всегда защитят и уберегут. Сейчас все больше примеров тому, как братья из космоса, используя различные способы, передают информацию о том, что люди ведут себя неверно. В печати и литературе разных стран описаны уже тысячи таких случаев. Часто, когда человеку грозит опасность, появляются сущности или люди из шара и помогают, часто спасают землянам жизнь, исчезая так же неожиданно, как появились. Это идет помощь из других миров, космос дает понять, что все в жизни взаимосвязано и каждый человек дорог Богу, он всегда незамедлительно шлет помощь, какой бы фантастической она ни казалась. Братья из высших цивилизаций любят человечество Земли, их отношения к вам доброжелательны и они берегут людей. В будущем человеческому сообществу Земли многое предстоит сделать, пройти по жизни рука об руку с людьми разных стран, поэтому так важно уже сейчас научиться любить того, кто рядом того, кто порой бывает неправ, но такой же человек, как и мы с вами. Любовью очищается сердце и любовью зажигает душу Бог, чтобы она светила всем одинаково и чтобы от нее шел такой же добрый свет, как от самого Отца. Не так важно, какие были ошибки у человека, главное то, что он делает сейчас и куда идет, встречаясь с людьми, Творец смотрит не на заблуждение разума, а на любовь и чистоту сердца, на красоту и доброту души человека. Людям порой так не хватает простоты и чистосердечности в общении, разговора по душам. Их сердце как будто сжато в комок, но ни у одного человека нет сердца камня, каждый, ранимый внутри, но подчас самозащита и озлобленность ведут к нападению. Так жили родители, так воспитывали детей, и это тоже надо учитывать и уметь прощать. Люди – это цветы, и все они могут расцвести в лучах любви. Пусть на вашем пути всегда будет эта чудесная красота жизни, люди. Удачи вам! Третий раздел, Земля и космос, не все события и истории может сохранить человеческая память. За давностью времен бесследно исчезают повествования о былых событиях. Люди всегда стремились сохранить источники, хранящие рассказы о прошедших временах и событиях, поэтому до нас дошли папирусы, таблички, древние книги и так далее. Но на сегодняшний день остается загадкой, как люди могли воздвигнуть гигантские столбы, пирамиды, великолепные храмы и дворцы. Наука не дает точный ответ, почему и куда исчезли цивилизации, оставив после себя великолепные памятники культуры и пустые города в джунглях. Никто не знает, как закончили свое существование цивилизация Майя, Атлантида и где их потомки. Всему миру известны находки археологов, которые позволяют с уверенностью говорить о том, что на Землю прибывали космические корабли из других планет. На стенах пещер найдены рисунки, на которых изображены астронавты и детально расписана космическая техника. Гигантские фигуры, такие как на острове Пасхи, не могли быть произведены руками людей и примитивными инструментами. До наших дней дошли предметы, которым по подсчетам специалистов несколько тысяч лет. Некоторые из находок не подаются анализам, и для ученых всего мира остается загадкой, как они появились. Одной из древних цивилизаций Земли была создана человеческая голова из чистого горного хрусталя, в ней учтены мельчайшие детали анатомии, и даже в наше время еще никто не смог выполнить подобное, аналогов этому на Земле нет. Уровень исполнения настолько высок, что без точной аппаратуры эту работу невозможно было произвести. Тот, кто создавал хрустальную голову, обладал такими знаниями анатомии черепа, которых человечество достигло лишь в 19 веке. Все это показывает, что когда-то уровень развития землян был очень высок, и наша цивилизация еще на пути к нему. Обратимся же к прошлому планеты и постараемся понять, каковы были знания наших предшественников, в чем секреты их жизни. Загадки Египта. Египет издревле славился своими науками. Врачи умели исцелять, женщины этой страны владели искусством быть красивыми, и не было им равных в постижении секретов, как продлить молодость и улучшить здоровье. До сих пор люди многих стран обращаются к истории этой необычной Земли и пытаются разгадать стили особенности жизни египтян, секреты их царей и загадки статуй, усыпальниц фараонов, дворцов и так далее. У каждой древней цивилизации, что приходило на Землю, были свои особенности и тайны, поэтому они могли существовать длительное время и развивались, идя различными, интереснейшими путями. Люди могут видеть своеобразие каждого из них. Экспедициями, что сейчас работают на раскопках, найдены предметы, анализ которых затруднен не только из-за давности времен, но и потому, что ученые не всегда могут определить составляющие сплавов и способы производства некоторых предметов. Значит, были какие-то иные неизвестные современному человечеству, технологии, возможно, даже с других планет. Еще многое остается загадкой. Наследие Египта по праву высоко ценится во всем мире. И интерес к этой стране не исчезает. Ее прошлое позволяет сохранить связи времен и народов нашей планеты. Откуда же египтяне и их цари черпали мощь и силу, как узнавали секреты и почему могли создавать то, что было не под силу другим. Особую роль в государстве играли жрецы. Они владели тайными знаниями и могли управлять людьми. Мудрые цари прислушивались к их мнению и оставались у власти. Простые же люди не знали и не могли знать о сути управления и полном контроле событий. Особые умения позволяли удерживать в руках нити манипулирования и влиять на решение властей, не только просчитывать будущее, но и изменять его. Поскольку тайные правители всенародно демонстрировали свои умения, излечивали тяжелобольных, останавливали бури, то народ держался в страхе и неведении. Жрецы имели большой авторитет, и чтобы сохранить власть над умами людей, были вынуждены держать в секрете сами знания и их источник. Посвященные умели вызывать дух умершего фараона и получать наказ от него, чтобы новый правитель доверял им и делал то, что ему говорят и советуют. Роскошь как будто не интересовала этих людей, но они владели всем и ни в чем не знали нужды, понимали, что власть, это истинное богатство, и обладая ею, они всегда будут элитой общества. Поэтому так ревностно следили, чтобы в их ряды не проник никто лишний. Жречество не передавалось по наследству, и только своими усилиями и изучением тайной магии члены семьи посвященного могли овладеть знаниями. Каждый, кто хотел стать жрецом, должен был пройти ряд испытаний на верность фараону и тайным правителям, и только после этого допускался к первой ступени. Всего их было семь, две последние носили закрытый характер и позволяли человеку владеть науками, которых на Земле вообще не было. Расшифруем некоторые из них. Первая ступень, овладение мыслительной энергией и управление ею на расстоянии, умение вызывать определенные желания у людей. Удержание энергии собственного тела, направление ее на других с целью воздействия. Регулирование эмоций людей на расстоянии, умение жить без воды, пищи несколько дней, недель. Задача, быть неуязвимым, уметь преодолевать все жизненные трудности. Вторая ступень, управление погодой, работа с духами, как правило, от темных сил. Жречество научилось вызывать их и получать интересующую информацию. Поскольку источник оставался нечистым, сведения были не всегда точны, но жрецы умели хитро выходить из любой ситуации. В совершенстве владея речью, создавали видимость своей абсолютной правоты. На этой ступени они могли предвидеть будущее событие. Обладая такими знаниями, стремились завязать связи с разными людьми, получая от них нужные сведения, манипулировали сетью информаторов и знали все. В совершенстве владели врачеванием, искусством любви. Третья ступень, более тонкое управление государственной властью, перестановки правителей, сближение нужных людей и внесение разногласий между врагами. Разработка системы государственного управления и контроля, стратегии и тактики, инсценировка войн. Сильнее было то государство, где были опытные жрецы. Благодаря знаниям, они полностью осуществляли контроль над ситуацией, поэтому фараоны предоставляли посвященным все условия для их жизни и развития. Но ни один фараон не посвящался в тонкости науки. Четвертая ступень определяла широкое видение мира на всех направлениях, общение с духами умерших и предвидение картин будущего, владение силовыми методами и более быстрое и мощное, чем на предыдущих ступенях, воздействие. Перемещение дождевых фронтов на большие расстояния, вызов смерчей и ураганов, влияние на рост и развитие растений, животных и людей. Жрецы умели не только лечить, но и насылать болезни и мор. Пятая ступень – постижение тайн. Видение миров и наведение несчастья на целые народы, умерщвление и оживление. Знание секретов физического и других тел, полное управление ими, неуязвимость. Обучение фараонов искусству любви, пророчества и предсказания на века и многое другое. Это, лишь малая часть того, что умели люди, которым был открыт доступ к тайным для многих источникам и знаниям. Достигая каждого нового уровня, на что уходили десятки лет, жрец совершенствовал свое мастерство. Вызвать дождь или засуху, остановить смерть, повернуть вспять врага и т. д. не стоило для таких людей большого труда. Медитация и получение знаний позволяли им творить чудеса, пища могли превратить в яд, не прикасаясь к ней, и наоборот, очистить отравленное за считанные секунды. Верховный жрец всегда отличался большими, чем у других, силой и умениями. К нему прислушивались, уважали его ум и знания, но редко когда к 70-80 годам он достигал пятой ступени. Развивая свои способности, посвященные могли совершать действия, которые ошеломляли окружающих. Уже в то время жрецы проводили черепно-мозговые операции, могли остановить внутреннее и наружное кровотечение, оперировали сердце и сосуды. Для посвященных существовало 9 тайных папирусов, это были особые знания и их применение полностью контролировал верховный жрец. К нему стекалась вся информация с различных точек государства, и в любой момент он умел остановить непредвиденные события и повернуть все в нужное русло. Опасаясь власти преемников, этот верховный правитель не делился секретами своих знаний даже с помощниками. О главном умалчивалось, и в тайных записях была лишь общая секретная информация, но и она намного опережала знания простых людей. Держа египтян в полном неведении, жрецы стремились подольше сохранить власть. С этой целью образование получало только элиты общества, члены известных семей. А закрытые знания передавались из уст в уста, и редко случалось, что умирающий раскрывал преемнику суть того, что он достиг. Внутренний кодекс жречества гласил, пусть не узнает никто, чем узнают все. Посвященные понимали, что без обладания тайными знаниями будет невозможно управлять народом, держать его в подчинении. И как только жрецы подходили к пределу духовного и нравственного порабощения людей, расцвету государство и успеху власти приходил конец. Знания не всегда приходят из божественного источника, и тогда жизнь меняется в худшую сторону. Те науки, что дает Творец, предназначены для народа, для тех, кто будет мирно развиваться, не ущемляя права и интересы людей. Египет достиг большого расцвета, не все его наследство дошло до нас, войны и разрушения еще более отдалили эту эпоху. Бог посылал туда умнейших людей, и если бы народ Египта принял их, то наступил бы расцвет человечества. Вспомните, Моисея, какие гонения были на него, а если бы правители Египта признали и дооциенили истинность знаний от Бога, который нас этот посланник, то государство смогло бы стать центром, откуда началось бы единение всех народов Земли, и еще тогда человечество шагнуло бы в новую эпоху. Сколько уже было бы достигнуто за эти тысячелетия? Не в каждом цикле развития планеты землянам предоставляется совершить подобные шаги. Сейчас настает именно такой момент, и если он будет упущен, то уже ничего нельзя будет изменить. Возвращаясь к прошлому одного из самых загадочных государств Земли, затронем еще одну тему. Египтяне верили, что душа человека покидает тело лишь временно. Они считали, что помимо тела и души люди обладают и еще одной формой, духом или двойником души. Именно он мог в нужный момент вернуться и войти в тело, чтобы продолжить жизнь, быть может, через сотни и тысячи лет. Поэтому тело бальзамировали и приготовляли все, что могло понадобиться человеку. Строгого деления на жизни смерть не было, и умерших почитали так же, как живых верили, что они всегда рядом. Кто-то, по убеждению египтян, продолжал жизнь, витая над людьми, кто-то превращался в дерево или птицу, благородное животное, но не исчезал в небытье. Спокойный уклад жизни объяснялся тем, что люди верили в продолжение существования. После смерти душа отравлялась к богам или, если они желали, оставались с родственниками, чтобы помогать им, поэтому жители Египта часто обращались за советом к ушедшим от них близким, получая ответ, они всегда благодарили и просили богов, чтобы те приняли их после смерти. Считалось, что душа живет вечно и способна приходить в непроявленном состоянии, с этим были связаны многие обряды и песнопения. Особые ритуалы часто служили защитой от грабителей, когда хоронили фараона, то обязательно на месте его погребения произносились проклятия. Их сила была большой, они действуют и по сегодняшний день. В связи с этим становятся ясными причины смерти исследователей, ученых-египтологов. Многие из них умирали сразу после посещения гробниц. Для защиты тела фараона применялись сильно действующие яды. Мумия была обернута бинтами, пропитанными специальными составами, при их взаимодействии с разными веществами в усыпальнице возникали опасные для жизни человека газы, и поэтому часто воры погибали недалеко от могильника. Колхицин, белина, синильная кислота, яд пауков и змей применялись для умерщвления неугодных. На службе у правителей состояли десятки людей, занимающихся поиском новых ядов и противоядий, создавались списки рецептов, которые держались в строжайшем секрете. Верования египтян не позволяли нарушения законов и ослушания, если это происходило, то преступников казнили открыто, а неугодных убивали незаметно, никто не был застрахован от внезапной гибели. История этого древнего государства еще раз напоминает человечеству, что каких бы высот не достигли люди, они могут все потерять, если цели и направления были избраны неверно. Египет несет с собой больше загадок, чем ответов на вопросы. Одно можно сказать суверенностью, цивилизации Земли уходили и навсегда уносили с собой прежний уклад жизни, знания. Вся история планеты показывает, как много раз возрождалась здесь жизнь, как Бог спасал людей и каждый раз давал новую возможность развиваться. Сейчас важно не повторять прежних ошибок. Тайные и явные, прошлое и будущее Египта еще долго будет волновать мыслителей нашего столетия. Не случайно эта страна была выбрана для расцвета цивилизации, но здесь противоборствовали силы добра и зла, многие царицы Египта были одаренными натурами. Они понимали, как тяжело противодействовать государственной машине и видели истинные плоды власти, роскошь и снижение духовности. Знания часто использовались во зло. Но были и такие люди, которые развивали свои способности в позитивном ключе. Хочу рассказать об одной из египетских цариц. Духовные практики, или установление контакта с другими мирами, применяемые жрецами, ее мало интересовали, у нее был свой способ получения знаний. Находясь в покое, она могла четко и ясно видеть, что происходит в другом конце страны, что было в прошлом и что наступит через тысячи лет. Но тогда ей казалось это фантазиями. Однажды женщина высказала свое предположение об исходе одного из споров при дворце и оказалась права. Потом угадала исход войны и количество жертв. С того времени ее начали побаиваться, и она перестала делиться с другими своими мыслями. Сомнения были велики, и царица не посмела применять свои знания, так как видела тайную власть жрецов и знала, чем могло кончиться ее вольнодумство. А ведь она реально могла бы влиять на внутреннюю политику Египта. Но интересно другое. В конце 20 века, когда временные рамки изменились и пространство стало иным, душа царицы приходила на Землю и рассказывала людям о том, как шло развитие страны. Она открыла, что некоторые из египтян входили в контакт с разными существами с других планет и обучались у них, и это время было новой эпохой знаний. Изучались способы получения и применения энергий, левитация и многое другое. Египтянка рассказала, как научилась ощущать в себе свет и видеть незримый луч. Поведала, что для нее раскрылись тайны миров и она поняла призрачность земных устремлений. Стало ясно, что на самом деле мир устроен гораздо сложнее и интереснее. Так человек увидел иную действительность. Вселенная – это бескрайний океан, где Земля лишь небольшой остров. Много веков прошло с тех пор, как эта женщина покинула Землю. Но случайны ли эти встречи сейчас, на пороге смены эпох? Конечно, нет. Она видит прошлое и будущее планеты и хочет поделиться тем, что знает. Видение других миров заставило ее задуматься о смысле бытия и многообразия жизни, ее богатстве во всех материальных и нематериальных проявлениях. Жизнь чудесна по определению многих людей, и те, кто прошли ступени своей эволюции, познают непонятное и непостижимое, раскрывают пути совершенствования. Но многие люди работают на уничтожение. Царица видела, как убивали неугодных в Египте, она знает современные технологии убийств. История повторяется, и земляне до сих пор, как считает она, не смогли познать красоту и мощь энергий вселенных Бога, не научились их использовать и применять во благо, что хотят сказать те души, которые приходят на планету и через разных людей передают знания, свои мысли о будущем. О чем они хотят предупредить? О грядущих катастрофах и о том, как велики были возможности человека, как мало он ими пользовался, и каким печальным может стать финал жизни. Люди Земли. Сейчас вам многое дано. Несмотря на то, что часть знаний утеряна и забыта, вы владеете немалым багажом. Ваш жизненный опыт был необходим и он ничем не заменим. Шло развитие души, и вы проходили сложные уроки, впереди у вас будет возможность свободно творить, созидать, радоваться. И начало этому уже есть. Никто не сможет совершить открытий за вас, а не отражение вашей души, ваших устремлений, будущее всем открывает двери. Связь веков, не все знают, что с давних времен земляне владели языками растений и животных, могли свободно общаться с разными мирами. И сейчас есть необычные люди, которые могут находиться среди зверей, но остаются целы и невредимы. Более того, находят с животными тесный контакт и расстаются друзьями со всеми представителями флоры и фауны. В чем причина таких загадочных обстоятельств? В особых знаниях, передаваемых веками, или может быть звери принимают этих людей за своих сородичей? И то, и другое правда. Интересно, как такие таланты выходят из затруднительных положений. Однажды, когда в одном из отдаленных селений появились змей, люди были обеспокоены. Присмыкающие заполоняли сады, заползали в дома и подвалы. Только один человек смог избавить всех от нашествия, так как знал специальные способы управления ядовитыми змеями. За полчаса он сумел их вывести и обезопасил людей. У всех на глазах этот смельчак стал нараспев читать Коран, и пресмыкающиеся, как завороженные, стали уходить за ним. Что это были зазнания, людям неизвестно. Но факт остается фактом. Этот дар был от Бога, еще дед и прадед нашего героя знали и понимали язык зверей. Не утерялась связь веков. Оказывается, не только люди могут понимать друг друга, но и представители разных миров могут находить общий язык и все решать мирным путем. Любой зверь может стать другом и защитником человека, надо только сделать шаг навстречу природе и внести в нее любовь и доброту. Тогда она сторицей воздаст людям и подарит счастье встреч, а все животные планеты ответят дружелюбием. О необычном и реальном. Обратимся к подводному миру планеты, он разнообразен и интересен. Люди не всегда могут проникнуть в его глубинные тайны, и кое-что в нем остается неизвестным. Немало землян становилось свидетелями необычных явлений, то на фоне спокойного моря неожиданно встают стеной волны, то слышен чей-то плач или звуки, напоминающие песни сирен. Все это существует в действительности. Однажды один рыбак увидел нечто загадочное. Он был недалеко от берега, когда к нему подплыла стая дельфинов. Их спины переливались, и вся группа, казалось, действовала как по команде. Все плыли на удивление ровно, легко и быстро мощно преодолевая водные препятствия. Скорость была высокой, и когда в бухте над водой рыбак увидел человеческие лица, то пришел в замешательство. На него смотрели красивые женские глаза. По виду они напоминали что-то неземное, такое странное действие оказывал их взгляд. Под водой были видны стройные фигуры красавец, но вместо их ног оказались большие рыбьи хвосты. Это было захватывающее зрелище. На солнце тела переливались, и море играло в этих отблесках. Он так и не понял, почему произошла эта встреча, и какой бы поворот могла сделать его судьба, если бы он не испугался чудо-женщин. Ассирия видела, что он не был готов к встрече, его руки судорожно сжимали рыболовные снасти. Чтобы не пугать человека и не вводить его в шок, она повернула всю группу назад. В мгновение ока они исчезли и через секунду были уже за километр от рыбака. В его сознании это промелькнуло как видение или сон. Даже себе он боялся признаться в реальности произошедшего. Вот так порой земляне не готовы к контактам с представителями параллельных миров. Страх и земное, стандартное восприятие вещей не дают перешагнуть невидимые грани мироздания. Загадочные существа, представители светлых сил, умеют путешествовать в пространстве и во времени. Они являются далеко не всем. Это их выбор. Когда люди созреют к работе с ними, начнется новая эра в развитии сознания людей на земле. О вселении духов. Многие из вас слышали о таком явлении. Еще Иисус исцелял одержимых бесом и изгонял злых духов. Когда человек живет без Бога и в его душе разгорается злоба, в него могут войти темные сущности. Тогда начинается беда, возникают навязчивые идеи, неприятные сны, или прямые указания от темных не дают таким людям жить нормально. Человек рано или поздно осознает, что им управляют, но не может противостоять этим силам. Болезнь или даже суицид, печальный конец таких людей. Землянам не поясняли в свое время, что их неверное поведение, ключ к их сердцам и душам. Эпоха безбожия сделала свое дело. Терзаемые отрицательными эмоциями, недовольством, местью, они так и не смогли перебороть себя и возродить лучшее в сердце и разуме. Все чаще на рентгеновских снимках видно, как в голове пациента, или в разных органах, сидят темные сущности. Они высасывают энергию человека, делая из него биоработа. Это очень опасная вещь. Когда люди сталкиваются с таким человеком, то понимают, как тяжело с ним общаться и как ему самому не сладко. Грусть и внутренний дискомфорт не покидают даже в счастливые моменты жизни. Врачи, как правило, не находят особых болезней, ставят диагнозы, стремятся помочь пациенту. Но картина не меняется в лучшую сторону. В старину люди умели изгонять бесов из человека. И сейчас есть такие, кому даны этот дар и знание Творца, какое облегчение испытывает сам больной, когда освобождается от давления темных сил. Чтобы сохранить свободу, человек не должен был становиться злым и алчным. Прося Бога, он всегда бы мудро решал свои проблемы и находился бы под защитой Всевышнего. Не все это понимают, но когда приходит беда, то к Создателю обращаются за помощью. А ведь плохого можно было избежать, думаю, что пересмотр своих действий поможет вам разобраться, как сохранить свою жизнь, здоровье, радость. А ведь это немаловажно. Правильная реакция на все события позволит сохранить гармонию и мир. Сила энергии. Земляне многое знают об открытиях великого физика Альберта Эйнштейна. Этот ученый все время углублял знания и развивал науку, доходил до сути явлений и многого достиг. В 26 лет Эйнштейн доказал, что материя, это сжатая энергия, способная порождать новую энергию. Работая над этой темой всю свою жизнь, ученый смог проникнуть в тайны физической науки и подошел к открытию законов, которые смогли бы помочь контролировать силовые потоки и управлять ими. Существующая физическая матрица вещества, что открыта земному видению человека, не дает полной характеристики свойств и потенциальных возможностей исходного материала. Ученые Земли, идя путем опытов и экспериментов, с помощью которых постигали закономерности и особенности взаимодействия веществ, не всегда однозначно могли заявить, что раскрыли суть явления, она все время исчезала. Эйнштейн научился видеть вещи в системе. Энергетический потенциал, что есть в любом виде материи, может быть неисчерпаемым при одних условиях, и может, перезарядившись, угаснуть при других. Рассматривая исследуемый объект в его энергетической зависимости от полей, вспышек, энергозарядов, в системе с окружающей средой, первооткрыватель понимал двойной характер зарождения материи или стабилизации специального энергополя с образованием твердой оболочки и изменением движения частиц, входящих в физическую материю. Программа, по которой развивается любое существо, мир, вселенная или энергия, всегда неоднозначна. Здесь, как и везде, есть плюс и минус, мужское и женское начало, которые можно привести в созидательную и разрушительную системы. Аналогий немало, например, одно и то же вещество может быть и смертельным ядом, и лекарством. Многое зависит от доз и разных нюансов. Эйнштейн подошел к порогу, где человечество могло уже при его жизни шагнуть в новый век, в новую эру. Он научился из матрицы любого вещества выделять его двойника по принципу, на каждое ядие есть противоядие. Что это могло дать человечеству? С одной стороны, люди научились бы нейтрализовать нейтронные, водородные, ядерные бомбы, с другой, смогли бы в тысячи раз увеличить мощность их катализаторов за счет энергетической подпитки антивеществ и уничтожить одновременно миллиарды людей и ни одну планету. Неумелое обращение с веществом и его потенциалом может привести к катастрофе. Стоит показать заинтересованным людям путь открытия, и это произойдет. Ученый не делал даже записей по этой особой теме. Человечество входит в 21 век с идеей увеличения военной мощи, значит еще не скоро будет владеть знаниями такого уровня, какого достиг известный миру физик. Представители других цивилизаций научились в большей мере, чем земляне, использовать энергию Солнца, тех источников, что уже дал Творец, не изобретая новых. Поэтому потенциал знаний и жизни других планет гораздо больше, чем у землян. Новинки, созданные братьями из космоса, помогают в полной мере использовать силы природы, но не подменяют их, так как люди видят большие реальные возможности творений Бога. Любые технологические процессы на Земле можно повернуть в позитивное русло, тогда польза и отдача от них станет выше на несколько порядков, не потребуются новые изобретения, чтобы заменить старое. Всегда можно найти способ улучшить и модернизировать старое. Альберт Эйнштейн только углубился в суть реальных вещей и смог полностью перевернуть взгляд на физический мир. Сможет ли человечество переступить этот порог и как скоро это произойдет? Пока вопрос остается открытым, но уже сейчас в разных странах есть новинки, которые работают вне стандартов и земных законов. Будущее, за ними. Энергии планет. Каждый раз, когда на Землю приходила новая жизнь, когда люди с ноля начинали созидать, планета очищалась и была пригодна для успешного развития землян. С течением времени многое менялось, энергии упадка и недовольства превалировали снова, и развитие останавливалось. Люди должны догадаться, что так не должно быть. В критические моменты Творец останавливал землян, уводя их души с планеты, и затем вновь давал шанс возрождаться миру и простоте. В других цивилизациях люди живут тысячелетиями не умирая, это значит, что они работают в том же теле, не теряют здоровья и молодости, поступательно развиваются во всех направлениях. Постигая тонкости и совершенство жизни, они научились ее ценить и используют прошлый опыт. Их планеты не чувствуют истощения и излучают добро и свет, усиленные людьми. Когда погибали народы Земли, она была в трауре, поток жизненной энергии сокращался, так как поведение людей способствовало этому. На нашей планете есть такие места, где каждому человеку, если он не имеет негативного, становится легко, и он обретает силы. Это значит, что Земля может сама помогать человечеству восстановить здоровье и счастье. Но поскольку планета получает в ответ мало любви, она все больше оскудевает. Из-за бездуховности людей и противоречий между ними ослабляются тысячелетние связи. Нарушается система положительных энергетических взаимодействий, и все чаще происходят нежелательные изменения. Земляне уже заметили, что многие растения, травы, которые раньше лечили заболевания людей, теперь оказывают слабый эффект или совсем не помогают. Вода, пища, грибы и ягоды изменили свой вкус, он уже не тот, что был 10-15 лет назад. Все это связано с тем, что исчезает взаимосвязь полей, которая была раньше, и образуется новое, разрушительное. Энергетические потоки негативного характера стали более концентрированы и целенаправленны, то есть большое количество людей недовольны и озлоблены. А у многих из них даже заболевания схожие. Статистика фиксирует факты, которые человечеству еще предстоит осмыслить, но, не видя главной энергетической закономерности, будет невозможно принять правильные решения. Чтобы выровнять положение Земли, необходимо научиться видеть и управлять теми процессами, которые земной наукой мало изучены. Наблюдения ученых показывают, что психоэмоциональные всплески людей отрицательно воздействуют на растения, точно так же они влияют на окружающую среду, детей, человечество в целом и на другие планеты. И сейчас вокруг Земли находятся сгустки негативной энергии, которые сказываются на мыслительных, психических и эмоциональных реакциях человека. Даже животные в такой обстановке становятся агрессивными и нападают на людей без видимых, казалось бы, причин. Можно представить, насколько нелегко будет жить дальше, но через это человечеству придется пройти. Разбираясь в причинах сложных ситуаций, используя эти знания, вы сможете правильно среагировать и остаться на высоте. Терпимость и уважение друг к другу позволят прервать замкнутый круг и исправить существующее положение. Вы в силах изменить не только собственную жизнь, но и помочь другим людям и планете. В космосе понимают проблемы землян и поэтому открывают новое для людей, надеясь на их разумность и отклик. Ведь в этом случае возможно, что земной шар засияет, как и другие планеты. Интересное рядом. В этой жизни люди подчас не замечают интереснейшие вещи, а чудеса на нашей планете сейчас происходят так же, как и тысячи лет назад, как происходили всегда. Хочу рассказать вам одну историю, такие происшествия вызывают большое удивление, но думаю, что некоторые из вас сталкивались с подобными явлениями. Итак, однажды, в глухую ночь, когда 9-летний мальчик и маленькая девочка, его сестра, заблудились в лесу. Произошло нечто странное. Вы знаете, что дети всегда находятся под особой защитой Бога, и каждый может вспомнить разные случаи из своего детства, когда могло произойти несчастье, но каким-то чудом вы оставались целы и невредимы. Это берег вас Бог, ангел и святые. Дети пошли в лес за ягодами, но увлеклись игрой бабочек, интересными красивыми полянками, они потеряли из виду тропку, которые должны были держаться. А когда испугались, то в растерянности пошли в совершенно ином направлении. Девочка, похожая на маленькую фею, плакала, ее светлые кудрявые волосы перебирал ветер, пытаясь успокоить, и тоненьким голоском, похожим на звон колокольчиков, она причитала, «Больше мы уже никогда не увидим нашу маму, и бабушка уже не будет мне петь колыбельную на ночь и рассказывать сказку про красавицу-принцессу». Мальчик был мужественным, но не мог найти дорогу домой. Когда они подошли к болотной топе, он совсем растерялся и потерял веру в то, что когда-нибудь увидят родителей. Из еды у детей были только ягоды, которые собрали днем, а тем временем уже ночь спускалась над лесом, дневная суета жителей зеленых полян прекращалась. Таинственное мерцание звезд, ночная прохлада и шелест листьев погружали детей в сон. Усталость давала знать о себе, и малейший шорох, раздававшийся поблизости, пугал и заставлял сестренку и брата прижиматься друг к другу еще плотней. «Мне страшно», — сказала маленькая фея и заплакала. Мальчик как мог успокаивал ее, но никакие доводы не помогали, а рядом были духи леса и ангелы. Они следили за тем, чтобы детей никто не обидел. В эту звездную ночь угроза могла исходить только от людей, так как все жители леса знали о маленьких ночных гостях и берегли их, стараясь не тревожить детский сон и воображение. Даже ночные птицы притихли и украдкой любовались белокурой девочкой и ее серьезным защитником. И вдруг маленькая фея вспомнила, однажды, когда в лесу заблудился большой дядя, бабушка сказала, что за него надо просить Николая Чудотворца. И мы тогда молили его и других святых о помощи, и вскоре дядя нашелся. «Давай им мы попросим Николая Чудотворца». Мальчику понравилась эта идея, так как сестренка перестала плакать и горячо зашептала, «Святой Николай Чудотворец, помоги нам, верни нас домой, приведи к мамочке», дети не догадывались посмотреть на небо, а в те часы звезды стрелой показывали путь к дому, где ждали и молились за них путешественники и не подозревали, что наутро уже вся деревня готовилась их искать. Храбрый рыцарь заметил, что светлячки стали загораться то там, то тут, а если посмотреть вдаль, то получалась целая дорожка, петляющая между деревьями, ведущая строго на запад, все дальше и дальше от болота. Вдруг невдалеке раздался шорох и послышались чьи-то негромкие, но частые шаги. Звук раздавался то справа, то слева и пугал детей, им уже было не до сна. Тогда белокурая фея стала просить лесовичка, «Помоги нам найти дорогу домой, не пугай нас, будь нам другом и помощником». Маленькое существо довольно хмыкнуло, по-доброму засмеялось и тихонько затопало по светлой дорожке, что высветило луной, украсили светлячки, дети решили идти за ним. Временами лесовичек останавливался и вздыхал, нагибал веточку, на которой были ягоды, а ветерок шевелил ее листья, давая знак, что пора подкрепиться. Странное дело, дети шли долго, всю дорогу просили Бога и Святого, а усталости не чувствовали, наоборот, после ягод, подаренных им духами леса, были бодрыми и свежими. Уже ничто не пугало их в этом таинственном лесу, и они шли смело и просто, играя и разговаривая с лесовичком, который оставался для них невидимым, так как походил на пенек. Когда забрезжил рассвет, дети уже вышли в поле, за которым стояли первые дома и в деревне. Вдруг неожиданно появился старец с седой серебряной бородой, сумкой и посохом в руках, но что, ребятки, выбрались, бегите быстрее домой, ваша мама уже все глаза выплакала, передайте ей это и скажите, что просьба ее услышана, сказал странник и подал большой теплый каравай. Спасибо, дедушка, хотели сказать маленькие путники, но перед ними уже никого не было, дети прибежали домой счастливыми. Большой переполох устроили вы, маленькие проказники, улыбаясь и плача сказала светящаяся от радости матушка. Услышав речи детей о странном старичке, подарившем душистый хлеб, она перекрестилась и со слезами от радости произнесла, «Господи, спасибо Тебе, что услышал мои молитвы, спас детей, послал к ним святого, спасителя души, спасибо, что сберег нашу семью». Самым счастливым в их жизни был наступающий день, и солнце, что согревало всех, казалось, было тогда особенно добрым и радостным. Вся деревня благодарила Бога и Николая Чудотворца за спасение детей. А в лесу тоже был праздник. Мир людей и духов настолько близки, что они всегда знают друг о друге все, и если люди счастливы, то и все Божьи существа радуются. Вот так просто к жителям планеты Земля приходят друзья, помощники из других параллельных миров, приходят и Иисус, и Божья Мать, и святые в облике простых людей, несут помощь, иногда предупреждают, а подчас и проверяют, как люди ведут себя, с какой любовью относятся к незнакомому человеку. Они не ждут людской благодарности, все их действия бескорыстны, как и бескорыстна помощь братьев из высших цивилизаций. Сейчас ко многим землянам во снах будут приходить пророки, святые и представители других миров. Если вы с Богом, вам они всегда помогут, подскажут, как поступить правильно. Многие люди видят необычные яркие сны, землю, знаки и явления на небе, некоторым показывают земные катастрофы, каждый такой сон, это важная информация. Если вы внимательны и просите помощи у Бога правильно понять смысл сна, то вам всегда помогут расшифровать его значения. 2000 год знаменательный, идут большие и важные знамения на небе, перестройка климата, земных ландшафтов. Будьте внимательны к тем событиям, что произойдут в ближайшее время. Сопоставив то, что вам показывают в снах, что вы видите, о чем читаете, вы многое поймете, и жизнь станет интересней в тысячу раз. Но не забывайте благодарить Бога за то, что Он вам дает такие знания, что бережет и помогает. А самое интересное еще впереди. Тем, кого заинтересовала эта книга, хочется пожелать вникнуть вглубь ее смысла, между строк прочесть, быть может, самое важное и внимательнее вглядеться в окружающие людей миры, там очень много захватывающего и неизвестного. Бог все создал так, чтобы большой учился у маленького и наоборот, через тонкости и нюансы человек постигает суть всего, и его путь становится неповторимым. Успехов вам в познании интереснейших вещей. Путешествия в иные миры, из заметок капитана Н, от корабля шел мощный поток света, его аура была настолько сильна, что глазам было больно на него смотреть. Это была первая встреча с другой цивилизацией, которой я, капитан Н, готовился 10 лет, земная техника не давала возможности общаться напрямую, разведки разных стран глушили сигналы и расшифровка информации была затруднена, мы выбрали самый безопасный вариант, прямой контакт и одновременное решение всех вопросов позволили бы полностью поставить все на свои места в проблеме поиска нового лекарства для человечества Земли. Санкции правительства не было, сговор сильных мира сего оказался непростым, и никакие доводы не действовали, народы Земли могут погибнуть в результате ядерной войны и применения оружия нового типа X-11. Это была секретная серия и экспериментальная партия. Межведомственная борьба повлекла за собой катастрофу и утечку секретного антивещества, действующего на легкие как кислота. Иммунная система землян после Хиросимы и Чернобыля, после тысяч ядерных испытаний уже зашлакована, клеточные мембраны ослаблены благодаря внедрению в клетку агрессивного фактора РНК 12,14. Взаимодействие с антивеществом вызовет мгновенные разрывы тканей, кровоизлияния и кровотечения. Нас игнорируют и называют паникерами, аргументируют тем, что легкие подопытных животных давно адаптировались, реакцию смогут остановить, если вещество попадет в воду и почву. Но это еще не все, оно будет распространяться по воздуху. Наши опыты показали, что при повышении температуры на несколько градусов реакция произойдет на молекулярном уровне. У нас еще есть немного времени. Я владею несколькими языками, и не знал, на каком из них говорить с космическими братьями. Проблема требовала того, чтобы мы правильно понимали друг друга. Здравствуйте, вдруг неожиданно послышался низкий приятный голос. Он исходил откуда-то сверху и сбоку, я понял это сознанием. Мы ожидали вас и готовы предложить помощь, прошу, сказал улыбающийся человек, неизвестно каким образом очутившийся около меня. Здравствуйте, ответил я и растерявшись даже забыл поблагодарить за предоставляемую возможность. Наши ноги легко оторвались от земли, и прямо по воздуху мы поднялись на корабль. Это была настоящая тарелка. Двери открылись бесшумно, и мы вошли внутрь. Было уютно и тепло. Командир и весь экипаж встречали нас лучезарными улыбками. Какие это были красивые люди. Я не мог оторвать глаз от них. Возникло такое чувство, как будто я их всех давно знаю. Здравствуй, Эл, сказал командир корабля и представился. Не удивляйся, ты забыл свое прежнее имя, но вскоре ты все поймешь. Последовал ответ. На мое крайнее удивление, видимо написанное на лице. Я не знал, как себя вести, но мне помогли выйти из моего затруднения. Мы будем говорить на том языке, который нравится тебе больше, у нас с этим нет проблем, произнес он, отвечая на вопрос, который мучил меня вот уже целых два дня. Надо же, как просто, подумалось мне, да, снова вслух ответил мой загадочный друг. И тут я начал мысленно принимать, мы можем общаться на любом языке вслух или мысленно, это называется телепатия, тебе пришлось добавить энергетики и поэтому ты легко слышишь, видишь нас, можешь отвечать и на все правильно реагировать. Ничего не бойся и ничему не удивляйся, пожалуйста, быстрее привыкай ко всему, так как впереди нас ждет серьезная работа. Хорошо, по привычке вслух ответил я, и мы все засмеялись, с этого момента мне стало очень легко. Последний барьер земной зацикленности на языках, которая так долго не отпускала меня, был снят, и радуясь, я поблагодарил за помощь и сказал, что готов к работе. Сначала меня провели по кораблю, познакомили с аппаратурой и даже дали возможность поработать одним из приборов, чтобы остановить метеоритный дождь над землей, так значит вы помогаете нам и следите, чтобы ничто не повредило планете извне. Воскликнул я. Пожалуйста, успокойся, ответил мне помощник командира, это наша обычная работа во время дежурства в околоземном пространстве, тысячи кораблей участвуют в этом. Тогда я не мог понять, почему же мы, земляне, так враждебно относимся ко всем инопланетянам и даже к нашим друзьям, которые так заботливо защищают нас. Сколько же надо времени, чтобы мы поняли их, подумал я, несколько лет. Опять неожиданно вслух ответил мне улыбающийся друг и дал в руки небольшой прибор. Вот смотри, сказал он, скоро у вас на Земле появятся подобные вещи, но вы их будете создавать сами. Этим прибором можно остановить бурю, можно произвести тысячи операций, но с разрешения Бога, ведь за каждое его применение придется отвечать перед Творцом. Ни один злой человек не сможет воспользоваться им, но и ты, если задумаешь совершить что-либо во зло или в угоду кому-то, из-за корысти, не сможешь это сделать. Прибор работает от мысли только в позитивном ключе, на помощь людям. Мы показываем тебе это для того, чтобы ты понял, как и на каком уровне может дальше развиваться Земля, если люди правильно поймут. Я держал это чудо в руках и думал, надо же какой маленький, от него шло приятное тепло, и энергия играла во всем теле. Когда меня посадили за необычный компьютер, я охнул от неожиданности. Вдруг я ощутил, что живу не одну жизнь и уже не раз приходил на планету, я увидел необычно красивую Землю в различных энергиях и их переходах и понял, что давно люблю ее и дорожу ею. Это чувство было прекрасным, как будто я вновь оказался рядом с мамой, которой мне так не хватает все эти годы. Земля, это моя мать, как же я ее люблю. Подумал я. И посмотри, что станет с ней, если вы не остановитесь, сказал друг. На компьютере я увидел, как из подземных баз на разных континентах выводят в полную боевую готовность оружие и ракеты, как мгновенно военные корабли и лодки берут нужный курс и выстраиваются в особый порядок. Но, не увидел никого, кто смог бы реально их остановить, в этом-то и состоит ваша беда, услышал я и понял, как близко мы находимся к гибели. То, что было показано дальше, заставило меня испытать шок. На сегодняшний день все воздушные, подземные и подводные военные базы уже готовы начать атаку. Они ждут лишь приказа. Готово все боеприпасы, продовольствия, медикаменты, они постоянно обновляются, чтобы не было никаких задержек и сбоев, когда будет получен приказ о наступлении. На всех передающих устройствах есть дублирующие каналы, специальные позывные и спецсигнал. Регулярно проходят учения. Постоянно отсеиваются те, кто заподозрен в неблагонадежности. Солдатам и служащим проводят медикаментозное лечение закрытого характера. Это страховка, чтобы в нужный момент они действовали незамедлительно. Я увидел то, что заставило жаться мое сердце, опыты над животными и людьми в спецлабораториях и клиниках, увидел, как умирают люди от радиации, как списывают по состоянию здоровья военных, кто хоть как-то может помешать осуществиться бесчеловечным планом. Здесь было над чем задуматься. Друзья не торопили меня и понимающие молчали. Наконец я произнес, но хоть кто-то может это остановить, ведь от планеты ничего не останется. Только вы сами, последовал ответ. Мы можем лишь помочь, если вы будете просить Бога. Такая ситуация у вас начала складываться давно. Именно поэтому Бог послал тысячи кораблей на помощь, ты можешь себе представить, что произойдет, если упадет метеорит на военный склад или базу. Вы не учитывали этого, когда строили полигоны и технику, порой ваша жизнь остается на волоске, и братья с других планет на более мощных кораблях, чем этот, работают, чтобы предотвратить возгорания и взрывы, которые могут произойти по вашей вине. В этот момент на компьютере я увидел маленькую женщину, которая на коленях у икон с зажженной лампадкой просила Бога, молилась о спасении душ людей. Она спасла тысячи землян, сказал друг. Во сне ей показали, как взорвался склад боеприпасов и начался пожар на военной базе, уровень радиации был смертельно высок, и людей ждала неминуемая гибель. По молитвам этой женщины мы включили приборы и почистили энергофон, уменьшили радиацию, Творец и братья из космоса нам помогали. Но мы не можем полностью решить ваши проблемы. Духовность большинства людей низка, у них другие цели, Бога просят мало и больше о своих личных проблемах. А космос имеет право помогать настолько, насколько вы просите, как бы ты чувствовал себя на нашем месте, когда мы видим, какие вы вундеркинды. Я глубоко задумался, течение моих мыслей прервали, не печалься, и единицы людей спасут мир своей верой в Бога и добрыми делами. Мы готовы помочь тебе и всем, кто просит Создателя о помощи. На компьютере мне показали земную технику и то, чего достигли люди, я увидел уровень братьев и мне стало смешно, мы летаем в космос. Да какой же это космос, когда люди не могут побывать хотя бы в соседней Солнечной системе? Не торопи время, был ответ. Земля еще шагнет вперед и шагнет навсегда, вы будете летать, но не на наших кораблях, а на тех, что построить и сами. Это произойдет в том случае, если люди научатся любить и ценить то, что дано Богом, а ведь дано уже немало. Мы решили проблему, с которой я пришел на корабль. Люди были спасены незаметно и просто. Никто даже не узнал о серьезной опасности и о том, каким образом она исчезла. Жаль, что еще не пришло время для землян летать на космических кораблях, но я верю, что мы научимся решать свои проблемы так же легко и быстро, как это делают наши друзья. Капитан Н. Во многих точках земного шара люди видят летающие объекты, фотографируют и изучают их. Но они всегда учитывают, что среди этих кораблей есть техника как от светлых, так и от темных сил. Многие друзья из космоса наблюдают за человечеством, находятся в курсе происходящих событий, но они никогда не навредят землянам и планете. Люди от Бога всегда улыбчивы, дружелюбны и добры. От них всегда идет чистая энергия, они спокойны и всегда тактичны по отношению к другим. Их цель – помощь. Если человек просит Творца, то могут подлечить его не прикасаясь, но не забирают на корабль, как это делают представители сил зла. Если вы увидите технику от светлых сил, не торопитесь попасть на нее без приглашения, ведь у космических братьев своя работа. И они также с уважением относятся к труду других людей. Вашей энергетики может не хватить, чтобы общаться с людьми из высших цивилизаций. Значит, позже, в свое время, еще будет возможность встречаться с представителями других миров. Если понадобятся, они помогут вам незаметно. Был случай, о котором многие знают по передаче Центрального канала телевидения. Во времена Советского Союза пациенту вырезали больную почку, но он просил Бога, и космические братья вырастили новый орган. Процесс произошел незаметно, и когда человека вновь обследовали, врачи сказали, такого не бывает. Но, увы, почка выросла, божественные науки дают возможность лечить вне стандарта, и задача светлых сил – делать добро, работа темных сил направлена на обратное. Их тарелки темные, сами люди зеленого, серого цвета. У них есть роботы, которые запрограммированы на уничтожение и убийство. Все они злобные и агрессивные. По лицам вы определите их намерения. Встречаясь с представителями сил зла с других планет, люди часто теряют сознание и не помнят, что с ними произошло. Нередко у землян забирают внутренние органы, кровь, производят операции, чтобы сделать людей зомбированными, вшивают различные передатчики и так далее. Некоторые магисты, колдуны, чернокнижники и другие, несут зло людям. Есть и такие, кто зомбируют, составляют программы разрушения клетки. Этими знаниями пользуется и земная наука. Вы знаете, что создано психологическое, бинарное и другое оружие, которое уничтожает человека. Божественные силы такого не создают, они призваны сохранить жизнь. Но часто земляне попадают под влияние зла. И тогда возникают конфликты. Темные силы руководят подстрекателями, предателями. С виду это обычные люди, но не веря в Бога, ругательство, пьянство, разврат привели к печальному результату. Попав под влияние сил зла, они начинают делать то, что им диктуют. Это происходит потому, что на них встали коды. Люди недопонимают, что их жизнь может превратиться в хаос. С одной стороны, у человека появляется вседозволенность, а с другой, он не подозревает, что находит под влиянием кодов на укорачивание жизни. Богом было задумано так, что не расстраиваясь, люди могли бы жить тысячу и более лет просто и счастливо. Этот шанс вновь дается землянам, но как они воспользуются им? Все в ваших силах, в добрых намерениях и делах у людей всегда найдутся помощники, и у всех народов Земли еще есть возможность преодолеть любые препятствия на пути к счастью. Четвертый раздел, будущее Земли. Будущее планеты уже известно, но у вас еще есть время на изменение ситуаций, и Богом просматриваются любые детали и нюансы. Сейчас людям Земли передается предупреждение из космоса, там надеются, что земляне правильно подойдут к решению задач, что стоят перед человечеством, еще часть людей изменит свое отношение к жизни, хотя многие и не подозревают о последствиях своих необдуманных действий. Святые письмена Бог посылал, не раз к вам, дети, но видел разум ваш предел, во всем на свете, и даже там, где не было его, и нет вовеки, пренебрегли толпой, народом то есть, и взлетели гордецы на мир возреть готовясь, о, были не правы они, и вновь борьба и войны, пролитье крови, и несчастье в бойнях, междоусобицы народ сгубили, с постов они своих сходили, так не закончив срок свой, отныне вы не братья в войнах, вы там, где враг погряз в грехе, и стал вам братом, предавшим святое, душу в человеке, подобие льстеца и гордеца, вы воспитали, нет больше гордеца, нет мудреца, и вы одни отныне, нет государства без сирот, без горя и печали, и этого душой своей, наверное желали, нет, воскликните вы вновь, за что, Господь, за пригрешение отцов и матерей, дедов и прадедов, за то, что повторить, вы их судьбу хотели, ложью истину поправ, за то, что старость вы презрели, и изгнали гонца за двери, сердца своего, что с ним, он верен Богу, и Отец, всех благ ему и вам по-прежнему желает, вы все хотите счастья, перемен, но что же видит он взамен, несчастье, клеветы и нить позора, клеймо бесчестия, унижение ваших душ, вот что творите вы, вы унижаете детей, питая души их богатством естества уродства, тем миром, что воздвигли сами, чтоб умертвить живое чувство в поднебесье с Богом, кому нужны вы, алчущие власти, и жаждущие смерти, кто будет выручать вас в судный день, вы думаете Бог, что попран вами, или сатана, кому служили вы при жизни, и продолжаете служить, вам не понять, как тот пророк предвидел, гибель миллионов городов и государств земли, вы у черты, за нею Бог, а значит, будет ваш порог, и переход в миры иные, вы понесете счастье, радость, месть, тепло души или холод каменных сердец, вам выбирать и времени у вас немало, чтоб погибнуть, секунда, две, и братья, люди, что с земли на вас, наставили огни оружия земного, вас уничтожат, всех, вы вновь одни, во все моменты, что без Бога проведете, во дни иные предсказать готовы вам, о сути бытия земного, но не хотите вы, тогда поведают вам то, что ожидает всех, крах, разрушение того, что строилось веками, к чему тысячелетия стремились вы, вы отошли от Бога, и в этом ваш предел, вернуться никогда не поздно, но буря страха перемен переживете честно, и глыбой моря назовете силу ту, что потопить готова всю, вселенную земли, тот мир, что долго строили все вы, вселенная земли мертва, она, уже бы не смогла здесь возродиться вновь, придет к вам тот, кто оживит ее, законов он откроет многих естество живое, инопланете воплотится, сила духа, и возродится, здесь начало и конец серебряного, золотого века, но кровью все омоется земля, то будет третья всемирная война, и после засия от светом, вселенная с заветом Бога, и имя ей, земля, откроет путь не единицам, тысячам ионосфер, закономерен ваш удел, пройдя сквозь связь времен, постигните суть бытия всемирного, а не земного, вы не хотели замечать, закон о вечности, теперь придется, он неумолим, и впереди ряд катастроф, землетрясений, наводнений, происхождение их, в глубине мышления людского, они возникнут из капли, из расщелины ущелья, незаметно, вам не дано предугадать все разрушение, и момент начала, приборы ложью отзовутся, и скажется предел земной науки, он справедливый, лишь единицы вас предупредят, и за мгновение поймете, как были неправы вы, игнорируя предупреждения свыше, когда посланцы с вами говорят, считайте, что вас обманывает взгляд, и поделом вам, те, кто к вере в Бога не созрел, у вас останутся минуты, чтоб молиться, но часть из вас проклятие, небо вознесет, и потому их мир ко дну пойдет, чтоб не погибли божи дети, наследуйте планету, но не хитрее ни шпионя, божественные силы охраняют, тот удел, на что возложил руки сатана, и очень скоро вы поймете, как неправо было, слепая сторона, отдавшая приказ о наступлении в века, все будет остановлено, не вами, а Творцом, за все ответить вам самим придется, и голос грозный, глаз Отца, услышите в последние мгновения, с кем твоя душа, не будьте лживы в тот момент, ответьте сердцем и душой, не разумом порочным, тогда лишь солнце высия от ясно, когда, очистившись, уйдут злодеи, а трусы возмужают и поймут, путь с Богом сложный путь, здесь мести злобы не бывает, любовь из сердца, сила духа расцветают, когда ты смело шел по жизни, человек, надеясь вере в силу Бога, капля за каплей время течет, и скорую весть о войне принесет, с флагом кровавым, смешавшись с землей, вот истинный цвет дороги для тех, кто не понял добра и света Создателя, попраны силою, кто унижал, смертью наказана злыми врагами, жадность, предел, за порогом тем, смерти передел всего на века, единицы лишь выживут, те, кто с Богом пребудут, люди, знайте, перед гибелью каждой цивилизации Бог давал предупреждение и показывал пути и способы, как остановить неизбежное, примите во внимание то, о чем было сказано в книге, у вас еще есть момент, чтобы кое-что исправить, скоро его не будет, огненная земля и небо, это реальность, которую вам предстоит увидеть, только после такой чистки станет возможным наступление золотого века, записки из будущего, солнце сияло ярко и казалось, небо не омрачится, ничто не могло напомнить о недавних катастрофах, что происходили на земле, люди научились управлять временем, и мне не стоило труда написать диссертацию о процессах мышления землян, но я так и не приступал к ней, мучила одна мысль, стоило ли вообще возвращаться к прошлому, чтобы напомнить людям, куда может завести псевдоидея мирового господства, она была намеренно занесена в лабиринты человеческого разума, что умели наши предки, анализировать единичные и случайные события и совпадения, логически мыслить в рамках земной науки, а космической логикой они не владели и шли по стандарту во всем, заковывая себя в рамки ошибочных умозаключений, при реализации в действиях планы несли еще более разрушительный потенциал и велик катастрофе, постоянно сокращая время между ее проекцией в будущее и им самим, этот простой закон земляне не знали, да и не могли знать, так как не владели временной наукой. Все силы уходили на материализацию псевдоидей, и главной из них была, манипулирование всеми людьми. А это просто невозможно. Я думал о том, что планете не раз давались уроки постижения смысла и ценности жизни. Но секрет так и не был раскрыт, хотя до этого оставалось сделать один шаг. Ответы были на поверхности, но люди были далеки от темы, их больше волновали свои внутренние проблемы. Века потрачены на выпуск золотых монет, предметов материального благополучия. Все делалось для того, чтобы облегчить труд человека. И на определенном этапе люди вообще не захотели созидать, какие тогда были ценности для души. Их становилось все меньше, человек превращался в раба своих желаний, навязанных ему извне. В последний период было много правителей, которые желали демонстрировать мощь и силу, свое умение подчинять и подавлять других. Уповая на успех, такие терпели крах. Но ведь еще Цацирон подошел к разгадке земных бет. Как только одни добивались господства над другими, а накопление богатств переходило разумный предел, то развитию цивилизации приходил конец. Глубина мышления исчезала и человек говорил, я достиг всего, пора и отдохнуть. А чуть позже понимал, что этого мало, и продолжал насыщаться еще более. Жизнь теряла смысл и вкус, так цивилизации останавливались и погибали, избрав неверные пути и отклонившись от своей истинной судьбы. Миром невозможно завладеть, ведь он Божий, и Творец в любую секунду может перестроить все системы, изменить план высшей реализации и пути миссий. Как только люди зацикливались на земном бытии, происходили страшные остановки. И уже ничто не могло изменить ход справедливых событий. Ни разу Творец не отменял своих решений, если люди исчерпали все время и недооценили помощь, данную свыше. Мое наблюдение показало, что в последние моменты земляне слишком надеялись на себя и переоценивали свои силы и возможности. Ни одного события, предсказанного самим Богом, им не удалось избежать. Я видел, как тысячи, миллионы землян готовы были начать с ноля. Просили о помощи в момент, когда сбывалось самое страшное, о чем их предупреждали. На миг возрастала вера в Бога, и они уходили, покидая свои тела, то есть умирали. Остановить что-либо было поздно. Я знал, что в разное время на планету приходили люди, которые могли влиять на события, открывая человечеству истину. Иисус был одним из них. Его так и не смогли до конца понять, не раскрыв уровень знаний Божественного Посланника. Люди утеряли путь любви сердца и подменили его словами, о любви. В этом была и беда, а ведь главное, единство и истинность мыслей, слов и дел. Лживость поведения ведет к двусмысленности, а многомерность человеческого сознания подменяется изворотливостью и непостоянством. Результатом этого стало фатальное недоверие друг к другу предательства. Оно просто начало процветать. Предавали по мелочам и в главном. И я редко видел истинную дружбу, когда каждый прежде всего думает о том, как защитить другого и помочь ему. Заботясь об успехе дел, люди часто забывали о тех, кто были рядом, не берегли их. Поэтому теряли друзей и только после этого понимали, как были неправы. Для чистых сердцем людей то время было тяжелым. Но в испытаниях, когда их топили и продавали, крепла сила духа. Я видел, что они не были одиноки и позже находились единомышленники, которые хотели их понять. Соединялись не те времен в этих встречах, совместная работа крепла день ото дня. Так выжил мир, но в небытие ушло все, что было не вечным. Первых людей планеты соединяли любовь и дружба, именно они были попраны землянами. Любовь превращалась в самолюбование и самоутверждение, а дружба в выгодные связи. С течением времени они разрушались. Для тех, кто был слеп, это становилось трагедией сердца. Я увидел, как люди использовали друг друга, питаясь силами человека, и тут же отрекались от него, предавали и топтали человеческое сердце и душу, взамен добру даря злобу и чванство, что толкало их к этому. Задавал я себе вопрос, недальновидность мышления. Они не могли удержать в системе все точки отсчета и нюансы путей, не понимали главного и видимое принимали за действительное. Недоверие и потеря уважения к людям привели человечество в тупик. Унижаемый и оскорбляемый перестает любить и уважать и себя, и других. Он напоминает засохший без тепла и света цветок. Я думал, как мы счастливы, люди научились видеть дальше и глубже своих предшественников. Мы знали, что в планете можем увидеть прошлое, а в солнце – будущее. Жаль, было потеряно много времени, прежде чем люди поняли красоту жизни и начали ценить Создателя. Сможем ли мы шагнуть дальше, избежим ли ошибок тех землян? Думаю, да. Мы учтем их горький опыт. И знания, подаренные Богом, помогут реализовать лучший вариант будущего. История показывает истинность и заблуждение людей, но впереди – реализация иных планов. Бог никогда не закрывает путь к счастью. Удачи вам, и так бывает. Планета цвела. Я недавно пришел на Землю. Мне было всего четыре года, и я еще помнил свою прошлую жизнь. Помнил начало печальных событий, к тому времени уже произошли крупные катастрофы и разрушения, люди не могли быть счастливыми, и редко кто улыбался душой. Только единицы оставались сильными и спокойными. Когда я уходил из жизни, казалось, мир утонет в хаосе. А сейчас Земля цвела, и ее красота была невообразимой. В сознании ребенка запечатлелась жизнь взрослого человека, ее страшная реальность и расцвет планеты, который только начинался. И я с большой радостью и любовью впитывал свежесть обновленной и прекрасной Земли. Эти воспоминания из детства зажгли в моей душе неугасимый свет. Став старше, я начал понимать, что Создатель все время совершенствует жизнь. Он находит способы, чтобы возродить ее, и ведет людей, которые смогут развернуть программу Божественного вдохновения. Взрослея, я начал видеть закономерности пути и захватывающую простоту поиска истины. А тогда все было в диковинку, помню как играл в лесу, и как ко мне подошел медведь, он заговорил на языке, знакомым мне по прошлой жизни, и поведал об удивительной истории. Долгое время жители окрестных лесов были вынуждены скрываться от людей и выходить лишь к тем, от кого шло живое тепло любви. Это тепло мы чувствуем на расстоянии и всегда знаем, хочет ли навредить человек, испугается ли нас или он идет с добрыми намерениями, не боясь ничего. К таким мы подходили смело, сказал Мишка. Мы провели прекрасное время вместе, и я тогда впервые начал постигать уроки лесной мудрости. Медведь научил меня бесшумно ходить и раскрыл секрет, как находить спелую и вкусную малину. Провел по заповедным местам и показал лебедя, который, вытягивая шею, издавал удивительные звуки, приветствуя меня. Странное дело. Оказывается, в глубине леса есть чистые озера, и там даже травы имеют сладкий аромат и какой-то особенный шелест, который похож на шепот. Мы лечим себя сами, произнес Мишка и показал, как он снимает усталость и заряжается бодростью. Тогда я еще не знал, что этот день станет эпохальным для меня. Мы пробовали ягоды, которые приносила маленькая белочка, и видели, как она заботится о своем потомстве. Идя дальше, я разговаривал с муравьями, пересекавшими наш путь. Оказывается, их дом, это строение сердец, клейкая масса, которая удерживает его от разрушения, это трансформированная сила. Муравьи могут мигрировать на большие расстояния, покидая свой дом, если знают, что он будет разрушен. Жизнь леса идет по своим тайным законам, но впервые после многих веков она вновь стала открыта человеку. Мне оставалось поблагодарить новых знакомых и отправиться в путь домой, как тут произошло чудо. Солнце вдруг заиграло всеми цветами радуги, и от него пошли большие разноцветные круги. Я заметил, что поляна, на которой мы стояли, начала пульсировать. Не пугайся. Услышал я голос сверху. Это идут перестройки ритма Земли и обновления Вселенной. Мы заранее предупредили вас об этом и рады, что вы спокойны. Я осмотрелся вокруг, но никого не увидел, лишь высоко на уровне Солнца было какое-то странное облако с ярко-зелеными лучами. Мы помогаем вам решить проблемы, над которыми вы работаете не одно тысячелетие. Теперь растения планеты будут свести круглый год и не стареть. Это положительно отразится на экологии и продолжительности жизни людей. Вам не нужны будут удобрения и искусственные стимуляторы, чтобы повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Сама жизнь будет расцветать вокруг вас и в вас самих. Вы счастливые дети, произнес расслабляющий голос. Я понял, что это был друг. Позже, когда я работал в Межгалактической обсерватории, мы встретились вновь с этим человеком, и я был поражен, как молодо и свежо он выглядел. Здравствуй, долго ждал тебя и рад твоим успехам. Полились все те же чарующие звуки. Мы связаны веками, и между нами была вечность, но сейчас мы вместе, чтобы соединиться вновь в созидательном труде. Когда это прозвучало, передо мной встали картины навсегда ушедшего прошлого, и я много понял в одно мгновение. Мы должны были встретиться вновь, произнес он, я люблю вас, земляне, да пребудет с вами счастье. В тот момент никто и не догадывался, что мы стояли на пороге нового мирового открытия. Но уже тогда соединились прошлое, настоящее и будущее, и люди были счастливы. Мировое открытие. Успех сопутствовал во всем. Мы были рады, произошло долгожданное чудо. Был решен вопрос к Сив Зет Икс, и восходящая сила была преобразована на тысячу процентов в микрон и единицк, это было потрясающее явление. Наши приборы зафиксировали активность мозга тех, кто работал над созданием и реализацией проекта. Мы были очень благодарны космическим братьям, которые вели нас по этому пути и помогали самостоятельно мыслить и действовать в абсолютно новом для Земли направлении. Весть об успехе разлетелась мгновенно, нам уже звонили из разных точек планеты и говорили, сразу поняли, что вы на высоте, спасибо, друзья, мы будем так же работать, как и вы. Чудо было необычайным, мы научились управлять энергией Солнца, и теперь оно слало нам любовь и свет, усиленные во много раз. Знамения, что получили накануне, не обманули нас, завершение работ произошло в срок, который нам предсказали с точностью до секунды. Космическая информация, как всегда, оказалась верна. Я был поражен, так как бригада не укладывалась в график последние две недели, казалось, что задержим проект на целый месяц. Но было найдено нестандартное решение, полностью переворачивающее законы земной науки. С помощью Бога мы нашли более простой и интересный способ преобразования энергий. Все рады за вас, желаем успешно завершить цикл работ, получили мы из космоса, корабли шли сегодня в другом режиме, и все посылали приветы. Мы были счастливы, такой мощи Земля еще не видела. Впереди испытания систем и отшлифовка всего, а сейчас коллеги понимали, что главное завершилось. Из дома звонили и поздравляли, мы шутили, что еще никому не сообщали, а уже обо всем знают. И на это нам в тон отвечали, на Земле ничего нельзя утаить, из космоса всем сообщили радостную весть, и мы вместе делили счастье открытий. Нам дали небольшой отдых, хотя он казался очень долгим, такой интересной и захватывающей оказалась работа, всем хотелось идти и дальше не останавливаясь. Вечером пили и вспоминали курьезы, которых было немало во время работы, и веселились от души. Человечеству потребовалось две недели, чтобы перейти на энергоисточники нового типа, и проблема ресурсов была решена навсегда. Спасибо всем, кто помогал достичь этих высот и щедро делился знанием, поддерживая в каждую минуту. Вместе мы творим чудеса. Переход на новое время. Он был непростым. В теории управлять временем казалось легко, но нас повели иным путем. Все перепады испытали на себе и не жалели об этом, только так мы могли понять тонкости и нюансы. Не все были одинаково готовы, сказался опыт прошлых жизней, но мы честно помогали тем, кто был слабее, и вместе все решили. Это было большой задачей, и многие понимали, что время одиночек прошло, будущее было за совместными усилиями и единением. И нам удалось это. Никакие земные теории не шли в сравнение с тем, что было открыто космосом. Нас учили, что у каждой планеты индивидуальной пути мы идем со всеми на равных правах, те же возможности, те же требования и ответственность. Но когда мы встретились с братьями там, все земные проблемы потеряли смысл. Мы шагнули во Вселенную времени. Это было чудом для землян, появилась уникальная возможность изучить этот интереснейший мир. Горизонты расширились настолько, что от прежнего ощущения жизни осталась пустота. Но явилось новое понимание сути, мир бесконечен, и землянам открылась тайна времен. К этому шли веками, и Творец подарил счастье созидать и строить ту жизнь, которой еще не было на земле. И уже не будет, подумал я, но услышал голос учителей, будет и будет еще лучше. Не останавливайтесь в своих открытиях, и каждый новый шаг будет вести вперед с Богом по жизни. С ним, отдохновение, любовь и счастье быть его любимыми детьми. В ту минуту, что открылась вечность, все встало на свои места, и я увидел прошлое и будущее, слитые воедино. А настоящее, понял я, лишь мост к открытию нового. Оно пока спрятано временем, но скоро должно открыться. Бог знает все в точности, и если он ведет напрямую, то обязательно дойдем до цели в нужный момент. Это так интересно и так захватывает. На пути столько подвохов, и отец проверяет на каждом шагу, но если не спешишь, то уйдешь далеко и достигнешь невозможного. Ты прав, сынок, услышал я голос Бога, будь самим собой и ты научишься всему и поможешь тем, кто еще не достиг высот. Вы будете жить в счастье, если поймете, куда веду. Я осознал, что нет начала и конца удивительной жизни, есть ее вечности и радость. Литах, что идут на смену ей, вечно мерцающей, и в этом суть бытия. Пятый раздел. Возможности человека. Многое из того, что дает Бог, люди не всегда дооценивают. Там же, где любят и чтят Творца, берегут подаренное им, наступает расцвет. Сейчас в помощь землянам люди с других планет посылают знания. То, о чем вы прочтете в этих главах, поможет разобраться в сложных вопросах. Вы увидите, как просто и легко решаются любые проблемы. Науки Бога уже изучаются народом. Этот процесс невозможно остановить. Человечество шагнет на тысячелетия вперед, если люди сами захотят этого и правильно поведут себя. Раньше особыми знаниями владели лишь единицы, они столетиями шли к тайнам. Сейчас Творец открывает науки простым людям. Не надо сто, двести лет ждать, чтобы вы оказались там, где проходят постижения мудрости посвященные. Просите у Бога помощи попасть на обучение, и если правильно подойдете к решению всех вопросов, сохраните мир в своих семьях, научитесь любить людей, то преград на вашем пути нет. Счастья и успехов вам. Посмотрите, какими знаниями владеют люди других цивилизаций. Все земные проблемы они видят намного глубже и всегда готовы помочь тем, кто их поймет. Ясновидение. Испокон веков в разных землях были люди, которые обладали чудесным даром. Могли предвидеть и изменять события, изгонять демонов и злых духов. Люди побаивались тех, кто умел это делать. Непонимание всегда порождает подозрение и зависть. Особыми знаниями владели знахари, шаманы, колдуны, ведьмы, магисты и так далее. Между ними существует большая разница. Здесь есть светлые силы и темные. Часть людей, которые работают от темных сил, несут зло, мстят и обманывают. Есть такие чернокнижники, которые насылают проклятия, а их невозможно снять, если человек владеет только земными знаниями. Некоторые ведьмы, колдуны, экстрасенсы и ясновидящие работают за плату. Творец дает все бесплатно. Дар исцелять и помогать людям посланники Бога во все времена использовали бескорыстно. Жажда наживы, обман становится иногда мотивами тех, кто работает с темными силами и лишь прикрывается именем Всевышнего. Закрытые знания передавались из поколения в поколение, подчас они черпались из источников зла. Некоторые люди, овладевая тонкостями магических действий, руководствовались хитростью и личными устремлениями, а это давало о себе знать. Вмешательство в судьбу человека без разрешения Бога влечет за собой серьезные последствия. И сейчас на планете завязаны сложные кармические связи. Поэтому люди часто сталкиваются друг с другом или проходят одни и те же уроки. Уже давно замечено, как вы относитесь к другим, точно так же будут относиться и к вам. Действие, направленное против кого-либо, бумерангом вернется к источнику. Вы знаете, медицина не всегда может объяснить, почему в короткий период в одной семье умирают сразу несколько человек. Причины смерти могут быть разными, но одно ясно, такие события, результат действий кодов от темных сил, порчи, наговоры, проклятия и так далее насылаются людьми необдуманно. Стоит обидеться на кого-либо, и вы уже направили человеку грязную энергию, от которой будете страдать и вы, и он. Сейчас появилось много пособий по черной магии, и люди по своему незнанию решили воспользоваться этой наукой. Убрать соперницу или приворожить кого-либо стало обычным делом. А зачастую человек даже не подозревает, какой вред наносит другим и себе. В результате применения таких знаний на людей ставятся коды от темных сил. Тот, кто колдовал, также получает эти коды. А вмешавшись в судьбу другого человека, он уже связывается с ним на долгие годы. И их снова будут сводить вместе если не в этой жизни, то в следующей. Но уже тот, кто колдовал, окажется в худшем положении. Люди часто действуют под влиянием отрицательных эмоций, зависти. Если бы земляне видели энергетические структуры завистников, клеветников, мстительных людей, то пересмотрели бы свое поведение. Космические братья сейчас расшифровывают вам энергетические наблюдения. Зависть, темное облако вокруг Ауры, перекрывается контакт с космосом. Человек невосприимчив к голосу разума, в нем начинает работать месть и жалость по отношению к себе, почему он, а не я. Темные силы подключаются и подводят мысли формы к сознанию человека, а в этом я лучше его, сильнее, здесь я умнее. Тут он ошибся, а это был глупый поступок с его стороны, почему он, а не я, значит это несправедливость, он хитростью встал на мое место. Я выведу его на чистую воду. Люди должны узнать правду, он не так хорош, как хочет казаться. А потом сознание начинает подмечать ошибки другого, делаются выводы не в его пользу, реальная оценка заменяется желаемой, она безаперационна. А если успехи другого продолжаются, темные силы подводят мысли о мести или о восторжествовании справедливости, присоединяются домыслы, или ложь. Таков финал, если люди сбиваются с пути и начинают тонуть в земном, и вскоре им становится тяжело, грязь которую направляли другим, со всех сторон неожиданно обрушивается на них самих. Такова реальность. Это идут уроки. Хорошо, если люди поняли их, сделали правильные выводы и попросили у Бога прощения, тогда пройдут этот этап и снова поднимутся вверх. Если нет, то они еще долго будут переживать и расстраиваться, оставаясь на прежней ступени. Вот так легко можно потерять спокойствие и счастье, что давал Бог. Еще не все земляне умеют давать возможность другим развиваться дальше, а стараются затормозить их без организовать работу. Умные на этом учатся, глупцы горят. Против тех, кто идет с Богом, была и будет зависть, гонение, клевета. Приготовьтесь к испытаниям, они у вас рядом. Но постарайтесь их пройти с пониманием людей, не обращая внимания на горькие слова и обиду. Помните, что завистники тормозят только себя, не вас. У вас идет закалка и уроки, познаете, какими бывают люди. Задача тех, кто с Богом, понять и простить, своим поведением показать пример, не опускаясь на уровень ответных упреков и споров. Мудрый не обращает внимания на мелочи, он молча делает свое дело, помогая людям. Это главное. И за это не будут любить и станут ненавидеть. Ваша защита – это Бог, против вас будут работать и темные силы. Но вы будете многое знать и видеть подвохи с их стороны, познаете, как тонко они заставляют людей совершать зло, хотя те руководствуются благими намерениями. В книгах по магии есть словесные формулы, описаны особые действия. Но знаний людей не хватает, чтобы увидеть истинные последствия применения наговоров, формул и т. д. часто бывает так, в книге пишут, заговор от болезни, а применив его и совершив какие-то действия, описанные в пособии, вы нашлете порчу и поставите код на смерть. Космический ясновидящий знает эти тонкости, он видит реальные действия и последствия использования таких книг. Все зависит от того, из какого источника было взято знание. Есть черная и белая магии. Черная направлена на уничтожение людей, подчинение их чужой воле. Белая занимается лечением. Но все заговоры, ритуалы были записаны разными людьми. С течением времени что-то упускалось, изменялось, информация теряла свой первоначальный вид. Не всегда человек мог чисто принять, записать знания от светлых сил. Одно неверное слово и заговор уже не работает на благо. Об этом люди не знали. Поэтому так важно просить Бога и с помощью его наук лечить и работать. Не каждый человек может исцелять людей. Необходимо знать много тонкостей, самому быть добрым и простым, спокойно подходить ко всему. Тогда рядом с вами светлые силы, и вы не сможете навредить человеку. Но только Богу известно, как вылечить каждого конкретного пациента. Поэтому космический ясновидящий, напрямую связывающийся с Создателем, разберется во всех нюансах. Те, кто работают без Бога, подчас даже не догадываются о последствиях своих действий. И когда через какое-то время у человека возникает болезнь, то он удивляется, откуда. Люди не видят причину и не могут ее устранить. Бога не просят, а темные силы продолжают дальше вести работу над ними. Увеличение роста физических и психических заболеваний – наглядный пример не всегда верного поведения людей. В последние годы они стали еще более агрессивными, это результат сложных энергетических взаимодействий негативного характера. Конечно же, не последнюю роль в этом сыграло использование знаний от темных сил. Есть такие коды, которые передаются злым людям, возникает цепная реакция. И человек становится зацикленным, все плохо, кругом не везет. Неожиданные вспышки раздражительности, отрицательных эмоций отравляют жизнь. Сам человек не рад этому и не знает, как избавиться от всего негативного. Если бы он просил Бога, такого бы не происходило. Против людей работают очень сильные представители зла. Некоторые магисты, чернокнижники, умеют насылать болезни, убивать людей, не прикасаясь к ним. Выставляя знак, они влияют на судьбу человека так, что дальнейшие события приведут к его гибели. Когда насылается смерть, магист не всегда точно может назвать ее день и час, но она обязательно произойдет. Остановить гибель сил и зла не всегда могут. Таковы их знания. Только с помощью Бога еще можно исправить положение. Создатель открывает другие науки, но без его ведома ничего нельзя совершить. Вмешательство в судьбу человека без разрешения Бога нанесет вред душе человека. Это еще не все понимают. В скором времени землянам придется досконально и грамотно разбираться в таких вопросах, направляя свои действия только на благо и в помощь людям. Бог строго спросит. Созидание и бескорыстная помощь, вот задача тех, кто пришел от светлых сил. Поэтому Творец во все времена посылал на Землю людей с открытыми способностями. Но ясновидящих преследовали и стремились использовать в своих целях. Телепатия, телекинез, видение будущего считалось выдумкой. Некоторые боялись, что такие знания станут понятны народу и найдут широкое применение. Однако запретная наука существовала в Америке, Европе, Японии, в бывшем СССР и других странах. Закрытые НИИ вели разработку различных систем, создавались группы быстрого реагирования, где использовался потенциал знаний и энергий. Но со временем эти образования распадались, и направление приходилось менять, так как начиналась полоса невезения. А те, кто уже ушли далеко по тайным наукам и могли выйти из-под давления и контроля, уничтожались. Было опасно развивать направление защиты от воздействия извне, так как в этом случае государственная структура потеряла бы ключ к управлению мышлением, а, значит, действиями людей. Поэтому целенаправленно работали против всех, кто хоть как-то мог всерьез внести изменения в реализуемые правительством планы. Для этих целей использовали людей, умеющих работать энергетически на расстоянии. Их поиск и вербовка занимали важную часть деятельности спецотделов. Ясновидящие, работающие на спецорганы, не могли долго удовлетворять запросы и менялись по мере выполнения ими главных задач. Утечки не происходило, так как людей просто вовремя убирали. А они могли бы развивать дар Творца и использовать его на благо людям, а не против них. Как видите, то, что происходит сейчас во всем мире, заставляет о многом задуматься. Предстоит ответить на главный вопрос, к чему пришло человечество и чего могло бы достичь, если бы с самого начала было правильно выбрано направление мышления и действий. Свои силы и энергию можно было бы направить на исследование и изучение нового, на создание интересных и уникальных производств, на развитие культуры. В условиях советского периода было трудно развиваться и созидать. Тем более, если вы выбрали официально непризнанное направление. Однако этот барьер преодолен, и сейчас россиянам, как и другим людям планеты, свыше дана возможность изобретать, совершенствоваться, освобождаясь от земных стандартов. Многое будет зависеть от того, в какое русло земляне направят свои силы и знания. Путь вперед. Земляне считают, что научились влиять на жизнь и ее историю. Но часто судьба заставляет задумываться над тем, что есть силы, не подвластные человеку. Важно, как относятся люди к этим силам, враждебно или доброжелательно. Если человек живет с Богом, то ему нечего бояться, управление и манипулирование им невозможно. Создатель не допустит этого. На многих других планетах люди не испытывают внутреннего дискомфорта, тяжести и подавленности. Там нет грязной энергии, и поэтому развитие идет по-другому. Секреты успеха в том, как люди относятся к жизни. Человек волен сам выбирать свою судьбу, и родители не вмешиваются в те вопросы, которые дети должны решать сами. Выбор пути, рода занятий, место жительства и так далее осуществляется самим индивидуумом. Однако там принято советоваться с родителями, наставниками, учителями. Мудрый совет всегда приносит неоценимую помощь. Если же выбор совпал с божественным планом души, то человек сразу начинает идти вверх, постигая глубины жизни и бытия. Творец всегда подсказывает, как поступить правильно, чтобы не было больших ошибок. У народов других планет главную роль играет совет с Богом. И у людей нет сомнений в том, правильно ли они поступают, совершая действия, они всегда знают его последствия. Таковы их знания, и поэтому ни один поступок не совершается необдуманно. Люди привыкли отвечать за каждое свое слово и действие. Для них это так же естественно, как для землян, выполнение домашних или производственных обязанностей. В нашем мире многое изменится в лучшую сторону, когда люди начнут советоваться с Создателем. Им все создано так, чтобы сильный помогал и защищал, а слабый учился и мужал, чтобы опытный оказывал помощь новичку. Когда земляне, как и народы других цивилизаций, начнут понимать, что важно продвижение вперед всех людей, а не части человечества, тогда будет совершен скачок. В космосе нет конкуренции, и ничто не может отдалить людей друг от друга. У всех равные условия, и люди тысячелетиями идут по пути постижения истин и получения новых знаний. Чтобы не утерять Божественное, народы благодарны Творцу, ценят и с любовью развивают дальше его науки. Светлые силы совершают добро, и секреты наук не разглашаются, чтобы ими не смогли воспользоваться люди от темных сил. В космосе есть такие души, на которые можно положиться. Именно им доверяется развитие наук. Наблюдая за землянами, другие цивилизации сделали выводы о том, что многие хорошие начинания сводились на нет по вине самих людей. Нарушение законов, совершение противоправных действий, вредные привычки, нервные срывы и другие, сыграли для некоторых злую шутку. Недоброжелатели, пользуясь вашим неверным поведением, находили аргументы против вас и разрушали начатое, а ведь оно могло послужить на пользу людям. Поэтому те, кто всерьез решили работать на будущее, ответственно подходят к решению всех вопросов. Они меняют свое поведение, привычки, стараются наладить честный контакт с людьми и не реагируют на неудачи. Понимают, что если выполнят свою задачу, то принесут благо народу. В современном мире не так-то просто довести до конца хорошее начинание, противостояние подчас настолько сильно, что работа прекращается, и никто не может помочь изменить ситуацию. В таких случаях люди обращаются к Богу, тогда идет помощь свыше, и только благодаря этой поддержке дальше идет все хорошо. Скоро самим землянам будет неинтересно воспринимать мир лишь земным видением. Наблюдая явление, захочется постичь его суть и понять закономерности, проникнуть в тайны его создания. Тогда без развития потенциалов, заложенных в вас свыше, не обойтись. Поднимая духовность и изучая разные науки, люди других цивилизаций смогли раскрыть свои способности. Создатель дает видение настоящей, прошлых и будущих жизни и помогает избрать то направление, где люди смогут полностью реализовать себя. У землян свой уровень развития, и ими достигнуто немало. Но всегда можно углубить знания и открыть новые направления в науке. Вы лично столкнетесь с тем, что казалось невероятным, Бог откроет новое и неизвестное тем способом, который подходит именно вам, каждому в отдельности. А сейчас своими знаниями с вами делятся представители других миров, их науки помогают видеть вещи в системе. И человек понимает многообразие жизни, где Бог – творец всему. Начиная с простого, жизнь имеет циклы, при их смене происходит совершенствование организмов и всего живого, тайна сотворения и по сей день остается неразгаданной. Каждая клетка, молекула, делясь образует себя подобную. Изначальной материнской образуется дочерняя, и так до бесконечности. Кто включает этот механизм? Почему некоторые божественные создания остаются веками на планете, когда тысячи подобных исчезают навсегда? Можно ли вмешаться в эти процессы, и как это отразится на будущем? Люди все чаще задаются такими вопросами и здесь много интересного. Земляне знают, что растения плодоносят, когда идут энергии Солнца и Луны. День, здоровые и счастливые дети рождаются, когда родители соединяются в энергиях любви. Этот порядок, казалось бы, ничем не будет нарушен, и мир будет развиваться дальше. Но это далеко не так. Под воздействием плохой энергии людей и достижений псевдонауки, которая работает на уничтожение, может смениться энергетический код на продолжение жизни на Земле. Врожденное уродство, ДЦП и другие патологии, это результат действия измененной энергии, частный случай из общей системы деформированного энергопотенцией и ла наций. Люди не всегда задумываются над тем, что если некоторые насылают проклятие на семью, род, то также можно проклясть и все человечество. В этом случае цивилизации будет трудно сохранить нужный энергобаланс, продолжение рода и развитие людей замедлится. Чтобы произошла такая катастрофа, нужны очень сильные заряды негативной энергии. Думаю, что люди с пониманием начнут подходить ко многим вещам, научатся не реагировать на агрессивные вспышки других. А это приведет к стабилизации ситуации. Ваша доброта и спокойствие помогут остановиться злобе и раздражению людей. И это часто спасает семьи от конфликтов. Интересно, что когда люди с любовью и терпением воспитывают детей, то закладывается крепкая основа их доброжелательности и дружелюбия в будущем. Именно эти качества проявит ребенок, когда вырастет. Часть своих проблем он научится решать спокойно и си большим вниманием и любовью будет воспитывать своих малышей, когда придет время. Вот так из поколения в поколение могли бы передаваться лучшие черты и свойства человеческого характера. К сожалению, сейчас родители передают нервозность, агрессивность и злобу. Современными психологами и социологами замечено, что дети становятся все более безжалостными. И причины этого, конечно же, не только в отрицательном влиянии среды, но и в поведении самих родителей. Раньше отцовство и материнство люди принимали как высшее счастье. Они становились творцами, создавая себе подобных. Всевышний наделил человека способностью совершенствовать свой род. И каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был добрым, отзывчивым, ласковым. Хочет, чтобы его дитя достигло большего, чем он сам. Когда это происходит, мир получает гениев. Как прекрасно, когда ребенок видит вокруг себя только любовь и даже незнакомые люди радуются его появлению на свет. Эти воспоминания детства навсегда остаются в душе человека. Он сотворен, и он рожден, чтобы также свободно вести поиск нового и создавать жизнь такой, какой она видится ему. Что мешает людям сейчас радоваться и развиваться? Уныние. Это, пожалуй, главная причина. Но ведь вы живете. Самое ценное у вас уже есть. Когда вы найдете себя в обществе, поможете детям реализовать их потенциал, то увидите, какой благодарностью отзовется жизнь. Бог создал ее простой, люди усложнили, но ведь она не стала от этого хуже. Душа человека по-прежнему ищет свободу, а жажда творить не ослабевает. И, невзирая ни на какие препятствия, появляются открытия, новинки, которые так нужны людям. Жизнь не останавливается ни на секунду, растут дети, развивается сознание людей, молодеют и обновляются города, оживает природа. Люди отошли от нее, перестали замечать, как разнообразно развивается животный и растительный мир. А ведь там много удивительного, схожего с миром людей. Судьбы веков отражены в жизни лесов, морей, рек, океанов, высокогорий. И у каждого Божьего создания свой неповторимый путь. Посмотрите, какую интересную историю рассказали духи леса. Оказывается, и там у каждого существа своя судьба, свои мечты и планы. Одинокий ясень был стар, ветви уже начинали засыхать, а когда дул сильный ветер, по лесу разносился скрип его тела. Он готовился умирать. Много лет простоял ясень в этом лесу, у него было море друзей, и он радовался им, но всю жизнь мечтал, что сможет оторваться от земли и полетит далеко за море. Это желание так и осталось неосуществимым, и он горестно вспоминал всю свою прошедшую жизнь. Перед ним вставали картины далекого детства. Вот он молодой и веселый, играет с духами леса, вот стрекоза села на его молодую веточку. Вот паук сплел необычайно красивое покрывало и присоединил к стволу другое дерево. Эта дружба нравилась ему, но она была недолгой. Сильная буря сломала соседа, и сейчас переживший многое лесной старец уже не помнил, как звали этого приятеля. Скрип раздавался все громче и как будто напоминал, что пора возвращаться из давно забытого прошлого. Впереди ожидала реальность, поднимался ветер и в любую минуту ствол могло сломать. Ясене ничего не оставалось делать, как молча грустить и думать о далеких морях. Но тут прилетела маленькая бойкая птичка, «Свиринь», — сказала она и махнула хвостиком. «Я слышала, что ты печалишься о том, что так и не увидел света». «От да», — произнес он. «Я ждал, что кто-нибудь придет и поможет осуществить мои мечты. Но, увы, этого не произошло. Если хочешь, я могу перенести твое семя в далекие края, и потомок осуществит твою мечту», — бодро ответила незнакомка. Старец обрадовался и поблагодарил маленькую помощницу. Через мгновение птичка уже исчезла, унося в клюве его будущее. «Счастье тебе», произнес он и склонился на колени. Начиналась буря, и ему уже не суждено было вновь подняться и увидеть небо. Корни оказались непрочными, и наутро ствол лежал на земле. Жители леса видели, как упало это старое, но красивое дерево. В его сознании навсегда остались серая птичка и сынок. Он увидел его большим и сильным с мощной кроной, устремленной вверх. Отец радовался за свое дитя. Через 20 лет мечта исполнилась. На возвышении между двух красивых елей вырос богатырь, ясень, со всей округи приходили к нему животные. Здесь они отдыхали, в их краях никогда не было таких деревьев. И когда они увидели, как все растения заботливо выхаживали молодой росток, то полюбили его. Когда деревце было маленьким, счастливая спасительница прилетала к нему каждый день и справлялась о здоровье. Она рассказала малышу о том, каким его мечтал видеть отец, поведала, что его родитель был сильным и смелым, и умел переносить все тяготы жизни. Одно утаила птица, как ни стало старого ясеня, как в одно мгновение рухнула его надежда увидеть далекие миры. Радость окружала молодой побег, и он быстро набирал силы. Этот богатырь обладал особым даром, исцелять словом, многие приходили к нему советоваться. Его любили и уважали, делились свету, красоте и спокойствию, которое он излучал. Так неожиданно осуществилась мечта, казавшаяся несбыточной. Любовь предков помогла сотворить чудо. В своем рождении молодой ясень обрел силу и счастье и подарил их другим. Воссоединение. Все живое тянется к свету, и когда родители любят детей, то дарят им тепло и искренность своих душ. Это свет любви. Земляне изучили механизм зарождения человека, но еще пока не проникли в тайну его творения. Ребенок зарождается несколько раньше, чем это принято считать, до оплодотворения яйцеклетки. Прежде чем атомы и молекулы соединятся в преддверии человеческого тела, в зародыша, произойдет энергетический контакт. Он важнее всего. Именно благодаря ему возникнут формы и мысли младенца и будет заложено направление его развития. Большую роль играет не только то курит и употребляют ли алкоголь родители, в каких условиях живут и т. д. важны также их мысли, чувства, намерения. Если это желанный ребенок, то он уже задолго до зачатия существует в сознании родителей. На этом этапе и складываются будущие взаимоотношения в семье. И часто сразу намечается конфликт. Дело в том, что каждый из родителей уже нарисовал для себя будущего ребенка, всю его судьбу, род занятий, профессию, семью и другие. Папе кажется, что это будет мальчик, и когда он вырастет, то станет его преемником. Маме хочется, чтобы сын был мужественным, сильным, добрым и любящим, она думает, что он станет помощником родителям и т. д. так они закладывают программу. Но каждый свою. А ребенок рождается с определенной миссией, о которой родители часто и не подозревают, так как у них нет таких знаний. И в итоге, когда человек становится взрослым, идет наслоение программ родителей, а ведь они не могут совпадать. И ребенком недовольны ни папа, ни мама. Возникают претензии. И в этой обстановке человек должен найти себя, выбрать тот путь, который будет ему по душе и даст возможность выполнить свою миссию. А как это не просто, ведь никто даже не пояснил, что такое жизнь, как она устроена, ради чего рождаются люди, и почему пришел он в этот мир. Складывается впечатление, что ради того, чтобы заработать деньги, обеспечить жизнь, жениться и вырастить детей. Главное, все как у всех, в этом счастье. Но испокон веков рождались дети, которые не укладывались ни в какие земные рамки. Неординарные дети есть и у вас. Вам тяжело с ними, а легко ли им с вами? Ведь малышам надо еще выстоять против давления взрослых и избрать свое направление совершенствования. Ребенок не может жить мыслями родителя. Рано или поздно он останется один, и вас не будет рядом. Ему придется строить свою жизнь совсем по-другому. Сколько потерянных поколений выросло в нашей стране? Всю жизнь зарабатывали на хлеб, а выйдя на пенсию, начинали петь, рисовать, изобретать. И многие из этих людей говорили, как жаль, что столько времени потратил зря. Стандарт и шаблон стирают индивидуальность и не дают развиваться свободной личности. Поэтому так важно понимать закономерности развития человека и его духовной сути. Мудрые родители никогда не планируют будущую жизнь ребенка. Они дают ему волю уже в раннем детстве, присматриваются к его особенностям и предоставляют возможность развиваться в разных аспектах, не навязывают своего мнения и тот образ жизни, который считают правильным. А ведь контакт и стиль взаимоотношений между родителями и ребенком складываются еще до его рождения. Энергии космоса охраняют плод, помогают ему развиваться. В этот период идет тесное неповторимое общение между матерью и будущим ребенком. Закладываются духовные структуры человека, его мышление, речь, память. Этот интереснейший период блаженства навсегда останется в подсознании. Поэтому, став взрослым, в счастливые моменты сна человек будет находиться в позе эмбриона, когда весь собирается в клубок. Так он чувствует себя защищенным. И когда заболеет, тоже будет находиться в таком положении. Происходит соединение энергетики, и состояние облегчается. Любовь, которую получал малыш, находясь под сердцем мамы, навсегда останется в его памяти. Когда энергетическая матрица плода готова, начинается постепенное формирование всех физических аспектов ребенка. Энергетическая оболочка, окружающая его, соткана из многих энергий. Это энергии мамы, ее мыслей, чувств, ее тела. Это энергии отца, который уже в этот период связан с ребенком. Его любовь, направленная малышу, дает большой заряд силы и мужской нежности. Но в сотворении человека главенствующую роль играют энергии Бога. Они не только формируют плод, но и одухотворенно влияют на сознание и организм будущей мамы. И ребенок, и мать, если все в порядке, чувствуют себя спокойными и счастливыми. Воссоединение, которое произошло, облагораживает жизнь. Течение энергии идет равномерно, и даже биохимические процессы в женском организме полностью меняются. Все, что может повредить малышу, затихает, замирает. Ребенок желает получать те энергии и вещества, которые ему необходимы. И неожиданно мама хочет яблоко или апельсин, хочет, чтобы люди с любовью и нежностью относились к ней. Дитя любит то, что любит мама в этот момент, и наоборот. Поэтому, если родители мечтают о здоровом ребенке, то они сами стараются быть добрее, терпимее друг к другу и к людям ко всему подходят спокойно. Все отрицательные эмоции передаются эмбриону, и тогда закладываются негативные энергетические программы, которые в дальнейшем могут привести к патологии. Мать и будущее дитя, два взаимообогащающих центра. И если между ними было не только физическое родство, но и возникла тесная духовная связь, то они будут понимать друг друга с полуслова. Поэтому так важно окружить будущую маму любовью и защитой. Творец создал так, что женский организм в этот период настроен на вынашивание ребенка и новосоздание гармонии в ее душе и в сознании дитя. Самый светлый период люди проходят в любви Бога и родителей. Как было бы здорово, если бы это продолжалось и дальше? Космические энергии. Существуют разные виды космического излучения. Оно пронизывает не только Землю, но и другие планеты, все мироустройство Бога. На первый взгляд может показаться, что многие взаимодействия идут хаотично. Но это далеко не так, каждая система органично вписывается в другую. Один и тот же объект становится составляющей частью многих образований, поэтому так важно видеть мир и его внутренние взаимосвязи. Как взрослый человек видит спектр интересов маленького ребенка, так и Бог контролирует мировые процессы и знает будущее. Но поскольку он рассматривает любые явления со всех сторон, видит энергетические взаимодействия, то в любой момент Творец может перестроить все миры. Энергии несут различную информацию, люди способны ее воспринимать, или считывать. Применяя энергии в своей жизни, человек может накапливать их. Люди и не подозревают, как это широко можно использовать. На определенном этапе совершенствования люди научатся не только повышать свой духовный потенциал, но и будут работать с различными уровнями сознания. Эволюция души происходит тогда, когда человек развивается как Сотворец. Способность творить вложена в каждого изначально, и развивая ее в себе, многие уже начинают открывать новые стороны жизни. Заложенные Богом таланты могут получить мощное развитие. Тогда люди начинают преобразовывать жизнь. Например, те, кто ушли далеко по божественным наукам, все больше используют исходные потенциалы объектов. В других цивилизациях накопление энергии идет разными путями. Благодаря этому люди достигли больших высот. Специальные структуры, направленные на использование энергии различного характера, могут воздействовать на биоклетку и антиклетку, вводя их во взаимодействие. Тогда происходят процессы совершенно иного уровня. Науки Земли, как считают братья из высших цивилизаций, вскоре откроются законы изменения плотности вещества, новые катализирующие системы, блокаторы и так далее. Введение и изучение макроэнергетических процессов позволит развиться новым научным направлениям. Они дадут возможность по-другому подойти к лечению людей, созданию лекарств и так далее, оценка новейших мировых открытий станет адекватной их реальной значимости. На Земле появится возможность изучать особые энергетические структуры клетки, будут раскрыты еще неизвестные параметры неживой материи, углубятся многие уже существующие сейчас новые направления земной науки. Нестандартный и всесторонний подход ко всему даст возможность увидеть реальные закономерности. Рост человека и его жизнедеятельности определяется степенью его духовности. Каждый день и час человек делает выбор и принимает решения, вкладывая в действие Божественные энергии, то, на что они направлены и есть показатель духовной зрелости человека. Во все времена на Земле существовали люди, приемники и накопители энергий. Их доброта, мышление, деятельность проводили на планету Божественную силу. Через них шло усовершенствование жизни, развитие, эволюция. Космические энергетические приборы также способны накапливать энергию. Они несут в себе заложенный Творцом потенциал, который можно направить на клетки любого организма. Возьмем к примеру зерно, его рост, это микропроции с заложенным в нем циклом развития от начальной до конечной стадии, распадом и преобразованием. Зерно имеет резерв энергий, которые начинают действовать, расходоваться при благоприятных условиях, давая толчок к пробуждению и развитию ростка. Затем идет развертка программы циклов поэтапного роста. Здесь уже потенциальная энергетика зерна входит в тесное взаимодействие с энергетическими полями Земли, космоса, Вселенной и т.д. Энергетические образования в результате жизнедеятельности людей играют не последнюю роль в развитии растений. Поэтому у одних людей они бурно развиваются, у других нет. Приводя в систему все эти взаимодействия, точно просчитав нюансы систем наслоения, программ максимального всплеска энергии и их контакта, можно воздействовать на рост и размножение растений. Здесь необходимо видеть и знать энергобаланс клетки, уметь позитивно воздействовать на ее внутренние структуры, то есть реально влиять на урожайность и качество продукта. Степень воздействия и результат будут зависеть от конкретных условий. Но набор энергии и их применение идет через обращение к Богу. Это способ непосредственного их использования на Земле. Творец создал так, что и космические тела обладают особым ресурсом. Звезды и планеты имеют энергетический центр. У них также есть структуры, которые концентрируют энергии космоса, необходимые для жизни. Эти энергии способны распределяться по планете, усиливают ее поле, передаются людям и всему живому. Так происходит подъем, увеличивается сила и частота энергетических вибраций, как видите все взаимосвязано, и человечество, и светило, и космос. Божественные энергии стимулируют эволюционный рост цивилизации, ведущий к совершенствованию. Так, за счет накопления энергий Вселенной и Галактики развиваются до бесконечности. Люди могут научиться управлять процессами роста. Иисус мог из пяти хлебов создать пятьсот, так как у него были знания Бога. Управляя энергиями, люди смогут менять энергобаланс клетки, и это приведет к нужным результатам. Технология проста и сложна одновременно, она заключает в себе знания различных областей наук. Но любовь – основа всему. Она проходит через все на Земле и в космосе. В любом открытии, науке, идущих свыше, она есть. В этом секрет сотворения. Преобразование всех видов энергий в мутационный период всех организмов. Каждая веха, новый этап развития человеческого, животного, растительного мира и планеты в целом характеризуется изменениями в их структуре, что и происходит сейчас на Земле. Прежде всего идет изменение частоты вибрации энергий, приводящих к изменению клеточного уровня. Все процессы ускоряются, при этом вырабатываются дополнительные энергии, способные по-новому реализовывать начальный потенциал. В человеческом организме, и не только в нем, начинают работать структуры и органы, которые до этого момента были неизвестными. Впереди, расцвет и новый этап эволюции планеты. Отличительная черта этого периода – любовь и понимание Божественного. Человек гораздо сложнее, чем принято считать. Он, больше, чем человек в современном земном понимании. Только дошедший сможет увидеть, что это значит. Каждое тело, организм, содержит в себе разнообразие энергий. Сложные процессы биосинтеза и преобразования обеспечивают жизнь и развитие любому творению Бога. Если энергии идут целенаправленно, без сбоев, то происходит постоянное эволюционирование. Каждая клетка использует несколько составляющих из конгломерата энергий. Для роста, развития, питания, размножения, смены функций и так далее клеточные структуры, как внешние материальные, так и внутренние энергетические, получают свою специфическую подпитку. При нормальной жизнедеятельности поколения клеток не меняют резко своей структуры, используют и выделяют родственные, подобные, энергии. У каждого поколения клеток есть свой предел набора энергий, их количество и частоты. Если организм развивается согласно Божественной программе, то шаг за шагом в ходе эволюции набор и мощность энергии увеличиваются. Так идет развитие и усовершенствования. На Земле для эволюционирования некоторых организмов потребовались тысячелетия, хотя это далеко не так, просто шла двойная эволюция. Но однажды во временных циклах происходят особые переходные периоды, когда во Вселенную идут другие, новые энергии. Они несут иные механизмы развития живых организмов, которые готовы к переходу на новые вибрации. Показатели готовности, это особая система энергопитания животных и растений. Есть такие животные, которые питаются энергией, им не нужна пища, как другим. На Земле есть очень интересные растения, которые могут существовать в любых климатических условиях или вообще без света. Эти уникальные виды существуют за счет космических излучений. В ближайшее время на планете появятся новые представители флоры и фауны. Новые в том смысле, что их хромосомный набор и строение ДНК будут изменены. Смена эпох несет новые возможности и новые требования к человеку, биоорганизму, впереди изменение энергетических взаимодействий в клетке. Это позволит открыть новые возможности человека. Он научится управлять энергетическими процессами в своем организме. Что это значит? Во-первых, люди смогут сами себя лечить, не прибегая к лекарствам и операциям, научатся восстанавливать и обновлять клетку. Во-вторых, будут управлять процессами роста и старения, выращивать органы. Это станет возможным, если наука сумеет разобраться в процессах смены энергии в механизме преобразования энергоструктуры индивидуума. Новые энергии, что идут сейчас на Землю более сложные, они позволят раскрыть возможности биоорганизмов, заложенные в ДНК, в результате поменяются энергетические структуры клетки, а вслед за этим, ее строение и функции. Они станут более сложными. Преобразование жизни на планете начинается с изменения клеточной структуры организмов, функционирующих на ней. Микроорганизм, носитель информации Вселенной. И многие изменения будут носить родственный характер. Как изменяются пульсации Вселенной, также изменяются вибрации клетки. В момент перестройки могут быть различные непредвиденные и непредсказуемые учеными моменты. Мутационные процессы будут носить различный характер, благодаря им увеличится рост, качественный потенциал живого организма, сохранится изменчивость, повысится приспособляемость биоорганизмов к новой среде. Особые изменения коснутся человека, если он сможет понять суть происходящих изменений на планете, то сумеет перейти на новый тип питания, лечения, сменит режим и ритм жизни. Тогда в гармонии с природой и Вселенной разольет свои способности. В этот период нет пределов совершенствования. Все будет зависеть от того, как люди подойдут к этой теме и какой сделают выбор. Еще все впереди, возможности получения биосинтеза при помощи космических излучений. Биосинтез, сложный электромагнитный, биохимический, энергетический процесс, затрагивающий все структуры клетки и живого организма. Ведет к преобразованию структуры и функции материи вещества и изменению состава среды, в которой функционирует организм. Способен нарастать, замедляться, останавливаться под действием разнонаправленных, различных по структуре и функции энергий. Биосинтез способен увеличивать светопроводность вещества и клетки в целом. Процесс биосинтеза в условиях космоса идет по другим параметрам и схемам, при этом задействованы иные механизмы и совокупности энергий. Есть одна единонаправленная энергия, координирующая действия, направление и силу других. Землянам придется в скором времени досконально разбираться в этих вопросах. Управляя энергией, направляя излучение в нужном режиме и графике, можно добиться необычных результатов. Процесс накопления энергии пойдет автоматически. Биосинтез станет цепной энергетической реакцией. Однажды запустив ее, не потребуется поддержания этой реакции. В любой момент биосинтез можно простимулировать без истощения энергетических структур организма или среды, поля и так далее. Можно полностью остановить этот процесс, в целости сохранив все его параметры. Тогда в любую секунду его можно будет снова запустить в прежнем или измененном режиме. Накопленный потенциал энергий, который возникает при ускорении биосинтеза под влиянием программы космических излучений, можно будет использовать для обогащения среды или усиления поля, а также для продолжения саморазвивающейся системы, программы, роста и развития. Контроль будет осуществляться энергетически. Растение, находясь в таком режиме жизнедеятельности, будет работать как часы четко и без остановки. Особая наука, которая будет развивать эту отрасль знаний, решит проблемы засухи, неурожая и так далее, управляя биосинтезом растений, можно на небольшой территории в короткий период собрать 2-3 урожая в масштабах потребностей страны. Это реальность. После преобразований планеты произойдет перестройка всей биосистемы. И тогда в любых климатических условиях люди научатся выращивать все, что захотят, в количестве, которое будет им необходимо. Божественные знания дают такую возможность. О воздействии альфа, бета, гамма, излучений в период ядерного распада, преобразования. Альфа, бета, гамма излучения, это излучения особого типа, которые способны не только разрушать, но и преобразовывать структуру клетки, материи, всего живого и среды. В космосе научились рассматривать эти вещи в системе. Любой ядерный потенциал. Заряд готов преобразоваться, нужны только исходные благоприятные или неблагоприятные для среды условия. В системном воздействии все эти и другие виды излучения дают мощный ядерный потенциал. Существует схема, по которой можно не только расшифровать разрушающую способность каждого излучателя и способы излучения, поражения, но и снизить уровень отрицательного воздействия или свести его на нет. Но на Земле пока нет такой науки. Поскольку люди в космосе не ставят перед собой целей захвата, порабощения и уничтожения, то там нет и ядерной гонки. Силы, участвующие в продукциировании и использовании ядерных энергий, применяются в мирных целях. Из любого яда можно создать противоядие. Секрет в характеристике и дозах комплексного или одиночного применения. Гамма-излучение может дать повышение и укрепление устойчивости любого микроэлемента. На других планетах научились использовать дозированную систему снижения радиации и отрицательных последствий. В результате особых механизмов, в условиях среды которой на Земле нет, братья из космоса научились влиять на иммунитет и структурные клеточные единицы живых микроорганизмов. Исследования в этой области позволили полностью реализовать биоэнергетический потенциал клетки. Влияние на рост, жизнедеятельность и продолжительность жизни исследуемых объектов оказалось очень значительным. На других планетах научились снижать, а в отдельных случаях полностью аннулировать разрушающее воздействие веществ и антивеществ в период распада ядра. Там люди умеют применять энергии на пользу живым организмам. Проблем лейкозов и рака нет. За счет преобразованной энергии космические братья повышают жизненную силу организмов, развивая некоторые аспекты роста. На Земле сейчас наступает период, когда альфа, бета, гамма-излучения будут увеличиваться. Если наука сможет найти нетрадиционные методы улавливания, отбора и концентрации излучений, то ими можно будет управлять, делая их не только безопасными, но и полезными для людей. Бета-лучи помогут восстановить структуру клетки в определенном режиме. За счет энергообмена произойдет формирование новой клетки. Главная задача здесь преобразование, перераспределение и контакт объемов, порции ионности связь, альфа, излучение можно использовать как катализатор нового типа в биохимических реакциях живого организма. Клеточный состав здесь не будет существенно изменен. Главная задача здесь, фильтрация, отбор, мышление вне стандарта и применение законок, аналогичные механизмы строения и деятельности работают и во Вселенной. Связи единиц укрепляются постоянно, и в этом сила творения Бога. Наука Земли стремится решить вопрос снижения излучаемости веществ и их негативного воздействия на организмы. Но пока сделаны не все шаги по пути решения этой проблемы. Подробнее о том, как в космосе рассматривают эти и другие вопросы, будет рассказано в пятой книге. Организмы, эволюционирующие в период ядерного распада. Каждое вещество, входящее в состав того или иного объекта, имеет молекулярное строение. Учеными открыто, что между ядром и электронами существует тесная полярная связь. Электроны, как и ядро, могут менять свой заряд, отрицательный на положительный и наоборот. В самом ядре существует мощное поле и там реакция сцепления, или единство ядра, идет другим образом. Мощный заряд ядра и его целостность обеспечиваются сцеплением энергий позитронного порядка, аналогичного ему. Вещества, в которых заложен потенциал деления и делимости, имеют значительную ядерную массу. За счет взаимодействия энергии ядра с энергиями позитронного порядка среды энергии электронов образуется постоянная силовая энергия, которая удерживает молекулы клетки в их энергетическом, матричном и физическом равновесии. Энергия постоянства – это постоянная суммарная величина, равная пропорциональному соотношению молекулярного состава клетки. Происходит взаимодействие энергий клетки, молекулы, ядра, электронов по различным схемам сферического и или измененного сферического характера. Во взаимодействии с агрессивной средой плотности характеристики вещества, обладающего константной энергией, мобилизуются. За счет этого происходит усиление оболочки каждого компонента в составе целого с усилением макрозащиты, то есть, повышение потенциала сопротивления и самозащиты за счет их подчиненности. В момент разрушения структурной энергетической решетки, матрицы, вещества или молекулы происходит ядерный распад и образование антивещественного потенциала. В момент распада ядра, ядерная реакция четвертого типа, происходит высвобождение ядерной энергии по 4-5 типу введения реакции. Атомарная масса антивещественного потенциала при этом может повышаться или понижаться в зависимости от данных. Наукой доказано, что живые существа в момент распада ядра и реакции мутируют или погибают. Однако есть микроклетки, представители живого мира, которые развиваются и эволюционируют в период ядерного распада. Питание и рост происходит за счет этих энергий. Их преобразовательная мощность велика. Микроорганизмы способны связывать молекулы кислорода. Этот микроклеточный мир, равноправный по отношению ко всем другим мирам, его существование насчитывает не один миллион лет. В связи с большим объемом ядерных испытаний и значительным скоплением радиоактивных отходов на Земле идет бурное развитие этого микромира. Его представители способны преобразовывать солнечную энергию, они являются катализаторами некоторых процессов и стимулирующим звеном в развитии некоторых элементов, биологического и химического происхождения. При управлении энергиями ядерного распада и контроле преобразования среды станет возможным изменять ситуации негативного характера. Без детальной разработки систем антиядерного распада этот процесс будет сложно производить. Наука постепенно выходит на объемы нужного порядка, и эта проблема будет решена. Безопасное для людей миропреобразование ядерных отходов позволит Земле шагнуть в новый век науки и техники, так считают братья из других цивилизаций. В довершение сказанного, избрав нужное направление, можно за очень короткий срок уйти далеко по нему и обогнать многих. Так дано Творцом. Чем выше уровень глубинной осознанности и понимания внутренних противоречий и единства жизни, тем дальше человек видит. И тогда появляется гибкость, тактичность, доброта. Без этих качеств невозможно достичь успехов в науках. Анализируя развитие прогресса Земли, в космосе замечают, как порой люди находятся на пороге мировых открытий, но так и не совершают их. Это было и в Ксвии, и в Ксикс, и в X-X веках. Можно находиться на правильном пути и в то же время не понять этого, не продвигаться по нему. С чем это связано? С тем, что еще не наступило полной осознанности происходящего. Что-то в самих людях мешает им успешно развиваться дальше. Программа космоса рассчитана на самостоятельное продвижение. Насколько человек, или цивилизация, созрели, настолько и будет в вас вложено свыше. Бог доверяет серьезную работу тем, кто с ней справится. Творец всегда просматривает все варианты и возможности. У многих сейчас будут раскрываться неожиданные способности. Они будут связаны с тем, как вы работали в прошлых жизнях, чего достигли, какие качества сумели воспитать в себе. Большую роль сыграет и то, как идете в этой жизни, какова связь ваших мыслей, слов и поступков, что несете людям и каковы истинные последствия ваших действий. А ведь Создатель видит каждого, ответив честно на вопрос, для кого вы работаете и почему хотите достичь успеха. Многое станет вам понятным. Работа будет непростой. Сможете ли вы взять полную ответственность перед Богом и людьми на себя? Космос просматривает все нюансы, и чтобы вам разобраться в науках, придется пройти сложные испытания. У каждого своя миссия. Надо быть и отцом, и матерью, и братом, помогать родителям и так далее. Вот поэтому люди из других цивилизаций реально подходят ко всему, там нет завышенных оценок, но они каждый, знают свою работу, функцию и выполняют ее не в ущерб другим. Когда по всем направлениям идет ровное выполнение программы, когда люди радуются от общения с вами и видят вашу доброту, искренность и любовь, тогда вы вместе начинаете наполняться высокими энергиями. Другие миры ушли далеко вперед потому, что понимали это и разумно, спокойно подходили к жизни. Как только земляне поставят все на свои места, перестанут топтаться на месте или обгонять время, они поймут, как просто и интересно можно жить. Каждому Бог дал свое, и каждый будет на своем месте. Если люди доосознали это, то уже часть проблем ушла. Чтобы вы нашли время для занятий по божественным наукам, необходимо решить все вопросы. Понимание со стороны близких, один из важных факторов. Если люди не смогли правильно пояснить домашним и ведут себя неверно, раздражаются, ругаются, стремятся отдалиться от других, возвышаясь над ними и так далее, то такие по космосу далеко не уйдут. Зависть и сравнение, дебаты по поводу поведения людей очень тормозят, сжигаются чистые энергии и все, что было накоплено за длительное время, исчезает, как будто бы его и не было. Так желающие обучаться и развиваться дальше сами себя отбрасывают назад и закрывают себе проход вперед. Миссии остаются невыполненными, возможности упущены. Если для вас один человек хороший, а другой плохой, и вы не можете ровно относиться ко всем, общаться и работать с любыми людьми, то вы не сможете шагнуть на свою следующую ступень эволюции. Бог смотрит на дело человека, а не на то, как он одет и что говорит. Там, где есть дружелюбие, есть понимание и любовь. В космосе всегда дают друг другу проход и работают в одной команде, там нет предрассудков и предвзятостей. Если кто-то не может перешагнуть этот предел, о нем справедливо говорят, не созрел. Без единения, без положительного энергетического потенциала взаимодействия людей невозможно успешная работа. Сейчас по божественным наукам шагнут те, кто сумеют это понять и сумеют объединиться. Такие люди уже на подходе. Они пойдут честно, просто и быстро вперед, не оглядываясь на тех, кто отстал. Они будут знать свое, уровень и объем их работ будет большой, несравним и ни с чем земным и с мелкими проблемами, обсуждениями и расстройствами. Они будут работать для людей, для будущего, для Земли. Космос предупреждает, им будет очень тяжело, непонимание и зависть, злоба будут вокруг них. Так положено, так было во все времена. Но они преодолеют все. Уже пришли люди, которые будут мужать. От натиска негативного и зависти они будут только крепнуть. Только те, кто смогут это справиться с особым объемом работ, что сейчас дает Бог. Удача им в их нелегком труде. Планета может выжить в дружбе людей, где старший и младший одна команда, и каждый вносит свой вклад в общее дело. Когда люди будут на 100% справляться со своими функциями, а не заглядываться на работу других, не успевая выполнить свое, тогда наступит расцвет цивилизации. Тогда раскроются знания космоса. Система человечества может развиваться. Каждый на своем месте дает ту энергию, что необходимо землянам и планете. Если этого нет, то наступает развал, хаос, обиды, мщение и так далее. Те, кто это поняли и сделали правильные выводы, уже ушли навсегда вперед, и мне интересно оставаться на прежнем уровне. За такими, будущее. Я надеюсь, что люди Земли смогут преодолеть все разделяющие их барьеры. Удачи вам! 4 раздел, коротко о главном. Стремление к истине. Бог, это Творец и Создатель всего живого на Земле и во всех мирах. Он помогал развиваться каждой цивилизации, дарил им любовь и счастье. Людям известно из истории, что Атлантида, Майя, Ацтеки и многие другие погибли, и только память может сохранить предания об их расцвете. Причина исчезновения этих народов одна. При познании божественных наук люди всегда строят новое, достигают больших успехов и работают на благо других. Но как только решают, что сами уйдут вперед, что теперь много знают и понимают, то постепенно наступает остановка. Сначала недопонимание нового, застоя и неразбериха. Затем начинается разрушение того, что достигнуто. А вскоре среди многих возникает недовольство, споры и недопонимание друг друга. В итоге деления власти начинаются между усобицы и войны, в которых погибают тысячи и миллионы людей. Бог дал всем волю и полную свободу. В тех странах, где нет войн, народы правильно шли, берегли друг друга и развивались, строя новое в дружбе и братстве. Те же, кто доказывал, что нужно воевать за своего Бога, настолько далеки от темы, что не понимают, к чему ведут их слова и действия. Они лишь прикрываются именем Творца и направляют народы к гибели. Бог один, и для него все веры равны, и всех людей он любит одинаково. Когда наступит осознание этого, жизнь изменится, и человечеству будет проще смотреть на многие вещи. Часто люди обращаются за помощью и говорят, мы другого вероисповедания, скажите, какого Бога нам теперь просить? На это всегда отвечаю, обращайтесь к нему, как вы привыкли, разницы нет, он всегда вас услышит, а потом эти же люди рассказывают, мы просили и вашего, и нашего Бога, и все решилось благополучно, спасибо. Вот видите, как просто, когда нет зацикленности ни в чем, то человек уходит дальше и ко всему подходит реально. А закон Божий один, не убей, не укради, не лги, не пожелай того, что лучше у другого. Соблюдение его давало человеку возможность во все времена быть свободным от любых земных привязанностей. Ценно, когда люди осознают суть этих простых заповедей. Вы знаете, что существуют и темные силы, которые все время испытывают человека. Есть демоны, черти, вампиры и другие. У любого человека два пути, либо он идет к Богу, либо в никуда. Когда выбрано второе, то тут и начинаются беды и невезения. Вся история показывает, как с помощью Создателя люди выходили из самых сложных ситуаций. Петр Первый, Кутузов, Александр Невский, Жанна Д'Арк и многие другие понимали, как велика сила человека, когда он с Богом. При Сталине, когда полчища фашистов были под Москвой, неожиданно произошел поворот событий. Победа была не на стороне тех, у кого было численное преимущество, а там, где люди просили Бога о непорабощении и сохранении русской земли. Сейчас в Чечне развязана война за нефть. А ведь при желании можно было решить вопрос мирным путем, честный обмен одного продукта на другой, которого нет в тех регионах. Но экстремисты не захотели этого. Стремление к власти и овладению всем привели к бойне, с чего все начинается. Человек постигает земные премудрости, его хвалят. Если его обучали этики поведения, как вести себя с другими, быть о себе невысокого мнения, то такой всегда будет на высоте. Если наоборот, то гордыня возобладает над всем, и беды не миновать от таких людей. Они и не подозревают, что ими руководят, что они уже пленники темных сил. В делах не везет, в семьях ссоры, сами часто болеют. Но если эти люди поворачиваются к Богу, то со временем все негативное уходит. Я часто спрашивал у тех, кто прошел войну 1941-45 годов, как вы думаете, почему остались живы, столько провоевав? Ответ был простой, я просил Бога, нас перед боем принимали в партию, но это не спасало, и многие погибали. А те, кто молился, остались живы и на передовой, и в окружении. Они воевали так же, как все, как коротко сказано, и как много смысла в этих словах, по чьей-то вине начинается война и мирные граждане гибнут. В любое время ее можно избежать. Все зависит от гибкости людей в верхах, а их действия всегда на виду. И как хорошо, когда они, идя к Богу, работают наравне со всеми и справляются с большим объемом. Людям надо беречь таких руководителей, помогать и не роптать, ведь они такие же, как и вы. Тогда будет взаимопонимание, страна начнет еще больше расцветать. Вместе всегда можно достичь небывалых высот в любой из отраслей наук. Это уже бывало. Еще не поздно понять, вместе мы – сила. И кто как бы не просил Бога, ведь много разных наций и вер, ему всегда помогут. Если люди поймут, что они все – дети Бога, то мир будет жить в радости, взаимопонимании и взаимовыручке. Золотой век рядом. Поймите это. Успехов вам, дорогие люди. В довершение книги, от Нострадамуса, приветствуют тех, кто смело шел с Богом по жизни. Немалую роль сыграет король. И мат он поставит даме. А дама та – смерть и предел земному творению Бога. Вы узнали, как тяжела судьба тех, кто честен и смел, смогли бы вы жизни отдать за то, что планета цвела. Но Создатель не требует смерти, он жизни дарует. И вам он несет дороги счастливых открытий. Вы видели смерть, узрели Творца печалью души. И откликнулся мир, где честь и хвала забытому многими Богу. Она на устах посвященных. Вы шли по дороге без веры и свет теряли в ночи. Вы создали Бога земного, богатство и лень для души. Очнитесь от сна, планета взывает, взывают все дали и веси. Несите любовь, я вас заклинаю, и будьте все вместе. Все вместе. Тогда вам откроются знания рая. Вы на пороге, идите к нему. Дойдете ли, я искренне вам пожелаю удачи в пути. И страх перемен отступит. Отступит, когда любовь вы поймете душою и сердцем. Светите, о люди. Вы, цветы на планете без солнца. Найдите луч света, и все засияет, душа обретет небывалый полет. Удачного шага вам космос желает, и все долгожданную песню поет. Найдите разгадку, попробуйте сами закон счастья найти. Успехов вам, все, на вашем пути. До, ционите. М, вы читали о духовном развитии землян, о том, что из-за поступков людей впереди планету ждут большие катаклизмы. Насилие и ложь перешли разумные пределы. Остался всего один шаг до макрокатастрофы Земли. О ней вы еще не слышали. Об этом будет написано в четвертой книге. Но, забегая вперед, скажу, что целые поколения землян халатно относились ко многим важным вещам, игнорировали предупреждения из космоса. И эта информация направлена сейчас вам. Вы вправе остаться на прежнем уровне восприятия жизни. Вы можете упустить важнейшую информацию этой книги, но тогда, беда. Понесутся катастрофы, и произойдет гибель миллионов людей. Еще все можно изменить. Выбор остается за вами. Но каждый примет решение самостоятельно. Выход третьей книги, это переломный момент. С этого мгновения начнется отсчет. Он закончится с изданием пятой, последней книги. Когда она выйдет, и люди ее прочтут, Творец будет принимать решение о судьбах землян и планеты. Просите Бога, чтобы были изданы все пять книг. Тогда цикл будет завершен. Кто сумеет разгадать его секрет, уйдет навека вперед. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, о чем сейчас идет речь. Те, кому суждено уйти, уйдут. Те, кому суждено остаться, останутся. Будьте благоразумны в принятии жизни такой, какая она будет даваться свыше. Те, кто останутся живы в нелегкий для планеты момент, пройдут самые суровые испытания Земли. Прежде чем обратиться с просьбой к Богу попасть на обучение, подумайте, сможете ли вы пройти свои испытания. Ведь за неверное земное поведение всем придется отвечать или отрабатывать, как говорят в космосе. Жалеть не будут никого, потому что все справедливо, что посеял, то и пожал. Людям дают возможность отработать лишь малую часть ошибок, но и это тяжело. Божественные знания, это труд, учеба, постоянный контакт с людьми. Ученик не думает о себе, когда к нему обращаются за помощью. Он становится проводником любви и дарит ее своей семье, знакомым всем людям, не всегда получая в ответ то же самое. Пройти жесткие испытания, это значит научиться любить, когда не любят и ненавидят тебя. Это значит найти золотую середину и быть умным в поступках, гибким, тактичным, уметь постоять за себя и других. Но не так, как это принято на земле, а мудро и толково подходя к решению вопросов. Ведь любого конфликта всегда можно избежать, и в то же время одним неверным словом можно спровоцировать его начало. Духовность людей позволит им выйти на новый этап в освоении жизни, в развитии культуры поведения и общения. Хочется пожелать, чтобы вы сделали для себя правильные выводы и научились всегда оставаться на высоте, выходя из любых, даже безвыходных ситуаций. Удачи всем! Заключение, дорогие люди! Прочитав эту книгу, вы узнали, как работают в других цивилизациях, как могла бы развиваться дальше Земля. Сейчас многое будет зависеть от вас, от ваших мыслей и действий. Те, кто сделали правильные выводы, смогли изменить свою жизнь и теперь шаг за шагом уходят вперед. Если и те из вас, кто стремятся сохранить Родину, народ, мир на планете Земля, начнут понимать, что от их устремлений зависит будущее, то они смогут помочь человечеству выровняться и отойти от всего негативного. Если каждый начнет с себя, то на Земле можно будет восстановить мир. Вы узнали о том, какими тайными знаниями владели жрецы, что изучают в высших эшелонах власти, увидели, как идут люди со старыми знаниями и какие перспективы открываются тем, кто изучает новое. Выше божественных наук ничего нет. Если рассказывать об их применении, то пришлось бы написать много книг. Приведу всего лишь несколько фактов. На Белой горе, что есть в Пермской области, жили староверы и христиане. Староверы доказывали, что их вера правильная, и между людьми шли споры. Тем временем в губернии несколько месяцев не было дождя. Засуха ставила под угрозу весь урожай. Тогда староверы начали просить идолов, которым поклонялись. Но сколько бы они ни делали этого, возносясь над другими, засуха продолжалась. А когда христиане попросили Бога, то в тот же день начался дождь. Через некоторое время все повторилось. Тогда староверы приняли христианство. Вам также известно, что Ванга точно предсказала день и время своей смерти. И когда это произошло, люди поняли, что Бог есть и увидели, насколько сильны его знания. Те, кто решили жить не для себя, а для других людей, ушли навсегда вперед, опережая земные науки. Эти люди всегда начинают с себя, анализируют свои поступки и быстро исправляют ошибки, если они возникают. Ученики, достигшие многого в науках, не обидчивы, не ведут дебаты и обсуждения других людей. В поведении космических ясновидящих нет места клевете и зацикленности. Они знают, что люди, не понимающие их, находятся на своем уровне и время – лучший судья. Поэтому не опускаются в ссоры, споры и не доказывают своего. Те, кто прошли обучение, не нарушают божественные заповеди, умеют сохранить мир в семьях и со всеми людьми. Они понимают, как это важно и порой непросто, но всегда находят выходы из любых ситуаций, честно проходят свои уроки. Они не ждут помощи от других, а сами стремятся помочь людям. Ответственность перед Богом у учеников большая. Они знают, что люди, которые хитрят и пытаются решить свои личные проблемы, далеко не уходят. Жизненная школа идет у каждого на своем уровне. Но все учатся быть спокойными, простыми, учатся не зазнаваться, не поучать других и не навязывать своего мнения. В принятии решений руководствуются добрыми намерениями и самостоятельно подходят ко всему, не ожидая, что кто-то другой разрешит все их проблемы. Они ни в чем не обвиняют людей. Можно быть полезными обществу, просто выполняя свою работу, занимаясь любимым делом, неся радость другим. Живя по божественным заповедям, думая не только о себе, но и принося пользу обществу, молясь за других, люди уже несут мир планете. Сейчас многие хотят попасть на обучение, чтобы это произошло, необходимы ваши вера, просьбы к Богу, правильное поведение и принятие верных решений. Когда ученик будет готов, Бог подведет его к учителю, а он всегда рядом. Сейчас космосом многое делается для землян. Четвертая и пятая книги уже созданы. Но когда люди поймут, о чем идет речь и будут готовы к ним книги выйдут. В четвертой вы прочтете предсказания и узнаете, что нужно делать, чтобы не происходили землетрясения, как в спятаке и ураганы, как в Америке. Предсказания будут точны, если люди поймут, как себя вести, а это будет разъяснено в книге, то многих страшных катастроф удастся избежать. Если люди будут враждовать и злиться, как сейчас, то все предсказания сбудутся один в один. Последствия будут очень серьезными, миллионы людей погибнут. Из пятой книги вы узнаете о будущем Земли, о переходе в золотой век. Она раскроет перспективы развития человечества и планеты. В помощь людям вышел фильм с пояснениями причин гибели древних цивилизаций и прежних руководителей страны, рассказано о Сталине, Берии, Ельцине, Путине. Мощное давление темных сил сейчас идет на правительство, ставятся коды на уничтожение этих людей. Без божественной защиты и новых знаний трудно противостоят злу. Вы знаете, как непросто урегулировать вопрос с Чечней, с помощью пси-оружия боевики зазомбированы на убийство, поэтому с ними трудно что-либо решить мирным путем. Но если ученые, создавшие новые виды оружия, призадумаются над тем, как им надо поступить, то еще все можно изменить в лучшую сторону. Сделав правильные и своевременные выводы, они еще сумеют исправить сложившуюся ситуацию. Хотелось бы, чтобы земляне поняли, куда и как ведет Бог. Он всем желает счастья и добра, надеется на взаимопонимание между всеми вами. Успехов вам, дорогие люди! Бакаев А.Г. Спасибо, вам за просмотр видео, если понравились видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий, и поделитесь видео в социальных сетях. Также поднимайте свой уровень Божественной энергии, будете здоровы, и счастливы, успехов, вам, в познании интереснейших вещей. Всего вам, наилучшего! Продолжение следует...